Доброго времени, дорогой слушатель! У микрофона Костя Суханов. А это значит, что нас с вами ждёт очередная классная аудиокнига. Такого в моей коллекции ещё не было. Это будет триллер. Детектив. И как считает сам автор книги Олег Михеев, «Человек, к слову, для вас новый», знакомьтесь, эта книга в первую очередь о силе любви. Что ж, слушать и решать предстоит только вам. Заранее огромное спасибо за поддержку. Спасибо за лайки. Пожалуйста, не ленитесь. Обожаю читать ваши комментарии, и ни один не останется без ответа. Обнимаю всей душой тех, кто поделился аудиокнигой со своими настоящими друзьями. Книга очень стильная. Название 33,1. Это скорость проигрывания виниловых пластинок. И каждая глава – это название песни. Приятного прослушивания. Поехали. Олег Михеев. 33,1. Первое. Лавермен. Старший детектив Мэнсон закурил вторую сигарету. Злость, досада и по большей части растерянность – вот то, что он чувствовал этим ранним воскресным утром. Иногда бывают события, которые хочется забыть. Похоронить их на задворках собственной памяти, и со временем они там и остаются. Проходят годы и начинает казаться, что это было давно и неправда. А потом это случается снова, и воспоминания с удвоенной силой вырываются наружу. Реджи, ты же видел это тогда, в 2009-м? Спросил Мэнсона его коллега, детектив Лепетия. Да, дважды. И думал, никогда больше не увижу. Тогда тоже было начало августа, и Мэнсону было 26, как сейчас его коллеги. Он уже пятый год служил в полиции Олбрука, довольно спокойного и тихого городка, где тяжкие преступления случались нечасто. Появление серийного убийцы стало ошеломляющим событием для горожан. Такого прежде никогда не случалось. Не то, что в Олбруке, но и где-то поблизости. Были убиты две девушки с промежутком в месяц, и обе по одному сценарию. Преступник использовал усыпляющую инъекцию, после которой отвозил девушек в лес. Раскинутые руки и ноги жертв он привязывал к деревьям, а рот заклеивал скотчем. Насильник не снимал с них одежду, а только распахивал блузку, обнажая грудь, и разрезал джинсы для доступа к половым органам. Он ждал, когда девушки очнутся, после чего насиловал их, вставляя им в нос ватные тампоны. Этот больной извращенец смотрел, как они задыхаются лёжа под ним. После второго эпизода в Олбрук прислали столичную команду следователей и экспертов, но это не помогло. Преступник не оставил никаких следов. Не имея ни улик, ни свидетелей расследование так и не продвинулось. Те, кто оказались под подозрением, имели надёжные алиби и версии рушились одна за другой. Убийства закончились так же внезапно, как и начались, и через несколько месяцев дело осело в архивах. С тех пор прошло 12 лет, и казалось, на этом всё и закончилось. Мэнсон остановил машину у кромки леса, где их встречал патруль. Детективы пошли за ним следом к месту преступления, где уже работали эксперты. Пройдя за ленту, они приблизились к телу. Никогда прежде Мэнсон не видел, что человек может так измениться за одну секунду. А с Лепетти это случилось, словно его ударила молния. Он опустился на колени возле девушки. «Рэджи! Рэджи, как же так?» – дрожащим голосом сказал его коллега. Мэнсон тоже узнал жертву. Карина Такыч – официантка из кафе «Фиеста», где они часто обедали. Кристоф Лепетти был влюблён в неё, и в последнее время они встречались. Теперь убийство обрело личные мотивы, и Мэнсону это совсем не нравилось. Он не знал, что сказать Кристофу в эту минуту, ни как друг, ни как начальник, но понял, что в этот раз они просто обязаны найти убийцу. Он положил руку на плечо Лепетти, тот повернул голову и посмотрел на него безумными глазами. Помимо боли и скорби, Мэнсон увидел в них гнев и нечто такое, от чего пробежал холодок. «Крис, наверное, тебе лучше поехать домой», – сказал Мэнсон. «Шеф, я в порядке». Они оба знали, что это не так, но Мэнсон только кивнул. Он понимал, что сам Лепетти мог бы оказаться на месте подозреваемого, только этой ночи он был на дежурстве, а 12 лет назад и вовсе учился в школе в другом городе. Теперь придётся всё начинать сначала, с самой первой девушки. Тогда по запросам в Интерпол не было обнаружено похожих эпизодов, и Вера Берч, медсестра из Олбрука, считалась первой жертвой серийника. Зачастую именно первая жертва могла быть ключом ко всему. Обычно первым берут то, что ближе. Мэнсон услышал знакомый голос и обернулся. Возле ленты ограждения стоял полноватый мужчина с микрофоном в руке, а возле него оператор с камерой. Это был Рэм Паттаки, репортер с местных теленовостей. Именно с его подачи за убийцей закрепилось прозвище «Любовник». «Rice for rape me, miss for murder me» — вспомнил фрагмент его цитаты Мэнсон. Он недолюбливал прессу, и появление Паттаки окончательно угробило воскресное утро. Мэнсон подошел к журналисту. «Рэм, неужели так необходимо показывать людям все это? Думаешь, они хотят это видеть?» «О, ты даже не представляешь, что люди хотят», — ответил Патаки. Мэнсон понимал, что тот по большому счету прав. Низменные инстинкты, которые многие прятали за фасадом добропорядочности, проявлялись в моменты уединения с собственными желаниями и фантазиями. Он догадывался, о чем сейчас думает Кристофер, и надеялся, что это так и останется в его голове, а не воплотиться в реальность. Хотя для этого надо было сначала найти убийцу. «Рэм, давай так. Ты не станешь показывать жертву в эфире. Поверь, она этого не заслуживает. Я готов делиться с тобой эксклюзивом», — предложил Мэнсон. «Крэджи, а он будет эксклюзив?» «В прошлый раз все кончилось так и не начавшись», — ответил Патаки. Мэнсон стиснул зубы. Тогда это была увесистая пощечина как полиции Олбрука, так и столичной. И ода безнаказанности преступника. Сейчас все могло повториться. «Рэм, ты знаешь, что нам лучше договориться, а не ссориться. Не показывай тело девушки в эфире. Это моя личная просьба. Мы уже знаем, кто она, и я не хочу, чтобы ее видели в таком виде». Журналист кивнул. Он получил от Мэнсона необходимую информацию и помчался на студию готовить экстренный выпуск. Избавившись от Патаки, Мэнсон вернулся к осмотру места преступления. Минут через десять прибыли кинологи, и снова все получилось, как в прошлый раз. Собаки потеряли след возле дороги, а убийца не оставил ничего, кроме веревки, к которой была привязана жертва. «Почему они?» «Почему именно эти девушки?» Думал Мэнсон, уже сидя в своем кабинете. Он раскрыл папку с именем Вера Берч и принялся читать. Потом добавил папку Жанны Рихтер, второй жертвы, и то, что успели собрать на Карину Такыч. Мэнсон понимал, что у него недостаточно опыта, и уже оповестил столичный департамент, но сидеть сложа руки он тоже не собирался. В кино все выглядело как-то просто. Гениальные сыщики чуть ли не в одиночку отлавливали изощренных серийных убийц, причем довольно быстрых. На деле же получалось, что кропотливая работа большого количества людей могла затянуться на годы и не всегда принести результат. Даже при нынешних методах следствия нужно было хоть что-то, за что можно зацепиться. Любовник не оставил после себя ничего и пропал на много лет. Мэнсон прикрепил к доске фото убитых девушек, причем по два каждый, портрет, и где они были видны в полный рост. Жертвы были примерно одного возраста, 23-25 лет, но внешне совсем разные. Зато совпадали фигуры девушек, и каждая на момент убийства была в облегающих джинсах и светлой блузке. Это мало что давало, но пока было единственное, что их объединяло. Через несколько часов у Мэнсона уже рябило в глазах от прочитанного, не возникло ни одной внятной идеи. Он с досадой захлопнул папки и отправился в кафе Фиест. Там уже побывали двое его подчиненных, но Мэнсону захотелось самому отправиться на место работы Карины. Войдя в кафе, Мэнсон окинул взглядом зал и увидел за одним из столиков крестов. Тот был пьян и не собирался останавливаться. Возле него стояла едва початая бутылка водки, и она точно была не первой. Мэнсон сел за столик напротив коллеги. Крестов, погасшим, но все еще осмысленным взглядом, уставился на Мэнсона. Они какое-то время вели молчаливый диалог. В словах они не нуждались, каждый и так понимал, что они хотели сказать друг другу. Крестов кивнул и, встав из-за стола, нетвердой походкой направился к выходу. Мэнсон надеялся, что на этом все и закончится. К столику подошла официантка с траурной ленточкой на рукаве. Мэнсон знал почти весь персонал этого кафе. Девушку, стоящую возле него, звали Лариса, и она была подружкой Карины. Он попросил ее присесть. Лариса промокнула салфеткой притаившиеся в уголках глаз слезинки и села за стол. «Знаю, мои ребята уже побывали здесь, но, пожалуйста, постарайся вспомнить хоть что-то. Любую мелочь, которые не придают значения. То, что могло быть не как обычно в этот вечер». «Я пыталась», ответила Лариса. «Но ничего, совсем ничего. Ни звонка, ни странного посетителя. Мы вышли, как всегда, в начале первого. Возле кафе никого не было. Повары девушки с кухни ушли немногим раньше нас. Мы были последними, и Карина, как обычно, пошла в сторону дома». Мэнсон знал, что Карина жила неподалеку. Минутах в десяти ходьбы и почти всегда добиралась с работы пешком. Он не думал, что ее похитили из дома, хотя окончательно не отвергал и эту версию. Считал, что это могло случиться по дороге домой. Его сотрудники уже изъяли видео с камер наблюдения кафе и тех, что находились поблизости и сейчас изучали записи. Мэнсон подумал, что нужно получить все видео, которые были на камерах до самого дома Карины. Он достал телефон и позвонил в отдел, отдав нужное распоряжение. «Ларис, во что была одета Карина, когда покидала кафе?» спросил он после звонка. «Черные вельветовые брюки и белая водолазка», ответила официант. «Ты уверена?» «Рэдж, конечно, уверена». «Это многое меняло». Версия Мэнсона лопнула, как надутый баблгам. «А она никуда не собиралась этой ночью?» спросил Мэнсон. «Нет», ответила Лариса. «Субботние смены обычно самые тяжелые. Мы очень устали, и Карина сказала, что мечтает только об одном — добраться до постели». «Спасибо тебе, Лариса», поблагодарил Мэнсон. «Рэджи, это правда он? Тот самый убийца?» «Похоже, что да». Не стал отрицать Мэнсон. «Мне бы очень хотелось помочь вам. Простите, я ничего не заметил». От этих слов Мэнсону стало неловко. Они не смогли сделать свою работу, и Карина поплатилась за это. Это он должен был просить прощения у ее подруги. Сглотнув, Мэнсон поднялся из-за стола. «Лариса, я обещаю, и в этот раз мы найдем ее». Мэнсон вышел на улицу, в этот момент зазвонил телефон. Это оказался один из инспекторов. «Шеф, мы тут посмотрели записи. Карина Токач покинула кафе не в той одежде, в которой ее нашли». «Да, я тоже это выяснил», ответил Мэнсон. «Берите экспертов и к ней на адрес. Я приеду, но позже». Сев в машину, Мэнсон решил навестить Иосифа Измайлова, человека, обнаружившего тело. У него уже сняли показания, но детектив хотел поговорить с ним лично. Он запросил в отделе нужный адрес и через десять минут был на месте. Он предупредил заранее о своем приезде, и Иосиф ждал его, сидя на веранде со своим лаборадором. «Простите, что снова отнимаю ваше время, но мне бы хотелось самому услышать, как все случилось. Время впрямь бесценно, и это начинаешь понимать уже к пятидесяти. Та девушка уже не доживет до моих лет, и мне искренне жаль, что она мертва. У меня дочь ее возраст, и я не знаю, чего сейчас во мне больше, гнева или страха». Мэнсон мог бы много что ответить Иосифу, но сейчас ему нужны были только факты, беспристрастные голые факты. «Вы часто бываете на пробежках?» спросил он. «Каждый день в любую погоду уже несколько лет. Всегда в одно и то же время? Вам встречается кто-нибудь по пути?» «Да, всегда в шесть утра. Случается, мне попадаются другие бегуны, обычно, когда я уже возвращаюсь. Они движутся мне навстречу, сегодня я никого не встретил». «Вы всегда берете с собой собаку?» спросил Мэнсон. «Да, мы привыкли бегать вдвоем». «Если бы не этот любитель пробежек и его собака, неизвестно, когда нашли бы тело», подумал Мэнсон. «Веру Берч нашли только на четвертый день. Жанну Рихтер хватились сразу после пропажи и отыскали по биллингу телефона. Убийца ничего не брал из вещей жертвы, он не собирал сувениры и их сумочки нетронутыми оставались на местах преступления. Сумочки! Вспыхнуло в мозгу Мэнсона, на месте преступления ее не было. «Когда вы увидели тело, вам не показалось что-то странным, необычным. Может, что-то не вписывалось в общую картину?» «Детектив Мэнсон, мой пес скулил как безумный, когда я увидел тело, меня едва удар не хватило. Я же вам говорил, у меня дочь ее возраста. Я еле сумел номер полиции набрать, руки ходуном ходили. У меня до сих пор все это перед глазами». «Простите», сказал Мэнсон, потому и спрашиваю, пока «Или труп убитой девушки, это обычно», возмутился Измайлов. «Что ж, спасибо, боюсь, мне придется еще раз навестить вас, и не одному». «Да, да, я хочу, чтобы его нашли, это неправильно, так не должно быть». Мэнсон вернулся в машину и поехал на адрес Карины. Он хорошо знал то место, как и все другие места на своем участке. Там стояли по большей части двухэтажные кирпичные в одном из них и жила Карина. Сама она была не местной, приехала семь лет назад из одной отдаленной деревушки. Ее родителям сообщили о смерти дочери и ждали их приезда. Мэнсон не любил таких встреч и поручил это одной из сотрудниц отдела. Возле дома уже стояла полицейская машина. Мэнсон пристроился рядом и подошел к двери в подъезд. Чтобы войти, требовался магнитный ключ. Мэнсон набрал номер квартиры Карины, чтобы его впустили в дом. Квартира оказалась всего четыре по две на этаже. Одна из дверей открылась и Мэнсон увидел детектива Паркера. «Опрашивай соседей», сказал тот. «Есть что?» поинтересовался Мэнсон. «Нет, я только в одной побывал», ответил Паркер и позвонил во второй дверь на этаже. Мэнсон поднялся выше и зашел в квартиру Карины. Там был еще один «Самая обычная квартира с самой обычной девушкой. Милая и уютная, а местами вовсе трогательная». На одном из стоящих на комоде фото Карина была вместе с Кристофером. Пройдя в спальню, Мэнсон увидел аккуратно сложенные вельветовые брюки и водолазку. Он выглянул в гостиную и спросил детектива. «Вы нашли сумочку?» «Несколько», ответил детектив. «Одна с вещами». Мэнсон смотрел содержимое. Полный набор, включая телефон, кошелек и ключи от входной двери. Получалось, что похитили ее из дома, а не по дороге, как поначалу полагал Мэнсон. «Что с замком?» «Дверь не была заперта, когда мы приехали, и следов взлома нет. Если кто-то открывал ее, то родным ключом», ответил эксперт. Мэнсон задумался. Первое, что приходило в голову, Карина знала убийцу и сама впустила его в дом. Возможно, убийца заранее смог сделать копию ключей. Было еще вариант. Ее могли подкараулить возле дверей. В любом случае, убийца побывал в ее квартире. Теперь нужно было опросить всех жителей ближайших домов и собрать записи камер наблюдения поблизости. Мэнсон позвонил в отдел и распорядился этим заняться. Сам он отправился к начальнику полиции города, который уже не раз звонил ему. Полковник Каспар Вандербейл был вменяемым начальником полиции и Мэнсона с ним связывали приятельские отношения. Он был на должности Мэнсона на момент первых убийств, а когда через несколько лет пошел на повышение, рекомендовал Мэнсона на свое место. Поэтому Мэнсон понимал, что едет не на ковер, а его начальник хочет обсудить что-то лично. Полковник встретил Мэнсона и они прошли на просторную террасу с плетеной мебелью. На столе возле бутылки виски стояли два наполненных стакана. Вандербейл взял один, а второй протянул Мэнсон. «Мы снова в жопе?» спросил он. «Глубже», ответил Мэнсон. Этой ночью он похитил девушку из собственного дома. «Знаешь, Реджи, все эти годы мне хотелось верить, что этот подонок сгинул. Что-то вроде кары небес. Бог взял и прибрал его к рукам, но нет. Такие подонки долго топчут землю. Вместо этого Господь забирает невинных девушек. Есть хоть какие-то зацепки на этот раз?» «Шеф, я пока еще не получил отчета экспертов, а в остальном все быстро сходит на нет. Как вернусь, выясню, что на видео с камер возле моста. Может, удастся вычислить машину, на которой был убийца. Скоро прибудут люди из столицы, так что сам понимаешь, они будут рулить», подытожил Мэнсон. «Рэджи, неважно кто рулит, делай свою работу. Надеюсь, что тебе повезет больше, чем мне. Вержи меня в курсе, и с моей стороны будет полная поддержка во всем. Теперь то, зачем я хотел встретиться с тобой». Не первый раз Мэнсон сидел на этой самой веранде. Полковник имел привычку проводить приватные беседы не в стенах собственного кабинета, а именно здесь. И когда Мэнсон ехал сюда, он уже ждал этой беседы. «Это касается равновесия», начал Вандербейл. «А именно того, что случилось два года назад». Мэнсон кивнул. Он хорошо знал о событиях в Серебряных холмах, где случилось несколько убийств, виновником которых оказался один из адептов равновесия. Он прибыл туда именно из Обрука. Серьезного урона репутации секты это не нанесло, но пятно осталось. «Я не хочу привязывать каждое убийство к этой секте, но копнуть там стоит», сказал полковник. «Хорошо, шеф, я лично займусь этим и постараюсь без конфликтов». «Ты же хорошо знаком с Патриком?» спросил Вандербейл. Мэнсон снова кивнул. Он знал его еще подростком, хотя был на два года младше его. Последний раз они виделись в его клубе и неплохо провели время. Мэнсон знал, что именно Патрик положил конец Хэтфилду, убийце из Серебряных холмов, и как никто другой мог поделиться информацией. «Я смогу на законных основаниях получить списки членов равновесия?» спросил Мэнсон. «Ты получишь их в любом случае», ответил полковник. «Они не масоны, а ближе к каким-нибудь саентологам, так что не скрываются. Я лично позабочусь, чтобы ты получил нужную информацию». «Отлично! Мне нужны данные, начиная с 2007 года, включая всех, даже бывших членов. Думаю, завтра ближе к вечеру у меня будет все необходимое. Если это все, я поеду, шеф». «Удачи, Роджер», ответил полковник и проводил Мэнсона до двери. От полковника Мэнсон направился в отделение. По дороге ему сообщили, что столичная команда уже на месте. Мэнсон удивился. Он не ждал их раньше понедельника. Видно, это тоже отголоски давних событий и кто-то очень заинтересован в успехах расследования. В отделе его перехватил один из сотрудников. «Шеф, мы пробили все номера всех машин, что пересекали мост в нужное нам время. В час 007 темно-синий фиат проехал в сторону пригорода. В 2.39 вернулся. Машина зарегистрирована на Карину Такач». Мэнсон молча кивнул. Последняя возможная ниточка оборвалась. Убийца воспользовался машиной жертвы. Мэнсон поднялся на второй этаж в свой кабинет. На этот раз команда из столицы оказалась гораздо скромнее. Всего три человека. Один лет пятидесяти в старомодном костюме с большими залысинами и крупными цепкими глазами за стеклами очков. Второму было за тридцать и он мог бы запросто затеряться среди сотрудников отдела Мэнса. Третьей оказалась девушка возраста что и ее младшая коллега. Она выглядела очень привлекательно и как показалось Мэнсону утонченно. Майор Реджин Мэнсон старший детектив и начальник отдела представился Мэнсон. Заметив удивление в глазах человека с цепкими глазами Мэнсон пояснил. У нас всего три отдела по количеству районов города и штат невелик. Есть главный департамент полиции который курирует всех. На местах должность начальника занимает старший детектив. Бенджамин Гест представился старшей группы. Я буду руководить расследованием и координировать действия ваших сотрудников. Затем он представил своих коллег. Виктор Райс один из лучших специалистов по серийникам. Вильма Мяги профайлер. Мэнсон задержал взгляд на Вильму пытаясь понять как она со своей утонченностью копается во всем этом дерьме. А она словно прочла его мысли и улыбнулась обворожительными ярко-голубыми глазами за линзами изящных очков, которые делали эти глаза чуть больше. «Детектив Мэнсон внешность обманчива. Я неплохо справляюсь, поверьте», сказала Вильма. «Хорошо. На время расследования я уступаю вам свой кабинет. Если госпоже Мяги понадобится отдельное помещение, я позабочусь. На первом этаже есть конференц-зал, который мы подготовили в качестве штаба. Прямо сейчас мы можем пойти туда, я соберу всех нужных сотрудников, потом готов заняться вашим размещением и ужином». «Спасибо, детектив Мэнсон», сказал Гест. «Обычно нас недолюбливают и не пытаются это скрыть». «Это глупо», ответил Мэнсон. «Рад, что вы это понимаете. Мы одно дело делаем, и я обычно не пропускаю мимо ушей мнения коллег. Идемте». Когда все собрались, Мэнсон подошел к висящей на стене карте города. Если посмотреть на обрук сверху, он выглядел как полумесяц, вытянувшись вдоль левого берега реки. На правом берегу начинался небольшой лесной массив, в котором мы находили тела жертв. За лесом было несколько фермерских хозяйств. Показав на карте все ключевые точки, Мэнсон раздал гостям папки с фактами, что они успели собрать, и предварительные заключения экспертов. Потом отчитался о проделанной работе. Гетт оценил усилий местной полиции. Закончив листать папку, он поднялся со своего места. Учитывая проделанную вами работу, прямо сейчас указаний будет немного. Завтра нужно прочесать лес по более обширной территории. Все, любую спичку, фантик, использованный презерватив, повторяю, все, собирайте и на экспертизу. Продолжайте поиски машины жертвы и займитесь соцсетями. Ищите всех, кто проявил хоть какой-то интерес к жертве, комментарии, лайки, то просто часто посещал ее страницы. Завтра в восемь собираемся здесь. Мэнсон раздал указания, кому чем заняться и отпустил сотрудников. Многие из них перед уходом кто украдка, а кто явно пялились на ведьму. Мэнсон поймал себя на мысли, что и сам нет-нет, да и посматривает на нее. Был в ней какой-то притягательный шарм из тех, что заставляет на улице обернуться вслед проходящей девушке. Вам нужен транспорт? спросил Мэнсон. Виктор будет пользоваться авто, на котором мы приехали. Нас с Вильмы когда понадобится устроить служебный, ответил Гест. Я распоряжусь, чтобы в случае надобности вам давали машину, если понадобится с водителем или патрульным. Идемте, я провожу вас в гостиницу. Я думаю, вы хотели бы поселиться поближе к отделению? Гест кивнул. Выйдя из отдела все уселись в Opel Zafira минивэн, на котором они приехали и через пару минут были на месте. Гостиница Флориоса была совсем рядом в пяти минутах ходьбы. Одна из самых старых гостиниц города с отличной репутацией, сказал Мэнсон, пропуская гостей внутрь. Добрый вечер, Долорес, сказал он стоящему за стойкой администратору. Привет, Реджи. Мэнсон заметил, что она хотела что-то спросить и даже догадывался, что, но не стало в присутствии посторонних, в которых она сразу узнала гостей из столицы. Долорес, позаботься, пожалуйста, о моих коллегах. Мэнсон обернулся к остальным. Здесь хороший ресторан и бар, можно заказать ужин в номер, а я, пожалуй, поеду домой. Гест и Райс поблагодарили Мэнсона и занялись регистрацией. Мяги взяла двумя пальцами Мэнсона за рукав, когда тот собирался уходить. Детектив, не могли бы вы задержаться и разделить со мной ужин? Не пугайтесь, это не свидание, мне просто хочется пообщаться с вами в неформальной обстановке, и еще мне кажется, что дома вас никто не ждет. Это было неожиданно для Мэнсона и приглашение на ужин и осведомленность об одиночестве. Он не носил обручального кольца, но это ни о чем не говорило, его носят далеко не все женатые. Эта дамочка оказалась непроста. За налетом утонченности и милыми очками таилась проницательность и что-то такое, что заставляло откликнуться на ее просьбу. Хорошо, сказал Мэнсон, я подожду вас в холле. Он уселся на один из диванов, а Вильма, получив ключи, поспешила в номер. Она вернулась минут через двадцать переодетая в платье и туфли на невысокой шпильке. Платье не было вечерним или вызывающим, как у девушек в клубах, но в то же время эффектным и при этом не создающим кричащего контраста с повседневной одеждой детектива. Мэнсон оценил ее способность адаптации. Он поднялся и взял Вильму под локоть. Хоть это не свидание, но галантность никто не отменял. Позвольте проводить вас. Раджи, мы не на работе, поэтому сейчас я Вильма. Наговорились? Спросила она. Как скажешь, ответил Мэнсон и добавил, Вильма. Они усели за столик в дальнем углу. Он был отделен от соседних перегородкой в полстены. В ожидании заказа Мэнсон пригубила красного вина, а Мэнсон глотнул холодного брусничного морса. Я думала, детективы пьют что покрепче, пошутила Вильма. Это заставило Мэнсона вспомнить Лепетин. Ему очень не хотелось, чтобы тот наделал глупость. Надо же было такому случиться, что жертвой оказалась именно Карина. И Мэнсон в который раз подумал, почему именно эти девушки? Может быть, Вильма Мягий со своими психологическими штучками сможет это выяснить? Увидев, что ее шутка не развеселила детектива, а напротив заставила задуматься, Вильма посчитала, что обойдется без предисловия. Реджинет, сказала она, хочу, чтобы мы были на равных. А тебе я кое-что знаю из досье и немного увидела сама. Ты тоже должен знать, с кем имеешь дело. И что именно ты узнала? Спросил Мэнсон. Хорошо, попробую. За полчаса общения с человеком и имея определенные факты, это бывает несложно. Ты хороший полицейский, который любит и делает свою работу на совести, не ради карьеры и денег. Ты сам пытаешься во все вникнуть и умеешь ладить с людьми. Работа могла бы полностью поглотить тебя, живи ты в городе покрупнее. Олбрук, слишком спокойный мал, чтобы ты увяз своей работе по уши. Мэнсон понял, что тут она права. Когда что-то случалось, он отдавался расследованию полностью, пытаясь лично ознакомиться с каждой деталью. И то, что город был недостаточно велик, чтобы утонуть в потоке преступлений. У него всегда оставалось время на семью и самого себя. Подошла официантка, расставила перед ними тарелки и пожелав приятного вечера удалилась. Вильма отбросив манеры набросилась на еду, заставив Мэнсона улыбнуться. Он тоже принялся за свою порцию. Мяги прервалась и, промокнув губы салфеткой, сделала несколько глотков вина. «Здесь хорошо готовят», сказала она. «Хотя сейчас, я и чизбургеру была бы рада». «Не думал, что ты их ешь», ответил Мэнсон. «Я и не ем, это скорее фигуральное выражение. Скажи, ты рано женился? По залету, да?» Мэнсон не донес вилку до рта. Такое не могло быть в его досье. Похоже, дамочка и впрямь зрит в корень». Он кивнул в знак согласия. «Хмм, мне, наверное, надо удивиться и спросить. Но как, Холмс?» ухмыльнулся Мэнсон. Вильма рассмеялась приятным негромким смехом. «Реджиналь, работа не могла быть помехой твоей личной жизни. Тут другое, и, как правило, ранние браки нередко распадаются. Ты симпатичный и уверенный в себе человек. В юности у тебя не было проблем с подружками. Ты достаточно порядочен, чтобы бросить беременную от тебя девушку. Вы заставили себя поверить, что влюблены, но этого хватило ненадолго. Через несколько лет только общий ребенок удерживал вас. Когда он достаточно подрос, она нашла другого». Мэнсон уже несколько раз иначе посмотрел на Вильма. Неужели для нее действительно было все так очевидно? Возможно, она действительно хороший психолог и может помочь расследования. Двенадцать лет назад в столичной команде тоже был человек, занимавшийся психологическим портретом убийцы, но портрет этот получился довольно расплывчатым. Никто не ждал, что в нем будет имя, возраст и адрес убийцы, но не доставало деталей, за которые можно было бы зацепиться. Слишком много жителей города попадали в нужную категорию. Да, почти все верно, сказал Мэнсон. Даже без почти. Поверь, я не хотела хвастаться или произвести впечатление, сказала Вильма. Ну, может быть, самую малость. Мне просто хотелось, чтобы ты знал, что я тоже люблю свою работу и неплохо справляюсь. У тебя получилось, ответил Мэнсон. Хотя мне до сих пор непонятно, зачем ты полезла во всю эту грязь. С твоими способностями ты могла бы разводить людей на деньги, сидя в уютном кабинете. «Пу-у-у! Это же скучно!» – рассмеялась Вильма. «Кстати, профайлеры занимаются не только серийниками. Я всего третий раз сталкиваюсь с подобным. Обычно я занимаюсь более прозаичными преступниками, и у меня достаточно времени, чтобы, как ты выразился, разводить людей на деньги». «Все равно должна быть причина», – сказал Мэнсон. «Да, Раджинальд. Мой отец – профессор психологии Арнис Мяги. Он много лет занимался консультацией полиции. Я поздний ребенок, сейчас ему 72, и он отошел от дел. Когда мне было 7 лет, я случайно наткнулась на неосторожно оставленную им папку с одним из дел. Там были фотографии мертвых, обезображенных тел девушек. И, понимаешь, я не испугалась, не испытала отвращения. Мне было любопытно. Позже, когда я подросла, я сама, если появлялась возможность, стала рыться в бумагах отца, читать полицейский отчет и рассматривать фото с мест преступления. В 13 я уже точно знала, кем хочу быть». Мэнсона удивили эти откровения. Он не думал, что Вильма расскажет эту историю каждому встречному. А Мяги снова проявила проницательность. «Реджинальд, эту историю знают немногие. Я рассказала, чтобы наладить близкий контакт». «Зачем?» – спросил Мэнсона. «Зачем тебе этот контакт?» «Откровения вызывают встречные откровения. Мне они необходимы. Я читала портрет, составленный в прошлый раз, и знаю человека, который его составил. Он хороший специалист, но не настолько, чтобы чувствовать себя серийным убийцей. Я могу, и мне нравится оказаться на время больной психопаткой. Может, я такая и есть, но доктор Джекил во мне намного сильнее, и я еще никого не убила». «Ты это всерьез?» «Отчасти, да». Встретившись с ней глазами, Мэнсон понял, насколько правдивы были ее слова. «А ты никогда не боялась, что кто-то из преступников захочет сделать что-то с тобой?» «Нет, Реджи. Такое бывает только в кино. К примеру, Сигурни Уивер в «Имитаторе». А на деле существует типа жертвы, и если одна из них окажется психологом, то не потому, что она им была». «Как раз это я и пытаюсь понять. Я не могу понять, почему девушки выглядят по-разному. У них похожие фигуры, одежда. Последнюю он специально переодел. А лица, прически, цвет волос совсем разные. «Вот мы и добрались до того, ради чего я пригласил тебя на ужин. Ты видел все своими глазами двенадцать лет назад. Ты видел это и сейчас. Ты должен что-то чувствовать, что-то понимать. Может быть, ты сам еще не осознаешь этого, но я уверен, что у тебя достаточно мыслей, чтобы поделиться со мной. И помни, ничего не случается просто так. Никто не родился убийцей сразу. У человека, который идет на такое, всегда что-то есть. То, что заставило его пойти на насилие и убийство». «Думаешь, я этого не понимаю?» Воскликнул Мэнсон. «Только как узнать, что случилось с этим подонком много лет назад? Такое обычно узнают, когда он уже пойман. У меня действительно есть мысли, но не знаю, насколько они верны». «Ты прав. Только отчасти. Если достаточно влезть в мотивацию преступника, можно определить подходящее событие, толкнувшее его на убийство. Если ему интересны только фигура и одежда жертв, я допускаю, что он, когда с ним что-то случилось, не видел лица, а скорее даже головы девушки, и она не была полностью раздета. «Я понимаю, что это иголка в стоге сена. Возможно, это событие никак не связано с криминалом. Я зря потрачу время, но я хочу ознакомиться с вашими архивами. Он у вас есть в электронном виде?» «Только с 2001 года, а остальное на бумаге. Есть еще кое-что, что не дает мне покоя. Я не верю, что за эти 12 лет не было других жертв. Они могли быть где угодно, и хоть кто-то совместил бы их с нашими случаями. Но этого не произошло. В базе данных Интерпола нет аналогичных преступлений. Получается, Олбрук – особенное место для убийцы, и только тут он оставляет тела». «Очень любопытно», – сказала Вильма. «Мне надо почаще ужинать с тобой». Мэнсон улыбнулся. Несмотря на то, что это не было свиданием, он неплохо провел вечер и был не против повторить. И еще он поймал себя на мысли, что хотел бы продолжение после ужина. Вильма была достаточно привлекательна, чтобы этого захотеть. А еще Мэнсон побоялся, что она догадается, о чем он сейчас думает, и Вильма догадалась. Она положила свою руку поверх его. «Потом», – сказала она. «Уверена, это случится, но не сегодня». Мэнсон понял, что не позавидует ее мужу, когда он у нее будет. «Если будет». Дочка профессора слишком хорошо научилась читать людей, чтобы многих отпугнуть. После ужина они попрощались в холле гостиницы, и Мэнсон отправился к участку, где оставил свою машину. По дороге он понял, что ему совсем не хочется возвращаться в свой пустой дом, и решил заночевать в кабинете на диване. Вторая. Бракендау. Город появился внезапно, как только поредел лесной массив. А обе стороны дороги на небольшом удалении выстроились симпатичные таунхаусы, а впереди заведнелись башни и крыши старого центра. Мне было приятно снова оказаться в этих местах. Я соскучился по Европе с ее вековыми улочками и вычурной архитектурой. Последние четыре года я по большей части провел на воде и устал от бескрайней глади центральной Атлантики и палящего солнца. Поначалу это казалось мне великолепным, особенно после заснеженных горных массивов. Мне нравилась моя работа, люди, с которыми я подолгу был вместе, и то, что меня окружало. В моей жизни появилось что-то новое, и это меня увлекло. В паузах между плаваниями я ошивался на пляжах Флориды с какой-нибудь девушкой и ни разу не наведался домой. Собственно и дома у меня уже много лет не было. Оба моих родителя завелись новыми семьями, растили детей, которых я был старше на 20 с лишним лет, и у меня не было желания навестить их. Я был доволен своей жизнью, но так и не завел новых друзей и не нашел девушки, с которой хотел бы быть вместе. Тоска появилась не сразу, она росла день за днем, и мне захотелось вернуться. Глоток морозного альпийского воздуха манил меня, суля избавления от нахлынувшей хандры. Я знал, что ничего не будет как прежде, все закончилось тогда, с горной лавиной, покалечившей Бориса. А потом погиб Саймон. От нашей четверки остались только воспоминания. Последние пару лет я только с Патриком был на связи и сейчас ехал к нему. Он был единственным, кого я хотел видеть после возвращения в Старый Свет. Я знал, что в его жизни случилась трагедия, но он справился и последние полгода был женат на актрисе. Я посмотрел ее фильмы и еще больше порадовался за него. Катарина оказалась талантлива и красива, хотелось бы мне встретить такую девушку. Не то чтобы актрису, а такую же милую и притягательную, с которой хотелось бы остаться навсегда. Последний раз я был в Олбруке шесть лет назад. Около двух недель гостил у Патрика после того, как мы вернулись из-за Гельмута. Маленького городка, где после травмы осел Борис. Мы весело провели время, таскаясь по ночным клубам, и у меня остались контакты трех девушек, с которыми я переспал. Скорее всего, я позвоню им уже сегодня вечером, и, может быть, они даже вспомнят меня. Я не хотел нарушать семейную идиллию Патрика и собирался остановиться в какой-нибудь гостинице в центре города. Набрав в смартфоне нужный запрос, я остановился на Афлориосе и наметил путь в навигаторе. Очень скоро я добрался до места и с восторгом огляделся. Вокруг меня словно струились солидность и старина. Даже фонари вдоль дороги остались с тех времен, когда еще были газовыми. Достав из багажника дорожную сумку, я вошел в холл гостиницы. Приятная девушка-администратор извинилась и сообщила, что одноместных номеров не осталось. Меня это совсем не смутило, я не собирался ночевать в одиночестве, и остановился на двухместном номере на верхнем этаже. Коридорный подхватил мою сумку и проводил меня в номер. Осмотревшись, я остался доволен и, открыв заботливо оставленную в баре бутылку виски, выпил. И развалился на просторной кровати. Достав смартфон, я позвонил Патрику. «Привет, дружище, я добрался», — сказал я, когда он ответил. «Ты где?» — спросил Патрик. «Мы тебя сейчас встретим». «Патрик, не суетись, я в гостинице, хочу отдохнуть с дороги». «Ты рехнулся, почему в гостинице?» — возмутился Патрик. «Не хотел помешать вам, ты же теперь семейный». «Сэт, что за глупости?» «Уверен, Катарина будет рада». «Ха-ха, будет рада, если я припрусь ночью пьяной с какой-нибудь тёлкой?» Хм-хм-хм, Патрик рассмеялся. «Да, брат, короче, живи где хочешь. Мой дом всегда открыт для тебя, даже ночью, пьяному и с тёлкой. Как отдохнёшь, звони, я хочу вечером отвезти тебя в одно место». Договорились. Я завершил разговор. Выпив ещё немного, я сходил в душ и улёгся спать. Проснулся около восьми вечера, голодный и жадный до приключений. Я не знал, куда Патрик собирается вести меня, чтобы подобающе одеться, но не стал звонить и уточнять. Сам Патрик не был прихотлив в гардеробе. Вещей у меня было немного, и я остановился на серых джинсах и модной зелёной рубахе на выпуск. Внизу я зашёл в бар, где перекусил сэндвичем с ветчиной и запил минералкой. Нормально поужинать я собирался с Патриком. Всё ещё сидя в баре, я снова набрал ему. «Ты где именно остановился?» – спросил он. «В центре, гостиница Флориоса», – ответил я. «Хорошо, мы скоро будем». Я подумал, взять ли мне ещё минералки или бутылочку пива, но потом решил дождаться Патрика в холле гостиницы и покинул бар. Я уселся на просторный диван и стал искать контакты девушек, тех самых, с кем провёл в Олбруке ночь. Мне было интересно, как они выглядят сейчас и что с ними стало. «Шесть лет – долгий срок, за это время многое может случиться». Я нашёл всех троих и пытался вспомнить, как выглядела каждая из них, но так и не смог. Воспоминания стёрлись из памяти. Мой телефон зазвонил, и Патрик сообщил, что ждёт меня у входа. Я вышел наружу и сразу увидел их. Не думаю, что он хотел сделать это специально, но то, что я увидел, меня впечатлило. Они стояли в обнимку, прислонившись к антикварному вишнёвому Мазератти. А девушка, которую он обнимал, я видел её только на экране, оказалась слишком хороша. На ней были чёрные сапожки на шнуровке до самых колен, над которыми совсем немного возвышались чёрные с ажурной каёмкой чулки, оставляя небольшую загорелую полоску кожи её идеальных ног. Чуть выше этой полоски начиналась облегающая тоже чёрная юбка с фиолетовым поясом, а верх завершал короткий фиолетовый с чёрной окантовкой топ, обхватывающий её изящную шею и красивую грудь, и полностью обнажая безупречный живот. Катарину совсем не смутило, что я беззастенчиво рассматриваю её. Она только обворожительно улыбнулась и склонила голову Патрику на плечо. «Да, Патрик, не думал, как сильно ты изменился», — сказал я. «Катаешься на раритетном авто с неземной красавицей. Чего я ещё не знаю?» «Ещё я владелец ночного клуба, в который мы сейчас поедем», — рассмеялся Патрик и, приблизившись, крепко обнял меня. «Не волнуйся, я многое пережил, но всё ещё не стал занощевым снобом», — сказал он. «Я очень рад тебя видеть». «Я тоже», — ответил я. «До этой минуты я не понимал, как сильно скучал по тебе». «Ты с нами или на своей?» — спросил он, имея в виду машину. «Патрик, не знаю, как закончится вечер, так что на своей». «Мы расселись по машинам, и я поехал вслед за Мазератти. Мы ехали недолго и вскоре оказались на границе двух районов города — центрального и северо-западного, который возник значительно позже и считался промышленным. Когда-то это была окраина, и тут была построена первая в Олбруке фабрика. В её здании и находился нужный нам клуб. Патрик не проехал через ворота с горящей над ним вывеской «33,1,3», а продолжил ехать вдоль забора, пока не обогнул территорию с задней стороны. Он остановил машину возле двухэтажного здания из красного кирпича. Мы выбрались из машины, Патрик пригласил меня внутрь. Мы сразу поднялись по чугунной лестнице на верхний этаж и оказались в небольшом зале с барной стойкой и столиками вдоль стен. Центральную часть занимал стеклянный танцпол, поделённый на квадраты, которые мигали разными цветами в такт, звучащий из колонок мелодии. «Здесь что-то вроде вип-зоны», — пояснил Патрик. «Очень немногие попадают сюда и совсем не за деньги». «Патрик, я к девочкам», — сказала Катарина и, поцеловав его, пошла в дальний конец зала, где скрылась за одной из дверей. «Сэт, мы тоже здесь не задержимся. Позже вернёмся. Не знаю, какая музыка тебе нравится сейчас, но сегодня у нас выступает женская группа «Марионетки». Играют рок от софта до харда с налётом готики. Я обожаю их и стараюсь помочь как могу». «Да, Патрик, ты сильно изменился. Раньше ты презирал женщин или что-то вроде того. Я помню, как ты насмехался над влюблёнными парнями. Жизнь преподнесла мне очень суровые уроки, когда умерла моя дочь». «Что?» — воскликнул я. «У тебя была дочь. Я не мог себе такого представить, чтобы Патрик был отцом, что его дочь мертва. Если бы я не видел, насколько он серьёзен, подумал бы, что он просто прикалывается надо мной. Но я сразу ему поверил. Такими вещами не шутят. Даже Патрик». «Сэд, я сам об этом узнал три года назад, в день, когда она умерла. Ты помнишь историю, как я потерял невинность?» «Ещё бы!» — ответил я. «Мы все тебе завидовали. В пятнадцать лет ты драл офигенную тёлку». «Вот эта самая тёлка родила дочь от меня или моего отца. А потом её случайно ранил сумасшедший убийца. Рана оказалась смертельной. Её звали Регина. Сейчас ей могло быть 20 лет». «Бля, Патрик, прости. Похоже, мне надо выпить». Патрик кивнул, и мы подошли к барной стойке. «Два коньяка», — попросил он. Мы залпом выпили и взяли ещё по порции. «Сэд, ты не грузись. Не за этим я тебя привёз в клуб». «Эти девушки из группы немногим старше Регины, и, помогая им, я словно искупаю вину перед ней. Я не знал, что сказать ему. Раньше я знал Патрика как весёлого, бесшабашного парня, который легко и уверенно шёл по жизни. А сегодня я увидел совсем другого Патрика. Для нашей дружбы это не имело значения, но теперь мне не хотелось случайно задеть его, чтобы не потревожить появившиеся раны. «Идём», — сказал Патрик. «Не хочу пропустить начало». Мы прошли туда, где совсем недавно скрылась Катарина и оказались на просторном балконе, нависшем над залом. Вдоль ограждения выстроилось несколько столиков, большинство из которых оказались занятыми. Вдоль одной из стен шла подвесная дорожка, ведущая за сцену. Я посмотрел вниз. Задняя половина зала оказалась выше, и на ней тоже стояли столики, а передняя предназначалась для активной и желающей потанцевать публики. И там, и там почти всё было заполнено. Я рассматривал декорации на сцене, когда появилась Катарина. Она села на свободный стул возле Патрика и почти сразу погас верхний свет. Остались только яркие разноцветные софиты вокруг сцены. Когда появились девушки, я понял, почему Катарина так одета. Все участники группы выглядели так же, отличался только цвет их топиков и волос. Они начали довольно драйвово, чтобы встряхнуть зал. Не скажу, чтобы я бомлил от восторга, но они оказались лучше, чем я мог подумать. А на второй песне, особенно когда я смог вникнуть в текст, я понял, что они действительно хороши. Небо, как крышка гроба, свинцовой тяжестью давит. Куда эта дорога, толком никто не знает. А там, где дожди рыдали, месиво черной глины. Мы феи златовласых ждали, а выросли злые джины. Мы с Борисом были моложе Патрика и Саймона на 7 лет, когда познакомились с ними на одной из горных баз возле Норда. В швейцарской части Пенинский хайп. Они уже были, можно сказать, ветераны, а мы только новичками. Парни подыскивали пару для четверки, и случилось так, что это оказались мы. С тех пор мы всегда собирались вчетвером и уже не только в горах. Нам было интересно и весело вместе, несмотря на разницу в возрасте. Где мы только не тусили? В Праге, Антверпене, Питере. В Европе полно замечательных мест, где можно провести время. Это были счастливые годы. Все закончилось с той злосчастной горной лавиной. Мы все еще держались вместе, но по большей части возле Бориса, которого пытались поднять на ноги. Когда это не случилось, и он укрылся от всего мира в Агельмуте, в своем инвалидном кресле, наши пути потихоньку разошлись. Каждый стал сам по себе, а через несколько месяцев я оказался в Атлантике. Сейчас, сидя в этом клубе вместе с Патриком, я словно прикоснулся к своей прежней жизни и надеялся, что смогу уговорить его поехать со мной в одно из наших мест. Я не собирался тащить его на вершину. Мне достаточно было вдохнуть морозный воздух, умыться снегом и чтобы рядом был мой друг. Из воспоминаний меня вырвал пронзительный пассаж на клавишных. Я впился глазами в девушку, стоящую за синтезатором, с темно-зелеными волосами, скрывавшими половину лица. Ее пальцы порхали над клавишами, и казалось, в этот момент она играет всем своим существом, а не только изящными руками. Я не мог оторвать от нее взгляд, а когда продолжила вокалистка, у меня мурашки по рукам побежали. Страшно, если ты не успел, не родился с восходом, среди тысячи сотканных тел облачился уродом. Я не сразу понял, что Патрик что-то говорит мне, а когда песня кончилась, увидел, что он предлагает мне выпить. Я даже не заметил, как на нашем столе появилась выпивка и закуска. Не думал, что тебя так накроют, сказал Патрик, наливая мне коньяк. А ты говорил, что он только от перцев тащится, сказала Катарина. Я улыбнулся. Мне и впрямь очень нравились Red Hot Chili Peppers, и, похоже, Патрик рассказывал Катарине обо мне. Патрик, познакомь меня с ними, попросил я. Я бы тебя в любом случае познакомил, ответил он. После выступления у нас посиделки в VIP-зоне. Я кивнул и продолжил слушать выступление. Я смотрел, слушал и замечал, что все чаще задерживаю взгляд на девушки за клавишами. Было в ней что-то, от чего у меня захватывало дух, и был рад тому, что скоро смогу оказаться рядом с ней. Выступление закончилось, и Катарина снова покинула нас, а мы вернулись в VIP-зал, который оказался совсем пустым. Приятно быть хозяином клуба. Сегодня здесь будем только мы, сказал Патрик. Ты чего, выпер всех отсюда? Поинтересовался я. Не совсем. Просто клуб только пару месяцев как открылся, и VIP-персон совсем немного. Хотя, мне пришлось на сегодня закрыть зал. По большей части клубом занимается Винс, он сейчас как раз в самом клубе, который в одном из бывших цехов. А я ошиваюсь здесь с Катариной. Винс, мой одноклассник, и еще со школы мечтал о чем-то подобном. В прошлом году мы случайно встретились. Дела у него шли неважно, и я предложил осуществить его юношескую мечту. В общем, я вложил деньги, а он всем занимается. Хм, не думал, что тебе это интересно, сказал я. Я тоже не думал, ответил Патрик. Но пока нам с Катариной это нравится. Может быть... В этот момент мы услышали голоса, и в зал вошли марионетки в полном составе. И Катарина. Мы присоединились к ним и прошли к двум сдвинутым и уже накрытым столиком. Когда девушки расселись, Патрик стал нас знакомить. Мэгген, Мэгги Доу. Ей оказалась черноволосая вокалистка, которая помимо вокала играла на басу. Лиза Доу. Продолжил Патрик, представив девушку за ударной установкой с ярко-красными волосами. Я кивал им, расплываясь в довольной улыбке, и действительно был рад знакомству с ними. Николь, Ники Доу. Дошла очередь до гитаристки с темно-синими волосами. «Осталась последняя кукла, ради которой я и хотел этого знакомства. Я посмотрел на нее, и меня снова что-то пронзило. Может, именно так купидоны поражают своими невидимыми стрелами. И хотя я не верил в них, выглядело очень похоже». «Линда Доу», — сказал Патрик. «А это мой очень хороший друг Седрик. Для вас Сед». «Я выразил восхищение их группы и поспешил сесть возле Линды, пока это место не заняли Патрик или Катарина. Оказавшись рядом с ней, я невольно затаил дыхание. Мне хотелось коснуться ее руки, лежащей на столе, но я не решился этого сделать. Мы были едва знакомы, хотя раньше меня это не смущало. Я мог позволить и больше, только познакомившись с девушкой. А сейчас я глупо сидел и украдко и любовался ее красивым профилем. Все, кроме меня, были давно знакомы, и разговор за столом протекал легко и непринужденно. Но я по большей части помалкивал. Скоро хорошая компания и выпивка вернули мне обычное состояние. Я уже не боялся ляпнуть что-то не в попад, и моя робость перед Линдой утихла, но тут все решили перебраться в клуб и продолжить там. Мне не хотелось оказаться среди толпы подвыпившей публики. Напротив, мне очень хотелось остаться с Линдой наедине. Обреченно поднявшись, я увидел, что Линда прощается с остальными. «Ты разве не идешь со всеми?» – спросил я. «Нет, я редко где бываю. Я домашняя девочка», – ответила Линда, и, достав смартфон, стала набирать такси. «Постой, я отвезу тебя». «Зачем?» «Иди веселись с остальными», – сказала Линда. «Мне больше нравилось в нашей уютной компании. Поехали, мне хочется еще немного побыть с тобой». «Хорошо, только знай, ничего не будет, даже поцелую». «Да, я не стал сознаваться, что очень этого хочу. И не только этого. Сейчас мне было достаточно всего лишь провести немного времени с ней, и тем более наедине. Я подошел к остальной компании и тоже попрощался. Патрик хотел что-то сказать мне, но передумал, и мы расстались. Мы вышли с Линдой на улицу и невольно задержались на ступенях, оказавшись под ярким ночным небом, приветливо помигивающим тысячами звезд. Я взял Линду за руку, и она не стала возражать. «Знаешь, мне почему-то сейчас кажется, что в тропиках небо выглядело иначе». «Ты был в тропиках?» – спросила Линда. «Последние четыре года», – ответил я. «Хотя, скорее, рядом. Флорида немного севернее, но мы добирались и до Венесуэлы». «Хм, ты не похож на моряка», – сказала Линда. «Ха-ха-ха!» Я рассмеялся. Я был на научно-исследовательском судне. Нет, я не ученый, я всего лишь нырял с аквалангом за разными пробами. Наверное, это было интересно. «Поначалу да», – ответил я. «Но потом я затасковал по старым улочкам Европы и заснеженным горам. Мне повезло, а стоило мне вернуться, и я встретил тебя». Линду смутили последние слова. Она посмотрела на меня. «Ты это сказал бы любой девушке?» – спросила она. «Не знаю», – не стал врать я. «Но получилось так, что большую часть вашего выступления я смотрел на тебя. Ты удивительная девушка». Линда ничего не ответила, только грустно посмотрела на меня и быстро отвела взгляд. В этот момент мне захотелось обнять ее, и я приблизился к ней. Линда почувствовала мое желание, отстранилась и отцепила руку. «Помни, что я тебе сказала. Поехали». Я открыл перед ней дверцу, а потом сел за руль. Я ехал совсем медленно, чтобы подольше оставаться с ней, и жалел, что дорога не может быть бесконечной. «Я не знаю, где ты живешь и мало знаком с городом. Скажешь адрес?» «Я в навигатор введу. Здесь недалеко. Я покажу дорогу», – ответила Линда. «Сейчас повернешь направо, а потом долго-долго прямо». «Тебе нравится Олбрук?» – спросил я. «Да, здесь хорошо, хотя больше всего я люблю Серебряные холмы. Мы несколько раз бывали там на выступлениях, а сейчас Патрик оборудовал в холмах студию звукозаписи для нас. Девчонки счастливы». «Я слышал про это место от Патрика, но никогда не бывал. Знаю, там много что случилось. Патрик хороший человек, я редко таких встречала. Мне жаль, что он потерял близких людей, но сейчас он счастлив с Катариной», – сказала Линда. «Здесь опять направо». «Может, куда-нибудь заедем», – предложил я. «Посидим немного с кофе или коктейлем». «Сэт, перестань. Останови через два дома». Я остановился, где она просила и поспешил выйти, чтобы открыть ей дверь, но она выбралась сама и вошла в арку, ведущую во двор. Я пошел вслед за ней, и мы оказались в небольшом квадратном дворике, окруженном стеной старых двухэтажек. Линда остановилась возле одной из дверей, ведущих в подъезд. «Вот и все. Я дома», – сказала Линда. «Спасибо, что подвез, Седрик». Увидев, что она не торопится открыть дверь, во мне затеплилась надежда. «Может...» Линда не дала мне договорить. «Хочешь увидеть темную сторону луны?» – спросила она. «Да», – ответил я, хотя совсем не понимал, о чем она. Линда подняла руку и убрала волосы со второй половины лица. К горлу подступил комок, а потом внутри меня словно все сжалось, пронзив острой болью. Часть лица, скрытая под свисающими волосами, оказалась изуродованной. Когда-то раздробленная скула плохо срослась и подалась вверх, перекашивая глаз, от которого тянулись вниз несколько безобразных шрамов. Они сходились в один и заканчивались во впадине на нижней челюсти, где поблескивал фрагмент металлической пластины. «Я сломанная кукла», – сказала Линда. «Ты не захочешь со мной играть, Седрик?» Пока я стоял ошеломленный и растерянный, она скрылась за дверью. Я никак не мог прийти в себя от увиденного и продолжал стоять, как одинокий путник, потерявшийся в пустыне. А в голове звенели ее слова. «Сломанная кукла!» «Сломанная кукла!» «Сломанная кукла!» Это остановилось, когда в одном из окон на втором этаже зажегся свет. Я сразу захотел броситься вслед за ней, обнять, сказать ей. А я не знал, что могу ей сказать. Сейчас я не смог бы найти нужных слов, и был уверен, что она не откроет мне дверь. Постояв еще минуту, я как побитый пес на непослушных ногах поплелся к своей машине. В гостинице я схватил бутылку с виски и выпил не меньше трети. Не раздеваясь, я повалился на кровать, а передо мной все еще отчетливо виднелось лицо Линды. Все ее лицо. Господи, девочка, да как же так? Я не мог себе представить, сколько ей пришлось натерпеться в жизни, зная, насколько люди жестоки и глупы. То, что я увидел, действительно было страшно. Но не потому, что напугало меня или вызывало отвращение, а потому, что ей приходилось с этим жить. Жить каждый день, каждую минуту. Я не верил, что к такому можно привыкнуть, но у нее хватило сил нести эту ношу и блистать на сцене. А меня только еще больше тянуло к ней. И я не хотел знать почему. Я не смог заснуть до самого рассвета, даже допив остатки виски и полбутылки водки, найденной все в том же баре. Когда я, наконец, уснул с первыми лучами рассвета, мне стали сниться противные маленькие девочки в белых накрахмальных платьях с бантиками на пояснице. Они швыряли друг в друга куклу с разбитым лицом, и та, в которую она попадала, считалась зачумленной. Меня бесили их кривляния и громкий неприятный смех, но сон никак не хотел кончаться. Я проснулся в поту, разбитый и опустошенный, с жуткой головной болью, не то от выпитого, не то от мерзкого смеха девчонок из моего сна. Жадно выпив бутылку минералки, я пошел в душ. Пробыв там достаточно долго, по большей части под холодной водой, я почувствовал себя лучше. Сменив одежду, я спустился в ресторан. Уже настало время обеда, и в зале было много посетителей. Я нашел свободный столик и сделал заказ. Пока я ждал его, позвонил Патрику. «Привет!» – сказал я, услышав его голос. «Хорошо повеселились?» «Нормально», – ответил Патрик. «Это не совсем то, что мне нравится. Мы с Катариной не задержались. Ты как?» «Все отлично», – соврал я. «Дай мне телефон Линды». «Зачем он тебе?» – спросил Патрик. «Хочу пригласить ее на свидание». Патрик не ответил. Подождав немного, я повторил свою просьбу. «Сэт, я не хочу, чтобы ты беспокоил ее», – сказал Патрик. «Только не ее друг». «Патрик, я видел ее лицо. Я не хочу обидеть ее. Я просто хочу с ней встретиться». «Сейчас ты хочешь с ней встретиться, а потом, когда устанешь играть в героя, ей будет очень больно. Неужели ты сам не понимаешь?» «Ты знаком с ней один вечер. Ты ничего о ней не знаешь». «Патрик, я знаю одно. Я очень хочу ее видеть». Патрик снова замолчал, но на этот раз ненадолго, и мне почему-то показалось, что Катарина рядом с ним. «Хорошо, Сэт, сейчас пришлю ее номер». Уже сидя в машине по дороге к дому Линды, я набрал заветные цифры. «Привет, Линда, это я, Сэдрик». «Привет», – прохладно ответила она. «Не хочешь прогуляться со мной?» «Нет, спасибо», – сказал Линда. «Я не хожу на прогулки». «Неправда», – не согласился я. «Все ходят?» «Все ходят, а я нет». «Тогда давай выпьем кофе, не говори, что не пьешь его». «Пью, дома в одиночестве», – ответила она. «Линда, пожалуйста, я очень хочу увидеть тебя. Ты что, извращенец? Хочешь переспать с уродиной? Думаешь, и счастливишь меня?» – спылила Линда. «Зачем ты так?» «Я не сделал ничего плохого и не собираюсь. Я всю ночь не спал, думая о тебе, а потом мне долго пришлось упрашивать Патрика, чтобы он дал твой номер». Линда умолкла. Видно, упоминание о Патрике пошатнуло ее твердость. «Прошу, дай мне шанс!» «Я попробовал еще больше разбить ее сомнения». «Хорошо», – ответила она. «Когда ты заедешь?» «Я уже совсем близко, можешь спускаться», – сказал я и отключился, пока она не передумала. Через пару минут я был на месте. Я подумал о цветах, которые не купил, но, наверное, ими я мог бы все испортить. Я должен быть с ней очень терпелив и осторожен. Я даже обнять ее не мог, как бы мне этого не хотелось. Я не собирался делать вид, что она такая же, как все, и вчера ничего не случилось. Я не хотел врать ни ей, ни себе. Линда появилась из арки минут через пять. Она была в тех же сапожках и чулках, что и вчера, а вместо топика на ней было короткое облегающее платье в тон волосам. «Ты выглядишь прекрасно!» Не смог удержаться, и я и тут же пожалел, увидев, как нахмурилось ее лицо. Я подскочил к ней и, подхватив под локоть, проводил к машине. «Куда мы поедем?» – спросил Линда. «Я и правда почти нигде не бываю, так что выбор за тобой». Я повернул голову и посмотрел на Линду. Был виден только кончик носа, выступающий за кромкой волос. Я тоже не знал, куда нам поехать. «Может, Патрику позвонить?» – предложил я. «Уверен, он посоветует хорошее местечко». Линда повернула голову и улыбнулась. Мне даже потеплело от этого. Я улыбнулся в ответ. «Звони!» Я набрал номер Патрика. «Привет, это снова я. Мы сидим с Линдой в машине и не знаем, куда нам поехать». «Она согласилась?» – удивился Патрик. «Не думал, что это случится, когда давал тебе номер». «Просто скажи, где нам стоит побывать вдвоем. Я хочу, чтобы это было особенное место, Сэд. В Волбруке нет особенных мест. Они все в Серебряных холмах», – сказал Патрик. «Ты шутишь!» «Я сейчас включу громкую связь, чтобы Линда слышала, как ты издеваешься над другом», – сказал я и нажал кнопку громкой связи. «Привет, Патрик», – сказала Линда. «Здравствуй, Линда», – ответил он. «Поезжайте по набережной почти до самого парка. Там будет местечко под названием Лигея. Увидите красную вывеску или забей в навигаторе. Думаю, вам там понравится». «Спасибо тебе, друг! Надеюсь, без подвоха?» Патрик рассмеялся. «Тебя бы я мог отправить в какую-нибудь голубую устрицу, но не Линду, поверь. Хорошего вам дня», – сказал он и отключился. «Ты знаешь, как добраться до набережной?» – спросил я Линду. «Да», – ответила она. «Скажи, почему ты так настойчиво ищешь встречи со мной? Разве тебе было мало того, что ты увидел вчера? Я видела твое лицо, ты испугался». «Я испугался не тебя. Мне непросто объяснить, что я чувствовал еще на концерте. Я собирался снять телку на вечер, а когда увидел тебя, все изменилось». «И часто ты снимаешь телок на вечер?» – спросила Линда. «Последние годы нет. На судне мало девушек, и я по большей части смотрел фильмы и занимался айкидо. Во Флориде я обычно проводил время с какой-нибудь одной девушкой». Линда с любопытством посмотрела на меня. Она словно изучала меня своим неприкрытым глазом, но мне не было от этого неловко. «Мне было приятно, что я чем-то заинтересовал ее». «Странно, что ты не попытался соврать», – сказала она. «Зачем?» «Чтобы выглядеть прекрасным и безупречным. Я не собирался пудрить тебе мозги». «Я благодарна тебе за это и за то, что не пытался проявить сочувствие». «Прости, но мое сочувствие не исправит поврежденную часть твоего лица, а в остальном ты и правда прекрасна». Оказавшись на набережной, мы неспеша поехали в сторону парка с любопытством, рассматривая старые здания, первые этажи которых занимали разные магазинчики и кафе. «Ты правда не ходишь на прогулки?» – спросил я. «Очень редко», – ответила Линда. «Я обычно избегаю людных мест и только иногда выбираюсь куда-нибудь с девчонками». Я увидел цветочную лавку, остановил машину и спросил. «Тебе какие цветы нравятся?» «Ты что, хочешь подарить мне букет?» «Хочу», – ответил я. «Я так торопился к тебе, что забыл о цветах». «Наверное, потому что не привык их дарить. Потом я и вовсе подумал, что могу все испортить, если припрусь букетом. Сейчас я понял, что не знаю, какие цветы ты любишь. Может, тебе ромашки нравятся, а я календулу притащу». Линда рассмеялась искренне и звонко. Я был рад, что сумел вызвать ее смех и ждал ее ответа. «Седрик, меня очень редко баловали цветами. Бывало на концертах, но в основном все доставалось Мэгги. Два года назад у меня появился поклонник. Я сразу дала понять ему, что не стану с ним встречаться, но он оказался настойчивым и подкараулил меня возле дома с букетом роз. Я не хотела обманывать его, и мне пришлось показать свое лицо. Он выронил этот букет из рук, а когда пришел в себя, извинился и оставил меня одну возле рассыпанных на мостовой цветов. Эти розы выглядели очень красиво. Я снова едва сдержал порыв обнять Линду. Мне было горько и обидно. Я знал, что это далеко не самое худшее, что ей довелось пережить. Так устроен этот чертов мир. Людям не нравится есть из разбитой посуды. Не нравится ходить в дырявых ботинках. Не нравится ездить на помятом авто. Люди не хотят встречаться с изуродованными девушками. А я хочу. Сейчас эта сломанная кукла мне дороже всех распрекрасных Барби. Я не знаю, как так случилось, но это правда, и мне очень хотелось бы, чтобы Линда поняла это. Знаешь, давай я куплю тебе цветы в другой раз, сказал я. Да, ответила Линда, лучше не сейчас. И мне совсем не хочется, чтобы девочки лезли с расспросами, увидев меня с букетом цветов. Через пару минут мы добрались до Лигеи. Я снова поспешил открыть Линде дверцу, но она успела выйти сама. Седрик, не суетись, сказала она. Мне приятны твои порывы, но не заставляй чувствовать себя беспомощной. Причем тут это, возразил я. Я всего лишь пытаюсь быть обходительным. Ты же раньше этого не делал, сказала Линда. Я много чего не делал, но тогда не было повода. А теперь он появился, спросила Линда. А теперь появилась ты, ответил я и открыл дверь в кафе, пропуская Линду. Прежде чем войти, мы осмотрелись. Интерьер выглядел готично и в то же время не казался мрачным, а скорее романтичным. Темная, почти черная мебель, включая барную стойку, со множеством подсвечников, которые висели на стенах и стояли на столах с подложенными под них белыми салфетками. А также гравюры и затейливые карнавальные маски создавали неповторимую атмосферу. Было ясно, что это не просто кафе, а место для встречи любителей готики. Одна из таких компаний сидела за столиком возле окна, выполненного в виде витража и едва пропускающего солнечный свет. Я тоже думал сесть за столик рядом с окном, но заметил, как Линда завороженно смотрит на небольшую сцену в черно-красных драпировках. Сейчас на ней никто не выступал, и только одиноко стояли ударная установка и орган Хаммонда. Линда посмотрела на меня, и я кивнул. Мы уселись за ближайший к сцене столик. «Обожаю Хаммонд», — сказала Линда. «У нас более электронное звучание, но иногда хотелось бы соло на этом органе. Возможно, мне позволят немного поиграть на нем?» Отодвинув стул, я усадил Линду и пристроился напротив нее. К нам сразу же подошла официантка, которая больше походила на горничную. У нее были черные до блеска волосы и ярко очерченные тушью глаза. Дождавшись, когда мы сделаем заказ, она удалилась. «Как тебе это место?» — спросила Линда. «Как по мне, то я в восторге». «Мне тоже нравится», — ответил я. «Здесь мистическая атмосфера, а ты в своем прикиде идеально вписываешься в нее. Если честно, я не фанат готики, но ее антураж мне по вкусу, а девушки бывают очень сексуальны. Ты знаешь, что Лигей — один из рассказов Эдгара По?» «Я читал По, но если бы ты не сказала, я вряд ли бы вспомнил», — сказал я. «Ты считаешь меня сексуальной?» — вдруг спросила Линда. «Я достаточно готичным». Я впился в нее глазами, пытаясь понять, что так тянуло меня к этой девушке. Я понял, что все. Как только я увидел ее, она затмила всех красоток, встречавшихся на моем пути. А когда я сел рядом с ней за столик после концерта, то почувствовал трепет, который не испытывал никогда прежде. И то, что я сидел сейчас с ней, стало самым важным свиданием в моей жизни. Свиданием, от которого я не ожидал ничего и в то же время надеялся на все. На пляжах Флориды сотни красивых и сексуальных девушек в бикини. Я променял бы их всех на тебя одну, — сказал я. Линду смутили мои слова. Она сдвинула волосы с лица, заложив их за ухо, и с вызовом посмотрела на меня, словно пытаясь вернуть на землю. Сегодня для меня это выглядело иначе. Я знал, что она скрывает, и меня это не пугало. Только боль все еще пульсировала внутри при виде ее обезображенного лица. Я услышал, как зазвенела посуда на подносе подошедшей официантки и понял от чего. Хорошо, она хотя бы не уронила этот чертов поднос. Линда вернула волосы на место. Дрожащей рукой девушка поставила перед нами тарелки и налила красного вина в самые настоящие серебряные кубки с высокой ножкой. После этого быстро ушла. «Давай не будем ничего доказывать друг другу», – предложил я. «Мне просто хочется провести время с тобой, и мне кажется, у нас неплохо получается». Линда успокоилась и подняла свой кубок. «Тогда за прекрасный день», – сказала она. «Я поднял свой ему выпили до дна». «Я правда благодарна тебе, Седрик», – сказала Линда. «Несмотря на то, что я привыкла быть одна, мне не хватает много, чем живет обычная девушка. Я не знаю, чем все кончится и как скоро, но ценю то, что есть сейчас, и мне тоже хорошо с тобой». «А давай насладимся местной кухней. Надеюсь, год и преуспели в кулинарии». Линда улыбнулась и принялась за еду. «Тебе правда понравилось наше выступление?» – спросила она, отпив вина, который я успел налить. «Хм, если и приврал, то самую малость», – ответил я. «У вас действительно хорошо получается, и помимо музыки тексты цепляют». «Кладбище слонов – сильная вещь». «И еще одна...» «Я название не запомнил, про девочку на трапеции». «Тогда подпишись на канал на ютубе и поставь лайк». «Хм, хм, хм». Рассмеялась Линда. «Синепремениши», – сказал я. «Позволь мне на минуту удалиться». Я поднялся из-за столика и направился к барной стойке. «Вы не против, если моя дама немного поиграет на органе?» – спросил я бармена, похожего на лидера Викюр в молодости. «Да без проблем, если она умеет», – ответил бармен. Я вернулся к Линде. «Ты еще не передумал насчет Хамонда?» – спросил я. «Конечно нет». «Тогда идем, нам любезно разрешили». Я проводил Линду на сцену и пристроился рядом прямо на полу. Она, подняв руки над клавишами, на секунду замерла, видимо решаясь, с чего начать, и выдала проигрыш из «Light My Fair» – группы The Doors. Потом еще несколько фрагментов, знакомых мне мелодий. Я любовался ей и не мог оторвать глаз. Я понял, что эта девушка прочно заняла место в моей жизни и был рад этому. Она сделала паузу и заиграла красивую, но грустную тему. Я не сразу узнал ее. Это оказалось «Кладбище слонов». Но на Хамонде звучало иначе, и, похоже, Линда местами импровизировала. К нам подтянулась компания Готов. Две пары. Парни с девушками. Они тоже расселись на сцене и слушали ее игру. Линда сыграла что-то незнакомое мне, но хорошо известное Готом. После чего встала из-за органа. «Мы узнали вас», – сказал один из парней. «Вы играете на клавишах в марионетках? Можно нам сфоткаться с вами?» Линда согласилась и вернулась за Хамонт. Одна пара уселась перед ней, а вторая встала позади, возле органа. Я сделал несколько снимков и вернул им смартфон. Поблагодарив нас, компания вернулась за свой столиком и за свой. «Мы доели, что осталось, но уходить не хотелось. Я подозвал официантку и заказал еще бутылку вина. Вино нам принесла красивая и ухоженная дама немногим за сорок, хотя, наверное, ей было больше, но она умела следить за собой». «Вино за счет заведения», – сказала дама. «Позволите на минуту присесть?» «Мы не стали возражать». «Оливия», – представилась она. «Я хозяйка этого кафе». Мы представились в ответ. «Я первый раз вижу вас в нашем кафе и буду рада видеть вас снова. Если Линда захочет поиграть, пожалуйста. Я была на вашем выступлении неделю назад и готова обсудить наше сотрудничество. Конечно, я имею в виду выступление в кафе». «Я бы хотела», – ответила Линда. «Но одна ничего не решаю. Мне нужно поговорить с девочками». «Хорошо», – сказала Оливия. Они обменялись с Линдой номерами телефонов, и Оливия поднялась из-за стола. Я заметил, как ее взгляд задержался на Линде, словно она увидела то, что скрывалось за волосами. Легкая тень пробежала по ее лицу, но она быстро взяла себя в руки. Пожелав приятно провести время, она оставила нас. «Любопытная женщина», – сказал я. «Ты почувствовал то же, что и я?» – спросила Линда. «Мне показалось, что она сумела увидеть меня всю». «Да», – ответил я. «Мне не хотелось об этом говорить. Я думал, ты не заметила». «Седрик, я давно научился это чувствовать. Пряди волос не такая уж сильная защита. Как бы хорошо мне не было, но пора возвращаться. Отвези меня домой». Мне было жаль покидать это место и расставаться с Линдой, но возражать я не стал. Возле двери в подъезд Линда повернулась ко мне и сама взяла меня за руки. Я был близок к тому, чтобы поцеловать ее и увидел, что ей тоже этого хотелось. Но, когда я уже приблизился к ее лицу, она отстранилась. «Спасибо тебе, Седрик, мне было здорово, но на этом все». «Все на сегодня», – сказал я. «Давай завтра встретимся». «Я не смогу», – ответила Линда. «После выступлений мы день отдыхаем, а потом у нас репетиции. Обычно с часу дня и до вечера». «А где вы репетируете?» – спросил я. «Рядом с клубом в одном из цехов». «Тогда давай я буду ждать тебя в VIP-зоне завтра вечером. Вы когда заканчиваете?» «Ты действительно этого хочешь?» – спросила Линда. «Я буду ждать тебя», – ответил я. «Хорошо. Обычно мы заканчиваем около восьми, но бывает задерживаемся допоздна. Я приду, как только освобожусь». Линда скрылась в подъезде, а я посмотрел на часы. Вечер только наступил. Мы могли бы его провести вместе, но Линда решила иначе. Я мог понять ее и надеялся, что у нас еще все впереди. Мне не хотелось возвращаться в гостиницу, и я решил навестить Патрика. Третье. «Медлавы с каменью». Вчерашний вечер я провел с Патриком и Катариной, и я остался ночевать у них дома. Мы прилично выпили, и утром мне потребовался душ и чашка кофе. Я решил начать с кофе и спустился вниз в столовую. Катарина готовила завтрак. «Доброе утро, Седрик», — сказала она кофе. «О, да, доброе утро», — ответил я. «Тебе какой?» — спросила Катарина, подойдя к кофе в машине. «Покрепче и без всяких пенок, сливок и сахара». Катарина улыбнулась и сделала, что я просил. «Завтрак скоро будет готов», — сказала она. «Спасибо», — ответил я. «Но сначала душ». Взяв с собой чашку ароматного кофе, я снова поднялся наверх. После душа я понял, что у меня нет свежего белья и рубашки. Пришлось надеть вчерашний. Когда я вернулся в столовую, Патрик с Катариной уже ждали меня, сидя за столом. «Привет, Патрик», — сказал я и сел рядом. «Сет, есть планы на сегодняшний день?» — спросил он. «Для начала хочу пополнить свой гардероб, а потом подыскать жилье», — ответил я. «Ты можешь жить у нас», — сказала Катарина. «Дом большой». «Я сразу предложил ему», — вставил Патрик. «Но он сказал, что припрется ночью пьяной с телкой и осквернит наши брачные узы». «Хм-хм, это было бы забавно», — рассмеялась Катарина. «Теперь все иначе. Мне нужно свое жилье и надолго. Я собираюсь остаться в Волбруке». Патрик с Катариной догадались, чем вызвано мое решение и немного удивились. Они молчали и только переглядывались друг с другом. «В этот момент я понял, насколько сильно хочу, чтобы мы с Линдой стали близки, как вот эта счастливая влюбленная пара». «Сэт, с жильем лучше повременить. Через пару недель мы собираемся вместе с девочками в Серебряные холмы и останемся там надолго. Я так понимаю, все дело в Линде, поэтому даже не спрашиваю, а знаю, что ты поедешь с нами», — сказал Патрик. «Здорово», — обрадовался я. «Очень хочется побывать, там тем более Линде очень нравится это место. Есть еще кое-что. Ты знаешь, Патрик, я не богат, как ты. У меня есть кое-какие деньги, но их хватит только года на два. Может, немного больше. В общем, хочу воспользоваться твоим талантом, делать удачные вложения и попросить тебя пристроить куда-нибудь мои запасы». Патрик на минуту задумался. «Как скоро они тебе понадобятся?» — спросил он. «Я точно не знаю, но хотелось бы часть к следующему лету. Предлагаю такую схему. Ты даешь мне половину своих денег, через год я эту сумму утрою. Забираешь половину и снова ждешь год. Через несколько лет станешь обеспеченным человеком». «Я не ожидал таких щедрот. Патрик действительно умел делать деньги. Меня смущало только одно. Смогу ли я протянуть год на то, что оставлю?» «Патрик, я не думал, что ты настолько крут. Но скажи мне, есть возможность получить что-то немного раньше? Похоже, мои расходы возрастут. Мне уже нужно купить орган Хаммонда». «Сэд, я знаю, зачем тебе это нужно. Я сам познал безумство любви. Линда действительно тебе так дорога?» — спросил Патрик. «Она первая, в кого я по-настоящему влюбился. Сказав это, я понял, что только что признался не только Патрику, но и себе в том, что чувствую к Линде. Сэд, ты знаешь, я охотно поделился бы с тобой, но ты никогда не возьмешь подачки, за что я тебя уважаю. Поэтому просто делай так, как я говорю, и не забивай голову. Когда тебе понадобятся деньги, дай знать». «Мне перевести деньги тебе на счет?» «Да», — ответил Патрик. «Мы можем сделать это прямо сейчас, и вечером я займусь твоими капиталами. У меня есть на примете кое-что». Поблагодарив Катарину за завтрак, мы прошли в кабинет. У меня словно гора с плеч свалилась. Я еще ни разу не обнял, не поцеловал свою девушку. Она даже девушкой моей еще не была, но уже мечтала об уютном доме для нас двоих. Сарганом Хамонда и цветочной оранжереей. Покончив с денежными делами, я узнал у Патрика, где лучше прибарахлиться, и поехал в один из названных мне магазинов. Он оказался за пределами старого города, но был огромен и занимал три этажа. Первым делом, купив понравившийся мне рюкзак, с которым можно таскаться по городу, я пошел за остальным. Мне хотелось купить какой-нибудь подарок Линде, но я с досадой понял, что совсем ничего о ней не знаю, и мне не пришло в голову, что можно ей подарить. Я вообще с трудом представлял, что может нравиться девушкам ее возраста, поскольку раньше не утруждал себя поиском подарков. Закончив с покупками, я отправился в гостиницу отдохнуть и переодеться. В лифте со мной поднималась интересная пара. Мужчина за 50 и красивая девушка лет 30. Оба в очках, которые девушки очень шли, а мужчину, похоже, мало беспокоила его внешность и то, что он носил, включая очки. Он выглядел задумчивым и усталым. Его взгляд блуждал где-то вне лифта. Девушка напротив казалась свежей и расслабленной, но взгляд ее ярко-голубых глаз словно пронзал насквозь. Отсканировав меня, она потеряла ко мне интерес, а мне стало обидно, что я оказался недостойен ее внимания. Чтобы досадить ей, я принялся откровенно рассматривать ее ноги и задницу. Когда я добрался до ее груди, снова поймал ее взгляд. На этот раз снисходительный и ехидный, от которого мне сделалось неловко. Я посмотрел на ее спутника, потом опять на нее, пытаясь понять, что их связывает. И в этот момент лифт остановился. Мой номер оказался ближним к лифту, но я специально замешкался с замком, чтобы увидеть, куда они пойдут. Девушка остановилась первой, а мужчина прошел до следующего номера. Оказалось, они живут не вместе и не собирались уединяться, как мне поначалу показалось. Не знаю, зачем мне все это было нужно, но девушка задела меня и чем-то напомнила Оливию. Я выбросил их обоих из головы и развалился на диване. Было только два часа дня, и я не знал, чем заняться. В итоге стал смотреть какой-то фильм, под который задремал. Разбудил меня телефонный звонок. Я нащупал телефон и посмотрел на дисплей. Сон как рукой сняла. Это была Линда. «Привет, Седрик!» Услышал я ее милый голос. «Привет!» «Очень рад твоему звонку!» Ответил я. «Мы сегодня закончим пораньше. К шести я освобожусь. Если ты не передумал, приезжай». «Конечно, я приеду!» «Хорошо!» «Пока, Седрик!» «Мне надо бежать!» Линда отключилась. Я положил телефон и услышал, как громко бьется мое сердце. То, что она позвонила сама, очень много значило для меня. Я понял, что теперь она тоже хочет встреч со мной. И все, что мне хотелось, это превратить ее жизнь в праздник. Яркий и незабываемый. Она, как никто другой, имела на это право. В начале шестого я добрался до клуба. Охранник узнал меня и не стал задерживать. Я поднялся наверх и, взяв в баре бутылку минералки, осмотрелся в поисках подходящего столика. Сегодня в зале были посетители. Кое-кто даже танцевал по бигис на мигающем танцполе. «Не думал, что услышу подобную музыку!» Сказал я бармену. «Это фишка вип-зоны», – ответил он. «Эпоха винила приятия. Тридцать три и одна треть. Да? А я думал, она закончилась с моим рождением. Как видишь, нет. Народ помнит и любит диско». Пока мы говорили с барменом, я продолжал блуждать глазами по залу и увидел Оливию. Она сидела за столиком в дальнем углу, и я сразу ее не заметил. Сейчас она выглядела иначе. Другая прическа и одежда. Но это была она. Чтобы окончательно развеять сомнения, я спросил у бармена. «За дальним столиком Оливия? Я не ошибся?» «Да», – ответил он. «Интересная женщина. И загадочная». «Я был вчера в Лигее, не думал, что диско ее стиль. Она многолика и, говорят, может творить чудеса», – сказал бармен. А я не понял, шутит он или нет. Линду я тоже не сразу узнал, и только по ее зеленым волосам. Похоже, она вообще любила темно-зеленый цвет. Сегодня на ней были облегающие джинсы ее любимого цвета и салатовая футболка с длинным рукавом. «Привет, Цедрик», – сказала она, а потом уже барменом. «Привет, Донни. Будь добр, салат с зелеными оливками и мамин маленький помощник». «Ха-ха!» Я рассмеялся, когда это услышал. «Что?» – удивилась Линда. «Считаешь, у меня скверный вкус?» «Ха-ха!» «Да нет!» – не переставая смеяться, ответил я. «Просто твоя еда и выпивка тоже зеленого цвета!» Линда бросила взгляд на коктейль и салат и засмеялась вместе со мной. «Ха-ха!» Я не задумывалась об этом, но цвет действительно мой любимый. Ты минералку собираешься пить?» Я попросил кружку пива и баварские колбаски, и мы пошли к столикам. Линда, как и Оливия, выбрала угловой, только с другой стороны. На этот раз мы сели рядом, чтобы обоим был виден танцпол. «Ты сегодня в хорошем настроении?» Заметил я. «Сет, я долго не могла заснуть этой ночи. Я думала о тебе, о нас. И поняла, что если мне впервые выпал шанс встречаться с симпатичным парнем, то глупо от него отказываться». «Ты находишь меня симпатичным?» Спросил я. «Да, и даже очень. Именно поэтому мне было сложно поверить в твой интерес ко мне. Ты без труда можешь найти себе красивую девушку». «Так я уже нашел», – сказал я и положил свою руку поверх ее. «Жизнь подарила мне отличных друзей и хорошие увлечения. Но ни в горных городках, ни на старых улочках Европы, ни на огромных пляжах Майами я не встретил ту, кому возникло бы что-то большее, чем в лечении. А едва приехав в Волбрук, я нашел ее». «Линда», – сказал я, – «у меня были девушки, много. Но я оставался один. Я оставался один на чужих берегах. Я всегда оставался один. А сейчас… сейчас в моем сердце так много любви. Разреши мне быть рядом с тобой». Она откинула волосы, чтобы посмотреть на меня обоими глазами, и сейчас ее совсем не беспокоило, что кто-то может увидеть ее. А я глядел на нее, и в этот момент не чувствовал ничего, кроме любви. И она поняла это. Я видел, как сияли ее глаза, и теперь знал, что ее чувства ко мне тоже достаточно сильны. Она вылезла из раковины, в которой скрывалась годами, а я, наверное, ей в этом помог. Линда придвинулась ко мне и, неловко обхватив руками, положила голову мне на плечо, уткнувшись в шею. Обняв ее одной рукой, я стал гладить ее волосы и заметил, что она дрожит. «Ты только что признался мне в любви?» – прошептала она. Я приподнял ее к голову, положив ладони на лицо. «Теперь мы снова встретились глазами». «Да?» – ответил я. «И что нам теперь делать?» – спросила Линда. «Не знаю», – ответил я. «Но думаю, из нас получится отличная пара. Я пригласил бы тебя на танец, но не под это бодрый диск». «Подожди минуту», – сказала Линда и встала из-за стола. Она подошла к диджею, который менял винил и пошептала с ним. Потом она вышла на танцпол и поманила меня. Я узнал эту песню с первых аккордов – «Forever Young». Я вышел на танцпол и положил руки на талию моей дамы. А то, что она моя, я уже не сомневался. Я был рад видеть неожиданную перемену, которая случилась с ней за день и наслаждался вечером. «Мне нравится Альп Хевилл», – сказал я. «А эту песню я теперь на всю жизнь запомню». В этот момент я увидел Патрика с Катариной и помахал им. Линда повернула голову и кивнула в знак приветствия. «В каком институте благородных девиц вас выращивали?» – в шутку спросила она. «Мы просто пытаемся быть людьми», – ответил я. «И если бы ты знала нас раньше, то так не подумала бы». «Ты имеешь в виду тёлку на ночь?» «И это, и многое другое, но мы никогда не хотели сделать кому-то больно». Патрик сильно изменился, возможно, я тоже. «Наверное, любовь творит чудеса». Сказав это, я вспомнил слова бармена об Оливии. Интересно, о чём он говорил? Я прижал Линду немного крепче и заметил, что ей это понравилось. «У меня никогда не было парня», – тихо сказала Линда. «Знаешь, у меня тоже никогда не было девушки, только тёлки». Когда песня кончилась, мы вернулись за столик. Патрик с Катариной не хотели нам мешать и устроились подальше от нас. Я был благодарен им за это. Сейчас мне хотелось, чтобы рядом была только Линда. «Видишь, вон тот столик в углу», – показал я. «Узнаёшь, даму?» Линда какое-то время смотрела на сидящую за столиком пару. Она словно что-то увидела и долго не отвечала. «Оливия», – сказала Линда. «Но меня больше заинтересовал парень, который с ней». «Да, я тоже обратил внимание, он сильно моложе её, но она достаточно хороша, чтобы это позволить». «Сэд, я совсем не об этом, он не её парень, а ещё он такой же, как я, точнее был таким». «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил я. «Мы не такие, как все. Увечий оставляет свой след, и обычно я вижу его. У этого парня было что-то, но сейчас он в порядке. Только не может избавиться от печати, оставленной увечьем. Мне кажется, к его избавлению причастна Оливия. Смотри, с каким восхищением и преданностью он глядит на неё. Если она бросит косточку со стола, он радостно бросится за ней, как пёс». «Ты действительно всё это видишь?» – Линда кивнула. «Купишь мне ещё коктейль?» – попросила она. «Я направился к барной стойке, обдумывая её слова, и понял, что мне нужно познакомиться с Оливией поближе. Я купил ещё выпивки и вернулся». Линда довольно смотрела на танцоров, кивая в такт музыки. «Тебе действительно нравится этот огуречный напиток?» – спросил я. «Как тебе сказать?» «На вкус он ничего, и главное, недостаточно крепкий. Я всегда боюсь напиться. Жизнь заставила меня научиться не терять контроль». Она на секунду замолкла, а потом добавила. Но всё-таки я его потеряла. Я понял, о чём она, и не стал её ни в чём убеждать. Я просто порадовался, что она его потеряла. Линда посмотрела на меня, и я понял, она хочет сказать что-то важное для неё и никак не может решиться. Я догадался, что её пугает, и она увидела это в моих глазах. Она замерла, а я улыбнулся, и тревоги покинули её. Она положила свою руку поверх моей и крепко сжала. «Я очень хочу этого», – сказала она. «Я тоже», – ответил я. «Поехали ко мне домой», – предложила Линда. «Мы направились к выходу по дороге, кивками простившись с Патриком и Катариной. На ступенях мы снова задержались. В этот раз нас встретил яркий и красивый закат. Я встал позади Линды и обняла её, а она положила свои руки поверх моих. «Я всегда любила закат больше, чем рассвет», – сказала она. «Наверное, потому что он готичный. Может быть». В этот раз я ехал немного быстрее и часто посматривал на Линду. Она, словно задумавшись, молчала, а потом уже на половине пути к её дому сказала. «Седрик, в моей жизни почти не было секса. Я боюсь разочаровать тебя». «Если ты будешь об этом думать, то точно разочаруешь. От секса надо получать удовольствие, а не думать. Извини, не хотел тебя обидеть, но это факт. Секс – это территория чувств, а не разума». «Наверное, ты прав, но я всё равно боюсь и мне придётся ещё немного выпить». Я улыбнулся и провёл рукой по её волосам. «Помни только одно – ты самая лучшая девушка на свете, и поверь, это так и есть». «Даже лучше Катарины?» – спросила она. «Да, потому что я не Патрик». Линда поняла, что я хотел сказать. Она благодарно посмотрела на меня и, приблизившись, поцеловала в щёку. Я остановил машину возле её дома, и мы вошли во дворик. Все окна были темные, подружек Линды ещё не было дома. Мы поднялись на её этаж и вошли в квартиру. Я осмотрелся. Не знаю, что я ожидал увидеть, но её жилище оказалось совсем обычным, без налёта готики или чего-то ещё. «Ха-ха-ха! Что, думал увидеть тут покоя графини Баттери?» – Линда развела руками. «Увы! Этот дом принадлежит знакомому Патрику, и он снял весь подъезд!» «Ха-ха! Я ничего не меняла!» Мы прошли в спальню. Кровать Линды оказалась небольшой и стояла возле стены, застеленная мягким зелёным пледом. «Вот это точно твоё!» – кивнул я на кровать. Линда улыбнулась, но я заметил, что она всё ещё испытывает неловкость. «Ты что-то упоминала о выпивке!» – сказал я. «Только ликёр, вишнёвый!» – сказала Линда, достав единственную в доме бутылку. «Очень прекрасно! Обожаю вишенки! Я, кстати, подписался на ваш канал и поставил лайк!» «Хоть как-то я попытался снять её напряжение!» «Даже так?» – улыбнулась Линда, но тут же добавила. «Чёрт, Седрик! Я совсем не знаю, как вести себя в таких случаях!» Я взял у неё из рук бокал с недопитым ликёром и вместе со своим поставил на стол. Прислонив её к стене, я коснулся её губ свои. Совсем немного, только чтобы ощутить их вкус, который сейчас отдавал вишне. Потом, ухватившись за низ футболки, я снял её и бросил на кресло. Увидев её небольшую вздёрнутую кверху грудь с хорошо выступающими сосками, я тут же захотел поцеловать её, но пока только положил руки, а сам, опустившись на колени, стал ласкать языком низ её живота. Это возбудило Линду. Она обхватила мою голову, пытаясь прижать крепче. Я потихоньку поднимался выше, наслаждаясь её нежным, восхитительным телом и давая возможность расслабиться. У меня получилось. Линда вскрикнула, когда я коснулся языком одного из её сосков, а вторым стал играться пальцами. Она всё ещё держала мою голову, то ослабляя хватку, то прижимая крепче. Я приблизился к шее и, когда оказался возле подмышки, почувствовал лёгкий запах пота. Я вожделенно вдохнул его, а Линда прошептала. «Прости, я не сходила в душ». Я на секунду прервался и посмотрел на неё. «Твой запах слаще любого парфюма. Женщина должна пахнуть собой, а не Кристиан Диором». Я снова поцеловал её в губы, но теперь уже настойчивее, и она ответила. Наш поцелуй затянулся, пока у нас обоих не захватило дух. Сделав несколько вздохов, я коснулся её шеи, а потом лица. Линда вздрогнула, почувствовав мои губы на своих шрамах и попыталась вернуть меня к шее. Мне снова пришлось прерваться. «Девочка моя, я люблю тебя всю. Поверь, пожалуйста». Я поднял её на руки и отнёс в постель, где снял с неё оставшуюся одежду. Она выглядела очень беззащитной, но от этого не менее сексуальной. «Седрик, прошу тебя, погаси свет». С мольбой в глазах попросила она. Я подошёл к выключателю и, бросив напоследок взгляд на её обнажённое тело, нажал на клавишу. Раздевшись, я лёг рядом с ней. Шторы на окне были задёрнуты только наполовину, и яркий лунный свет сделал наши тела серебряно-голубы. «Ты выглядишь потрясающе, как ночная фея, милая и невинная». Я снова стал целовать поочередно её шею и грудь, рукой лаская внутреннюю часть её бёдер. Линда всё несдержаннее отвечала на мои ласки, а когда я коснулся рукой её выбритой нежной киски, она вскрикнула и крепко сжала бёдра. Пока я ласкал её, сам возбудился до предела и уже не мог терпеть. Раздвинув её ноги, я вошёл в неё совсем малость, самым кончиком, а Линда крепко обхватила меня ногами, пытаясь продвинуть дальше. Я не стал противиться и вошёл весь. Она громко застонала и закусила нижнюю губу. Я двигался всё быстрее в её мокрой киске, при этом пытаясь целовать везде, где только мог. Линда уже не могла сдержать себя и кричала почти непрерывно, иногда громко хватая в воздух. И теперь её не беспокоило, когда я целовал её шрамы. Я не мог удержаться и с хрипом кончил в неё, вырвав последний пронзительный крик и заставив затрястись всё её тело. Боже, я даже не думала, что это может быть так прекрасно, сказала Линда, когда пришла в себя. Она прижалась ко мне и положила голову на грудь, а я лежал расслабленной и счастливой, играя её волосами и чувствуя её тепло и металлическую пластину, что касалось моей груди. — Прости, я совсем ничего не сделала для тебя, — виновата сказала она. — Девочка моя, ты даже не представляешь, сколько для меня сделала. Я сегодня впервые занимался любовью, а не трахался, как всегда. Это гораздо круче, чем забраться на Нордентон. — Ты что, хочешь сказать, что покорил меня как вершину? — удивлённо спросила Линда. — Нет, милая, конечно, нет. Я открою тебе страшную тайну. Люди только думают, что покоряют горы, но это херня. Они всегда лишь забираются на них, чтобы почувствовать, как захватывает дух и распирает от гордости. Так было много лет назад, так есть сейчас и так будет. А вершины стоят, прикрытые снегом, и надменно взирают на нас, ничтожных. «Как мы копошимся внизу? О каком покорении может быть речь? А с тобой? С тобой это как забраться на вершину и остаться там до конца своих дней». «Ты правда хочешь остаться со мной до конца дней?» «Хочу, девочка милая, очень хочу», — ответил я. «Господи, девочка милая, да как вообще такое может быть? Мы едва знакомы, а я без ума от тебя. Ты понравился мне сразу, когда Патрик знакомил нас. А когда ты сел рядом, я даже мечтать не могла, что у нас будет хоть что-то. Ты не захотел пойти со всей компанией, оставшись со мной, ты не знал правды о моем лице, и мне так хотелось, чтобы оно стало нормальным, а не той уродской маской, что я прячу за волосами». В этот момент Линда уже сидела на кровати, пытаясь выплеснуть то, что накопилось в ней. Я смотрел на нее и молчал, давая возможность выговориться. Я любил ее, искренне и бескорыстно, готовая отдать все, чтобы только быть рядом с ней. Наверное, почувствовав это, Линда не сдержалась. А потом, потом ты увидел меня и не сбежал, как остальные. Ты пригласил меня на свидание. Единственное свидание в моей жизни. Ты подарил мне несколько часов счастья, взамен отобрав мой покой. Я не дочь миллионера или губернатора, чтобы было на что позариться. У меня нет ничего, кроме меня самой, моей музыки и изуродованного лица. Я до сих пор не понимаю, что ты во мне нашел. То, что ты сделал со мной сейчас, было для меня более недосягаемым, чем все твои вершины. Да я готова лопнуть от любви и удовольствия, но всему мешает страх. Мне кажется, что все это случилось не со мной. Мне кажется, что это всего лишь сон, и когда я проснусь, тебя не будет рядом. Тебя вообще не будет со мной. Я боюсь потерять тебя. Я все еще молчал, пораженный ее словами и понимая, как много они для меня значат. А она продолжала сидеть возле меня, безумно красивая и трогательная. Я притянул ее к себе и прошептал. Давай повторим. Твою мать! Воскликнула она, ударив меня своими кулачками в грудь, а потом тоже шепотом. Я только об этом и мечтаю. Я уложил ее на спину и посмотрел в глаза. Забудь обо всем, позволь мне насладиться твоим телом, попросил я. Линда только кивнула и вздрогнула, когда я коснулся языком у нее между ног. Потом мы долго лежали, обнявшись и укрывшись ее зеленым пледом. «Ты останешься до утра?» – спросила Линда. «Если ты не против?» – ответил я. «Я все еще боюсь, что если ты уйдешь, я больше не увижу тебя. Я не хочу тебя отпускать». «Спи, родная, и поверь, я буду рядом. Всегда». Мы уснули в объятиях друг друга. «Двое людей, которым повезло найти свою половину». Наш сон был крепким и безмятежным, а поутру меня разбудил телефонный звонок. Я нащупал лежащий на тумбочке телефон и посмотрел на экран. Звонил Патрик и было уже начало десятого. «Привет», – сказал я. «Я что, разбудил тебя?» – спросил он. «О-о-о, и не только меня», – ответил я, включив громкую связь. «Привет, Патрик», – сказала сонная Линда, положив подбородок мне на грудь. «Что?» – воскликнул Патрик и пропал. «Ты что, не рад за нас, друг?» – спросил я, свободной рукой обняв Линду. «Я растерян», – ответил он. «И поверь, очень рад. Простите, что разбудил вас». «Ага, и теперь вопрос, почему?» «Если честно, хотел узнать, как прошел ваш вечер с Линдой. Как видишь, вопрос уже не актуальный». «Ха-ха-ха!» Я рассмеялся. «Да, Патрик», – сказал я. «Теперь я твой должник. Если бы не ты, я никогда не встретил бы эту чудесную девушку». «Ладно, наслаждайтесь, не стану вам мешать», – сказал Патрик и отключился. Поцеловавшись, мы пошли с Линдой в душ, но она не пустила меня. «Эй, я хочу писать», – сказала Линда. «Я тебе в этом как-то помешаю?» – спросил я. «Сет, мне правда будет неловко делать это, когда ты рядом». Я кивнул и уселся в кресло. «Мне следует быть потактичной с моей милой феей. Она очень долго жила уединенной, и мое внезапное вторжение могло сильно потревожить ее». «Я все», – сказала Линда, выглянув из-за двери. «А душ мы могли бы принять вместе». «Хорошо, но только не одна ты ходишь в туалет, хотя меня совсем не потревожит твое присутствие». «Наглец», – сказала она и прислонилась к стене возле двери в ванну. Уже в душе, едва пустив в воду, мы набросились друг на друга. Сегодня Линда стала смелее. Она целовала меня, скользя руками по телу, и была активнее во время секса. В ней проснулась дикая кошка, долгое время таящаяся внутри. Я был рад с ней встретиться. Позже Линда надела трусики с футболкой и заглянула в холодильник. «Сет, у меня как-то не очень с едой. Может, закажем что-нибудь на дом?» «А может, лучше сами заедем в какое-то кафе?» – предложил я. «Давай. Тут совсем рядом есть хорошее кафе – «Фиеста». Я там иногда завтракаю с девчонками». Следующие несколько дней мы провели вместе. Я снова ждал Линду в клубе. Мы проводили там вечер и ехали к Линде домой. Я оставался на ночь, а после завтрака в «Фиесте» возвращался в гостиницу и ехал к Патрику. Линда почти привыкла ко мне. Она совсем перестала прятать свое лицо, когда мы оставались вдвоем, и не вздрагивала от моих поцелуев. Иногда мы слушали музыку или смотрели какой-нибудь фильм, и нам было очень уютно вдвоем. Сегодня я проснулся раньше обычного. Я так и не подарил Линде цветов и хотел это исправить. Я оставил ее одну, сказав, что возникло кое-какое дело и отправился в цветочную лавку. Я купил все розы и озадачил продавцов просьбой оборвать с них лепестки. Набрался большой пакет, но мне показалось мало, и я навестил еще одну цветочную лавку, а потом еще. Это заняло больше времени, чем я думал, и к дому Линды я вернулся почти в полдень. Я знал, что на репетицию они выезжают в 12.30, и у меня еще было время. Я прокрылся к двери Линды и обильно посыпал лепестками роз перед дверью. Потом продолжил уже на лестнице и так до самого выхода. Оставшееся я высыпал уже у подъезда. Вернувшись в машину, я позвонил Линде. «Привет, родная!» – сказал я. «Ты не могла бы спуститься, у меня кое-что есть для тебя!» «Конечно, с эту же еду!» – ответила она. Я прождал ее минут десять, но она так и не появилась. Я снова зашел в подъезд и, поднявшись, увидел ее. Линда сидела на ступенях посреди разноцветных лепестков и плакала. Я сел рядом с ней и обнял. Она уткнулась в меня лицом и заговорила дрожащим голосом. «Седрик, я счастлива, что у меня есть ты, и мне больно от того, на что я тебя обрекаю. Тебе придется делить со мной мое уродство. Это тяжело. Очень тяжело. Никогда, никогда в жизни я еще так не хотела, чтобы мое чертово лицо стало нормальным». Я не знал, что ответить ей. Мне тоже было больно, и в этот момент я понял, что готов сделать все, чтобы помочь ей хотя бы отчасти вернуть ее прежнее лицо. Я не знал как, но должен был это сделать. Я хотел, чтобы Линда была счастливой. Ни одна слезинка больше не скатилась из ее глаз. «Охренеть!» Я узнал голос Мэгана и повернул голову. Она удивленно смотрела на нас, а потом, спустившись на несколько ступеней, тоже села. Она зачерпнула горсть лепестков и посыпала на нас. «Вы...» Я кивнул. «И давно?» Спросила она. «Почти сразу». Ответил я. «Охренеть!» Снова сказала Мэган. То, что она увидела, произвело на нее сильное впечатление, и она смотрела на нас, как на нечто диковинное. «Линда, я не могу поверить своим глазам, и я офигенно рада, что это случилось. Ты больше любой из нас заслуживаешь такого!» Она снова зачерпнула лепестки и посыпала на нас. Я улыбнулся. Линда повернула свое заплаканное лицо. Спасибо, подруга, сказала она. «Я никак не могла вам сознаться. Я сама все еще не могу поверить, что со мной это случилось». «Что за церемонии?» Послышался голос снизу. Вскоре Николь и Лиза присоединились к нам на ступенях. «Хммм, Линда, когда ты успела? Я уже было глаз положила на этого парня», сказала Николь. «Седрик, у вас с Патриком нет еще парочки друзей?» Я не стал говорить, что были, но один погиб, а второй избегал контактов с нами. Сейчас это было очень не кстати. «Может, нам стоит устроить вечеринку по этому поводу?» – предложила Мэган. «Линда, ты как?» «Да, можно», – ответила она. «Только у Патрика с Катариной. Я хочу, чтобы были только мы». «Тогда в субботу, после концерта. Вставайте уже, репетицию никто не отменял». Мы поднялись со ступеней и пошли по цветочной дорожке. «Охренеть!» – в который раз повторила Мэган. Девушки поехали на своей машине, а я повез Линду. Она опять повеселела и выглядела счастливой. «Я рада, что мне не надо скрывать от девчонок, что мы встречаемся». «У тебя хорошие подруги», – сказал я. «Да, но ты достался именно мне, и спасибо тебе, Сед. То, что ты сделал, невозможно забыть. Ты словно вернул мне цветы, которые я не получила. Я почувствовал себя особенной». «А ты и есть особенная». «Именно такой она и была для меня». Четвертое. «One more time». Прошло больше двух недель с момента убийства Карины Такач. Мэнсона сильно угнетало бездействие и отсутствие результатов. Сейчас основная работа свелась к многочисленным запросам в разные ведомства и изучению досье и архивных записей. Возникла версия, что долгая пауза между убийствами вызвана тем, что убийца отбывал длительный срок заключения. Появились трое подходящих подозреваемых. Мэнсон вместе с Вильмой несколько раз выезжал в тюрьмы, чтобы пообщаться с их сокамерниками. А неделю назад Вильмой исключил их из списка, устроив небольшое шоу. Помимо столичной команды и Мэнсона присутствовали детективы Лепети и Паркер. Вильма завела речь об узлах. Она включила проектор, показав на экране фото узлов, которые использовал преступник. Убийца сначала вязался к дереву, а потом уже к конечностям жертвы. Это не так удобно, как если бы он поменял очередность. В этом случае веревка дает больше слабины. Думаю, ему хотелось, чтобы жертвы могли частично двигаться. Их предсмертные конвульсии давали ему большую иллюзию власти и возбуждали. Мэнсон все еще не понимал, к чему она клонит, а ее просьба перевернуть один из столов ножками вверх и вовсе озадачила его. Лепети с Паркером поставили перевернутый стол поверх обычного и Вильма продолжила. Во всех случаях узел одинаков. Булинь, он же беседочный узел. Довольно несложный и распространенный. А теперь, господа, попрошу всех, кроме Геста, найти в своих телефонах инструкцию по вязанию этого узла. Как будете готовы, дайте знать. Мэнсон представлял, как вяжется узел, но решил посмотреть еще раз, найдя нужное в интернете. Пока детективы изучали то, что попросила Вильма, она достала из пакета четыре куска веревки, немногим больше метра каждый, и раздала им. Когда они были готовы, Вильма попросила всех четверых сделать булинь вокруг ножек стола. Мэнсон внимательно посмотрел на узлы коллег и любовника. Все они были идентичны, но только узел Лепети в точности повторял тот, что на экране, а не в инструкции. Твою мать, как можно было проколоться на такой мелочи? Мэнсон был не на шутку раздосадован. Ему казалось, что он дотошно изучил все, включая узлы, но так и не смог увидеть эту важную деталь. Никто, кроме этой дамочки, не заметил очевидного. Их узлы выглядели зеркально тем, что вязали Лепети и убийца. Вильма с довольным видом обошла вокруг стола. «Простите за театральность», – сказала она, – «но не могла отказать себе в такой малости. Думаю, теперь все понимают, что убийца левша, как и Лепети. Я заметил это, когда увидел его с сигареты, и сегодня это пригодилось». Профиль убийцы пополнился значимым дополнением. Вильма старалась на совесть, выходя за рамки обычного профайлера. Мэнсон заметил в ней ту же черту, что и у себя. Она почти все пыталась увидеть и проверить сама, полагаясь в первую очередь на собственное впечатление. «Что же мне остается сказать?» – подал голос Гест. «Придется обратить внимание на тех, кто является левшой и оказался в нашем поле зрения. И уточнить, если нет такой информации. Спасибо, Вильма, ты очень помогла». Мэнсон заметил, что Гест оживился. Последние дни он выглядел угрюмым и поддавленным. Ему выпала нелегкая участь собирать все шишки от столичного руководства. Хотя Мэнсон думал, что не это причина его расстройства, а то, что дело продолжало топтаться на месте. Мэнсон сам пребывал в таком же состоянии, но на него хотя бы не давили сверху. В этот же вечер Мэнсон допоздна задержался в своем временном кабинете, заново копаясь в делах уголовников, осужденных около 12 лет назад. Увлеченный работой, он не сразу заметил появление Вильмы, а уже когда она пристроилась позади, заглянув на экран его компьютера. Положив подбородок ему на плечо, Вильма прижалась грудью к его спине. Она не первый раз проделывала подобное. Если поначалу Мэнсону это нравилось и возбуждало, то теперь стало раздражать. Вильма словно игралась с ним, дразня своим видом и прикосновениями, и вызывая приступы похоти. Мэнсон не раз ловил себя на мысли, что близок к тому, чтобы взять ее силой, задрать ее юбку и ссунуть свой член в ее бесстыжую дырку. В одной из поездок по тюрьмам им пришлось заночевать в гостинице. После ужина Вильма позвала его в свой номер. Она предложила выпить, а потом сняла чулки и попросила сделать массаж ступней. Мэнсон с удовольствием разминал ее красивые сексуальные ноги, ожидая, что сейчас случится то, чего он так хотел. Возбуждение было столь велико, что он едва терпел. Вильма блаженно, закатив глаза, получила свою порцию удовольствия и, поблагодарив Мэнсона, выпроводила его за дверь. Хм... В тот момент он хотел придушить ее и надругаться над телом. Ему пришлось попросить коридорного найти ему девочку по вызову, и когда он со стервенением трахал ее перед глазами, маячила Вильма. Она потихоньку сводила его с ума, заставляя вытаскивать наружу его низменные инстинкты, о которых он раньше даже не подозревал. До появления Вильмы в его жизни все было просто. Ты моя женщина, я твой мужчина. Если надо причину, то это причина. И никаких затянутых брачных игрищ. Позже Мэнсон подумал, что Вильма на самом деле толкает его на изнасилование. Возможно, в том же гостиничном номере она ждала этого, а Мэнсон так и не решился. После этого он не захотел играть по ее правилам и научился сдерживаться в момент ее провокаций. Но все равно каждый раз, видя ее, он понимал, насколько сильно хочет эту женщину. А видеться с ней ему приходилось часто. Вильма взяла привычку таскаться с ним почти повсюду. Они вместе побывали в клубе 33 и 1 треть, где встречались с Патриком. Мэнсон заметил, что его приятель сильно заинтересовал Вильму и впервые ощутил приступ ревности. Разговор с Патриком вышел интересный, но следствию не помог. Мэнсон выяснил, что Хэтфилд фактически не был членом секты. Он всего лишь использовал ее как ширму. Покойная Саулити не знала о том, кем на самом деле был Хэтфилд, и была только его сожительницей. После беседы с Патриком Мэнсон и Вильма задержались в клубе. «Хорошее место», — сказала Вильма. «Мне нравится атмосфера. Такого сейчас мало где встретишь». «Это только здесь», — ответил Мэнсон. «Винил, диско и прочее. Сам клуб в другом здании, и он похож на многие другие. Чем вызван твой интерес к Патрику?» Вильма рассмеялась. «Мне льстит твоя ревность, Реджи. Патрик интересен мне как человек». «Я многое смогла разглядеть в этом парне. Большинство живет по очень скучному сценарию под лозунгом «Все как у людей». Патрик не такой. Он еще в детстве отбился от стада. А именно такие люди вызывают у меня интерес и уважение». «Тогда зачем ты возишься со мной?» Спросил Мэнсон. «Прости за откровенность», — ответил Вильма. «Но ты типичный баран, который пасется на общем лугу. У тебя не хватает желания заглянуть, что там за оградой». Мэнсона задели ее слова, но как бы ни было обидно, он понимал, что Вильма права. И все равно не смог удержаться и выпалил. «Зачем тогда ты тычешься сиськами в спину этому барану?» «Косподи Рейджи, у тебя отличный потенциал, но ты сам настолько сузил рамки своего мира, что в нем почти ничего не осталось, кроме протокольных рож и выпивки с приятелями. Пойми, отбиться от стада можно в любой момент, нужно только захотеть. А тычусь в тебя сиськами, потому что ты хорош как самец и не только внешне. «Ты способен защитить и позаботиться о своей самке?» Скажи Мэнсону, это кто-то другой, он просто ушел бы. Но от Вильмы он терпел многое и в этот момент понял почему. Она находилась по ту сторону ограды, что окружала луг. Она манила его к себе, и ему стало любопытно и боязно от того, что может оказаться с той стороны. Вильма снова словно прочла его мысли. «Может, когда-нибудь ты придешь ко мне? Я буду ждать, но не думай, что вечно», сказала она. «Любовник тоже по ту сторону ограды. Тебе проще понять, кто он такой». «Он оказался там не по своей воле», сказала Вильма. «Я перерыла почти весь архив, но пока ничего не нашла. А еще я не думаю, что он попал в тюрьму. Селинники крайне редко меняют почерк. Я думаю, он болен и несколько лет провел в психиатрической клинике. Причем тоже не по своей воле. Кто-то упрятал его туда, и этот кто-то знает правду о нем». «Если ты права, у нас снова будет много бумажной работы. Если, как ты говоришь, кто-то упрятал его туда, то, скорее всего, не в самом Олбруке. Да, Реджи, и это еще одна из причин, почему я встречаюсь с тобой. У тебя есть умение делать правильные выводы». Несколько раз все же они побывали в равновесии. Мэнсон привык отрабатывать версии до конца. И то, что он узнал о Хэтфилде, не исключало возможность того, что любовник состоит в общине. Людей, которые вступают в секты, Мэнсон изначально считал ущербными. В его понимании, ни один нормальный человек не поведется на такое. Разыскиваемый им убийца не мог быть нормальным. Вильму мало заинтересовали рядовые члены, с которыми им довелось пообщаться. А вот верховный гуру произвел сильное впечатление. После встречи с ним они зашли перекусить в одно из близлежащих кафе. «Что скажешь?» Спросил Мэнсон. Реджик Гуревич – очень расчетливый и харизматичный человек. Он сумел создать собственное стадо и далеко не из трех овечек. Я ознакомилась с информацией о равновесии. Им движет в первую очередь тщеславие и алчность. Многие хотят находиться на вершине пирамиды, и только единицам это удается. Сказать по правде, я тоже это понял. Меня интересует другое. Есть ли в его стаде паршивые овца? «Конечно, есть», – ответила Вильма. «И не одна, но, думаю, они не настолько паршивы, как наш убийца. А еще в мой профиль не укладывается сектанство. Тот, кого мы ищем, избегает общения с группами людей. Он держится особняком. У меня есть кое-какие догадки, пока еще ничем не подкрепленные, поэтому я их озвучу только тебе, а не всей команде. Мне кажется, любовник стыдится своей внешности. Он или безобразен, или имеет какой-то дефект». Вильма, думаю, скорее всего, ты права. Я уже успел убедиться, насколько ты хороша. Благодаря тебе наш убийца обретает все больше очертаний. Хотя остается все меньше подозреваемых. «Если честно, я не припомню ни одного уродца, попавшего в наши списки. Значит, надо найти его». Мэнсон лично занялся этим, стараясь не втягивать никого из своих подчиненных. Очень скоро он выяснил, что этим занимается и Виктор Райс. Райс был темной лошадкой. Никто, кроме Геста, не знал, чем он вообще занимается. Он не встревал в разговор и не сблизился ни с кем из местных. Случалось, пропадал на день-другой и по большей части был незаметен. Мэнсона это не беспокоило. Его отдел делал свою работу, а Райс не был его подчиненным. Но сейчас их пути пересеклись. В тот же день Мэнсон пригласил Райса на кружку пива, чтобы пообщаться неофициально. Райс не стал отказываться и вечером они встретились в Короне, в небольшом баре в центре города. «Гест отрекомендовал тебя как лучшего по серийным убийцам», – начал Мэнсон. «Если честно, мне сложно понять это. Я могу представить лучшего хирурга больницы, могу представить лучшего студента на курсе или что-то вроде того. С серийниками я столкнулся один раз в жизни, и я понимаю, что они отличаются от обычных преступников. На этом мои знания заканчиваются». «У них другие мотивации», – ответил Райс. «Если кто-то считает меня лучшим, я не стану с этим спорить, но только потому, что для меня это не имеет значения. Я так же, как и ты, делаю свою работу, и по большей части у меня получается. Все, что я умею, это понять, что движет преступником, и, как это не банально звучит, почувствовать себя им. У меня неплохо развита эта способность еще со школы». «Когда человек совершает какой-то нехороший поступок, почти все видят только конечный результат. Никто не хочет выстроить цепочку событий, которая привела к этому результату. А меня это увлекало. Это словно смотреть фильм в обратную сторону». Райс замолчал и сделал несколько глотков пива. Мэнсон тоже отхлебнул. Почему-то сейчас мысли о любовнике отошли на второй план. Его гораздо больше интересовало, было ли что-то у Райса с фильмой. И если да, то как это было? Между тем Райс продолжил. «Ваш убийца для меня пока что чистый лист. Я жду, когда он проявит себя снова. Я должен сам побывать там, увидеть все собственными глазами, получить контакт с жертвой и местом, где это случится». «Мне бы очень не хотелось увидеть новую жертву», – сказал Мэнсон. «Это жутко умирать, особенно когда тебя насилуют в этот миг. И я хорошо знал последнюю девушку. Она совсем не заслуживала смерти, тем более такой. А все потому, что она напомнила этому подонку кого-то из прошлого. И очень хочу найти его». «Ты смог бы убить его, если бы получил такую возможность?» – спросил Райс. «Не думаю», – ответил Мэнсон. «Я представитель закона, а не шериф на Диком Западе». Райс как-то странно посмотрел на Мэнсона. Они впервые общались друг с другом с момента приезда Райса, и у них у обоих возник интерес друг к другу. Каждый что-то углядел в своем собеседнике. «Ты тоже ищешь урода?» – спросил Мэнсон. «Пытаюсь. Вильма почти всегда оказывается права. Я не первый раз работаю с ней и очень ценю этого эксперта». Упоминание о Вильме снова заставило Мэнсона подумать о ней и Викторе. Он понял, что лучше спросить, иначе это будет отвлекать его до конца разговора. «Райс, ты и Вильма». «Мы не были любовниками, но у нас был секс. Несколько раз. Мы оба одиночки, и нас это устраивает. Я знаю, почему ты спрашиваешь. Я не мог не заметить ее интерес к тебе». «С тобой она тоже играла?» – спросил Мэнсон. «Нет, Реджинальд, все было быстро и внезапно. Но это случилось в постели, где несколько часов назад задушили девушку. В Вильме достаточно дикости, чтобы получить от этого удовольствие, и она слишком хороша, чтобы я отказался». «Я не знаю, что у вас с ней, и меня это не касается. Мы каждый сам по себе, но если она снова захочет трахнуться со мной, я с радостью соглашусь». «Угу. Спасибо тебе, Виктор, за откровенность. Теперь я могу вернуться к леворуким уродцам». «Если честно, я не думаю, что мы сможем что-то найти. Прошло много лет с момента первых убийств. За это время могло многое произойти, и, скорее всего, любовник сменил имя, личность. Он уже не тот, кем был 12 лет назад. Я сейчас хватаюсь за каждую соломинку в ожидании нового убийства». Просидев еще около часа и обменявшись имеющейся у них информацией, они расстались почти приятелями. Вернувшись в свою пустую квартиру, Мэнсон выпил полбокала в водке и позвонил одной из своих знакомых, с которой иногда проводил ночь. Она не захотела приехать, быстро оборвав разговор, и Мэнсон понял, что она не одна. У Мэнсона было несколько таких женщин, молодых и привлекательных, и, что важно, они не пытались навязать ему каких-либо отношений, которых после неудачного брака он остерегался. С появлением Вильмы все его подружки сильно потускнели. Она одна затмила их всех разом. Мэнсон отложил телефон и, выпив еще водки, лег спать. На какое-то время Вильма перестала дразнить Мэнсона, но надолго ее не хватило. В один из вечеров он столкнулся с ней возле архива. Он уже был закрыт, но Вильма получила ключи и, бывало, засиживалась там допоздна. Она буквально прижала Мэнсона к стене, снова уткнувшись в него грудью, а ее губы почти касались его. В этот раз Мэнсон не выдержал. «Если бы ты не была такой сучкой, мы давно бы потрахались, и тебе не пришлось бы мастурбировать в гостиничном номере». «Ты уверен, что я это делаю?» спросила Вильма. «Уверен, и часто». Вильма села на корточки возле Мэнсона и расстегнула ему брюки. Вытащив наружу набухший член, она оценила его размеры и с удовольствием несколько раз лизнула его, отчего дернулся и сам Мэнсон, и его член. Вильма обхватила его ртом и продолжала ласкать языком. А потом легко, как умелая шлюха, заглотила его весь. Мэнсон застонал, прикрыв глаза. Она продолжала это делать, пока не почувствовала, что Мэнсон вот-вот кончит. Оставив во рту только кончик, Вильма обхватила его рукой и сделала несколько движений. Этого хватило, чтобы Мэнсон обильно кончил ей в рот. Вильма поднялась и стала рассматривать его лицо. Все еще, утопая в небывалом блаженстве, Мэнсон приоткрыл глаза, и тогда Вильма выплюнула большую струю спермы ему в лицо. А шалевший Мэнсон едва сдержался, чтобы не отвесить ей мощную оплеуху. Одна из капель попала ему в глаз, которое теперь сильно жгло. Мэнсон стал яростно тереть его. «То же ты за сука такая!» только и сказал он. «Может, мне просто хотелось, чтобы ты узнал, что чувствуют женщины, когда им кончают на лицо?» А потом она лизнула языком его щеку. «Уйди!» крикнул Мэнсон, шаря по карманам в поисках платка. Вильма, напоследок еще раз лизнув его, со смехом скрылась за дверями архива. После этого случая Мэнсон окончательно убедился, что Вильма больная на голову извращенка. Фото, которые вызывали любопытство в детстве, пустили хорошие корни. Ей были чужды жалости, сочувствия, а люди, с которыми она сталкивалась, становились для нее всего лишь объектами анализа. Возможно, именно поэтому ей удавалось достичь хороших результатов. Многим на первый взгляд она могла показаться очаровательной училкой, и лишь единицы видели ее истинную сущность. Циничную, похотливую и расчетливую. Вильма, если хотела, могла легко манипулировать людьми. Мэнсон хорошо ощутил это на себе, и даже осознавая это, он не мог противиться ее чарам. Он не мог понять, что она пытается сделать с ним, затеяв эту игру. И если она и впрямь хотела дать ему вырваться за пределы загона, то совсем не бескорыстно. Мэнсон был уверен в этом. И еще он был уверен, что ни одна другая женщина не вызывала в нем столько интереса и желания. Она словно явилась к нему из другого мира, необычная и ослепительная. Два дня он избегал встреч с ней, и, к счастью, для этого не было повода. А потом это случилось. Пропала девушка. Миранда Блейк. Ее хватились утром, когда она не вышла на работу. В другое время никто не поднял бы суматохи, но с возвращением любовника даже намек на исчезновение девушек поднимал всех на ноги. Ее местонахождение быстро вычислили по биллингу телефона, лесной массив на границе южного района. Первые три убийства произошли по другую сторону реки, и Мэнсон до последнего надеялся, что Миранда жива и могла по любой другой причине оказаться в лесу, и, возможно, не одна. Его надежды рассеялись после звонка коллеги из южного участка. Это была их территория, и они первыми добрались до места, получив координаты по рации. Они быстро нашли ее, и что с ней поработал любовник, было очевидно. Мэнсон снова ехал в паре с Лепети, который смог взять себя в руки, хотя след, оставленный смертью Карины, был заметен. Он не сказался на рабочих навыках Кристофа, но изменил его. Лепети стал не таким общительным, как прежде, и пытался полностью отдаться работе. Мэнсон отчасти мог понять его и по возможности присматривал за ним. Увидев знакомый минивэн, Мэнсон остановился позади него. Их столичные коллеги приехали чуть раньше. Экспертов еще не было, и полицейские старались держаться за уже натянутой лентой. Только Райс, присев на корточке, замер возле тела. Мэнсон бросил взгляд на Вильму. Она так торопилась, что не нашла времени переодеться. Сильно зауженная до колен юбка, черные челки и туфли на шпильке, которые утопали в рыхлой земле, совсем не подходили для визитов в лес. Только ее это не беспокоило. Мэнсон видел, как завороженно, чуть ли не с восторгом, она смотрит на мертвое тело. Ее грудь учащенно вздымалась, а в глазах плясали бесовские искры. Мэнсон встал позади Вильма. «Поэтому ты любишь свою работу?» Тихо, чтобы никто не услышал, спросил он. «Не только», ответила Вильма. «Все, кроме меня, с Райсом испытывают сочувствие к жертве и праведный гнев к преступнику. Я и Райс пытаемся увидеть, как это было, оказаться внутри сюжета. Неужели тебе ни капельки ее не жаль?» «Моя жалость как-то поможет ей?» спросила Вильма. «Совершенно не важно, что я чувствую. Моя задача – помочь уменьшить количество таких девушек». Мэнсону нечего было возразить, и он замолчал, а Вильма прошла за ленту и пристроилась возле Райса. Вскоре появились эксперты. Мэнсон осмотрелся и почувствовал себя бесполезным. Все делали свою работу, и главным сейчас был Гест, а Мэнсон остался не у дел. Раздраженный он вернулся к машине и закурил, прислонившись к капоту. Едва сигарета закончилась, он закурил новую. Ему хотелось оказаться где-то далеко, где не было мертвых девушек, серийного убийц, назойливых репортеров. Никого. Хотя нет, он понял, что врет себе. Ему хотелось, чтобы рядом была Вильма. Он все еще думал о ней, когда она появилась, возбужденная и соблазнительная. «Поехали в отдел», сказала она, усаживаясь в его машину. Мэнсон сел за рулик, когда потянулся к рычагу передач, Вильма схватила его за руку и сунула себе под юбку. Его рука коснулась сырых трусиков Вильма. «Чувствуешь, как там мокро?» спросила она. Мэнсон убрал руку и, развернув машину, поехал в сторону города. «Верни в лес», попросила Вильма. Мэнсон понял, зачем, и безропотно повернул в подходящем месте. Они вылезли из машины. Вильма без предисловий подняла юбку, а потом, спустив трусики, оперлась руками на капот. То, что увидел Мэнсон, превзошло все его фантазии о Вильме. Чулки, натянутая полоска трусиков на ее невероятных бедрах, мокрая вагина и идеальная попка были сексуальнее всего, что доводилось видеть Мэнсону. Он несколько раз сглотнул, а руки сами потянулись к молнии на брюках. Вильма призывно тряхнула ягодицами, отчего словно сам воздух наполнился вожделением. Мэнсон едва не задохнулся от накатившего порыла. Он опустил взгляд на свои трясущиеся руки и подумал о Миранде, лежавшей неподалеку в лесу с заклеенным скотчем ртом и ватными тампонами в носу. Окутавшее его наваждение рассеялось. Мэнсон, не глядя на прелести Вильмы, вернулся в машину. Она, ничем не подав вида, снесла это оскорбление и, натянув трусики, отдернув юбку, села обратно. Она выглядела спокойной и расслабленной, ничто не выдавало ее истинных чувств, но все-таки она сказала, «Рэджи, ты оставил меня с голой жопой и мокрой пиздой. Не очень разумное решение». «Не все вертится вокруг твоих дырок», ответил Мэнсон. В полном молчании они вернулись в отдел, где расстались. Мэнсон раздал привычные распоряжения насчет камер и свидетелей. Теперь ему оставалось дождаться возвращения экспертов или пяти, чтобы отправиться на адрес Миранды. Следующие несколько дней весь отдел трудился, не покладая рук, хотя многим по большей части приходилось работать головой. Как и после первого убийства появились подозреваемые, но быстро отпадали один за другим. Большинство проявивших интерес к жертвам в соцсетях отпали из-за возраста. 12 лет назад они были детьми или подростками. Многие имели алиби на момент хотя бы одного из убийств. Оказалось бы, идеальный подозреваемый, уродливый 40-летний левша Марк Клейтон, который проявлял интерес к Миранде во время убийства Карины был в другом городе. По иронии судьбы, он был на тренинге для, как они себя называли, малопривлекательных людей. Снова определили все номера, которые оказались поблизости от жертв. На момент убийств таких не оказалось. Любовник предусмотрительно не брал с собой телефон. Теперь пытались выявить общие номера, которые оказывались в зоне пребывания убитых девушек за несколько дней до их смерти. Мэнсон работал на износ, хотя мог ограничиться только контролем за сотрудниками отдела. Он лично проверял многое из того, что поручил своим людям, и к вечеру его голова раскалывалась. И он боялся, что в таком состоянии допустят ошибку. Когда Вильма снова пригласила его поужинать вместе, он был рад этой передышке и почувствовал, как ему ее не хватало. Вильма уже ждала его за столиком, когда Мэнсон добрался до гостиничного ресторана. Она еще не сделала заказ, ожидая Реджинальда. Сегодня она делась проще, чем обычно. Белая рубашка в мелкую красную клетку, застегнутая только наполовину, поверх кремового топа и короткие светло-голубые брюки. Даже волосы, которые она обычно собирала сзади, частично выбрались наружу, свисая длинными прядями возле лица. «Здравствуй, Вильма. Рад тебя видеть», сказал он, усаживаясь напротив. Вильма поняла, что Мэнсон и правда рад, и это не дежурная фраза усталого детектива. «Выглядишь не очень», сказала она. «Чувствую себя еще хуже», ответил Мэнсон. «Из меня сегодня плохой собеседник». «Поехали к тебе, Реджи», предложила Вильма. Мэнсон не знал, что кроется за этим. И даже не хотел думать об этом. Он просто кивнул, и они покинули ресторан. «Мой гостиничный номер выглядит уютнее», сказала Вильма, осмотревшись. «Ты не очень любишь свой дом. Сними рубашку и садись на пол возле дивана», попросила Вильма. Пока он раздевался, она села и раздвинула ноги, и Мэнсон пристроился между них. Он почувствовал ее длинные нежные пальцы. Несколько раз, словно знакомясь, Вильма провела ими по шее и плечам и принялась разминать их. Сначала легонько, а потом уже достаточно сильно. Мэнсон, не ожидая подобного, быстро погрузился в блаженную полудрему. «У тебя отличное тело», сказала Вильма. «Уверена, ты часто бываешь в спортивном зале». «Да, у нас в отделе хороший зал», ответил Мэнсон. «И спасибо тебе». Вильма запустила свои пальцы ему в волосы и продолжила там. Мэнсону стало еще лучше, но он почувствовал, что близок к тому, чтобы заснуть. Вильма тоже это заметила. «Идем в спальню», сказала она. Вильма помогла Мэнсону раздеться, после чего разделась сама. Мэнсон с восторгом посмотрел на ее обнаженное тело. «Ты действительно прекрасна», сказал он. «Я пытался представить тебя голой, но ты оказалась еще лучше». Вильма легла рядом с ним и положила руку ему на грудь. «Рэджи, я знаю, что хороша и пользуюсь этим. Есть мужчины, готовые расшибиться ради меня в лепешку. Я презираю их». Вильма положила ладонь на губы Мэнсона, прежде чем он успел ей ответить. Потом она опустила ее вниз и обхватила его член. В ее руке он быстро окреп, и Вильма уселась на него. «Возьми меня за задницу», попросила она. Мэнсон обхватил ее ягодицы, почувствовав их упругость и нежную кожу. Он любовался ее напряженными бедрами и шикарной грудью, на которую сейчас свисали ее локоны почти до самых сосков. Вильма не торопилась, она двигалась не спеша, а иногда и вовсе замирала, когда он полностью оказывался в ней. В этот момент Мэнсон надавливал на ее попку, пытаясь прижать еще крепче. Она и выглядела сегодня не иначе оставив за порогом квартиры свою хищность. Ее глаза не сверлили Мэнсона, не пытались разжечь его похоть, а только ласкали взглядом. Вильма вскрикнула всего один раз, когда Мэнсон кончила и легла поверх него, обхватив руками. Мэнсон даже не понял, успела она кончить сама или это был всего лишь внезапный крик. Позже, когда она уже легла рядом, Мэнсон спросил, «Ты предохраняешься?» Вильма улыбнулась, посмотрев ему в глаза. «Что, события юности не отпускают? Не волнуйся, Реджи, я дважды делал аборт, после второго я не могу иметь детей». «Прости мне, жаль», сказал Мэнсон. «Не стоит, Реджи, я терпеть не могу детей, так что для меня это подарок». Мэнсона не сильно удивили ее слова, хотя он считал, что инстинкт материнства так или иначе есть у каждой женщины. Мэнсон замолчал, наслаждаясь тишиной и близостью Вильмы. Она помогла ему избавиться от поглотившего его расследования, подарив незабываемые минуты покоя и удовольствия. Он был благодарен ей за все, что она сделала, и в первую очередь за то, что сегодня она не была стервой. А когда Вильма села на кровать, сложив ладони на поднятом колене и опустив на него подбородок с задумчивым взглядом уставившись в окно, Мэнсон и вовсе увидел в ней маленькую девочку. Девочку, которая еще не успела увидеть те жуткие фото. Он сказал ей об этом. «Рэджи, я не видела этой девочки много лет, она растворилась без остатка», с сожалением сказала Вильма. Мэнсон сел рядом с ней и обнял. За эту ночь он готов был простить Вильме все. Он не верил, что это театр, специально устроенный для него, и хотел, чтобы она еще какое-то время оставалась той самой девочкой. «Рэджи, я вернусь в гостиницу», сказала Вильма и принялась собирать одежду. «Зачем? Останься», возразил Мэнсон. «Не хочу, чтобы ты проснулся завтра утром с высокомерной стервой», ответила она. «Эй, я такого не говорил, да и понравилась ты мне, когда ею была». «Рэджи, ты ничего не путаешь, я тебе нравлюсь или ты просто хотел меня?» спросила Вильма. Мэнсон вскочил с кровати и встал перед ней. Вильма накинула ему на шею челок и притянула к себе. Их лица оказались совсем рядом, и он почувствовал своим телом ее бедра и грудь. «Что тебе нужно, Рэджи, я или мое распутное тело?» В этот момент в глазах Вильмы снова заплясали бесовские искры. «Что я хочу?» Теперь уже Мэнсон знал, что. «Эти чертовы искры в твоих глазах, которые сводят меня с ума день за днем, ночь за ночью». «Ты готов расшибиться ради них в лепешку?» спросила Вильма. «Иди к черту». Вильма рассмеялась. «Ты совсем запутался, милый Рэджи, но я, пожалуй, останусь. Твой член слишком настырно уткнулся в меня. Нужно использовать его снова». Вильма, приподняв одну ногу, ловко вставила его в свое уже мокрое лоно и повисла на шее Мэнсона. Он обхватил ее руками за задницу и задрав вторую ногу начал двигать ее, а потом они оба рухнули на кровать. На этот раз они постановили на пару и были гораздо активнее. Вильма успела кончить раньше, вонзив свои коготки в спину Мэнсона. Утром Мэнсон понял, что проспал. Он попросту забыл поставить будильник. Он вскочил, но так и замер возле кровати, залюбовавшись едва прикрытым одеялом телом Бильмы. Она откинула закрывавшие лицо волосы и сонно посмотрела на Мэнсона. Господи, Реджи, чего ты суетишься? Подумаешь, проспал. Я обязан быть там, ответил Мэнсон. Должна быть какая-то информация по горячим следам, может... Реджи, угомонись. Если было бы что-то важное, тебе сообщили бы, а биллингами телефонов и камерами есть кому заняться и доложить Гесту. Он обойдется пару часов без Боцмана. Ты хочешь сказать, что я всего лишь Боцман? Удивился он и тут же понял, насколько точно она выразилась. Гест был капитаном, а он связующим звеном между ним и остальной командой. Твою мать! Мэнсон присел на кровать. Эта девушка мертва, а у нас снова ничего. Я надеюсь на вашего хваленого Райса, но сам уже готов перевернуть этот город вверх дном. Я не могу просто так валяться с тобой в постели, пока другие ищут убийцу. Рэджи, поверь мне, можешь. Бросить красивую живую женщину ради мертвой крайне глупо. Тащи сюда свое рельефное тело. Нет, Вильма, прости, мне надо ехать, ответил Мэнсона направился в ванную комнату. Когда он уходил, Вильма снова спала или делала вид. Добравшись до отдела, Мэнсон убедился, насколько она была права. Его сотрудники делали, что от них требуется, напрямую докладывая результаты геста. Мэнсон тоже зашел к нему узнать, что от него требуется. Оказалось, фактически ничего. Основная работа велась специалистами, Мэнсон мог только снова побывать в местах, где появлялась Миранда, но не думал, что от этого будет польза. Он успел убедиться, что убийца держался в тени, наблюдая и поджидая жертв в уединенных местах. В этот момент у него возникла идея. Мэнсон запросил списки опрошенных жильцов домов рядом с адресами жертв и полный список проживающих поблизости. Получив все необходимое, Мэнсон уединился в маленькой комнатушке, которую обустроил, что и его коллегам. Он уже был на середине списков, когда его нашла Вильма. Она не торопилась появиться в отделении и успела заехать в гостиницу переодеться. «Раджи, твои ключи», сказала она, «можешь оставить себе, но у меня есть другие». Вильма положила связку ключей на стол. «Ты что думаешь, я собираюсь теперь ночевать у тебя? Забудь об этом». Мэнсона особо это не удивило. Он помнил, что рассказал ему Райс, но все же надеялся на другое. «Чем занимаешься?» Она пригляделась к тому, что лежало на его столе. «А может, я поторопилась с ключами? Похоже, тебе пошло на пользу наше вчерашнее свидание. Подвинься, я хочу в этом участвовать». Вильма присела на краешек стула рядом с ним. Сейчас ее близость не волновала Мэнсона, его захватил иной азарт. Вильму тоже. Они просматривали адрес за адресом, имя за именем, сверяя их с протоколами и показаниями. Когда они закончили, довольные переглянулись. В их списке оказалось пять адресов, по четырем из которых квартиры сдавались в наем. «Рэджи, надеюсь, ты не собираешься геройствовать? Убийца псих и достаточно силен. Инъекции действуют не сразу, и ему приходилось по несколько минут удерживать каждую жертву. Он легко с этим справлялся». «Какая трогательная забота», улыбнулся Мэнсон. «Ты смогла бы помаструбировать на мой труп». «Очень смешно, Рэджи. Мы не в фильме. Я собираюсь доложить Гесту дело, а твои опасения напрасны. Миранда мертва и любовник, скорее всего, сейчас снимает новое жилье». Через полчаса пять машин выехала по нужным адресам. Мэнсон взял в пару Паркера. Вильма, конечно, поехала с ними. Ходяйка квартиры, которую быстро разыскали и, позвонив, попросили приехать, ждала их возле дома. «Добрый день, госпожа Бяльская». «Надеюсь, что добрый», и пожилая женщина в темном брючном костюме. «Покажите ваши окна, пока мы не поднялись». Бяльская подняла голову, посмотрев на фасад дома. «Второй этаж, если от окна на лестнице, первое и второе справа, еще одно выходит на другую сторону». Мэнсон посмотрел на нужные окна, потом на окна дома напротив, с другой стороны дороги. Дома, где жила Карина Такач. «Теперь уже и Бяльской стало ясно, почему полиция заинтересовалась ее жильцом». «Поже мой», только и сказала она. Квартира смотрелась довольно нелепо. Очень старая мебель занимала большую ее часть, но кое-где попадалось что-то из Икеи, современная бытовая техника, вроде плазменной панели на тумбочке. Мэнсон выглянул в окно. Улочка была узкой и до окон Карины было всего метров пятнадцать. Отсюда все было хорошо видно. «Давно сдаете жилье?» спросил Мэнсон. «С конца девяностых, как умер отец. Последнее время не получается найти жильцов на долгий срок». Этот район застраивался незадолго до Второй мировой, и почти все первые владельцы уже умерли, оставив квартиры родственникам, по большей части детям. Те уже давно обзавелись собственным, причем лучшим жильем. Кто-то продавал полученные в наследство квартиры, очень немногие сами селились в них, а кто-то, как Бяльская, сдавал квартиры в наем. Сам Мэнсон после развода проживал в квартире, оставшейся от деда. Снять жилье в центре не составляло большого труда. Мэнсон вызвал экспертов и попросил Бяльской договор о найме. Быстро пробежав его глазами, он задержался только на имени и подписи жильца. Карл Сполик. Именно так представился убийца. А то, что это был он, Мэнсон не сомневался. Он показал какой-нибудь документ, подтверждающий личность? Спросил Мэнсон. Конечно, ответила Бяльская. Водительское удостоверение, иначе я не сдала бы квартиру. После Сполика кто-то жил здесь? Нет, пару раз смотрели, но не стали снимать. Молодежи не угодишь, обстановка им не понравилась. Вы сами убираете квартиру после жильцов? Да, даже если квартира пустует, я каждую неделю убираюсь. Мэнсон порадовался, что она делала это сама, и был уверен, что недостаточно тщательно. «Расскажите мне о вашем жильце, все, что сможете вспомнить, и какой рукой он подписывал договор». Бяльская на минуту задумалась. «Я не помню, какой рукой», ответила она, «но очень хорошо запомнила старые следы от ожогов на его лице. Из-за этого я старался не смотреть на него, чтобы он не подумал, что я их разглядываю». «Договор мы на время изымем, а вам нужно проехать в участок, дать показания и помочь составить фоторобот. Квартиру мы пока опечатаем. Паркер, отвези госпожу Бяльскую». Та, вздохнув, обреченно пошла за детективом. Уже в дверях она обернулась и спросила. «А долго?» Мэнсон понял, что она спрашивала о квартире. Мэнсон ответил. «Надеюсь, что нет?» Когда они остались вдвоем, Мэнсон увидел, как загорелись глаза Вильмы, и она снова хищно смотрела на него. «Нет, Вильма, я не стану этого делать». «Жаль», ответила она. «Поверь, я делаю это не специально, вся эта хрень заводит меня». «Да», сказал Мэнсон, «Я вижу, твои соски едва блузку не проткнули. Прости, мне тоже очень хочется, но не сейчас». В этот момент зазвонил его телефон, нашли вторую квартиру, Мэнсон дал отбой остальным экипажам и осмотрелся. На первый взгляд в квартире не осталось никаких следов пребывания любовника. «Какой презерватив, кто-то урод тела?» Я говорил тебе, все зависит от того, что толкнуло их на это. В каждом из них живет какая-то драма, именно она влияет на их поведение. Наш тип мстит за то, что случилось с ним много лет назад, и при этом он испытал сильное сексуальное возбуждение. Почти уверен, он был подростком или ребенком старших лет, он наблюдал тайком за парой, занимающейся сексом, когда случился пожар, в котором он едва не задохнулся и обгорел. Пожалуй, я присоединюсь к тебе в архиве. А я, пожалуй, снова заночую у тебя. Пятое. I know this hills. Эн Роуз поставила коляску возле скамейки и, положив четыре гвоздики на могильную плиту, присела. Она уже давно не говорила с Майклом, просто приходила и сидела возле могилы. Все важное было сказано, сейчас она была счастлива. Все случилось, как и хотел Майкл. Эн Роуз достала из сумки початую бутылку виски и два стаканчика. Наполнив их, она поставила один на могилу и, чокнувшись с ним, выпила из второго. Прошло около двух с половиной лет с того дня, когда умер ее муж. Убийца из Серебряных Холмов для города Хэтфилд был страшным воспоминанием, а для Эн Роуз самым светлым человеком на земле. Несмотря на это, Эн Роуз смогла полюбить этот город. Жители всегда были приветливы и доброжелательны. Она могла понять это, когда они только появились в Серебряных Холмах, но ничего не изменилось и после смерти Хэтфилда. Люди все так же относились к ней, уже зная, кто она. Возможно, даже еще теплее. Ей очень помог Мартин, местный полицейский. После обыска у нее нашли оставленный Хэтфилдом чемодан с деньгами, и Эн Роуз поняла, что скоро снова окажется на улице. В нищете. И на этот раз беременная. Казалось, что со смертью Хэтфилда рушилось все. Она потеряла единственного близкого ей человека и вместе с ним свое новое будущее. Мартин несколько раз подолгу беседовал с ней. Именно беседовал, в ее доме, а не допрашивал в полицейском участке. Она терялась в его присутствии, не зная, что может рассказать, а что нет. Тот хорошо видел ее состояние и сумел разговорить. Энн Роуз больше не смогла держать в себе то, что накопилось и выплеснуло наружу, как когда-то давно на Хэтфилда. Она не хотела оправдаться, вызвать сочувствие, она просто избавилась от того, что было внутри. Мартин странно воспринял услышанное. Энн Роуз видела, насколько он стал мрачен зол. Он ушел и пропал на несколько дней. Энн Роуз все это время никто не беспокоил, а она ждала, когда сможет забрать тело Майкла, и со дня на день ожидала, что ее попросят съехать. Она затаившись, сидела в своей комнате, боясь выйти на улицу или встретиться с домохозяйкой. Ей казалось странным, что после того, что она рассказала Мартину, ее все еще не арестовали как соучастницу. Он вернулся через шесть дней. В руках он держал знакомый чемодан. Энн Роуз, часть денег пришлось отдать, сказал он. Остальное я хочу вернуть, они должны быть твоими. Сейчас в городе выставлено несколько домов на продажу, я могу отвезти тебя посмотреть. Думаю, ты найдешь подходящий для себя с малышом. Также я помогу с документами, они будут настоящие, включая свидетельства о браке. Энн Роуз совсем не это ожидала услышать. Она не знала, что ответить и вообще не понимала, что происходит. Человек, от которого она ждала неприятности, предлагал ей помощь. Потом она поняла, что хочет сейчас больше всего. Наверное, я должна поблагодарить тебя, хотя я все еще не понимаю, что происходит, но сейчас все, что я хочу, это увидеть Майкла и позаботиться о его похоронах. Да, я понимаю, ответил Мартин, этим я тоже занимаюсь. Прости, но Хэтфилд не может быть похоронен на городских кладбищах, только на Олтон Сквер. Это тоже в центре, недалеко от центрального кладбища. Идем, я отвезу тебя. Энн быстро собралась и, так и не прикоснувшись к чемодану, вышла с Мартином на улицу. У нее закружилась голова от яркого солнца и недоедания. Она не решилась сходить в магазин, а запасы продуктов почти закончились. Что же ты творишь, девочка? Сказал Мартин, увидев ее состояние. Вас же теперь двое. Энн Роуз ничего не смогла ответить. То, что происходило сейчас, казалось слишком странным и неожиданным и почти лишило ее последних сил. Она просто села в машину. Мартин первым делом отвез ее в кафе. Оказавшись там за столиком с человеком, который пытался ей помочь, как когда-то давно с Хэтфилдом, она не могла понять, что изменилось в этом мире, почему люди стали проявлять заботу о ней. Она не могла найти на это ответа, но в ней снова появилась надежда. Большая и великая надежда на новую жизнь, для нее и еще нерожденного ребенка. «Почему ты делаешь это?» спросила она. Что мог ответить ей Мартин? Когда он выслушал ее, думал, что она несколько преувеличила свою историю, «Но побывав в лачуге ее родителей, которые оказались слишком пьяны, чтобы говорить с ним, побывав в школе, которую она так и не закончила, побывав в городке, где Хэтфилд убил ее сутенера, Мартин понял, что услышал только малую часть о жизни Энн Роуз. И оказалось, что во всем этом ужасном дерьме только сумасшедший убийца смог ей помочь. Он заботился о ней и, зная, что долго не протянет, пытался устроить ее жизнь, ее новую жизнь. «Энн Роуз, этот сучий мир слишком паршиво обошелся с тобой. Мне горько от этого», сказал Мартин, глядя в ее печальные ореховые глаза. «Я обещаю, что никогда не обижу тебя. Никто в этом городе не обидит тебя». Энн, услышав эти слова, сразу вспомнила Майкла, который говорил то же самое и поняла, почему он так хотел, чтобы она осталась именно здесь, в Серебряных холмах. После кафе они отправились в морг. Мартин боялся, что ей станет плохо, когда она увидит Хэтфилда. После выстрела в голову тот выглядел не лучшим образом. Но Энн, Роуз справилась. Она вышла из морга в слезах и подавленная, а Мартин подумал, что даже Хэтфилду нашлось кому оплакивать. Видя ее состояние, он изменил планы и вместо похоронного бюро повез ее смотреть один из выставленных на продажу домов. Дом ей понравился, но Энн Роуз сказала, что он очень велик для нее. Мартин, немного подумав, направился в квартал лавочников. Он остановил машину возле заброшенной лавки детских игрушек. А Энн, завороженная, уставилась на витрину, в которой они все еще были расставлены. Возле лавки находилась дверь, ведущая на второй этаж. Мартин пошарил над наличником и, найдя ключ, открыл ее. Поднявшись наверх, они оказались в небольшой квартире со старой мебелью и выцвевшими обоями. Хозяйка умерла полгода назад. У нее не осталось наследников и она не оставила завещание. На днях квартира отошла к городу и ее должны выставить на продажу. Она будет продаваться вместе с лавкой, но думаю, я смогу договориться, чтобы лавку продали отдельно, объяснил Мартин. Энн Роуз присела на край старенького кресла, рассматривая то, что ее окружало. Мартину показалось, что эта комната вернула ей давно забытые воспоминания, причем приятные. Мартин, а моих денег хватит, чтобы купить ее вместе с лавкой, спросила она. Мартин удивил ее вопрос и интерес к лавке, но он только обрадовался. Пожалуй, да. На покупку уйдет немного больше половины того, что у тебя есть. Правда? Воскликнула она. Никогда не думала, что стану настолько богатой. Завтра мы сможем оформить все бумаги, а сейчас нам надо прокатиться еще в одно место. Когда они спустились и Мартин, закрыв дверь, отдал ей ключ, Энн Роллс не знала, что с ним делать, все еще не веря неожиданному счастью. Еще утром она боялась оказаться на улице и не могла выйти в магазин за продуктами, а завтра окажется владелицей прекрасной квартиры и лавки детских игрушек Пиноккио. Когда Мартин привез ее в больницу, она немного насторожилась, не понимая, зачем она здесь. «Не пугайся», сказал он, «я всего лишь хочу познакомить тебя с доктором, который будет наблюдать, как проходит твоя беременность». После больницы они заехали в магазин и, купив нужные продукты, вернулись в жилище Энн Роллс. С этого дня Мартин помогал ей и просто навещал ее. Энн Роллс поднялась со скамейки и, покинув кладбище, направилась домой. Возле лавки она увидела знакомый автомобиль и Мартина, стоящего возле него. Майкл младший несколько раз радостно выкрикнул его имя. Они оба успели привязаться друг к другу, и Майкл был очень рад его визитам. Энн, выбравшись из машины, полезла в багажник за сложенной коляской, а Мартин поднял Майкла. «Привет, Мартин, рада тебя видеть», сказала она. «Я тоже», ответил он. «Ты все хорошеешь с каждым днем». Если в этом и было преувеличение, то не сильное. За два с половиной года, проведенных в серебряных холмах, Энн Роллс словно расцвела. В свои тридцать пять она выглядела гораздо лучше, чем в тридцать. От вульгарной забитой шлюхи не осталось следа. Энн Роллс старалась как могла. Она любила сына и хотела быть хорошей матерью, и не только. Энн Роллс пыталась с пользой распорядиться выпавшим ей шансом. Еще будучи беременной, она закончила когда-то брошенную школу, и это оказалось ей совсем не в тягость. Она полюбила читать и училась онлайн-бухгалтерии и маркетингу. Она увлеклась йогой, а по утрам делала пробежки. И что самое важное, у нее появились друзья. Помимо Мартина, Энн подружилась с владельцем соседней лавки, пожилым часовщиком Арнольдом Гройсманом и Агнетто Нильсон, девушкой, которая почти с самого открытия помогала ей в магазине. Со многими соседями у нее были теплые отношения, и она прекрасно чувствовала себя в этом квартале и вообще в Серебряных холмах. О лучшем она и мечтать не могла. Появились у нее и поклонники. Их появление удивило и напугало Энн Роуз. Ее скорбь по Хэтфилду утихала, но сейчас в ее жизни не было места никому кроме сына, а мысль о том, чтобы разделить с кем-то постель приводила ее в ужас. Физическая близость с кем-то не принесла бы ей удовольствия, а она радовалась одиночеству, которое досталось ей после Энн Роуз не знала, что будет дальше и не хотела об этом думать. Если у кого-то и был шанс, то только у Мартина. Последнее время Энн Роуз понимала, что ее чувства к нему стали гораздо большим, чем дружескими, но она никогда не посмела бы ему в этом сознаться. Она хорошо помнила, кем была и кто отец ее ребенка. Она просто была рада, когда Мартин был рядом и не хотела разрушать эту дружбу. Однажды она все-таки спросила Мартина, почему тот не женат. Он ответил, что был когда-то, но не сложилось, а пробовать еще раз он не захотел. Уложив сына спать, Энн Роуз и Мартин пошли пообедать в ближайшее кафе. «Была на кладбище?» спросил Мартин. «Там мне нравится там бывать», ответила она. «Я знаю, ты сегодня действительно очень красива. Я помню тот день, когда первый раз увидел тебя напуганную и растерянную. Я думал, ты будешь совсем другой, но сильно ошибся. Кажется, это было так давно». «Не знаю, Мартин, иногда мне тоже кажется, что давно, а иногда словно это было вчера. Знаю одно, Серебряные холмы удивительное место, я полюбила их, я хотела тебя спросить. Давно, еще после разговора с Патриком, здесь правда случаются странные вещи?» Эн Роллс вспомнила тот день немногим больше года назад, когда встретилась с человеком, убившим ее мужа. Это случилось вскоре после смерти Маргариты. Она сама захотела найти его и пришла в собище, где тот бывал каждый день. «Тяжело терять близких?» спросила Эн Роллс, найдя его возле могилы. Патрик уже успел выпить и не удивился ее появлению. Он узнал Эн Роллс, видел ее фото в местной газете после смерти Хэтфилда. «Ты сама знаешь», ответил он и протянул руку с фляжкой, спросил «Хочешь?» Эн Роллс села рядом и взяла фляжку. Она сделала глоток и не знала, что сказать. «Ты, наверное, ненавидишь меня. Я могу это понять. Я сам ненавидел Хэтфилда. Я хотел, чтобы он умер. Прости, я не хочу тебе врать, чтоб просто защищался и все случилось само собой. Я мог не делать второй выстрел, тот, что в голову. Я сделал. И не жалею об этом». Энн не понимала в свое время одержимость Хэтфилда. Не могла понять и сейчас. Патрик выглядел обычным парнем, не то, что Майкл. И он тоже захлебнулся в собственной ненависти. «Но почему?» только и спросила она. «У тебя же есть сын?» Энн Роуз совершенно не понимала, при чем здесь ее сын. Она только кивнула и сама взяла из рук Патрика фляжку. Патрик поднялся со скамьи. «Идем со мной», сказал он. Они покинули кладбище и сели в его машину. Оба молчали. Энн Роуз смотрела на дорогу и пыталась хоть что-то понять. Вскоре они оказались по ту сторону моста, где Энн Роуз еще не бывало. Патрик остановил машину возле собора и они прошли на его территорию. За собором тоже оказалось кладбище. «В городе не одна могила, где я бываю», сказал Патрик и повел ее в дальний конец кладбища. Он снова сел на скамейку и достал фляжку. «Ингеборги и Регина Саулитте», прочла Эн Роуз. Она знала, что одна из них женщина, с которой до нее жил Хэтфилд, а вторая ее дочь, убитая им, но Патрик привез ее сюда. «Знаешь их?» спросил Патрик. «Да?» ответил Эн Роуз. «Тогда, наверное, поймешь меня. Регина была моей дочерью». Эн Роуз совсем не ожидала такое услышать. Мартин никогда не говорил ей об этом. То, что Майкл убил дочь Патрика отчасти оправдывало его. «Все равно прости», сказал Патрик. «Я знаю, Хэтфилд не убивал мальчишку, но моя дочь лежит в могиле. Она умирала у меня на руках, и я все еще вижу ее глаза». «Я не держала на тебя зла. Майкл знал, чем закончит. Мне просто нужно было увидеть тебя и понять. Я сочувствую твоей утрате», сказал Эн Роуз. «В этом городе происходят странные вещи», сказал Патрик. «В это сложно поверить, пока сам не столкнешься с этим. Здесь есть нечто большее, недоступное для простого понимания, и иногда люди оказываются втянутыми в эти события. То, что случилось, было неизбежным, и никто не узнает настоящих причин. Мы оба потеряли близких людей, и нам теперь с этим жить». Они молча посидели еще немного, пока не кончилась фляжка. «Хочешь напиться?» спросил Патрик. «Хочу», ответил Эн Роуз, «но мне надо возвращаться к малышу». «Хорошо, я отвезу тебя». Они вернулись в машину, и Патрик отвез ее домой. «Почему ты спрашиваешь?» заволновался Мартин. «Ты что-то видела?» «Нет, что ты», воскликнула Эн. «Просто сегодня на кладбище почему-то вспомнила, что об этом говорил Патрик». Она не стала говорить, что недавно в лавке видела странных посетителей. Эн Роуз успела многое прочесть об истории города и побывать в его музеях, поэтому один из посетителей очень напомнил ей давно умершего плотника искусного резчика по дереву Клауса Кюрша. А второй тоже мертвого художника Бертрана Ренни, и по странному совпадению первый купил деревянного щелкунчика, а второй акварельные краски. «В городе действительно происходят странные вещи», сказал Мартин. «Не знаю, насколько странные, потому что сам никогда не сталкивался с ними, но знаю, что некоторые мои знакомые мне кое-что недоговаривают. И трагические события, которые случаются в городе через определенное время, тоже неспроста. Те, кто знает, помалкивают, и я думаю, правильно делают, нет ничего хуже сплетен. Больше меня может рассказать графиня, я знаю, она заглядывает в лавку». Около года назад Энн Роуз познакомилась с графиней Шацкой, и та стала навещать ее в лавке, когда бывала в городе. Графиня была симпатична Энн, и она радовалась ее визитом. Расставшись с Мартином, Энн Роуз вернулась домой к своим привычным занятиям. Жизнь текла своим чередом, и через несколько дней графиня пригласила ее на чай. До этого Энн Роуз не была в ее владениях, и приглашение удивило и вызвало любопытство. Когда она остановила машину возле поместья, невольно замерла от того, что увидела. Такое раньше она могла видеть только в кино. Познакомившись в лавке с Елизаветой Шацкой, она не сразу узнала, что та графиня, хотя обратила внимание на ее манеру держаться. Было в ней что-то присущее аристократам, но совсем без высокомерия, заносчивости и снобизма. С ней было легко общаться, но то было в лавке, только сейчас Энн Роуз поняла степень ее богатства и влияния, ей стало не по себе от того, что она оказалась здесь, и она не знала, как себя вести. Большие кованые ворота, ведущие на территорию поместья, были распахнуты, и Энн тихонько, словно с опаской проехала через них. Она не решилась подъехать к самым ступеням особняка и оставила машину возле фонтана. Едва она вышла, увидела спешащую к ней женщину в одежде прислуги. Та поприветствовала ее и проводила в дом. Графиня ждала ее в большой гостиной за столиком накрытым для чаепития. Она поднялась Энн Роуз навстречу, оказавшись рядом, взяла ее за руку. От ее прикосновений и приветливой улыбки Энн Роуз стала легче. «Простите», сказала она, «я впервые оказалась в таком месте». «В России есть хорошая пословица. Не место красит человека, а человек место. Проходи, присаживайся к столу». Энн присела в глубокое старинное кресло, а графиня наполнила ее чашку ароматным чаем. Сделав глоток, Энна смотрелась, все вокруг казалось ей киношным, она думала, что так уже не бывает, если только где-нибудь в музее. Графиня тактично молчала, давая время освоиться. «Простите, мне действительно неловко», сказала Энн Роуз. «Думаю, нам стоит почаще встречаться и перестань уже извиняться», ответила графиня. «Простите», снова сказала Энн Роуз, и они обе рассмеялись. Какое-то время они пили чай, говорили о разном, по большей части об Энн Роуз, ее сыне, лавке, учебе, говорили о городе и его жителях, а потом они пошли прогуляться в сад, который показался Энн Роуз каким-то сказочным местом. Она подумала, как хорошо было бы тут Майклу младшему, графиня словно прочла это по ее лицу. «Ты непременно побываешь здесь с сыном», сказала она. «Спасибо», ответила Энн Роуз. Она не понимала, чем вызвала такой интерес графиня, и не решалась спросить об этом, но искренне верила, что за этим не скрывается ничего плохого. Они присели в плетеные кресла возле пруда. На столике оказались графин с лимонадом и вазон с фруктами. «Думаю, тебе интересно, зачем я тебя пригласила?» спросила графиня. «Да», ответила Энн Роуз. «Ты особенная». Энн Роуз попыталась возразить, но графиня остановила ее жестом. «Я заметила это сразу, едва увидела тебя в лавке. Я уверена, ты совсем не случайно оказалась в Серебряных холмах. Ты та, кого я должна была встретить». Энн Роуз мало что поняла из слов графиня и ждала дальнейших объяснений. Графиня взяла лежащую на столе маленькую резную коробочку из красного дерева и открыла ее. Энн увидела подвеску в виде фонарика на изящной цепочке. Внутри был маленький вытянутый камешек, от которого и исходил этот свет. Никогда прежде Энн Роуз не видела ничего подобного. Графиня достала украшение и, встав позади Энн Роуз, надела его ей на шею. Энн завороженно смотрела на это чудо, которое вспыхивало чуть ярче с каждым ударом ее сердца. «Теперь это принадлежит тебе», сказала графиня. «Не сразу, но ты поймешь, что это и что с ним делать. Я хранил его пятьдесят пять лет. Настал твой черед. Когда налюбуешься, сними его». Подвеска завораживала и пугала Энн Роуз. Даже она понимала, что эта вещица непростая, что-то гораздо большее, чем украшение, и ее не надеть так запросто, выходя на улицу. «Я... теперь должна что-то делать? Это не навредит моему сыну?» спросила она. «Не тревожься», ответила графиня. «Все годы, что она была у меня, не случилось ничего плохого. В молодости моя жизнь была не сладкой, тогда были совсем другие времена. Мой брак самое ужасное, что было в моей жизни. Наша семья нуждалась, и отец заставил меня выйти замуж за неприятного человека. Мне было всего семнадцать, а ему сорок два. Он обладал всеми пороками, включая тщеславие, поэтому хотел получить титул, и мой отец продал меня как вещь». Графиня налила в два стакана лимонад и, предложив один энн-роуз, выпила из второго. Девушка не ожидала таких откровений и понимала, что это не все. Она тоже отпила лимонад и ждала продолжения. «Я родилась и жила на севере Франции, из тех же мест был и мой муж. После свадьбы это, наверное, самый мерзкий день в моей жизни, а ночь, когда я лишилась невинности, стала одним из моих кошмаров. Наверное, ты поймешь, что такое отдаваться каждую ночь человеку, который тебе неприятен, не делать вид, что все хорошо, чтобы не разозлить его. Так вот, после свадьбы мы перебрались в предместе Парижа и прожили там до 1963 года. А потом мой муж влип в какие-то серьезные неприятности и ему пришлось покинуть страну. Поместье в Серебряных холмах досталось ему за долги, недолгие годы пустовало. Здесь он решил укрыться, пока все не уляжется. Единственное, за что я благодарна своему мужу, за то, что я оказалась в Серебряных холмах. Через два года я узнала, что мой муж настоящее чудовище. Я нашла в подземелье поместье изуродованный труп девушки. Ее замучили до смерти. Я всегда была покорной и послушной женой, не смеющей перечить мужу. Я годами терпела все его выходки, но в тот день во мне что-то изменилось. я могла позвонить в полицию и этим решить много проблем, но ненависть, копившаяся долгие годы, одержала верх. До этого дня я не знала, что она столь велика. Я взяла одно из его охотничьих ружей и зарядила оба ствола. Я ни секунды не колебалась. Я считала, что он должен умереть и умереть от моих рук. В этом я видела справедливость. Когда он вернулся домой и увидел меня с ружьем в руках, он все понял и только оскалился своей мерзкой улыбкой. Он не верил, что я сделаю это и предвкушал, как накажет меня. Я была счастлива видеть, как изменилось его лицо, когда он получил заряд крупной дроби в грудь. А когда я подошла и наставила ствол в его мерзкую рожу, то увидела в нем столько страха, что почувствовала нечто такое, чего не испытывала прежде. Я несколько секунд наслаждалась тем, что вижу, и только потом нажала на второй курок. Эн Роуз, затаив дыхание, слушала графиню. Сегодня эта женщина предстала перед ней в ином свете, и то, что она сделала со своим мужем, вызвало у нее только восторг и уважение. Для того, что сделала графиня, потребовалось немало мужества, которого всегда недоставала Эн Роуз. После этого, продолжила графиня, я позвонила в полицию, я обрела свободу и готова была понести любое наказание. Девушка оказалась не первой. В подземелье нашли еще два небрежно захороненных тела. Думаю, подобное происходило и раньше, и именно поэтому моему мужу пришлось покинуть окрестности Парижа. К моему удивлению, меня признали невиновны и едва ли не аплодировали моему поступку. Тогда я поняла, что Серебряные холмы особенный город, и здесь мое место. «Теперь ты знаешь мою историю и понимаешь, что в этом городе судят людей иначе». «Да, я поняла это после смерти Майкла, я благодарна вам за доверие, но мне все еще не ясно, чем я его заслужила», удивленно воскликнула Энн Роуз. «Девочка моя, жизнь вдоволь поиздевалась над тобой, окунув в дерьмо с головой, но ты выбралась из него без единого пятнышка». Энн смотрела на графиню, пытаясь понять смысл ее слов. Графиня, увидев это, сказала несколько иначе. «Ты многое пережила, но в тебе нет ни капли зла, корысти, лжи. Я не знаю, сколько мне осталось, но недолго. В следующем году ты займешь мое место в правлении города. Совет двенадцати, так мы его называем». «Но почему, почему я никто не захочет, чтобы я там была. В городе много действительно достойных жителей и их репутация не то, что моя. Шлюха и жена убийцы». «Ты права», ответила графиня. «В городе много достойных людей, но все они выросли на красивых ухоженных клумбах, а ты пробилась сквозь грязную затоптанную землю. Это мой выбор, и для меня нет достойнее тебя, а остальные члены совета уже поддержали мой выбор, все до единого». Когда Энн Роуз отправлялась к графине, она представить не могла, чем обернется эта встреча, и все, что сейчас обрушилось на нее, казалось чем-то нереальным. Словно это происходило не с ней, но светящийся камушек все еще пульсировал на груди. Видя ее замешательство, графиня подошла к ней и обняла согрев, словно материнским теплом, которого прежде Энн Роуз была лишена. «Не волнуйся», сказала графиня, «я подготовлю тебя и до Рождества познакомлю с каждым членом совета». «Я думала, в советах сидят важные, умные, богатые люди». «Ха-ха-ха-ха!» «В советах сидят наглые пройдохи», сказала графиня, «но только не в серебряных холмах. Что касается богатства, когда я умру...» «Что вы такое говорите?» воскликнула Энн. «Ха-ха-ха-ха!» «Ты думаешь, я буду жить вечно?» «Мне восемьдесят пять!» «Это немало!» «Мой муж был мерзавец, но денег Наследника имел много. По официальной версии я не убивал мужа, а он погиб в перестрелке с полицией. Поэтому после его смерти большая часть денег досталась мне. Нашлись люди, которые помогли мне пристроить их куда нужно. Я богата, Энн Роуз. Неприлично богата. У меня нет наследников. После моей смерти половина моих капиталов отойдет к городу. Остальное достанется близким мне людям, включая тебя. Поместье тоже будет твоим. Простите, я не могу это принять. Мне нравится моя квартира над лавкой. Я не хочу жить в роскоши, сказала Энн Роуз. И ты еще спрашиваешь, почему я выбрала тебя. Никто не заставит тебя жить в поместье, но можешь бывать здесь с сыном, когда захочешь. Ты можешь приезжать сюда уже сейчас в любое время. У меня не было дочери, и я долгое время не жалела об этом. Но не сейчас. Когда я вижу тебя, я хочу, чтобы ты была ей. Теперь Энн Роуз уже не могла сдерживать себя. Слезы бурным потоком лились из ее глаз. Почему все эти люди так добры к ней? Чем она это заслужила? Провинциальная шлюха и жена сумасшедшего убийцы, не знавшая раньше ничего, кроме унижения и нищеты. Что это за место такое, где может случиться подобное? Когда она успокоилась в объятиях графини, они вернулись в дом, где сразу поднялись на второй этаж. Елизавета открыла одну из дверей, и они оказались в просторной уютной спальне, в отличие от гостиной, обставленной современной мебелью. По левой стене находились две двери. За ближней была ванная комната, а когда графиня открыла вторую, Энн Роуз увидела красивую детскую, из которой, как и из спальни, можно было выйти на веранду через французское окно. Она поняла, кому это предназначалось, и с благодарностью посмотрела на графиню. — Я специально устроила эти комнаты для вас, — сказала графиня. Энн Роуз не находила слов и хотела обнять графиню, но не решилась, не зная, уместно ли это. Графиня, увидев ее замешательство, сама обняла ее и погладила по голове. — Помни, что я тебе сказала о дочери. Ты можешь приезжать сюда в любое время, если захочешь, вместе с Мартином. Энн словно что-то кольнула при упоминании о Мартине, и графиня заметила это. Она понимала, что стоит между ними. Страх. Нелепый, выдуманный страх. У Энн Роуз были свои причины таить возникшие чувства, а у Мартина свои, и графиня знала их источник. — Энн Роуз, не бойся, сделай это. Откройся Мартину. Я видела вас вместе, он уже давно влюблен в тебя. Он не сделал первого шага по единственной причине. Мартин боится, что физическая близость с мужчиной не будет тебе в радость, а причинит боль. — Он сам вам это сказал? — Нет, конечно. Мартин не станет трепать о своих чувствах, но поверь, это так. Это снова заставило Энн Роуз задуматься. Очень много свалилось на нее в один день. Фея крестная, прекрасный принц и никаких злых мачех и полуночных тыкв. Она почувствовала, как у нее закружилась голова и присела на край кровати. Графиня села рядом с ней. Энн Роуз опустила глаза на светящийся в подвеске камешек. Ей стало легко и спокойно. Беспросветная прежде жизнь щедро возвращала долги. Вернувшись домой все последующие дни, она только и думала о том, что случилось в поместье графини и о Мартине. Когда тот снова приехал навестить их, сердце ее бешено забилось. Она не решалась встретиться с ним взглядом и не знала, что сказать. Мартин тоже казался рассеянным и по большей части развлекал Майкла, который, как всегда, обрадовался его визиту. Мартин приехал вечером после дежурства и остался на ужин. После которого они посмотрели один из старых боевиков с любимым обоими Брюсом Виллисом. В девять Энн Роуз уложила Майкла-младшего спать, а Мартин стал собираться домой. Энн Роуз все еще колебалась, но когда поняла, как сильно этого хочет, уже ничто не могло ее остановить. Она встала почти вплотную к Мартину и заглянула ему в глаза. Графиня оказалась права, она увидела это в его взгляде. Они оба поняли, что должно произойти, и Энн Роуз, нежно обняв его, прикоснулась к его губам. Мартин сразу ответил на ее поцелуй, потому что сам долго этого ждал. Энн Роуз, ощутив тепло его губ, испытала странное чувство. Это был первый ее поцелуй, которого она захотела сама. Раньше все было иначе. Даже с Майклом она хотя и делала все с радостью, но только потому, что ему это было нужно. Ласки Энн Роуз были благодарностью, а сама она получала удовольствие только от того, что Майклу было хорошо. А сейчас она стала понимать, что значит поцелуй и прикосновение мужчины, который делает это по любви. Они долго целовались, не решаясь перейти дальше. Энн Роуз снова пришлось сделать первый шаг. Она разделась и почувствовала стыд и неловкость, невольно прикрывшись руками. Она хотела отдать ему тело, через которое прошли сотни мужчин, и жгучий стыд захлестнул ее, заставив спрятать взгляд. Мартин увидел, что с ней творится, и злость заставила сжаться все его тело в один тугой комок. Он вспомнил тот день, когда сдержался, чтобы не расколоть о стену головы ее пьяных родителей. Сдержался, чтобы не отбить яйца тем парням, что насиловали ее в школе. Он сдержался и сейчас. Он понимал, что все должно остаться в прошлом. Только так они смогут быть счастливы. Мартин подошел к Энн Роуз и бережно обнула ее, почувствовав, как дрожит ее тело. «Милая, все давно позади. Ты прекрасна, и я люблю тебя». Он поднял ее на руки и отнес в постель. Они долго ласкали друг друга, словно знакомились с телами. Энн Роуз, впервые познав столько нежности и ласки, заметила, как ее тело трепетно реагирует на прикосновение и поцелуи. А потом она поняла, как сильно хочет Мартина, и все действительно оказалось позади, оставив только в лечениях желанному мужчине. Она села на него сверху и вздрогнула, едва коснувшись. Потихоньку, осторожно пытаясь поймать каждую каплю удовольствия, Энн Роуз делала это словно в первый раз. Она не смогла достичь наивысшей точки наслаждения, но то, что испытала во время занятия любовью с Мартином, было чем-то невероятным. И Энн Роуз понимала, что это только начало. Потом они долго лежали, обнявшись и не торопясь со сном, пытаясь продлить возникшую между ними близость. «Знаешь, Мартин», — сказал Энн Роуз, — «в детстве я больше всего не любила сказку про Золушку. Я никогда не верила в нее, а теперь не знаю, что и сказать». Мартин провел рукой по ее волосам. «Ты лучше, Золушки, ты настоящая. Я боялся, что этого никогда не случится». «Я тоже, я боялась, я...» Она так и не сказала это вслух, но знала, что Мартин понял, о чем она. «А еще мне кажется, что я ужасно глупая, но я стараюсь, я пытаюсь учиться, я много читаю, я совсем перестала материться». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Мартин не мог не рассмеяться. «Ха-ха-ха-ха! Ну, прости! Все еще продолжая смеяться, — сказал он, и, повернувшись, прижался к ней, заглянув в глаза. «Ты... ты самая чудесная девушка на свете!» Глядя на Мартина, Энн Роуз поняла, что для него это так и есть. Чтобы скрыть от него выступившие на глазах слезы, она уткнулась в него лицом. А через два дня Энн Роуз снова пришла на кладбище. Одна. Сегодня она хотела остаться с Майклом наедине. Сидя на скамейке возле могилы, она долго рассказывала о том, что произошло в последние дни, а потом почувствовала руку на своем плече. Было странным, но рука не казалась холодной, как у мертвеца, но в то же время и жизни в ней не чувствовалось. Энн Роуз не смела обернуться, чтобы не встретиться с ним взглядом, и едва дышала. Она долгое время хотела хотя бы раз увидеть Майкла снова, и когда это случилось, она так и не нашла сил посмотреть на него. Через минуту он убрал руку с ее плеча, и Энн услышала шелест травы под ногами. Когда она смогла обернуться, поблизости уже никого не было. Напугавшая поначалу встреча внезапно принесла облегчение. Энн Роуз поняла, что она свободна. Именно за этим и приходил Майкл. Он пришел, чтобы отпустить ее. Она получила все, что только можно хотеть. Желание Майкла исполнилось. Шестая. Fly on the windscreen. Мы сидели с Патриком в клубе, на этот раз вдвоем. Говорили о том о сём. Мы долго не виделись, и нам было что рассказать друг другу. В дальнем углу зала я снова увидел Оливию. Патрик, спросил я, ты хорошо знаком с Оливией? Не очень. Я знаю её ещё со школы, но мы никогда не были дружны или близки. Она была на два класса старше меня, и тогда я был для неё сопляком. Маган сказала, они собираются выступить в Лигее. Я так понял, вы с Линдой успели познакомиться с Оливией? Я не ошибался насчёт возраста. Получалось, сейчас есть 42, но заметить это было непросто. Да, сказал я, и совсем не ожидал её здесь увидеть. Для меня странное сочетание готика и диско. Правда, я ни разу не видел её на танцполе. Она надолго покидала Олбрук. Лет 10 назад вернулась. Одна. Хотя знаю, что была замужем. Почти сразу открыла своё кафе Лигея. Не знаю, чем её увлекла готика, но это далеко не единственный её интерес. Когда она появилась у нас в клубе, Винс говорил мне о ней. Похоже, она ему симпатична, и он знаком с ней гораздо лучше, чем я. С его слов, она могла сделать блестящую карьеру в фармакологии, но по каким-то причинам вернулась в Олбрук. Чем вызван твой интерес? Хм, пока даже не знаю, ответил я. Но кое-что есть в этой даме мне любопытно. Опять решили меня навестить. Патрик кивнул на вошедшую в зал парочку. Девушку я узнал сразу. Это с ней я встретился в лифте и жил на одном этаже в гостинице. Они осмотрелись и, найдя Патрика, двинулись к нашему столу. «Знакомься», – сказал Патрик. «Реджи Мэнсон, начальник центрального участка полиции, и Вильма Мяги, профайлер из столицы. После этого он представил меня. Вильма снова цепким взглядом пробежала по мне, потом переглянулась с Мэнсоном. Похоже, сейчас я был лишним за этим столом, и они не решались начать разговор с Патриком. «Реджи, пусть останется», – наконец сказала Вильма. «Да я вроде не приглашал вас за столик, чтобы сидеть тут с вашего позволения», – ответил я. Мэнсон бросил на меня недобрый взгляд. «Что?» – спросил я его. «Сет, не кипятись. Могу понять твое недовольство, но у них есть причины. У нас снова появился серийный убийца, две девушки убиты», – сказал Патрик. «Твою мать! Ты серьезно? У вас в городе орудует маньяк, и ты ничего мне не сказал?» – воскликнул я. «Хм, об этом давно сказано во всех местных новостях и газетах, и у меня просто не было желания обсуждать с тобой это. Но я думал, ты в курсе», – сказал Патрик. «Я, блядь, не читаю газеты и не смотрю новости. А ты-то тут при чем? И что значит «снова»?» Я не на шутку завелся от визита этой пары. «Сет, я потом расскажу», – сказал Патрик, и затем обратился уже к Мэнсону. «Реджи, Седрик мой друг. Он прибыл в город через десять дней после первого убийства. Двенадцать лет назад мы были вместе в Альпах. Это легко проверить». «Я уже проверила», – сказала Вильма. Все, включая Мэнсона, уставились на нее. Она посмотрела на меня. «Ты открывал замок двери левой рукой, и твой специфический загар я не могла не проверить. Твое судно вернулось в порт через шесть дней после убийства первой девушки. Теперь, когда мы все прояснили, может, выпьем и поговорим по-дружески?» «Чем на этот раз могу помочь?» – спросил Патрик. Миранда вечером незадолго до убийства была в клубе. Винсент уже дал нам записи со всех камер. Мы их изучили и пришли к выводу, что она собиралась с кем-то встретиться, но этого не произошло. Она покинула клуб, и на стоянке ее следы обрываются. «Камера охватывает только часть парковки, что очень досадно», – сказал Мэнсон. «Рэджи, клуб не так давно открылся и все еще не налажено должным образом», – пояснил Патрик. «Я понимаю, но сейчас нам нужны контакты завсегдатаев клуба. Тех, кто часто бывает и может знать многих людей на видео, и, наоборот, сразу приметил бы постороннего. Они могли бы помочь. И, кстати, можно как-нибудь попасть на территорию, кроме главных ворот?» «Винс знает гораздо больше меня. В самом клубе я редко бываю». «Мы уже говорили с ним, он сказал, что есть переход на втором этаже из этого здания до клуба. Кто по нему может пройти?» «Там запросто не пройдешь», – ответил Патрик. «Переход по большей части для служебного пользования. Магнитные ключи есть только у меня, Катарины, Винса и несколько у охраны и обслуживающего персонала. Список лучше взять у Винса». «Хорошо. Посмотри фото, может, узнаешь кого?» Винс не смог всех вспомнить. Мэнсон разложил на столе несколько снимков, сделанных с камер внутри клуба. Патрик стал внимательно изучать их. Я тоже пытался посмотреть, но только из любопытства. Я так увлекся, что не заметил Линду. Я почувствовал ее руки на своих плечах и услышал ее голос. «Привет всем», – сказала она. Мы поприветствовали ее в ответ. Я заметил, с каким интересом рассматривает ее Вильма. Мне совсем не хотелось, чтобы Линда присоединилась к нам, и я поднялся из-за стола. «Тут у Патрика деловая встреча», – сказал я Линде. «Может, сегодня побываем где-нибудь еще?» Линда догадалась, что я хочу покинуть эту компанию и сразу же согласилась. «Камрады, всем до свидания и, если что, не держите обиды!» К этому моменту я уже не злился. Они пытались делать свою работу, а я завелся, как мальчишка. Попрощавшись, мы направились к выходу. Оказавшись на улице, я почувствовал облегчение и полной грудью вдохнул вечерний воздух. «Мэнсон снова пришел из-за этих убийств?» – спросила Линда. «Черт! Все знают про этого маньяка, кроме меня!» Я уселся на ступени и подпер голову руками. Линда присела рядом, прислонившись ко мне. Почувствовав ее тело, я снова ощутил прилив нежности и, освободив одну руку, обнял ее. «Можешь мне рассказать поподробнее?» – спросил я. «Конечно!» – ответила Линда. «Двенадцать лет назад изнасиловали и убили двух девушек. Маньяка не нашли, а убийства прекратились. Сейчас он вернулся. Одну девушку убили до твоего приезда, вторую два дня назад. Люди не на шутку встревожены». «Ммм, поэтому Патрик торопится уехать с вами в Серебряные холмы?» – спросил я. «Он не говорил об этом, но, думаю, да, последней девушке было двадцать семь, как мне и Николь. Он волнуется за нас». «Да, дела. Я всегда считал, что маньяки – что-то далекое и киношное. Никогда не думал, что столкнусь с этим. Теперь я тоже хочу поскорее убраться отсюда. Знаешь, мне страшно от того, что кто-то может сделать тебе больно». «Хмм, Сэд, поверь, маньяк не позарится на меня», – сказала Линда. «Я имел в виду не только его. Не думал, что в моей жизни появится человек, который будет мне так дорог, и я стану волноваться за него больше, чем за себя». Линда нежно провела рукой по моей щеке. Она откинула волосы, чтобы увидеть меня обоими глазами. В этот момент открылась дверь, ведущая в клуб, и послышались шаги. Мы с Линдой не шелохнулись, не в силах оторваться друг от друга. Происходящее вокруг перестало иметь для нас значение. Его словно не было. Когда мы вернулись в реальность, Мэнсон уже добрался до своей машины, а Вильма все еще стояла на ступенях и смотрела на нас. Я увидел в ее глазах столько удивления и восхищения, что мне даже стало неловко. Она сделала пару шагов и уселась на ступени рядом со мной. Она хотела что-то сказать, но не сразу нашла нужные слова. Линда все еще оставалась с откинутыми волосами и с недоумением смотрела на Вильму. «Вы самая прекрасная пара, которую я видела в жизни», – наконец сказала Вильма. «Я бы многое отдала, чтобы оказаться на твоем месте, Линда. Не смотрите, что я красива внешне, я очень сильно изуродована внутри». Мы с Линдой не нашлись, что ей ответить, а Вильма встала и пошла к Мэнсону. Через несколько шагов она обернулась. «Берегите то, что у вас есть», – и продолжила свой путь. «Интересно», – сказала Линда. «У них с Мэнсоном...» Я пожал плечами. «Она и правда странная», – сказал я. «Мы тоже», – ответила Линда. «Мы как красавицы-чудовище, только мне никогда не скинуть эти чары». «Не говори так больше, ты красивая и прекрасная, и на этом точка». «Жаль, что не все так думают», – возразила Линда. «Какое тебе дело до всех? А куда бы ты хотела поехать?» «Не знаю, мне так уютно на этих ступенях. И снова закат. Я хочу еще немного побыть здесь». Мы около часа оставались возле клуба, любуясь с закатом, болтая о разном, и целовались в лучах заходящего солнца. Я понял, что где бы мы ни были, когда мы вместе, нам везде будет хорошо. Потом мы, как обычно, поехали к Линде домой. На следующий день, проводив Линду на репетицию, я отправился в Лигею. Сегодня посетителей тоже было немного, думаю, они собирались уже вечером в более готичное время суток. Обычно публика, скорее всего, не часто посещала это кафе. На этот раз я сел за столик у окна, который окрасился причудливыми цветами оттенков витража. Я смотрелся в поисках Оливии, но не увидел ее. Когда подошла официантка, та самая девушка, что едва не уронила под нос, я сделал заказ и справился насчет Оливии. Узнав, что она здесь, я попросил о встрече с ней. Девушка кивнула и удалилась. Оливия появилась со стороны сцены. Ей очень шло укороченное платье в викторианском стиле, которое напомнило мне танцовщиц Канкана. Она присела напротив меня. Мне показалось, Оливия догадывалась, зачем я пришел, тем более один. Я понял, что нет смысла ходить вокруг да около. Вы правда можете? Я не нашел подходящих слов о том, что именно она может. Линда поняла, что с моими гостями что-то не так? Задала она встречный вопрос. Да, парень за вашим столиком. Она сказала, что на нем осталась печать уродства. Она права. От этого непросто избавиться. Я действительно кое-что могу. Когда я увидела вас с Линдой у себя, я поняла, что ей есть что скрывать за волосами. Наверное, я смогу это исправить. Услышав это, я не знал, что подумать. Я даже не мог в это поверить. Вместо радости я испытывал недоумение. Оливия поняла мое состояние. В это действительно сложно поверить, сказала она. Но это возможно. Но как? Когда я шел на встречу с Оливией, то не знал, чего ожидать. У меня не было причин не доверять ей. Но то, что женщина из Олбрука могла справиться там, где была бессильно современная медицина, казалось невероятным. Я никогда не верил во всевозможных целителей, считая их шарлатанами и аферистами. И в то же время Оливия сейчас стала единственным шансом для нас с Линдой. Наверное, так это работает. Человек хватается за любую, пусть и сильно сомнительную возможность, там, где уже нет надежды. Оливия видела всю степень моего сомнения и замешательства. «Седрик», — сказала она. «Именно поэтому я не афиширую то, что делаю. Даже в отчаянном положении многие могут посчитать это каким-то трюком или надувательством. Ведь можно найти рекламу десятков, может быть сотен целителей, которые могут излечить в лучшем случае бородавку. Поэтому они специализируются на невидимых материях. Карма, аура и прочее, что нельзя пощупать руками. Я могу сделать «встань и иди». Многие сочтут это за чудо. Я тоже так считаю. В этот момент я вспомнил своего друга Бориса. Человека, который три года провел в инвалидном кресле без надежды на исцеление. А потом встал и пошел. Он так и не рассказал нам, как это произошло, но от травмы не осталось следа. Неужели он тоже столкнулся с кем-то подобным? «Простите, Оливия, а вам не доводилось лечить человека по имени Борис Озерный, альпиниста, пострадавшего в горах?» Спросил я. «Нет, Цедрик, я не знаю человека с таким именем и с альпинистами я не сталкивалась. Он из каких мест?» Через год после травмы он осел в маленьком городке Агельмут. Там и встал на ноги. «Никогда не слышала о таком местечке, но мне очень любопытно, и я уже захотела повидаться с ним», – сказала Оливия. «Я бы тоже хотел. Я не знаю, где он сейчас. Патрик навещал его уже после того, как он поправился, а потом Борис уехал и перестал с нами общаться. Все это мне кажется странным, и я хочу найти его». «Жаль, что так. Цедрик, я не собираюсь раскрывать своих секретов, но могу сказать одно. За девять лет я смогла помочь пятидесяти двум людям и ни разу не потерпела неудачу. Я не видела лица Линды, но уверена, что это не самый тяжелый случай в моей практике. «Денег с вас просить не стану, потому что знаю, когда я закончу, вы сами с Патриком захотите расстаться с какой-то суммой. Завтра девушки выступят у меня, и мы могли бы встретиться после выступления втроем». «Хорошо», – ответил я, – «я могу сказать об этом Линде?» «Лучше, если скажешь. Тогда это не будет для нее неожиданностью. До завтра». Оливия поднялась из-за стола и расправила несплатье. «До завтра». Спасибо, Оливия. В клуб я приехал раньше обычного. Мне не терпелось увидеть Линду и рассказать ей все. Я выпил немного больше, и когда в очередной раз подошел к барной стойке, услышал разговор двух парней. Один из них был симпатичный блондин с зачесанными назад волосами. Второй – коренастый, темноволосый, с забавным коком. Обоим не было тридцати, и они были похожи на участников какой-нибудь раккабели-банды в укороченных джинсах и кожанках с рисунками на спине. «Ну и что, что морда изуродована?» – сказал тот, что с коком. «Фигура у нее охуенная. Если нагнуть раком, морды не видно». «Раком – да, но отсосать я бы не дал», – ответил блондин. «Да ладно, все бы тебе отсосать. Я помню, ебал одну шалаву в туалете клуба, вообще сунув башкой в унитаз». Они оба рассмеялись. «Все равно, мне нравится в рот кончать», – сказал блондин. «А железная пластина – это, блять, как дать защику Терминатору». Я слушал их и закипал. Стальная пластина не оставила сомнений, что они говорят о Линде. Я понял ее слова, когда она сказала, на что меня обрекают. Я должен был сдержаться, но я не смог. Я готов был приложить их обоих обарную стойку или разбить бутылку об их головы. Я положил руку на плечо блондины и грубо развернул лицом к себе. Теперь они оба видели меня. «Суки, если вы не заткнетесь, я изродую ваши морды», – сказал я, готовый ударить в любой момент. Тот, что с коком, растерялся, а блондина совсем не смутили мои угрозы. Он придвинул свое лицо почти вплотную ко мне, но тут мы услышали бармена. «Еще одно движение, и никто из вас больше не покажется в клубе». И меня, и блондина это не очень беспокоило. Но все же остановило. Мы еще несколько секунд сверлили друг друга глазами. Потом блондин прошептал так, чтобы услышал только я. «Позже». Он хлопнул по плечу своего приятеля, и они направились к одному из столиков. Я тоже хотел бы увидеть его позже. Их обоих. Я взял свою выпивку и вернулся за столик. Настроение стало на качели. То радость от разговора с Оливией, то злость на парней. Я пытался зафиксировать его в положении с Оливией, но никак не получалось. Когда пришла Линда, она заметила мое странное состояние и то, что я был немного выпивший. «Сэд, что с тобой?» Спросила она, присев рядом. Я поискал глазами парней, но похоже, они уже покинули зал, хотя вечер был в самом разгаре. «Для начала, я немного повздорил с парой парней, но это мелочи. Все закончилось, так и не начавшись», — ответил я. «Сэдрик, ну как же так?» «Такое иногда случается между парнями». Я совсем не собирался рассказывать ей о причине ссоры. Я и про то, что случилось, не хотел поначалу упоминать, но пришлось, чтобы избежать недомолвок. «Линда, я могу за себя постоять. Три года тренировок Айкидо на судне не прошли даром, так что просто забудь. Я сегодня встречался с Оливией. Ты оказалась права насчет ее спутника в тот вечер. Она действительно помогла ему избавиться от увечья». «Как ты...» «Ты хочешь сказать...» «Я не понимаю, как такое возможно?» Линда отреагировала, как и я. «Сомнения и недоверие. У меня они тоже остались, но надежда уже пересилила их. Я почти верил, что она сделает то, что сказала». Оливия не пыталась убедить меня, подсунув под нос доказательства своего успеха. Это уже говорило о многом. Также она не нуждалась в красочном портфолио и не упоминала имена людей, которым помогла. «Думаю, завтра, после вашего выступления, мы многое проясним», — сказал я. «У меня нет причин не доверять ей, хотя и поверить в это я тоже могу с трудом». «Патрик наверняка рассказывал тебе про Бориса». «Да, я слышал о нем, я еще подумала, вот бы мне так, но потом он пропал. Ты не думаешь, что это как-то связано?» «Не знаю, когда я пытался связаться с Борисом через его родителей, все, что мне удалось узнать, что он цел и здоров. Мне показалось, они сами многого не знают, но что-то случилось с девушкой, и это заставило его снова укрыться от всех. Я надеюсь, что все-таки смогу встретиться с ним, пусть и не так скоро». «Для такого нужны серьезные причины», — сказала Линда, — «и теперь я боюсь встречи с Оливией». «Я смирилась со своей внешностью, но теперь, когда появилась надежда, мне страшно, что она может оказаться ложной. Это будет больно». «В этот вечер нам было неуютно в клубе, поэтому мы не стали задерживаться и поехали к Линде домой. Все, что нам хотелось, это улечься в обнимку на мягком диване и посмотреть какой-нибудь глупый, но милый фильм». «Я оставил машину на привычном месте возле входа в арку. Мы сделаем несколько шагов, когда я услышал, как хлопнули дверцы автомобиля». «Я вернулся». «Это были они». «Блондин и его приятель». Блондин покручивал в руке бейсбольную биту, а на пальцах второго я разглядел кастет. Линда, до боли вцепившись мне в плечо, с ужасом смотрела на них. «Пожалуйста, стой здесь и не двигайся. Просто замри», — сказал я. «Я понимал, что Линда не оставит меня одного и даже не пытался просить ее бежать. Мне было важно, чтобы она хотя бы не стала встревать в драку. Я пошел навстречу парням. Какие нервные лица, быть беде, мы сблизились возле моей машины. Они оба улыбались. Блондин зловещий, а его приятель глупо. Я взял чуть правее, ближе к своему авто, чтобы никто из них не оказался за моей спиной. Они не собирались. Им казалось, что они легко отделают меня, и их не смутило, что со мной Линда, та самая девушка, из-за которой все случилось. По блондину было видно, что это далеко не первая его драка на улицах. Он не стал замахиваться битой, тратя на замах драгоценное время. Он уверенно сделал выпад вперед, чтобы ткнуть меня концом биты в грудь. Я увернулся в сторону и заметил удивление в его глазах, когда бита попала в пустоту, увлекая его за собой. Положив ладонь ему на затылок, я добавил ускорение, и он с громким стуком ударился головой о мою машину. Блондин обмяк и сполз на асфальт. Его приятель замер с наполненными недоумением и испугом глазами. Я приблизился к нему, а он даже не попытался хоть что-то сделать. «Кастет», — сказал я, — «дай сюда». Он послушно снял с пальцев кастет и протянул мне. Я видел, как по его вискам стекают капельки пота. Я не стал бить его. Я давно понял, кто тут главный, и для парня с коком было достаточно того, что он увидел. «А теперь беги, очень быстро беги!» «Беги!» И он побежал. «Очень быстро!» Я вернулся к блондину. Тот уже сидел на заднице, мотая головой, и был близок, чтобы прийти в себя. Я надел кастет и, взяв его за волосы, ударил по лицу. Потом еще раз. Когда я замахнулся в третий, услышал крик линды. «Зачем?» Я остановил руку до боли, сжимая кастет. Блондин отключился. Когда я отпустил волосы, его голова безвольно повисла, роняя капли крови из разбитой щеки на асфальт и его голубые джинсы. Не знаю, слышал ли я на самом деле треск ломающейся кости, или мне только показалось, но я сделал то, что обещал ему в баре. Его лицо уже не будет таким красивым, как прежде. Достав носовой платок, я аккуратно поднял биту и вместе с кастетом убрал в багажник. Я вернулся к линде. Она стояла там, где я ее оставил и дрожала. Я обнял ее. «Все», — сказал я, — «все позади, не бойся». Она заглянула мне в глаза, словно первый раз увидела меня. «Ты мог не уродовать его лицо», — сказала она. Линда не знала, почему я это сделал, и я не собирался объяснять. Она не должна была знать. Я всего лишь спросил. «Как ты думаешь, что было бы со мной, если бы у них получилось?» Испуг снова пробежал по ее лицу. «Что нам теперь делать?» — спросила она. Этого я не знал. За меня все решил далекий звук полицейских сирен. Похоже, кто-то из жильцов позвонил им. Мы переглянулись и без слов бросились к моей машине. Я, оттолкнув все еще бесчувственного блондина, запрыгнул в салон. У нас было совсем немного времени, но оно было. Мы успели убраться оттуда до приезда полиции. Я не знал, видели ли жильцы номер моего авто, и решил не рисковать. Мы оставили машину на парковке торгового центра, который все еще был открыт, и зашли в него. За время поездки Линду словно подменили. От ее испугания осталась следа. Напротив, она выглядела возбужденной, и ее неприкрытый глаз сиял словно алмаз. Я достал телефон и позвонил Патрику. «Привет, друг, у меня небольшая проблема возникла. Нужна твоя помощь». «Сэт, я знаю». Минуту назад мне звонил Мэнсон и спрашивал, где тебя найти. «Твою мать, как они так быстро?» – спросил я. Соседи снизу опознали Линду. Зеленые волосы – довольно заметная примета. Мэнсон, конечно, понял, что это был ты. Говорит, ты сильно повредил лицо тому парню, он сейчас в больнице. «Ко мне тебе нельзя, уверен, они следят за домом. Я тоже не смогу приехать. Мне нужно время, чтобы попытаться все уладить». «Спасибо тебе, но знай, я не пойду на сделки с этой белобрысой тварью. Они напали на меня, когда Линда была рядом, она могла пострадать. Моя машина на парковке возле торгового центра, про который ты мне говорил, в багажнике бита и кастет». «Хорошо», – ответил Патрик, – «избавьтесь от телефонов. Из-за убийств полиция на взводе, но я постараюсь договориться с Мэнсоном. Тебе есть куда пойти?» «Я что-нибудь придумаю, не волнуйся. Завтра позвоню». «Сэд, я не знаю, где мы можем заночевать. У меня никогда не было таких приключений. Это потрясающее ощущение. Мы с тобой в бегах. Мы как Микки и Мэлори Нокс», – схватив меня за руку, сказала Линда. «Не думал, что ты смотрел этот фильм», – сказал я. «Не просто смотрела», – ответила Линда, – «прирожденный убийца – один из моих любимых». Я улыбнулся. Ее радость и то, что она была рядом, делали все остальное несущественным. «Мы заночуем вместе, где репетируем. Там есть все, что нам нужно. Ну, почти все. Я хочу бутылку вишневого ликера, и мне нужна краска для волос, и еще фонарь. Вот!» – сказала Линда. «Идем, Мэлори», – ответил я. «Нам надо поторопиться, магазины скоро закрываются». Первым делом я купил одноразовый телефон с предоплатой и скопировал в него номера Патрика и Мэган. Мы выключили свои смартфоны и бросили их в ближайшую урну. Купив все остальное, мы вышли из центра. «Отсюда далеко до клуба?» – спросил я. «Точно не знаю. Наверное, не очень», – ответил Линда. «Вот черт. Нам придется идти пешком, а я даже не знаю дороги». «Я могу показать. Мы бывало заезжали сюда после репетиции. Просто на машине это было очень быстро, а как пешком – не знаю. Но я буду только рада прогуляться с тобой. Идем». Взявшись за руки, мы пошли по улице, посматривая на дорогу, на случай, если появится патрульная машина. Поравнявшись с одной из подворотен, Линда затащила меня в нее. Прижав к стене, она впилась в меня губами. Немного насытившись, она прошептала. «Я готова отдаться тебе прямо здесь». Как незаманчиво это звучало, я все-таки предложил потерпеть до клуба. «Тогда идем быстрее», – сказала Линда. «Мы прошли почти целый квартал, когда я увидел знакомый поворот к заводу, где находился клуб. Через десять минут мы были на месте. Линда провела меня за здание клуба, и мы уткнулись в забор. Она приоткрыла створку ворот». «Мы с девочками проезжаем до самого цеха, поэтому ворота не закрываются. По ту сторону ворот не было освещения, и мне пришлось включить фонарь. Нужный нам цех находился в отдалении от остальных строений. Он выглядел заброшенным и неприметным. Высокий, из красного кирпича, с большими окнами, заполненными стеклянными блоками, часть из которых были разбитыми, совсем не располагал к романтике. Но Линда, похоже, привыкла к этому месту, и оно ей нравилось. Оказавшись внутри, я словно попал в декорации фильма ужасов. Грязь, цементный пол в середине был выслан резиновыми ковриками, которые вели к дальней стене. По одну сторону сгрудились различные давно нерабочие станки, а с другой стороны валялся разный заводской хлам. Сломаны лебедки, железные болванки и цепи, ржавый непригодный инструмент, промасленная ветошь и прочее. По центру с потолка свисали блоки с крюками от тельферов. Пройдя до конца, Линда магнитным ключом открыла дверь и зажгла свет. «Добро пожаловать в наше логово», — сказала она. «Это помещение бывшего склада. Здесь есть туалет и душевая, так что можно жить». Я смотрелся. Контраст с тем, что осталось за стеной, был очень велик. Часть помещения была заставлена музыкальными инструментами и аппаратурой, а другая часть представляла зону отдыха. Диван с двумя креслами возле круглого стола, холодильник, тумбочка с микроволновкой и электрочайником, полка с посудой, платяной шкаф. Здесь действительно было все самое необходимое. Подождав, пока я осмотрюсь, Линда включила два светильника, которые вращались, меняя цвета, и погасила верхний свет. Теперь помещение стало разноцветным, чередуя розовый, голубой и зеленый, которые причудливо пересекались от того, что светильников было два. «Как тебе?» — спросила Линда. «Обалденное место!» — ответил я. «А это?» Я обернулся, чтобы увидеть Линду. Она стояла возле кресла, и из одежды на ней остались только чулки и сапожки. Волосы она собрала сзади в хвостик. Я смотрел на нее с восхищением, и нагота ее лица была для меня даже более ценной, чем тело. Но что она могла обнажить его передо мной, было высшим жестом любви и доверия. «Раздевайся скорее!» — сказала она. Я снял одежду и подошел к ней. Линда толкнула меня в кресло и уселась сверху. Она двигалась быстро, с самого начала прерывисто дыша. Я обхватил руками ее попку и придвинул лицо, высунул язык, пытаясь ловить ее скачущий передо мной сосок. Ох, как меня вся эта хрень заводит! Ей приходилось делать паузу между каждым словом, а потом паузы стали заполняться быстрыми стонами. Я... я... сейчас... с ума... мы... Микки... Мэлори... как Микки... Я почувствовал, как напряглось все ее тело, и она вдавилась в меня, кончая. Мне пришлось слегка приподнять ее, чтобы самому сделать несколько движений и кончить вслед за ней. Отчего она совсем поплыла и свалилась на меня, судорожно сжавшись. Я нежно гладил ее спину и поясницу, пытаясь помочь расслабиться. А потом мы голые пили вишневый ликер, который я тоже полюбил с нашей первой ночи, и шутили о чем-то глупом, потому что нам внезапно стало очень весело. Когда мы покончили с первой бутылкой, я спросил, сыграешь чего-нибудь для меня? Конечно, ответила Линда и направилась к синтезатору. Я пошел следом и уселся за ударную установку, чтобы быть рядом с ней. Линда задумалась, с чего бы начать. Потом провела руками по клавишам и переключила в режим фортепиано. Она начала играть, и получалось у нее легко, и в то же время самозабвенно, словно она жила в каждой ноте. Она не играла что-то одно, мелодии плавно и незаметно сменяли друг друга. Некоторые я узнавал, некоторые нет, и мне безумно нравилось то, что я слышал. И вид ее обнаженного тела, которое меняло свой цвет в лучах светильников, словно какая-то магия окружила меня, заставив забыть все на свете. Когда Линда закончила, я все еще оставался там, куда унесли меня она и ее музыка. Ее поцелуй вернул меня обратно. Мы вернулись к столу, и Линда снова толкнула меня в кресло. Она опустилась на корточки и обхватила мой член ртом. Мне невольно вспомнились слова блондина, и я пожалел, что не врезал ему еще несколько раз. Через минуту я забыл о нем, блаженно растекаясь в кресле. Я не позволил сделать ей минет до конца и положил спиной на столик. В этот раз она не упоминала Микки и Мэлори и только негромко постановала, сцепив ноги у меня на пояснице. Ближе к концу она поднялась и обхватила меня руками. Ее тело сжалось, напряглось, и она громко вскрикнула. Потом она опять откинулась на стол и все повторилось. Кончив, я опустился на колени и стал целовать ее бедра. Линда, ослабевшей рукой, игралась моими волосами. — Сет, я схожу с ума от секса, — сказала она. Я словно прожила девственницей до двадцати семи лет и теперь не могу насытиться. Когда ты появился в моей жизни, все изменилось. Я так люблю тебя, что мне не хватает слов, чтобы это выразить. Я поднялся на ноги и притянул ее к себе. Мы снова стали целоваться и ласкать друг друга, а потом, не разжимая объятий, плюхнулись на диван. — Я хочу сходить перекрасить волосы, а потом трахнуться с тобой уже жгучей брюнеткой, — хитро сказала Линда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я рассмеялся. Я уже успел полюбить ее зеленые волосы, и мне казалось диким увидеть ее с другим цветом волос, но я не стал протестовать. Когда она ушла в душевую, я пошарил в шкафах и в холодильнике. Я нашел полбутылки бренди и две банки пива. Сегодня мне хотелось напиться. Линде тоже. Я открыл пиво и стал ждать жгучую брюнетку. Уснули мы только к утру на диване, укрывшись пледом и тесно прижавшись друг к другу. Я проснулся раньше и пошел в туалет и душевую. Когда вернулся, Линда все еще спала. Она лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку и обхватив ее руками. Плед едва прикрывал ее тело. От того, что я увидел, у меня быстро... Утренний секс уже успел войти у нас в привычку, поэтому я без колебаний пристроился у нее между ног. Внутри у нее было очень туго, и я еле-еле попадал внутрь. И потихоньку, с каждым разом, пытаясь войти чуть глубже, я двигался в ней. Линда проснулась и подалась мне навстречу. С ее пробуждением все стало легче. Она потекла, и я полностью оказался внутри. — Да, да, весь! — попросила Линда, немного приподнявшись, чтобы было удобнее. Каждый раз, когда я ударялся о ее попку, по мне словно пробегала волна, обрываясь уже возле шеи и с каждой волной заставляя терять дыхание. Я обхватил ее там, где бедра сходились с животом, и через пару движений кончил, крепко прижавшись к ней. Линда поцеловала меня и тоже побежала в туалет и душевую. Когда она вернулась, я успел разогреть пиццу в микроволновке и заварить две больших чашки кофе. Линда порылась в одном из шкафов и, найдя трусики с футболкой, надела их. Прежде чем усесться за стол, она снова поцеловала меня. — Отличная ночь. Мне очень не хватало чего-то подобного, — сказала она. — А мне жаль, что я впутал тебя во все это. Теперь нам надо подумать, как тебе попасть на выступление. Надеюсь, Патрик что-то успеет до вечера. — Знаешь, а мне уже все равно, что будет дальше. Я рядом с тобой, и я счастлива. За несколько дней ты дал мне столько, сколько я не смогла получить за всю свою жизнь до встречи с тобой. Линда встала с кресла и пересела ко мне на колени. — И дело совсем не в сексе, — продолжила она. — Я не верила, что кто-то сможет полюбить меня, и уж тем более так сильно, как ты, и что это будет взаимно. — Ну, тогда можем больше не трахаться и перейти на возвышенные чувства. — Дурак. — Звони Патрику, уже полдень. Я взял со стола телефон и, включив его, набрал номер Патрика. Он мгновенно ответил, как будто ждал звонка. Когда Линда была рядом, я всегда включал громкую связь. Включил и на этот раз. — Привет, Патрик! — Сэп, наконец-то! Все утро жду твоего звонка. — Что случилось? — спросил я. — Надеюсь, блондин не сдох в больнице? Он выглядел крепким. — Сэп, иди к черту! — почти крикнул он. — Оливию убили этой ночью. Я едва не выронил телефон из руки. В этот момент я почувствовал себя мухой на ветровом стекле автомобиля. Разбитой и расплющенной, но все еще живой и абсолютно беспомощной. — Я не мог сейчас говорить. Я ничего не мог! Линда взяла телефон из моих рук. — Патрик, мы позже перезвоним. — сказала она и отключилась. Все рухнуло, еще не начавшись. Единственный человек, который мог помочь Линде, мертв. Оливия стояла у меня перед глазами в своем викторианском платье. Таинственное и ослепительное. Женщина, дарившая людям новую жизнь. А сейчас кто-то забрал ее собственную и единственную. Сэп, мне очень жаль Оливию, хотя мы едва знакомы. Я знаю, что ты хотел сделать для меня. Поверь, мы справимся. Пока мы вместе, мы со всем справимся. Мне стало стыдно, что она утешает меня, а не наоборот. Я смог взять себя в руки. — Спасибо тебе, милая! — сказал я и снова взял телефон. — Патрик, это я! Кто это сделал? Пока не ясно. Оливию повесили в собственном доме. Домработница нашла и утром. Мне показалось, что Патрик что-то недоговаривает. Возможно, мешало присутствие Линды. — Говори все, — попросил я. — Перед смертью ее сильно избили. Я знаю, ты встречался с ней вчера. Ты можешь знать хоть что-то об этом? — Я, твою мать, знаю только одно. Она творила чудеса, и она могла помочь Линде. Теперь она мертва, и моя надежда тоже. Я готов лично удавить того, кто это сделал, — ответил я. — Она действительно могла? — Да, и это скоро станет известно. Патрик, сейчас я хочу убраться из Олбрука. Думаю, ты понял куда. Мне нужна машина и кое-какие наличные. Я не хочу пользоваться банковской картой. — Сет, ты не сможешь покинуть город. Из-за убийств на всех дорогах посты проверяют каждую машину, что выезжает из города. Я беззвучно выругался и покрепче прижал Линду, все еще сидящую на моих коленях. Я чувствовал себя виноватым перед ней и не мог решить возникшие проблемы. — Где ты сейчас? — спросил Патрик. — У тебя на заводе, где девочки репетируют, — ответил я. — Линда, ты молодец, — сказал Патрик. — Отличное убежище. Ждите меня там, буду часа через два. — Хорошо, — ответил я и отключился. — Кому могло понадобиться убивать ее и так жестоко? — спросила Линда. — Если бы я знал, она была... За то, что она делала, я бы назвал ее святой. Исцелять людей — это великий дар. Я все еще вижу, как она идет к моему столику и не могу поверить, что ее нет. Как же мне хочется оказаться в Серебряных холмах, подальше от всего этого. Я был с ней совершенно согласен. Она встала и снова начала рыться в шкафу. Отыскав темно-зеленые джинсы и кроссовки, она оделась. Потом достала короткую кожанку и бросила ее на одно из кресел. Я тоже оделся и открыл последнюю банку с пивом. — С тобой поделиться? — спросил я. — Нет, не люблю пиво. — она мотнула головой. — Не могу привыкнуть к новому цвету твоих волос, — сказал я, глядя на ее покачивающуюся челку. — Но тебе очень идет этот цвет. — Такой у меня был до того, как я стала играть в группе, — сказала Линда. — Рада, что тебе нравится, и для тебя я готова покраситься в любой. — Патрик приехал раньше, чем сказал. Он позвонил, когда уже был возле цеха. Мы с Линдой вышли на улицу. Машин оказалось две, и в одной из них я увидел Мэнсона и Вильму. Я удивленно посмотрел на Патрика, идущего ко мне. — Сэд, все в порядке, — сказал он. Реджи поможет проехать через пост. Мэнсон с Вильмой вылезли из машины и подошли к нам. — Знай, — вместо приветствия сказал Мэнсон, — тебе это просто так с рук не сойдет. — Все равно спасибо, — ответил я. — Не меня благодари, ее. Он кивнул в сторону Вильмы. — Спасибо, Вильма. — Не стоит, — ответила она. — У нас с Реджи разные представления о морали и законности. Мэнсон приблизился к Линде. — Прости, что прошу об этом. Ты могла бы... Мы оба поняли, чего он хотел, и я не стал вмешиваться. Это было между ними, и решение могла принять только Линда. Она откинула волосы с лица. Я увидел, как напрягся Мэнсон и крепко сжал зубы. — Спасибо, — сказал он. — И еще раз прости. Мы расселись по машинам. — Тебе идет этот свет, — сказала Катарина. Она сидела в задней части салона, освободив мне место спереди. Первым выехал Мэнсон, а мы пристроились за ним. — Патрик, есть какие-нибудь новости насчет убийства Оливии? — спросил я. — Нет, меня не посвящают в ход расследования. Все очень дико. Я рад, что вы уезжаете. Через пару дней мы присоединимся к вам. — Ты не против пожить в доме, на веранде которого я убил Хэтфилда? Катарина с Линдой, болтавшей на заднем сидении, умолкли. — Патрик, ты правда хочешь поселить их там? — спросила Катарина. — А почему нет? Думаешь, там есть призраки? — Конечно, нет, но мне было не по себе, когда я там оказалась. Меня очень заинтересовало это жилище, но я хотел убедиться, что Линда тоже захочет жить там. Я обернулся, чтобы спросить, и снова увидел знакомый мне в возбуждении сияющий глаз. Ха-ха, я улыбнулся. — Патрик, конечно, мы согласны, — сказал я. — Отлично. Дом не заперт, ключи найдешь в прихожей, и придется заняться уборкой. Дом давно без присмотра. Возьми в бардачке пакет с деньгами, возможно, вам придется кое-что купить. Новые смартфоны, к примеру. Там хватит, если вы не фанаты последних айфонов. Я рассмеялся. Было здорово иметь такого друга. Я ценил это. Мы достигли границы города, где стояла патрульная машина, и притормозили. Мэнсон переговорил с двумя вооруженными автоматами-полицейскими, и мы поехали дальше. Через пару километров мы снова остановились. — Все, — сказал Патрик. — Дальше сами. Скоро увидимся, и удачи вам. — Спасибо тебе, друг, — ответил я. Катарина поцеловала Линду на прощание, и они пересели в машину Мэнсона. А Линда перебралась вперед. Я посмотрел на навигатор, в котором уже был отмечен путь. Нас ждала долгая дорога. В Серебряных холмах мы окажемся только ночью, но это уже было неважно. Олбрук остался позади. Седьмая. People are strange. Совсем недавно я ехал по этой дороге, только в другую сторону. И тогда я был один. А теперь... Теперь рядом со мной была девушка, которую я любил, которая стала для меня всем, которая стала частью меня. Раньше я был уверен, что если такое случается, то где-то далеко, но вне моей жизни. А потом я увидел Патрика с Катариной и в тот же вечер повстречал Линду. Я повернул голову и посмотрел на нее. Линда откинулась в кресле, запрокинув голову и прикрыла глаза. Я не сплю, сказала она, почувствовав мой взгляд. У меня в голове появилась мелодия. Я хочу ее сохранить. Новая песня? Спросил я. Что-то вроде того, ответила Линда. Тогда не стану тебе мешать. Я первый раз столкнулся с чем-то подобным. Я любил и часто слушал музыку, но никогда не задумывался, как она появляется. За всю свою жизнь я сочинил один крошечный стишок еще в школе. И на этом мое творчество закончилось. У меня были другие интересы. Я задумался. Мы были с Линдой очень разные, и нам это никак не помешало влюбиться друг в друга и прекрасно проводить время вместе. Вместе наша жизнь обрела новые краски. Сэп, я думаю, у меня получится неплохая песня, сказала Линда спустя немного времени. Буду рад послушать. Я тут как раз вспоминал, как сочинил стишок в школьные годы. Ты удивишься, но я редко пишу тексты. У Мегана это очень хорошо получается. Они с Николь давние подружки, и именно они основали группу. Со мной Меган познакомилась через интернет, услышав один из моих инструментальных фрагментов, которые я выложила в сети. Мне было очень паршиво, когда я написала его, и мне хотелось поделиться своей болью. Мэгги очень понравилось то, что она услышала. А я совсем мало знаком с твоими подружками, сказал я. Но думаю, в Серебряных холмах я исправлю это. Я так рада, что мы едем туда. Самое удивительное и уютное место, которое я знаю. Мы собираемся остаться в холмах до февраля и записать новый альбом к Рождеству. Уверен, у вас получится отличный альбом. Уже есть название? Пока только рабочие, поэтому не стану говорить. Я очень люблю девчонок. Они первые друзья, которые появились в моей жизни. Они приняли меня такой, какая я есть. Год назад я хотел уйти из группы, но Мэгги мне не позволило. Нас заметили, и группой заинтересовалась одна из известных студий. Молодые сексуальные девушки с неплохим репертуаром. А я никак не вписывалась в это шоу. «Ха, это типа как с барабанщиком в Битлз?» Спросил я. «Вроде того», — ответила Линда. Мэгган послала их и ничего мне не рассказала. Но представитель студии связался со мной лично и объяснил ситуацию. Я поняла, что могу помешать карьере остальных и решил уйти. Мэгган такое устроила. Теперь ты понимаешь, насколько цена для меня их дружба. Я снова вспомнил Оливию и умерший вместе с ней шанс для Линды. Почему судьба так каверзна? Оливия могла грести миллионы, но она тихонько в отдаленной провинции исцеляла людей, которым уже никто не мог помочь. И нашелся подонок, который жестоко расправился с ней. «Ты думаешь о Оливии?» — спросила Линда, заметив смену моего настроения. «Да. Я только вчера встречался с ней. Она выглядела неотразимой и довольной. Она ждала вашего выступления. А ночью...» «Я не знаю, как назвать того, кто сделал это с ней. Когда-то думал, что никто не заслуживает смерти, но не сейчас. Тот, кто убил Оливию, не должен жить». «Сет, как ты думаешь, это мог быть тот же человек, который убивает девушек?» — спросила Линда. «Не знаю. Маньяки обычно придерживаются какого-то ритуала. С Оливией все иначе. Не называй их людьми, они потеряли право так называться». Я не на шутку разошелся. «Эй, Сет, посмотри на меня. Я здесь, с тобой. Мы скоро будем в холмах». «Да, милая, прости. Со вчерашнего вечера все пошло кувырком. Сначала эти парни, потом известие о смерти Оливии. Мне немного не по себе». «Мне не по себе с того момента, как я встретила тебя», — сказала Линда. «Я всегда была тихой домашней девчонкой, живущей в своем крохотном мире, в котором не было места ничему, кроме музыки и фильмов, которые я смотрела в одиночестве. И случалось, спускала слезу на какой-нибудь любовной сцене, зная, что со мной никогда такого не будет. А потом появился ты. Появился и остался в моей жизни. У меня было первое свидание. У меня была первая ночь с любимым. Мой путь был устлан лепестками роз. Ты вступился за меня и не побоялся полезть в драку с двумя парнями». «Линда, я ничего такого не говорил. У нас были собственные разборки», — попытался возразить я. «Сэд, думаешь, я ничего не поняла? Ты не просто так изуродовал ему лицо. Мне было страшно. Очень. Я так боялась за тебя, а потом внутри все перевернулось, и когда мы удирали от полиции, я почувствовала себя свободной. Я вырвалась за рамки самой же созданного мира, и мне это понравилось. Я хоть ненадолго смогла почувствовать себя Мэлори, и у меня был свой Микки. Не пугайся, я не хочу кого-нибудь убить, как они. Я просто хочу, чтобы моя жизнь перестала быть скучной и одинокой. «Еще. Я почти все время хочу тебя. Я постоянно мокрый, когда ты рядом. Может быть, это ненормально, но это так». Я ничего не ответил, а просто, увидев подходящее место, свернул с дороги в лес. Я тоже почти всегда хотел ее. Линда бросилась мне на шею, и я едва не врезался в дерево. Мы оба рассмеялись и стали срывать друг с друга одежду, оба готовые к дикому безумному сексу. И он был дикий и безумный. Когда мы снова выехали на дорогу, все, что мешало нам, осталось в лесу. Мы не могли ничего изменить и не хотели тащить это в серебряные холмы. К семи вечера мы проехали немногим больше половины пути, и нам надо было заправиться и поужинать. Найдя подходящее место, мы остановились. Я залил полный бак и припарковался возле кафе. «Подожди минутку», — попросила Линда. Она накинула кожанку и собрала волосы сзади в хвостик. Я с восхищением посмотрел на нее. «Теперь можем идти», — сказала Линда. «И... обними меня». В дверях мы столкнулись с мужчиной лет сорока. Они несколько секунд смотрели с Линдой друг на друга, прежде чем он посторонился, пропуская нас. Он был в темных очках и накинутом в капюшоне толстовки, и все равно не смог полностью укрыть давние следы от ожогов на лице. Я обернулся и смотрел ему вслед, пока он не сел в старенький «Шевроле» с золотистой змейкой поверх номера. Жизнь не щадила людей. Ему приходилось скрывать свое лицо, как и Линде. Но сегодня она гордо, с высоко поднятой головой вошла в кафе. Обнимая ее за талию, я провел Линду через весь зал и, прежде чем усадить, обнял и поцеловал. Не мы одни захотели перекусить в дороге. В кафе оказалось около десятка посетителей. Почти все обратили на нас внимание, а официантка, подошедшая к нам, усердно смотрела в свой блокнот, чтобы не встретиться с нами взглядом. — Ты рассмотрел того мужчину в дверях? — спросила Линда. Я кивнул. — Да, я заметил. И он один. Я горжусь тобой. Тем, что ты сделала сейчас. И тебя ни капельки не смутило, что все пялились на нас? — Ха-ха! Пусть смотрят и завидуют! — сказал я. — Ты никогда не спрашивал, как я стала такой? — А зачем? Для меня это ничего не меняло, и я не хотел, чтобы тебе снова пришлось вспоминать об этом. — Дорожная авария, — сказала Линда, — по вине моих родителей. Они ругались, и отец отвлекся от дороги. Они не пострадали, удар пришелся в то место, где сидел я. Мне было немногим меньше пяти. Тогда я узнала, что такое боль. Много боли. Иногда я жалела, что выжила. Я росла, и пластину меняли несколько раз, но я так и не могу нормально двигать челюстью. Я сжал руку Линды, лежащую на столе. — Я сделаю все, чтобы ты никогда не почувствовала ее снова, — сказал я. — Знаю, — ответила Линда. Физическая боль прошла, но осталась другая. Дети бывают очень жестоки. Мне пришлось учиться дистанционно, потому что в школу я ходить попросту не могла. Одни издевались надо мной, другие жалели. И то, и другое было невыносимо. У меня никого не было, пока я не познакомилась с Мэган. А потом появился ты, и другая боль тоже исчезла. Я счастлива сидеть с тобой рядом и не прятать свое лицо. Я просто хочу, чтобы ты знал это. И еще, Сет, пожалуйста, пообещай, что не причинишь вред тем, кто станет говорить про меня гадости. Для меня это уже не важно. Спасибо тебе, милая. И поверь, теперь все будет иначе, и я постараюсь сделать то, что ты просишь. После ужина мы также в обнимку под взглядами посетителей покинули кафе. Большую часть пути мы слушали музыку и болтали о разном. Линда расспрашивала меня про Альпы, Майами, и я пообещал ей, что мы обязательно там побываем. Ей нужно было увидеть все это самой. У нас впереди была целая жизнь. Раньше была она, раньше был я. А теперь были мы. Мы въехали в Серебряные холмы с южной стороны, хотя Олбрук был севернее. Первое, что мы увидели, это здание Астории, которое меня очень впечатлило. Я понял, почему Патрик так любил останавливаться в этой гостинице. Мне тоже этого захотелось, и я подумал, что мы с Линдой поселимся тут на несколько дней, но не сегодня. Сегодня нас ждал таинственный дом, на пороге которого был убит Хэтфилд. Я не спеша ехал по тихим, подсвеченным фонарями, витринами, улочкам. А Линда показала мне места, которые она знала. Я видел, что дорога утомила ее, но глаза сияли. Оба ее глаза. Она так и оставила волосы, собранными в хвостик. Мне нравилось то, что я видел. И Линда, и город. На одном из перекрестков Линда попросила повернуть и остановиться. «Посмотри на эту лавку», — сказала она. Я взглянул, куда она указывала. «Орликин и Коломбина», — прочел я, рассматривая фигуры этих самых персонажей. Лавка принадлежала Маргарите. Здесь Патрик и познакомился с ней. Дом, в который мы едем, тоже ее. Мне просто хотелось показать тебе это место. «Ну, у нас с тобой не меньше двух дней, пока не приедут остальные. Ты устроишь мне экскурсию». Ха-ха-ха, Линда рассмеялась. «Постараюсь. Тут это не так просто. Можно надолго зависнуть в одном месте. Сет, нам надо купить какой-нибудь еды». Линда на секунду умолкла и добавила. «И выпивки!» «Магазины уже закрылись, но прямо сейчас мы возле кафе. Если хочешь, мы можем посидеть там, но я хочу поскорее попасть в дом». «Ммм, я тоже хотел бы побыстрее там оказаться. С собой закажем», — ответил я. Мы зашли внутрь и осмотрелись. К нам подошла приветливая официантка, которую ничуть не смутила Линда и поинтересовалась, чем может помочь. Записав наш заказ, она сказала, что мы можем подождать или в кафе, или в машине, как нам удобнее. Мы ответили, что будем на улице и пошли прогуляться. Мы, не торопясь, шли мимо подсвеченных витрин по пустынной улице. Все магазинчики уже закрылись, и мы наслаждались тишиной и вечерней прохладой. Заиграла мелодия на моем телефоне. Я, как обычно, включил громкую связь. «Привет, Патрик!» — сказал я. «Привет, Патрик!» — уже Линда. «Вы на месте?» — спросил он. «Почти. Заказали еду в кафе возле книжной лавки. Ждем, как приготовят». «Отлично, наслаждайтесь. Я просто хотел убедиться, что вы добрались. И, кстати, можешь пользоваться своей банковской картой. Ты уже не в опале. Хотя ты должен Мэнсону». «Спасибо, дружище! До завтра!» Я не стал расспрашивать про Оливию. Не хотел омрачать чудесный вечер. Но это не значило, что я собирался забыть про нее. Мы добрались до следующего перекрестка и повернули обратно. «Ты сегодня совсем другая», — сказал я. «И сама, и как выглядишь. Другая одежда, цвет волос и прическа». «Тебе нравится, что ты видишь?» — спросила Линда. Она остановилась и повернулась ко мне. «Очень. Но то, что было, нравилось не меньше», — ответил я. «Ммм, я долго была в одном образе. Наверное, пришло время сменить его». «А как же выступление?» — спросил я. «Да. Там мне понадобятся чулки и сапожки. Но только там, и я останусь брюнеткой». До нужного дома мы добрались почти в одиннадцать. Не знаю, что я ожидал увидеть, но это оказался обычный пригородный дом. Он мог быть милым и уютным. Наверное, таким и был раньше, пока не остался без хозяйки. Теперь он словно уснул, брошенный и одинокий. Я подумал, что мы с Линдой сумеем разбудить его. Свет возле дома и на веранде загорался автоматически. Мы невольно замерли на ступеньках и осмотрелись. Не осталось ничего, что могло бы напомнить о событиях прошлого. Кроме долгого запустения, ничего не бросалось в глаза. Я открыл дверь, и мы оказались в большой гостиной. Странное чувство овладело мной. У меня так долго не было собственного жилья, что я очень захотел, чтобы оно появилось. Это началось еще в Олбруке, в мечтах о нашем с Линдой доме. С оранжеверей и органом Хамонда. Если нам с Линдой понравится это место, то, возможно, оно могло бы стать нашим. Линда, скинув кроссовки и куртку, легла на диван. Не думала, что так устану в дороге, сказала она. Налей мне, пожалуйста, ликера. Я направился в столовую. Холодильник работал. Я убрал в него наши запасы и осмотрелся в поисках бокалов. Найдя подходящие, налил в них ликер и вернулся в гостиную. Линда уже крепко спала. Мне тут же захотелось пристроиться рядом с ней, но для двоих диван был тесноват. Я поднялся в спальню. Найдя в одном из шкафов все необходимое, я застелил кровать и вернулся за Линдой. Бережно взяв ее на руки, я отнес Линду в постель. Снял с нее джинсы, оставив в футболке и трусиках. И укрыл пледом. Как бы мне не хотелось спать, я все-таки нашел силы сходить в душ. Вернувшись в спальню, я увидел, что Линда часть одеяла обхватила перед собой, а остальное зажало между ног. Я улыбнулся. Она выглядела невероятно трогательно. Присев рядом с ней, я долго смотрел на нее. Любимую и родную девочку. Мою девочку. Потом, отыскав еще одно одеяло, я лег рядом и укрыл нас обоих. Утром мы проснулись почти одновременно и после традиционного секса радостно испустились позавтракать. Потом мы попытались заняться уборкой дома, которая постоянно прерывалась знакомством с ним. Странно, но мы почему-то не чувствовали неловкости, и это жилище не казалось нам чужим, хотя везде были следы Риты и ее вещи. Мне нравится это место, сказала Линда, и я начинаю что-то узнавать о хозяйке. Мне очень жаль, что она умерла. Патрик не любил рассказывать о ней, он держал все это глубоко в себе. Он говорил, что она умерла от редкой семейной болезни. Я даже не знал, что такое бывает. Сэп, Маргарита была самой настоящей герцогиней из старинного рода. Ее брат умер от той же болезни еще подростком. Я была на их могилах. Представляешь, о нашей группе Патрик узнал от Риты. Она привезла его в клуб Вагонетка в первый день знакомства, а мы там как раз выступали. — Жизнь полна неожиданностей. Чем дальше, тем больше я в этом убеждаюсь. Тебе не кажется, что девушка на картине тушью не выглядит живой? — Да, есть такое чувство. Она... Она как будто механическая, что ли, но выглядит потрясающе. — Точно, механическая, — сказал я. — Я никак не мог понять, что с ней не так, а ты сразу заметила. К полудню мы закончили со спальни и спустились в гостиную. Линда снова плюхнулась на диван. — Как же он мне нравится! — воскликнула она. — Мне вообще нравится этот дом. Вот бы нам такой! Я опустился на пол возле ее ног и посмотрел в лицо. — Я хочу открыть тебе страшную тайну, — сказал я. — Я мечтаю об этом с нашего первого свидания. — Иди ко мне, — позвала она. — Я хочу тебя обнять. Я прилег рядом, и Линда, обхватив меня руками, уткнулась лицом мне в грудь. — Сет, мы правда вообще всегда будем вместе? — спросила она. — Правда, — ответил я, гладя ее волосы. — Всегда. С гостиной мы не особо продвинулись. Настало время обеда, и мы отправились в город, в то самое кафе, где были вчера. А потом нам не захотелось возвращаться. Днем город выглядел иначе. Яркий солнечный полдень позволил увидеть всю его прелесть. От старинной, мощеной булыжниками мостовой до причудливых флюгеров на крышах домов. Я просто обожал такие места. Именно этого мне не хватало в далеком Майами. Сет, жаркие дни простоят еще недолго. А мне так хочется искупаться. Я мечтал об этом все лето, но так и не получилось. Я бы тоже с радостью поплавал. Особенно с тобой. Хочу увидеть тебя в бикини. Хе-хе-хе. Ммм. Сначала надо купить его. Рассмеялась Линда. Мы заехали в магазин, и, купив необходимые пляжные вещи, направились к озерам. Нам пришлось снова пересечь мост и проехать мимо нашего дома. Я уже стал называть его нашим, и надеялся как-то решить этот вопрос с Патриком. До ближайшего озера оказалось совсем близко. Увидев интересное здание старинной постройки, я остановился, чтобы разглядеть его получше. Оно напомнило лечебницу из компьютерных игр. Только там они были запущенными и населены всевозможной нечистью. А это здание выглядело красивым и ухоженным. Пансионат «Приветливые сосны» открылся в 1904 году, пояснила Линда. Здесь хороший пляж, но он принадлежит пансионату. Нам придется проехать дальше. Я продолжил путь, пока не увидел указатель с лежанкой и зонтиком. Я посмотрел на Линду. Она кивнула и распустила хвостик, чтобы прикрыть лицо. Я удивился. Сет, на пляже бывает много детей. Не хочу их напугать. Оставив машину на парковке, к самому озеру мы пошли пешком. Я удивился, как много народа нежилось на солнце или плескалось в воде. Нам лучше взять лодку. С той стороны озера есть несколько уединенных мест для купания. Мы оплатили в кабинке возле причала аренду лодки и там же переоделись, сложив наши вещи в спортивную сумку. Я сел на весло и стал любоваться Линдой. Ее купальник оказался довольно откровенным и мало что скрывал. Линда говорила о городе, а я только слушал, перемещая глаза по ее телу. Мы пересекли больше половины озера, когда Линда поняла причину моего молчания. Она довольно улыбнулась, сняла нижнюю часть купальника и раздвинула ноги. — Так лучше? — спросила она. — Да, но мы не скоро доберемся до другого берега. Она у тебя потрясающая. Я бросил весла и опустился на дно лодки так, что моя голова оказалась у нее между ног. Я коснулся ее языком и сразу почувствовал, какая она там мокрая. Я потихоньку пробовал разные движения, пытаясь понять, что ей нравится больше, и сам получал от этого огромное удовольствие. Сначала от того, что чувствовал, а потом уже от ее бурной реакции. — Да, да, так, а теперь выше, губами, а теперь языком влево, вправо, да. — Да, и засунь его внутрь, — управляла Линда, обхватив мою голову. Я быстро освоился и очень скоро почувствовал, как ее бедра и живот стали резкими толчками сжиматься, и по моим губам и подбородку обильно потекло. Я во всех смыслах упивался тем, что сделал, и никак не хотел остановиться. Я продолжал, а Линда стонала, сжав зубы, чтобы не перейти на крик. Ее затвердевшие, как камень, ноги вытянулись струной, до боли сжав мое лицо. Она стучала ладошками мне по голове, пытаясь остановить. — Все, все, пожалуйста, все. И перестань, пожалуйста. Линда выгнулась дугой и по моему лицу снова потекло. Нежно поцеловав ее напоследок, я попытался отстраниться, но не смог, пока ее ноги не расслабились. Она не сразу пришла в себя, все еще подрагивая, свернувшись в комок возле скамейки. Я снова сел на весла и начал грести. Наконец, у Линды хватило сил подняться. Она несколько раз открыла рот, пытаясь что-то сказать, но вместо этого только провела рукой у себя между ног и посмотрела на мокрые пальцы. — Животное! — наконец промолвила она. — А ты прямо сама невинность. — Пофиг. Никогда не знала, что может быть столько удовольствия и что она может быть мучительным. Я думала, мое тело сломается и лодка перевернется, только я захлебнусь еще раньше от наслаждения. Второй раз был просто за пределами. Спасибо тебе, Сет. — Знаешь, я раньше делал подобное, но неохотно. Просто потому, что знал, что девушкам это нужно, и в ответ можно получить хороший минет. Сегодня я сделал это с удовольствием. Я действительно наслаждался, наверное, поэтому так хорошо получилось. — Ты же уже делал со мной это? — сказала Линда. — Да, но только сегодня меня так вставило. — сознался я. — Добро пожаловать в Серебряные холмы. — Что ты хочешь этим сказать? — Чувства. Иногда здесь они ярче. Патрик сможет рассказать тебе лучше. Именно здесь он впервые влюбился. — Ладно, спрошу, как приедет. А куда теперь? Мы уже были почти возле берега, и я сидел к нему спиной. Линда осмотрелась. — Возьми левее. Там хорошее местечко. Увидишь, где песок. Я остановился там, где она попросила и помог ей выбраться. Потом втащил лодку на берег и осмотрелся. Местечко и правда оказалось идеальным. — Небольшой уединенный пляж вдали от людских глаз. Мы расстелили одеяло и бросились в воду. Линда блаженно разлеглась на спине, раскинув руки. Я плавал, делая круги вокруг нее. — Не Майами, конечно, но я в восторге, — сказала она. — Я тоже в восторге. И хотя пляжи Флориды очень хороши, мне сейчас лучше здесь. Мы обязательно побываем там вместе. Накупавшись вдоволь, мы развалились на одеяле, наслаждаясь припекающим солнцем. Линда с завистью посматривала на мой загар. Она нежно провела рукой по моей груди. — Обожаю твое тело и его цвет. Интересно, как ты выглядишь без загара? — Я от природы смуглый, — ответил я. — А когда сойдет, покрашусь в твой любимый зеленый и буду как Хаук. Линда рассмеялась. Она повернулась на бок и подперла голову рукой, чтобы лучше видеть мое лицо. Ее глаза светились любовью, и я был счастлив видеть ее такой. Каждая минута с Линдой была для меня бесценна. Я уже не представлял своей жизни без нее. Внезапно мы оба почувствовали чье-то присутствие и вскоре услышали, как кто-то пробирается через лес неподалеку от нас. Странно, но я совсем не почувствовал беспокойства. Только интерес к внезапному визитеру. Я посмотрел на Линду. Она тоже казалась удивленной и ненапуганной. Наконец, на кромке леса мы увидели странную фигуру. Появившийся мужчина выглядел нелепо, словно он заблудился лет на сто. В нем совсем не было враждебности, зато тоски и обреченности хватало с избытком. Он медленно приблизился к нам и, опустившись на колени перед Линдой, протянул к ней руку. Мы увидели на его ладони красивую резную фигурку. Девушку, играющую на органе Хамонда или чем-то подобным. Она, погрузившись в действие, склонила голову так, что свисающие волосы касались клавишей, закрывая лицо. Линда взяла протянутую фигурку и прошептала «Спасибо». Незнакомец поднялся на ноги и, стряхнув песок с колен, пошел обратно. Через минуту он уже затерялся за деревнями. Я не понимал того, что сейчас увидел, и только смотрел на Линду и фигурку в ее руках. «Здесь так туристов развлекают?» — спросил я. «Нет, Сет. Похоже, я догадываюсь, кто это был и очень польщена», — сказала Линда, не переставая любоваться подарком. «Мне бы тоже хотелось знать, что это за человек. А можно взглянуть поближе?» Линда протянула мне фигурку, я повертел ее в руках, пытаясь увидеть, что скрывается за волосами, но они полностью прятали лицо. «Как он вообще мог знать что-то о Линде?» Все равно я почти был уверен, что это она, поэтому все меньше понимал смысл случившегося. «Сет, потерпи немного, нам на обратной дороге надо будет купить путеводитель по городу. Тогда я смогу тебе объяснить. Не пугайся, все хорошо». Линда оставила фигурку на одеяле и снова бросилась к воде. «Догоняй!» — крикнула она. «Возвращаясь с озера, мы в который раз проехали мимо дома, чтобы попасть в Орликина Коломбина. Оказавшись в лавке, я словно попал в прошлое. В моем детстве, которое пришлось на 90-е, их вытеснили стерильные книжные супермаркеты. Такие места я мог видеть только в кино. По левую сторону тянулся длинный прилавок, больше походивший на барную или гостиничную стойку, а справа расположились уставленные книгами шкафы. В центре стояло несколько столов для чтения. Нас встретила удивительная девушка исключительно черно-белых цветов. Начиная от разделенных на прямой пробор и собранных по бокам в хвостики волос, половина которых была черной, а другая белой, и заканчивая разноцветными туфельками. Даже маникюр на ее руках имел все те же цвета, чередуя пиковую масти точки на игральных кубиках и костяшках домино. Я с восхищением смотрел, как она, выйдя из-за стойки, сделала для нас изящный реверанс, как на вывеске, после чего она бросилась к Линде и обняла ее. — Как же я рада, что ты вернулась! — воскликнула она. — Вероника, я тоже рада тебя видеть. Знакомься, Сед, то есть Седрик, мой парень. Вероника осмотрела меня и присвистнула. Линда счастливо улыбалась, и я почти смутился. Я поцеловал протянутую мне руку Вероники. — Ты удивишься, он друг Патрика. — Вероника на этот раз присвистнула дважды. — Скажи мне, может, у них в заначке есть еще парень для меня? Линда рассмеялась, а я, услышав это во второй раз, подумал, что статус друга Патрика имеет какое-то магическое воздействие. — Не знаю, — ответила Линда. — Если есть, то они это скрывают. — Вы выступите в вагонетке? — спросила Вероника. — Не сразу. Мы тут на несколько месяцев, но хотели записывать новый альбом, а... — Круто! — перебила ее Вероника. — У вас будет новый альбом! Ура! — Мы будем прерываться на выступлении в вагонетке и в Веритене. Я тебя сразу приглашаю. — Спасибо, Линда! — Вероника снова обняла ее. — Вам что-то нужно или вы просто зашли? — Мы бы в любом случае зашли. Вчера останавливались здесь, но уже было поздно. Сейчас нам нужен путеводитель, который большой. — Минуту! — сказала Вероника и вернулась за стойку к полкам позади нее. — Очень колоритная и милая девушка. Не ожидал такое увидеть, — прошептал я Линде. — Маргарита выглядела примерно так же, когда держала эту лавку. — Коломбина — местная фишка! — тоже шептом сказала Линда. Вероника вернулась с большой книгой в руках. — Вот, держите. Последнее переиздание вышло через год после смерти Хэтфилда. Это подарок. — Спасибо! — поблагодарила Линда. — С меня входные билеты в вагонетку. — Мы пойдем? — Через несколько дней заглянем с девочками. Они еще не приехали. — Ну, конечно. С таким красавцем я бы тоже сбежала и предпочла бы уединиться. После лавки мы купили разных продуктов и вернулись в наше жилище. Первым делом Линда достала подаренную ей фигурку и поставила ее на прикроватную тумбочку. Потом она разделась и, оставшись в футболке и трусиках, улеглась на кровати на живот. Она положила перед собой путеводитель и начала листать. Посмотрев на ее стройные красивые ножки, я стал целовать ее ступни. После них стал потихоньку подниматься выше, пока не добрался до ее восхитительной попки. Линда все это время блаженно мурлыкала, но продолжала листать книгу и не отозвалась на мои ласки. — Сэд, я после лодки все еще в себя не пришла. Иди ко мне. Я нашла то, что хотела. Я прилег рядом и подпер подбородок руками. На раскрытых страницах помимо текста было два фото. На одном тот самый еще недостроенный пансионат, возле которого я утром остановился, а на другом портрет человека, что посетил нас на озере. — Это Клаус Кюрш. Работал плотником на постройке пансионата. Умышленно повредил строительные леса, которые рухнули, когда на них были рабочие. Один погиб, двое серьезно пострадали. Тут есть ссылка на другие страницы. Сейчас найду. — Ты хочешь сказать, что к нам приходил человек, который умер больше сотни лет назад, и думаешь, я в это поверю? — Поверишь, Сет. Поживешь тут и поверишь, — сказала Линда. — Нет, я не настолько доверчив. Я слышал, что тут бывают странные вещи, но не настолько. Я не стану убеждать тебя. Я сама никогда бы в это не поверила, но есть причины, по которым я изменила свое мнение. Здесь, в Серебряных холмах, Патрик столкнулся с этим, и ему приходится помалкивать, иначе... Да, иначе его сочтут за сумасшедшего. — Большинство живут в неведении. Очень немногие знают, что тут что-то происходит. Единицы сами столкнулись с этим. Патрик один из них. Я не хотел спорить с Линдой. Заставить меня поверить у нее тоже пока не получалось, но сомнения уже возникли, и от них было непросто отмахнуться. — Кто мог знать, что мы окажемся там, и, вырядившись Кюршем, подарить Линде фигурку, причем с чертовым органом Хаммонда и с девушкой за ним? — Смотри, здесь фото его работ. Они выставлены в городском музее. Он был отменным резчиком, но все его работы — это нищие, калейки, уроды. Может, хоть это заставит тебя задуматься? — Не знаю. Я правда не знаю. То, что случилось сегодня на озере, очень и очень странно, но мой разум отказывается принять, что нас посетил покойный мастер. Мне нужно время, чтобы попытаться осмыслить это и понять. Линда захлопнула путеводитель и положила его на тумбочку возле фигурки. — Пусть все будет как есть, — сказала она. — Пойдем вниз, посмотрим какой-нибудь фильм. На следующее утро мы отправились в город за новыми смартфонами, после чего собирались пошататься где-нибудь в центре, но получилось иначе. Я спросил у Линды, где находится их студия, и мы оказались в квартале бедноты, в обособленном месте, где любили бывать туристы. С одной стороны, оно ограничилось каналом, а от другой части города его отделял парк памяти. Мы оставили машину на парковке между парком и самим каналом. Дальше проезда не было. Набережная и сам квартал были пешеходными. В саму студию мы сейчас не попадем, я даже не знаю точно, где она. Ее только недавно устроили, и мы еще не были в ней. Я рассмеялся, выглядело все очень забавно. — Эй, хватит смеяться, встречать меня все равно будешь на этой парковке. Здесь в любом случае стоит побывать. Идем на набережную. Я взял Линду за руку, и мы пошли в сторону канала. По дороге она стала рассказывать об этом месте. Этот квартал уникальный. Возник в начале прошлого столетия. Здесь были построены заводы, предельная фабрика, возле которых и появился этот рабочий квартал. Я не знаю многих подробностей, но Серебряные холмы не стремились развиваться за счет промышленности. В общем, людям не хотелось видеть чадящие трубы, и чтобы в реке плавало всякое дерьмо. Завод разорился во время Второй мировой. Фабрика продержалась на несколько лет дольше. В итоге здесь все опустело. Город позаботился о тех, кто остался, они получили новое жилье и работу. Какое-то время квартал был заброшен, но потом оказался востребованным. К этому месту стали проявлять интерес туристы и владельцы бизнеса. Очень быстро линию домов вдоль набережной привели в порядок. Верхние этажи заняли под различные офисы, а нижние под ресторанчики, сувенирные лавки и прочее. Пока Линда говорила, мы уже оказались на набережной, которая выглядела красиво и привлекательно, и достаточно оживленно. Кто-то попросту прогуливался, кто-то сидел за уличными столиками нескольких кафе. Магазинчики тоже пользовались популярностью, то и дело позвякивая колокольчиками возле дверей. «Сам видишь, как сейчас здесь здорово!» – продолжила Линда. «Те дома, что в глубине, остались нетронутыми. Они что-то вроде музея. Внутри обстановка и предметы тех времен, и любой может зайти и посмотреть. Вот мы сейчас зайдем и посмотрим, как жили работяги в середине прошлого века». В этот момент она сжала мою руку чуть крепче. Я тоже увидел его. Он вынырнул из проема между домов, несмотря на жару с накинутым капюшоном толстовки. Сунув руки в карманы, ссутулившись, он побрел вдоль улицы. Мы с Линдой переглянулись. И хотя заинтересовавший нас человек был достаточно далеко, мы узнали его. Это с ним мы столкнулись в придорожном кафе. «Не думал, что он тоже едет сюда», — сказал я. «Сет, здесь таким, как мы, комфортнее, чем в любом другом месте». А мне снова вспомнилась Оливия. Я знал, что нескоро смогу избавиться от воспоминаний о ней. Как все нелепо произошло. Только вечером я подарил Линде надежду, а в полдень она внезапно исчезла. Оливия могла помочь еще многим людям, но какая-то тварь лишила их этой возможности. Я глубоко вздохнул и посмотрел на Линду, пытаясь держать закипавший гнев. Она успела заметить мое состояние и попыталась улыбнуться. «Все хорошо, милая, я уже в порядке», — сказал я, чтобы успокоить ее. Но сам понимал, что такое будет случаться и дальше, иначе у меня не получалось. Мы добрались до того места, откуда появился незнакомец. Там оказался широкий проход вглубь квартала. Я, как и возле пансионата, словно снова увидел локацию из видеоигры. Такого давно уже нельзя найти, а тут все оказалось в первозданном виде. Мрачные приземистые дома из красного кирпича с маленькими оконцами и покосившимися дверями. Редкие газовые фонари и мусорные баки вдоль неряшливо вымощенной дороги. «Линда, я в восторге. И что, мы запросто можем бродить внутри?» Едва я успел договорить, и с ближайшего к нам подъезда вышла компания молодежи. Веселые и довольны они прошли мимо нас на набережную. Линда не стала отвечать, а потащила меня дальше, на самые задворки. Повернув за дом, я увидел кирпичный забор, за которым виднелся заброшенный цех с обломком трубы и еще пара домов. Мы зашли в подъезд и поднялись на верхний этаж. В обе стороны от лестницы тянулся коридор с распахнутыми дверями. Пройдя по нему, мы заглянули почти в каждую комнату, которые мало отличались друг от друга. Убогая, по большей части самодельная мебель, грубая рабочая одежда и неказистая утварь. Каждый предмет сам по себе не особо привлекал внимание, но все вместе создавало неповторимую атмосферу. Казалось, вот-вот появится усталый подвыпивший рабочий, вернувшийся со смены. Или пройдет рано состарившаяся женщина с корзиной грязного белья. Я улыбнулся, подумав, насколько мы привыкли мыслить стереотипами, но они тоже возникали не на пустом месте. Линда прижалась щекой к моему плечу, когда мы остановились возле одной из комнат. — Если хочешь, можем зайти в спальню, — предложила Линда. Я посмотрел на нее, пытаясь понять, что таится за этим приглашением. — Нет, 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 — замотала головой Линда. — Только посмотреть. — Тогда давай в другой раз, а сейчас можем сходить в какой-нибудь из ресторанчиков на набережной. Нам обоим приглянулся ресторан со странным названием «Шесть Наполеонов». Я знал, что так назывался один из рассказов о Шерлоке Холмсе, и мне стало любопытно. Возможно, на это и рассчитывали владельцы, давая такое название своему заведению. Ресторанчик оказался в староанглийском стиле, и в разных местах действительно приютились бюсты Бонапарта. — Ты любишь английскую кухню? — спросил я Линду. — Я не очень хорошо представляю ее, — улыбнулась она, — но мне здесь нравится. Восьмое. Комфортабл Плейс. Мэнсон был уверен, что если человек достаточно долго находился в каком-либо месте, он обязательно оставит следы. Нужно только их найти, и они нашлись. В обоих квартирах удалось снять отпечатки, принадлежащие одному человеку, и в обоих случаях он снимал квартиру на имя Карл Сполик. Также обнаружилось несколько волосков, позволивших получить ДНК преступника. Полученные зацепки пока ничего не дали, отпечатков и ДНК не оказалось в базе, а фамилия Сполик в Олбруке не обнаружилась. Мэнсона это не особо расстроило. Теперь, имея показания хозяек квартир, где тот проживал, они получили, пусть очень схематичный, но фоторобот. И наличие следов от ожогов на лице меняло все. Такие люди не встречаются на каждом углу. Мэнсон связался с Потаки и назначил встречу, чтобы поделиться обещанным эксклюзивом. Потаки, получив информацию, запустил журнала СМИ. Уже в вечерних новостях вышел сюжет о любовнике, а все утренние газеты разместили большие статьи. Во многих местах расклеили фоторобот преступника. Человек с таким дефектом не должен был оставаться незамеченным. Вечером в центре города произошла драка с одним потерпевшим, доставленным в больницу. Мэнсон не собирался лезть в этот инцидент, но, посмотрев рапорт, сразу вспомнил пару из клуба. Пришлось и это держать на контроле. Появление в городе серийного убийцы не отменяло других преступлений, которых, к счастью, почти не было в последнее время. Мэнсон знал, что Патрик попытается помочь другу, у которого не было других связей в Олбруке, и сразу позвонил ему, а также отправил патрульный экипаж присматривать за его домом. Следующее утро застало Мэнсона врасплох. В начале десятого в полицию поступил звонок от домработницы Оливии Морган, которая обнаружила ее тело. Домработница с сердечным приступом оказалась в больнице. Мэнсон сразу выехал на место, захватив Вильму. Она не могла пропустить такое зрелище. В комнате, где произошло убийство, был погром. Тело все еще висело в петле, пока работал фотограф. Взглянув на Оливию, Мэнсон до боли сжал кулаки и почувствовал пробежавшие по телу мурашки. Убийца определенно был психопат. Лицо Оливии превратилось в месиво, а сквозь разодранную одежду виднелось множество кровоподтеков. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что ее продолжали избивать и после потери сознания. Ни одному Мэнсону было не по себе при виде тела Оливии, только Вильма испытала совсем другие чувства. Мэнсон видел, как сияли ее глаза, и учащенно вздымалась грудь. Он был уверен, что если засунуть руку ей под юбку, трусики окажутся мокрыми. Он не знал, что и думать, что с этой девушкой такое, что заставляет ее так реагировать. Неужели всего несколько снимков, увиденных ей, в детстве могли так изменить ее? Мэнсон положил руку ей на плечо. «Как думаешь, это мог быть он?» «Пока еще не совсем уверена, но вряд ли в Олбруке мог появиться еще один психопат», ответила та. «Но почему?» – удивился Мэнсон. «Тут все иначе, и зачем было делать такое? Может, она как-то причастна к тому, что с ним случилось?» «Опять же, мне нужно время, чтобы сделать выводы и информацию от экспертов». «Ну да», – вспылил Мэнсон. «Тебе сначала нужно поймать кайф от увиденного, а уже потом начать думать». Вильма ничего не ответила. Она только сняла его руку с плеча и отошла в сторону. Мэнсон понял, что сказал лишнее, но не стал извиняться, и принялся осматривать комнату. Он несколько раз украдкой бросал на Вильму взгляд, пытаясь понять, насколько сильно задел ее, но с ее непроницаемостью это было сложно. Потом она ушла, и Мэнсон почувствовал облегчение. Он долго пробыл на месте преступления, пытаясь ухватить каждую мелочь. Он старался не смотреть на тело Оливии, которое уже достали из петли, но еще не увезли. За семнадцать лет работы в полиции Мэнсон повидал достаточно, но то, что творил любовник, перешло все границы. Вернувшись к своей машине, он с удивлением увидел сидящую в ней Вильму. «Прости», – не глядя ей в глаза, буркнул Мэнсон. Она снова промолчала. Мэнсон жалел о том, что сказал, и хотел это как-то исправить, и одного прости было недостаточно. Он не знал, как сейчас ему вести себя с Вильмой, но это не сильно его волновало. Убийство Оливии многое изменило. Любовник совсем слетел с катушек, и неизвестно, что могло случиться в ближайшем будущем. Он почти вздрогнул, когда телефон завибрировал, словно тот мог принести еще одну скорбную новость. Оказалось, звонил Патрик, и Мэнсон догадывался, зачем. «Да, Патрик, ты очень...» Вильма не дала договорить ему, вцепившись в руку. «Включи громкую связь», – попросила она. Мэнсон удивился, но выполнил ее просьбу и закрепил телефон в держателе. «Патрик, ты очень некстати», – уже более спокойно сказал он. «Ночью жестоко избили и убили Оливию Морган. Мне сейчас совсем не хочется возиться с твоим приятелем. Я не собираюсь идти на уступки. Закон для всех один». «Реджи, известно, кто ее убил?» – спросил Патрик. «Нет, и пока это закрытая информация. Что ты хотел?» «Я перезвоню позже. Смерть Оливии может кое-что изменить». «Ты серьезно? Это как-то касается вас? Я что-то не знаю», – завелся Мэнсон. «Реджи, поверь, ничего важного, кроме того, что сегодня марионетки должны были дать концерт в Лигее. Я хотел просить за Линду. Мне в любом случае нужна будет твоя помощь». «Не сомневаюсь, но ты меня знаешь. С Эдрику это с рук не сойдет. У парня сломаны скула и множественные шрамы». «Реджи, я перезвоню», – сказал Патрик и отключился. «Любопытно», – сказала Вильма. «Что любопытно?» – спросил Мэнсон. «Останови возле кафе, я голодна». Мэнсону кусок в горло не лез после того, что он увидел в доме Оливии, но он остановился и вошел вместе с Вильмой. Они уселись за столик возле окна. Мэнсон отказался от еды, ограничившись бутылкой минералки, хотя хотелось чего-то сильно покрепче. «Ты помнишь девушку этого парня из клуба?» – спросил Вильма. «Конечно, по ней мы их и вычислили. Зеленые волосы, и все случилось у ее дома. Почему ты спрашиваешь?» «И ты не рассмотрел ее, когда они сидели на ступенях?» «Господи, Вильма, я думал о другом, у меня не было нужды их рассматривать. Скажи прямо, о чем речь, для меня и так слишком много загадок». Вильма видела, насколько расстроен и раздражен Мэнсон, и положила свою руку поверх его. Он почувствовал тепло ее ладони, к нему почти вернулся покой, а когда он встретился с ней глазами, то снова увидел ее такой, как в ту ночь, когда он разглядел в ней маленькую девочку. Это длилось совсем недолго, и она снова стала прежней Вильмой. «Реджи, у меня было время подумать, пока я ждала тебя в машине. Я уверен, это любовник. И ты прав, Оливия как-то причастна, но не к тому, что случилось тогда, иначе он убил бы ее намного раньше. Что-то случилось уже после его возвращения. А газетные статьи подтолкнули его к этому. «Узнайте о ней все, и вы найдете ответ!» «Я думал, серийники не меняют почерк, хотя тоже не сомневаюсь, что это он. Как ты сказала, два психопата в Олбруке!» «Ты точно не станешь обедать?» спросила Вильма. «Нет, я действительно не могу, и тебя бы попросил поторопиться. Хочу поскорее вернуться в участок». «Ой, Реджи, все идет своим ходом. Тебе придется задержаться часа на два. Что?» воскликнул Мэнсон. «Я прошу тебя об этом, и ты мне не откажешь». «Знаешь, Вильма, это переходит все границы. Если я и виноват перед тобой, то не настолько. Я делаю то, что считаю нужным и правильным». «Реджи, перестань строить из себя бескомпромиссного копа и побудь недолго человеком». «Ты таким меня считаешь?» бросил Мэнсон. «А ты нет?» Мэнсон понял, что она права. Именно таким он и был все годы работы в полиции. И он искренне верил, что иначе быть не должно. Он никогда не пошел бы на сделку с совестью. Не считал, что Вильма сможет изменить это. «Хорошо, скажи, что ты хочешь». «Сейчас позвонит Патрик, выслушай его и сделай, что он просит. Просто сделай и все», сказала Вильма. «Мы оба знаем, о чем он попросит», сказал Мэнсон. «Замять дело». «Нет, Реджи, это он сделает сам. С его деньгами и связями это несложно, но ему нужно время, которого у него нет». «Хорошо, я попробую сделать, что ты просишь, хотя сам не понимаю, почему я соглашаюсь». «У тебя будет возможность это понять», сказала Вильма. Через несколько минут зазвонил лежащий на столе телефон Мэнсона. Он нажал на громкую связь. «Реджи, мне нужно, чтобы ты помог Седрику и Линде выбраться из города». Мэнсон, не отрывая взгляд от Вильмы, спросил. «Почему я должен это сделать?» «Я не хочу, чтобы девочки оставались в городе, но ты понимаешь, если Седрик останется здесь, останется и Линда. А значит и остальные. Я смогу урезонить пострадавшего, тем более ты прекрасно знаешь, как все было. Я буду тебе должен». «Если я откажусь?» спросил Мэнсон. «Я так или иначе сам помогу им». Холодно подытожил Патрик. Мэнсон понимал, что парень в больнице получил по заслугам, но впервые перед ним вставал выбор сделать что-то вопреки закону и даже стать соучастником. Он не собирался делать это, чтобы угодить Вильме, просто в этот момент вина Седрика показалась ему настолько ничтожной, а желание помочь девушкам напротив очень велико, что правильность решения показалась очевидной. «Да, Патрик, я сделаю это». «Спасибо, Реджи. Приезжай через сорок минут на стоянку клуба». «Довольно», — спросил Мэнсон, отключив телефон. «Когда встретишь Линду, попроси показать тебе ее лицо». Мэнсон хотел спросить, зачем, но понял, что и так уже успел задать много ненужных и глупых вопросов. У них было достаточно времени до встречи с Патриком, и Мэнсон потратил его на звонки, чтобы раздать указания, которые, как выяснилось, уже выполнялись. Вильма, пока ждала его, связалась с Гестом и доложила многие факты. Остальное сделали эксперты. В нужное время они подъехали к клубу. Патрик уже ждал их. Он посигналил и въехал внутрь территории, пока не уперся в один из заброшенных цехов. Вошел внутрь и через несколько минут вернулся с Седриком и Линдой. Мэнсон вышел из машины и подошел к ним. Половину лица Линды, как и в клубе, закрывали волос. Он попросил ее откинуть их. Увидев ее всю, Мэнсон напрягся и понял, почему Вильма хотела этого. Он извинился и вернулся в машину. Вернувшись в город, Мэнсон отвез Вильму, которая заявила, что собирается вздремнуть в гостиницу, и приехал в участок. За это время часть экспертов уже успела дать предварительное заключение. Сомнений не осталось. Оливию убил любовник. В доме нашлись его отпечатки. Мэнсон стал изучать то, что успели собрать на Оливию и ее окружение. Чем больше он читал, тем больше переставал понимать. Оливия Морган исцеляла людей с увечьями. Мэнсон не понимал, как такое возможно, но факты говорили об обратном. Парень с усохшей атрофированной от рождения рукой, чему имелись подтверждения из медицинских учреждений, пройдя курс у Оливии, теперь играл на бас-гитаре в одной из местных групп. Девушка, которой ревнивая подружка, плеснула в лицо кислотой, через несколько лет снова появилась на страницах соцсетей. Красивая и ослепительная, с очаровательной улыбкой на восстановленном лице. Еще один парень после аварии на мотоцикле оказался в инвалидном кресле, а теперь снова гонял на байке. Девять досье лежало перед Мэнсоном, и он понимал, что это далеко не все. Это была только малая часть контактов Оливии. Кем же, черт возьми, она была? Кем она была, предстояло выяснить, но теперь Мэнсон догадывался о мотивах преступника. Обожженный парень так и остался с ожогами. Оливия отказала ему, возможно, почувствовав, каким дерьмом он набит. А после газетных статей она стала опасна. Теперь она могла понять, кем он был на самом деле. Может быть, даже ее отказ толкнул любовника на продолжение начатой много лет назад серии. В архивах они с Вильмой так ничего и не нашли, хотя изучили дела, даже выходящие за возрастные рамки профиля. Им пришлось отправить запросы в соседние округа, и Райс сейчас контролировал это. Его уже несколько дней не было в Олбруке, и он присылал ежедневные отчеты ГЕСТу, которые пока были отрицательными. В 8.30 ему пришло смс от Вильмы. «Давай вечером с тобой встретимся, поиграем в Декаданс». Далее был адрес в центре города и время. 22.00. Мэнсон тут же перезвонил Вильме, чтобы убедиться, что сообщение отправила именно она. Услышав ее голос, он испытал облегчение. «Оу, привет, мой недоверчивый коп! Я была уверена, что ты позвонишь. Это действительно я, и со мной все в порядке. Жду тебя». Вильма рассмеялась и отключилась. После ночи, проведенной с Вильмой, им так и не довелось встретиться снова. События последних дней поглотили их, не оставив время наличное. Сейчас, получив это сообщение, несмотря на обилие чувств, Мэнсон с нетерпением ждал назначенного часа. Чувств действительно было немало. Красивая, утонченная, умная, эффектная женщина, которая оказалась отличным специалистом, таила в себе множество пороков. Расчетливая, коварная, привыкшая манипулировать и играть людьми, хищная, похотливая особо с отсутствием табу, которая возбуждалась при виде мертвых жертв и пытавшаяся втянуть в это Мэнсона. А потом появилась маленькая потерянная девочка, гонимая и неприкаянная, готовая быть милой и ласковой и помочь совсем незнакомым ей людям. Мэнсон знал, что многих влекло к ней, и она этим пользовалась, но у него, помимо влечения, возникло гораздо больше. Он стал нуждаться в близости с ней, и не только интимной, а любой другой. Возле нее он чувствовал себя иначе, с него частично спадали оковы тех самых табу и запретов, что давало ему странные, но приятные ощущения. Именно поэтому сегодня он помог выбраться той паре за пределы города. Он не знал, почему Вильма захотела вмешаться, но понимал, что это что-то очень личное. Мэнсон приехал на место немного раньше и задержался у машины, выкурив сигарету. Улица походила на ту, где жила Карина Такач, но с противоположной стороны от городской площади и была выстроена раньше. Он набрал номер квартиры в домофоне. «Поднимайся и сразу заходи, дверь открыта!» Услышал он голос Вильмы. Войдя в квартиру, Мэнсон оказался в полумраке, где широкими короткими свечами был намечен путь в нужную комнату. Это оказалась спальня, большую часть которой занимала широкая старомодная кровать, с ажурными металлическими спинками бронзового цвета. На полу, комоде, подоконнике расположилось не менее двух десятков свечей, которые мерцали и подрагивали приветливыми огоньками. Возле кровати стоял венец этого волшебства. Вильма с двумя бокалами вина в руках. На ней были только блестящие черные чулки и такой же черный лифчик с прорезями по центру, из которых вызывающе торчали соски. Вильма похотливо улыбалась, наслаждаясь произведенным эффектом. Мэнсон, не торопясь, подошел к ней, снимая на ходу рубашку. Он не произнес ни слова, чтобы не разрушить это волшебство. Когда он уже был достаточно близко, Вильма протянула ему бокал вина. «До дна», – сказала она и опустошила свой. Когда Мэнсон допил вино, Вильма улеглась на кровати и поманила его к себе. Мэнсон, раздевшись, улегся рядом. Он протянул руку, чтобы коснуться ее груди, и почувствовал, что тело перестает слушаться его, а веки отяжелели и потянулись вниз. Мэнсон успел увидеть плотоядный взгляд Вильмы с любопытством смотрящий на него и отключился. Очнувшись, он увидел Вильму, сидевшую у него в ногах, которые оказались привязаны к металлическим стойкам кровати. Мэнсон дернул руку, но те тоже оказались крепко перетянуты веревкой в изголовье и самое ужасное, что его рот был заклеен скотчем. Ему совсем не нравилось то, что сделала с ним Вильма, и, встретившись с ее обезумевшими, похотливыми глазами, Мэнсон напрягся. Он никогда не согласился бы на такое по собственной воле. Сейчас он чувствовал себя беспомощным и уязвимым. Он стал игрушкой в руках женщины, которая могла быть непредсказуемой. Вильма наклонилась вперед и стала гладить внутреннюю часть бедер Мэнсона, поднимаясь выше. Несколько раз она словно ненароком коснулась его члена, а потом наклонилась и обхватила его ртом. Мэнсон не пытался сопротивляться. Он расслабился, и его перестало беспокоить, что он привязан. Удовольствие накрыло его плотной волной, заставив забыть обо всем остальном. Вильма виртуозно ласкала его, и Мэнсон очень скоро готов был кончить, когда его пронзила боль от сжатых крепкой рукой яичек. Он дернулся всем телом, насколько позволяли веревки. Когда боль отпустила, Мэнсон видел нависшее над собой лицо Вильмы, которое выглядело совсем иначе, чем он привык видеть, словно она сняла маску. И это новое лицо напугало Мэнсона. Он пытался донести до нее, чтобы та прекратила, и Вильма видела это, но только зловеще улыбнулась и сильно прикусило Мэнсону сосок. Потом она опустилась ниже и снова стала работать ртом. Новая волна удовольствия поглотила Мэнсона. Его член набух как никогда и снова готов был взорваться, а потом Мэнсон почувствовал, как Вильма перетягивает его шнурком у основания. Тяжело дыша, Мэнсон пялился на свой налитый кровью член, который сейчас казался ему невероятно огромным, и был близок к приступу бешенства. Вильма вожделенно посмотрела на то, что получилось, и соскользнула с кровати. Она порылась в сумочке и вернулась, сжимая в руке силиконовый фалоимитатор. Мэнсон покрылся потом, когда увидел его. Он затряс головой, пытаясь остановить Вильму. Вместо этого она больно ударила резиновым членом по его настоящему. Мэнсон закипал от гнева, он уже готов был придушить Вильму, как только освободится, и никакая утонченность не спасет ее. Но сейчас он был полностью в ее власти, и Вильма ей упивалась. Еще раз ударив его, она обильно смазала фалоимитатор гелем, и Мэнсон почувствовал его между своих ягодиц. Эта очумевшая баба собиралась его трахнуть. Он ерзал по постели, пытаясь избежать этого унижения, до боли натягивал веревки, но все, что он делал, только сильнее заводило Вильму. И она, приложив усилие, боткнула силиконовый член в задницу Мэнсона. Сделав несколько движений, Вильма продвинула его глубже. Очень скоро она стала почти полностью погружать его, двигая все быстрее. Продолжая трахать Мэнсона, Вильма привстала на колени и начала маструбировать. Все это время она не переставала смотреть ему в глаза, пытаясь уловить каждый нюанс в его взгляде. Дыхание Вильмы стало прерывистым, и она полностью переключилась на себя. В какой-то момент она дернулась и замерла. Потом протянула руку назад, и Мэнсон разглядел в ней два ватных тампона. Он просто не мог поверить, что она собирается сделать это. Продолжив маструбировать, Вильма дрожащей рукой стала запихивать тампоны в нос Мэнсону, который отчаянно мотал головой. Потеряв возможность дышать, Мэнсон был близок к панике. Он не хотел умирать, причем умирать с резиновым членом задницы возле сумасшедшей похотливой бабы, но у души становилось все сильнее. Он мечтал только об одном, чтобы она успела кончить быстрее, чем он задохнется, и вытащить эти чертовы тампоны, если она вообще собиралась это сделать. Он увидел, как ее тело затрясло, словно в судорогах, и из нее брызнула струя на постели его живот. Обессилие, Вильма рухнула ему на грудь, и слабой рукой выдернула один из тампонов. Мэнсон втянул полную грудь воздуха и закрыл глаза. Никому он не пожелал бы испытать подобного. Насилие и близость смерти сильно ранили его и показали собственную беззащитность. Вильма долго пролежала на груди Мэнсона, иногда лаская рукой его набухший член. Потом она развернулась и, вытащив фалоимитатор, стала отвязывать его ноги. Когда Вильма добралась до рук и Мэнсон снова смог увидеть ее лицо, он понял, что она еще не вернулась. Она все еще была без маски и гнев заново наполнил Мэнсона. Как только он полностью оказался свободен, то, отодрав скотч, ударил ладонью по лицу Вильмы. Она кувырком слетела с кровати на пол. Мэнсон встал возле нее и, наступив ногой на лицо, вывернул ей руки. «Тварь!» — прохрепел он. «Я покалечу тебя, потом еще живую закопаю в лесу!» Вильма не пыталась вырваться или что-то сказать. Она только ухмылялась перекошенным под ногой Мэнсона лицом. Мэнсон развязал веревку, перетягивающую член, но эрекция никуда не делась. Она была сильнее, чем когда-либо в его жизни. Он уже не понимал, что сейчас хочет. Вид распростертого на полу тела Вильма и то, что случилось с ним, лишили Мэнсона контроля над собой. Все получилось само. Потянув за руки, Мэнсон поставил ее на колени и со стервенением вошел ей взад. Продолжая выкручивать ей руки, он входил в нее как можно глубже, громко ударяясь о ее тело. Каждый удар, словно колокол, звенел в его голове. Он пытался унизить и причинить ей боль. Но Вильма только получала удовольствие и кончила первой, обмякнув как тряпичная кукла. Когда кончил и Мэнсон, он завороженно уставился на ее открывшееся отверстие, из которого на полобильно стекала сперма. Захрипев, Мэнсон схватил Вильму за волосы, шлепнул по щеке и ткнул лицом в натекшую лужу. — Жри, сука! До последней капли! Он еще несколько раз поднимал ее, бил ладонью по лицу и снова тыкал в пол, а потом он словно сдулся. Все переполнявшее Мэнсона разом покинуло его, оставив только растерянность и стыд. Вылизав все, Вильма встала на колени посмотрела ему в глаза. Он сильный, уверенный мужчина, который возвышался над стоящей перед ним на коленях девушкой с перепачканным спермой потеками туши лицом, выглядел смущенным и жалким. Она сияла свинцом победителя на своей безумной голове. Вильма поднялась на ноги и, уткнувшись Мэнсону в грудь большими твердыми сосками, впилась своими грязными губами в его, и Мэнсон не отстранился, не оттолкнул ее. Он жадно ответил на ее поцелуй. «Угости меня сигареты», попросила Вильма. Мэнсон осмотрелся в поисках своих джинсов. Найдя их, он достал сигареты и зажигалку. Закурив одну, он протянул ее Вильме, потом зажег свою. «Ты не хочешь умыться?» спросил он. «Нет, но если тебя это смущает, я умоюсь», ответил Вильма. Мэнсон не ответил, а, вытащив из ее рта сигарету, покрыл лицо поцелуями. «Как ты это делаешь?» спросил Мэнсон. Вильма легла на постель и стряхнула пепел на пол. Мэнсон лег рядом с ней. «Что это?» поинтересовалась Вильма. «Несколько минут назад я готов был убить тебя или хотя бы покалечить, а сейчас... сейчас я с ума схожу от твоей близости. Реджи, я ничего не делаю. Я не собираюсь манипулировать тобой. Я получила то, что хотела, а остальное зависело от тебя. И, поверь, я не знала, как далеко зайду и чем могло закончиться. Ты увидел часть меня, которую я сама боюсь. Когда я упоминала доктора Джекила, я была не совсем честна с тобой. Тогда я не думала, что ты это увидишь». Мэнсон швырнул в угол докуренную сигарету и плотнее придвинулся к Вильме. «Не знаю», сказал Мэнсон. «Мне кажется, ты привыкла манипулировать и использовать людей для собственной выгоды, а иногда ради забавы». «А что в этом плохого? Многие так делают, Реджи», ответил Вильма и, воткнув докуренную сигарету в одну из свечей, положила голову на грудь Мэнсона. «Обними меня». Мэнсон обхватил ее и прижал покрепче, а потом не смог удержаться и, запрокинув Вильму на спину, стал целовать ее лицо и шею. Вильма была податливой, но никак не откликалась на его ласки. Приподнявшись на локти, он вопросительно посмотрел на нее. «Прости, Реджи, я не хочу сейчас. Это все равно, что доедать объедки с чужого стола после того, как отведал деликатесы». «Какая же ты стерва!» «Это комплимент?» «Если бы я знал. Одной рукой мне хочется ласкать тебя, второй придушить». Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вильма рассмеялась. «Тебе... Ахаха... Ахахаха... Ахаха... Тебе это ничего не напоминает?» «Маленькая девочка со взглядом волчица, ты понимаешь, что еще несколько секунд, и я мог сдохнуть на этой самой кровати. Думаешь, такое можно забыть?» «Ты и правда хотел бы забыть все это? Я нет. Я хочу и буду помнить это до конца своих дней». «Ну да», — вскипел Мэнсон, — «это не тебя изнасиловали в жопу». «Реджи?» — «Реджи!» — зашлась хохотом Вильма. «У тебя избирательная память! Иди ко мне, успокойся!» Она взяла Мэнсона за голову и прижала к своей груди. В этот миг он почувствовал себя маленьким растерянным ребенком. Это давно забытое чувство принесло покоя и облегчение. Но он отстранился от Вильма, чтобы совсем не размякнуть. «И что нам теперь с этим делать?» — спросил он. «А с этим надо что-то делать? Завтра утром все будет иначе, и знаешь, Реджи, мы могли бы влюбиться друг в друга». «Ты издеваешься? Ты еще безумней, чем я думал. Ты вздорная сучка, которой нравится издеваться над людьми, и...» Мэнсон не нашелся, что добавить, и уставился в потолок, чтобы не видеть ее лица. «Реджи, тогда почему ты все еще в моей постели и осыпал меня поцелуями вместо того, чтобы уйти, избив меня?» Мэнсон не знал ответ и на этот вопрос. Он и сам не понимал, почему не смог уйти, и ему было трудно признаться в том, что его никогда прежде не влекло к женщине так, как Вильме. Даже к своей бывшей жене он никогда не испытывал подобного. «Почему я?» — спросил Мэнсон. «Не знаю», — ответила Вильма, — «но ты первый, кто разбудил во мне что-то помимо похоти». Мэнсон почувствовал, что она не лжет. «Как же я так вляпался?» — спросил он ни то Вильму, ни то себя. «Реджи, всю жизнь я только брала, но поверь, во мне есть много, что я могу отдать», — сказала Вильма и добавила. «Тебе. Я бы выпил», — сказал Мэнсон. «Пошли в какой-нибудь ресторан или кафе», — предложила Вильма. «Только сначала мне надо в душ». Пока Вильма мылась, Мэнсон оделся и присел на край кровати. Но он смотрел на мерцающие свечи и думал о сегодняшней ночи, которая началась с волшебства, а потом превратилась в кошмар. Кошмар закончился. И что началось вслед за ним, Мэнсон так и не мог понять. Он вспомнил содрогающийся от оргазма тела Вильмы. И теперь, когда он не был близок к смерти, ему казалось это безумно сексуальным. Что она могла чувствовать в ту минуту, когда с ней творилось такое? Почему-то Мэнсон был уверен, что похожее случилось с ней не первый раз. То, что в ней уживалось, могло принести много счастья и не меньше боли. Мэнсон не знал, готов ли он это принять, но, как сказала Вильма, он все еще был рядом с ней и не спешил расстаться. Вильма вернулась и, собрав свои вещи, стала одеваться. Мэнсон с болью и тоской смотрел на ее прекрасное тело и неожиданно для себя произнес. «Как же ты красива!» Он не собирался говорить это вслух, но слова сами слетели с его губ. Вильма посмотрела на Мэнсона и увидела всю боль и любовь, которые притаились в его глазах. И то, что он пытался удержать все это, не дать вырваться наружу, и в этот момент она поняла, что сама испытывает нечто похожее. Она так и замерла с платьем в руках и едва не бросилась на шею Мэнсону. Они вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним. Они шли, почти касаясь друг друга, но со стороны совсем не выглядели влюбленной счастливой парой. Они казались обреченными людьми, потерявшимися в ночи. Им не захотелось остаться в баре, и они, купив две бутылки водки, вернулись к машине и поехали домой к Мэнсону. Вильма попросила дать ей футболку и, скинув платье, надела ее. Чулки она тоже сняла, оставшись в трусиках. Переодевшись в домашнее, Мэнсон открыл бутылку и прилично налил в бокалы. Не дождавшись Вильмы, он выпил и налил себе снова. Теперь они уже выпили вдвоем и переместились в спальню. Мэнсон лег на спину, ожидая, что Вильма устроится рядом, но она, как в прошлый раз, уселась на кровати и, положив голову на колено, стала смотреть в окно. Никто из них не проронил ни слова. Они не знали, что сказать друг другу. Все зашло очень далеко и неизвестно, к чему могло привести. Реджи, первый нарушил молчание Вильма, я всегда была умна и рано повзрослела. И уже с детства в моей жизни все было четко и ясно. Я никогда не сомневалась в том, что делаю. Внутри меня все работало как механизм элитных швейцарских часов. А сейчас что-то испортилось, словно в этот механизм попал песок. Я стала делать ошибки и во мне появились сомнения. Я встретила тебя и перешла отведенные границы близости и откровения. Ты раскопал ту самую девочку, которую я так тщательно хоронила. А потом я встретила эту пару. Они сидели на ступенях, и я никогда в жизни не видела столько любви. Я попросту не допускала ее существования, а там едва не захлебнулось. Я поняла, что если в одних чулках прижму этого парня к стенке, он сглотнет и убежит к своей девушке с изродованным лицом. Ты сделал нечто похожее там в лесу, когда я стояла возле машины с задранной юбкой. Это было унизительно. Никто раньше не смел так со мной обойтись. Я не злилась на тебя. Я хорошо умею контролировать эмоции, когда мне это надо. Но я столкнулась с тем, что выпадало за пределы моего понимания. Я хорошо разбираюсь в людях и умею их мотивировать, играя на нужных мне чувствах. Ах, а ты... Ты оказался как сломанная дудка, на которой нельзя играть. Если я и раньше испытывал интерес к тебе, то он стал только сильнее. Уже тогда я поняла, что дело не в одном только интересе. Мне хотелось быть рядом с тобой. С самого первого дня. Хм. Тогда я не думала, что это может быть опасным. Казалось, как только я удовлетворю свое любопытство и похоть, мой интерес к тебе пропадет. Он не пропал, а стал только сильнее. И я не могла удовлетворить ни то, ни другое. От того, что вернулась маленькая девочка, мои прежние чувства возросли, пытаясь защитить меня от нее, и они выходят из-под контроля. Сегодня, выйдя из дома Оливии и сев в твою машину, я сразу начала маструбировать. Представляя, как ты трахаешь меня в той самой комнате возле висящего трупа, и мне безумно хотелось, чтобы это было на самом деле. Я понимаю, что нормальные люди так не делают, но и ненормально себя не считают. У меня совсем иные мерки. Я многое вытворял в своей жизни. Я живу, как хочется мне, и пока еще никому не причинил особого вреда, но сейчас мне тяжело, как никогда. После того, что я сделала с тобой, ты не отшвырнул меня, как прилипший к ботинку мусор. Ты остался, и я никогда не найду никого ближе тебя. Только я не радуюсь этому. Я могу испоганить твою жизнь. Мне надо было уехать. Я выполнила свою работу, и то, чем занимаюсь сейчас, только мое собственное желание и интересы, не только к расследованию. Я сижу в твоей запущенной квартире, и мне здесь хорошо, как нигде. М-м-м. Налей мне, пожалуйста, еще водки. Я привыкла к изысканным винам, но сегодня водка — лучший напиток. Мэнсон не сразу поднялся. Он все еще зачарованно смотрел на вильму и уже не пытался прятать свои чувства. Теперь он не мог представить свою жизнь без этой больной развратной женщины, которая обнажилась до пределов, вытащив наружу другую, беззащитную и одинокую. Ему уже было неважно, что она совсем недавно изнасиловала и едва не убила его, что она мастурбирует на трупы. Он любил ее и любил ее всю. Мэнсон вместо того, чтобы пойти за спиртным, сел позади нее и обнял, положив голову ей на плечо. «Пожалуйста», — прошептала она. «Я никогда не плакала, но сейчас едва сдерживаюсь. Скажи, скажи хоть что-то». И Мэнсон прошептал в ответ. «Я люблю тебя». Вильма вырвалась из его объятий и выскочила из комнаты. Ошалевший Мэнсон бросился вслед за ней. Вильма заперлась в ванной и не отвечала ему. Тогда Мэнсон уселся на пол, прислонившись спиной к двери и обхватил голову руками. Еще месяц назад его жизнь была обычной и спокойной. Теперь в городе орудовал убийца, а он влюбился, как подросток, в женщину, жившую на грань. И уже ничего нельзя было вернуть назад. Он сам не заметил, как уснул, а рано утром его разбудил телефонный звонок. Звонил телефон Вильма. Пока Мэнсон пытался окончательно проснуться, почувствовал, как его в спину толкает дверь. Он вскочил на ноги, чтобы выпустить Вильму. Они переглянулись и оба бросились в спальню. Столь ранний звонок не мог быть просто так. В этот момент ожил и телефон Мэнсона. Вильме звонил Райс, Мэнсону Гест. «Мэнсон!» Без предисловий начал Гест. «Похоже, Виктор установил личность любовника. Жду тебя в участке. Скорее всего, вам с Вильмой придется прокатиться в окружную тюрьму Роберта. Иду ее будить». Мэнсон на секунду замелся, но успел ответить, прежде чем Гест отключился. «Не стоит она рядом». «Понял», — ответил Гест и, похоже, не удивился этому факту. Вильма продолжала говорить с Райсом и одновременно пыталась одеться. Наконец, она тоже отключилась и выругалась. «Твою мать! Как я во всем этом попрусь в участок? Это пусть шикарное, но шлюшистое платье и лифчик с дырками. Мне непременно надо переодеться. Реджи, поезжай без меня. Я возьму такси и сначала в гостиницу». «Я отвезу тебя», — ответил Мэнсон. «Ты серьезно?» — спросила она. «И заставишь Геста ждать?» Мэнсон кивнул. «М-м-м-м, похоже, с нами точно что-то не так. Спасибо». По дороге Вильма читала файлы, которые ей выслал Виктор и вкратце пересказывала Мэнсона. Эрика Лассаль в девичестве Сполик проживала в Саммерсе. В 1994 осуждена за двойное убийство и поджог. Убила из охотничьего ружья выстрелами в голову мужа и его любовницу, когда те занимались сексом в пустующем доме, выставленном на продажу. После чего, разлив канистру бензина, подожгла дом. Она не знала, что в этот момент там находился ее сын Карл Сполик, 14 лет. Обнаружила его уже в момент поджога. Это помешало ей скрыться. Прибывшая на место пожарная команда обнаружила их неподалеку от дома с сильными ожогами. Осуждена на 18 лет. Освободилась в 2012. В 2017 снова осуждена за убийство семьи из трех человек. Сейчас отбывает срок в тюрьме Роберто в блоке С. И Мэнсон и Вильма знали, что из себя представляет Роберто. Тюрьма для осужденных за особо тяжкие и преступников с психическими отклонениями. Блок С как раз и был чем-то вроде тюремной психушки. Мэнсон остановился у гостиницы и прежде чем Вильма успела выйти, притянул ее к себе и поцеловал. Он так и не понял, как она восприняла его порыв. Она ответила ему, но из машины вышла с привычно непроницаемым лицом. И Мэнсон назадаченный сидел в ожидании ее возвращения. До прибытия Мэнсона и Вильмы Гест успел связаться с начальством Роберто и уладить все формальности. Оглядев вошедших в кабинет коллег, он догадался о причине их задержки, но ничего не сказал по этому поводу. — Шеф, — сказала Вильма, — я охотно встречусь с этой ненормальной, но хочу уточнить, что именно ты ожидаешь от этой встречи. — Вильма, что угодно. Я знаю, ты хорошо умеешь развязывать языки. Возможно, удастся что-то выяснить о том, где он был в течение двенадцати лет. И я все еще считаю, что кто-то помог ему тогда. И может быть, помогает сейчас. Она может знать, кто это. — Не надеюсь, она не расскажет, но я сделаю, что смогу. — Тогда можете ехать. В Роберти вас ждут. Гест внимательно посмотрел на Мэнсона. — Может, вам стоит взять водителя? Мэнсон с Вильмой переглянулись, и она сказала. — Мы справимся. Три часа пути не так долго. Если что, я порулю часок, а Реджи поспит. Гест кивнул и проводил их до двери. Мэнсон с Вильмой знали, что им есть что обсудить, и не хотели делать это при посторонних. Дорога до Роберты обратно давала им эту возможность. Быстро перекусив в Фиесте, они отправились в путь. Девятое. Echo from the past. Первый. Клаус Кюрш. Конец июня 1903-го выдался очень жарким. Кюрш сидел на берегу озера возле самой кромки воды, опустив в нее босые ступни. Солнце уже клонилось к закату, коснувшись верхушек сосен. Он ждал, когда она снова появится, и она появилась. Ее мертвые глаза на бледном лице с мольбой смотрели на Кюрша. И теперь он знал, почему. Кюрш уже второй год работал на строительстве пансионата «Приветливые сосны», который расположился возле озера недалеко от Серебряных холмов. Будучи отличным мастером по работе с деревом, он трудился обособленно от остальных, занимаясь лестничными пролетами, дверями и прочим, связанным с внутренним убранством. Ему нравилось то, что он делает, хорошая оплата и возможность жить в мастерской, а не в общем бараке с рабочими. В свободное время он тоже предпочитал уединение и, найдя подходящий кусок дерева, вырезал из него фигурку. Это была его давняя страсть. Он видел почти в любом неприметном обрубке притаившегося человека и мастерски извлекал его на свет. Его резные поделки были хороши, но у многих вызывали недоумение. Большинство работ Кюрша воплощали в себе убожество и нищету, словно он не видел ничего другого в этом мире. Когда-то давно, будучи подростком, возле скульптуры одному из античных богов, Кюрш увидел безногого человека с кружкой для подаяния. Олега, ничтожный и жалкий, ежился от холода на осеннем ветру, а над ним возвышался красавец Гермес. Кюрш бросил монетку в его кружку и ушел, но увиденное прочно засело в его голове и позже вылилось в первую вырезанную им фигурку. В мире были дворцы и трущобы, роскоши нищета, красота и уродство. И Кюрш, увидев это рядом, сделал свой выбор. Он и сам не знал, что хотел донести своим умениям, он просто делал то, что хотел. Кюрш побывал во многих местах и нигде не задерживался надолго. Ему не хотелось где-то осесть, пока он не оказался в Серебряных холмах. Что-то особенное он увидел в этих краях. Город был невелик, но продолжал расти, не теряя при этом своей атмосферы, которая уже тогда казалась иной, чем в других местах. А когда он повстречал Раису, сомнений вовсе не осталось. Кюрш скопил достаточно, чтобы купить свой дом и устроить при нем мастерскую. Раиса была местной прачкой, которая вместе с сестрой обстирывала рабочих. Первый раз, увидев ее с корзиной, полной белья, Кюрш не мог оторвать от нее взгляд, словно наткнулся на диковинный кусок дерева, в котором притаилось нечто необычное. Она совсем не походила на простую бабу, что стирала белье. Он увидел в ней красивую, милую женщину, достойную большего, чем грязные подштаники. Он выяснил, что она пару лет как овдовела и жила вместе с сестрой. После этого Кюрш стал искать с ней встречи, чтобы перекинуться, ну, хоть парой слов, а потом пригласил на прогулку. Раиса удивилась и испугалась. Она едва не бегом скрылась со своей корзиной, но через несколько дней, снова встретив Кюрша, сказала, что согласна. Она поняла, что Кюрш выгодно отличается от остального большинства. Он имел хороший доход и не таскался по кабакам и шлюхам. К тому же, если он станет ее кавалером, то это избавит от приставаний других работяг. Кюрш не был ей особо симпатичен, но мог облегчить ей жизнь, и она решилась. Поначалу они просто гуляли возле озера, а когда Кюрш пригласил ее воскресным днем отправиться в город, Раиса смутилась и пыталась отказаться. Кюрш оказался настойчив, и ей пришлось согласиться, но в нужный день она не явилась. Прождав ее у повозки, Кюрш отправился к женскому бараку, где поселились кухарки и прачки. Раиса хоть и была местной, но, чтобы сэкономить на жилье, поселилась возле пансионата. Он нашел ее на террасе за бараком в слезах. Он посмотрел на нее и все понял. Девушка стыдилась своего заношенного убогого наряда. Кюрш подошел к ней и легонько обнял. «Знаешь, лучше быть бриллиантом в свинцовой оправе, чем стекляшкой в золотой», — сказал он. Раиса не поняла смысл его слов, но почему-то они ее успокоили, и когда он, взяв ее за руку, повел к повозке, она безропотно пошла за ним. В городе Кюрш остановил повозку возле дамского магазина. Раиса, потерявшись среди непривычных для нее нарядов, замерла, вцепившись в руку Кюрша, с удивлением рассматривая окружавшее ее великолепие. Дав ей время освоиться, Кюрш выбрал несколько платьев, попросил проводить ее в примерочное. Когда она вышла из нее, чтобы показаться Кюршу, тот обомлел, увидев, как она хороша. Раиса с восторгом смотрела на себя в зеркале, но в то же время понимала, что, приняв столь дорогой подарок, ей придется расплачиваться с Кюршем. Многих это бы не смутило, но Раису пугала возможность стать шлюхой, продавшись за кусок красивой ткани. Она пристально посмотрела в глаза Кюрша и в этот момент поняла, что он не пытается ее купить, и чувства его самые искренние. Именно тогда в ней что-то затеплилось в ответ. Кюрш купил ей два платья, шляпки и разных женских мелочей. Раиса не могла найти нужных слов, чтобы поблагодарить его, и только обняла Клауса, прижавшись лицом к груди. А потом она в беспокойстве сказала, «Я боюсь хранить это богатство в общем бараке». Кюрша рассмеялся и предложил оставить все у него в комнате. Прогулявшись по набережной, они зашли в недавно открывшийся синематограф и закончили вечер в небольшой уютной кондитерской. Раиса была счастлива и благодарна Кюршу за этот праздник. Он оказался учтивым и галантным кавалером, заставившим ее почувствовать себя настоящей дамой, а не нищей прачкой. Этой же ночью она отдалась Кюршу, оставшись в его комнате до утра. В постели он тоже оказался заботлив и нежен, чем снова смутил Раису. Она хорошо помнила побои и мерзкое, разящее перегаром лицо мужа, когда тот, пьяный, подолгу пытался трахать ее. Теперь все было по-другому, и прикосновения Кюрша доставили ей удовольствие. Удовольствие, про которое она уже успела забыть. Раиса с нежностью посмотрела на Кюрша, и ее чувства к нему стали еще теплее. Она поняла, что готова многое дать этому человеку. Все длилось очень недолго. Кюрша уже давно беспокоили внезапные приступы кашля, которым он поначалу не придавал значения, пока не увидел на своей ладони кровь, пошедшую из горла. Все его мечты рухнули. Домик с мастерской, милая красивая жена, тихая спокойная старость. Возможно, он сможет продержаться несколько лет при должном уходе, но печать смерти уже стояла на нем, и Кюрш понимал, что обречен. Он скрыл это от Раисы, не желая портить их оставшееся недолгое счастье. Это случилось незадолго до событий в рудниках. В тот день вся округа почувствовала, как содрогнулась земля. Позже горожане узнали о гибели шахтеров, а потом начались беспорядки. Пожар в шахтерском поселке, стычка с городской полицией. В Серебряных холмах подобного раньше не случалось. Городок словно окутала неведомая пелена, злобив людей. Многие винили в этом шахтеров, считая, что те зря потревожили их землю. Когда компания Брок и Гамильтон свернула разработки, горожане были довольны, но остался осадок от этих событий, который незримо висел над городом. Людям было невдомек, что с этого момента многое изменилось в этих краях. В начале лета, воскресным днем, Раиса и Кюрш, вернувшись из города, заметили скопление людей возле озера. Они поспешили к ним и увидели, что те столпились возле утопленницы. У Раисы подкосились ноги, и она упала на колени рядом с телом. Девушка, выловленная из озера, оказалась Рут, ее младшая сестра. Безобидная, слабоумная девчонка с мозгами ребенка, еще утром весело игравшая на берегу, теперь мертвая и холодная лежала на прибрежном песке. Никто толком не знал, как это произошло. Ее тело прибило к мосткам, и его нашла кухарка, пришедшая за водой. Рут вытащили на берег и ждали, когда приедет повозка из госпиталя. Кюрш опустился на землю возле Раисы и пытался ее утешить. Он видел, как ее потрясла смерть сестры, и ему пришлось силой отвезти ее в свою комнату, где одна из женщин дала ей крепкого отвара. Вскоре Раиса уснула, а Кюрш просидел рядом с ней до самого утра, глядя на ее милое лицо и думая, как паршиво обошлась с ним жизнь. Раиса тяжело переживала смерть сестры и не верила, что это было случайностью, но кроме нее с Кюршем никого не волновала слабоумная девушка. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили. Утром ее видели на берегу, и, учитывая, что тело выловили в одежде, многие сошлись над том, что ей стало дурно, когда она была на мостках, и она свалилась в воду и захлебнулась. Сам Кюрш не знал, что думать. Вряд ли кто-то желал ей смерти, и у самой Рут не было повода покончить с собой. Ему было искренне жаль эту девушку, а еще больше — Раису. И до, и после похорон Раиса выглядела потерянной, словно здесь осталось только ее тело, а сама она была где-то далеко. Кюрш как мог пытался вернуть ее, но спустя несколько дней все стало еще хуже. Приступы кашля становились чаще, и Раиса, заметив кровь на его губах, все поняла. Он видел ее наполненные отчаянием глаза, и ничего не мог изменить. Раиса только потеряла сестру, а теперь понимала, что теряет и Кюрша, последнего близкого человека в ее жизни. Ее жизнь могла стать сказкой, но превратилась в кошмар. В одну из ночей Кюрш проснулся от того, что Раиса в бреду металась по постели бессвязно бармача. Он потрогал рукой ее мокрый лоб и почувствовал, как тот горяч. Это сильно напугало Кюрша, и он немедля запряг повозку и отвез ее в город в госпиталь Дортмайер. Доктор сделал все, что мог, и Раиса, успокоившись, уснула. А Кюрш просидел с ней до утра, пока она не пришла в себя. Утром убедившись, что ее жизнь вне опасности, Кюрш дал доктору денег, чтобы тот позаботился о лучшем уходе и вернулся в пансионат. Оставшись один, Кюрш погрузился в работу, пытаясь избавиться от преследовавших его мыслей. Кто-то сочувствовал ему, но почти никто не понимал. Многие считали, что он мог найти невесту позавиднее, чем овдовевшая прачка, и, видя его скорбь, еще больше сторонились. Кюрша это совсем не волновало. Все эти люди были чужими для него. Единственный, близкий человек лежал в горячке на койке госпиталя, и только это его беспокоило. Он верил, что с ней все будет в порядке, иначе... Иначе все бессмысленно. Кюрш заплатил конюху и каждый вечер брал повозку, чтобы добраться до города и навестить Раису. Он привозил ей необходимую еду и фрукты, которых госпиталь не мог себе позволить, и сидел рядом, держа ее за руку. Раиса чувствовала себя лучше, но была еще очень слаба. Лежа на больничной койке, она поняла, что полюбила Кюрша, и ей было невыносимо больно знать, как мало ему осталось. Кюрш видел это и только крепче сжимал ее руку. Он собирался позаботиться об этой девушке, сделав так, чтобы после его смерти она не знала нужды. Кюрш забросил свое увлечение резьбой и вечерами сидел на берегу озера, пока его не начинало клонить в сон. Ему нравилось смотреть на воду, играющую лунными бликами, и забывать обо всем. А когда он увидел под водой рут, подумал, что сходит с ума. Он поспешно встал и быстро пошел к своему жилищу. На следующий день он увидел ее снова. Она все так же с мольбой смотрела на Кюрша сквозь толщу воды. Его пугало ее появление, и он не смог рассказать об этом Раисе, но продолжал приходить к озеру. Вскоре он привык к ней, и однажды, когда рут поплыла вдоль берега, Кюрш пошел вслед за ней. Он увидел в прибрежном лесу огонек от костра и повернул голову, чтобы снова посмотреть на рут, но ее уже не было. Кюрш тихо двинулся в сторону костра. Скоро он услышал пьяные голоса и разглядел фигуры трех рабочих, сидящих на здоровом бревне. На земле рядом с ними стояла бутыль с остатками самогона и незатейливая снеть. Рабочие говорили о чем-то похабном, непрерывно матерясь. Кюршу совсем не хотелось слушать их пьяный треп, и он уже собирался уйти, но последняя услышанная фраза заставила его вздрогнуть. «Жаль... Жаль, что та малахольная утопилась. Мы бы снова позабавились с ней», сказал один из рабочих. Кюрш сжал кулаки и замер. Он понял, что Раиса оказалась права. Смерть рут не была случайной. Эта троица изнасиловала ее, и она не нашла ничего лучше, как покончить с собой. То, что случилось, возможно, оказалось слишком ужасным для ее детского разума. Кюрш смотрел на отблески пламени на лицах пьянчук и чувствовал, как гнев заполняет его. Он мог прямо сейчас убить их всех и швырнуть тела в озеро вслед за рут, но Кюрш, подумав, в минуту решил иначе. Он хорошо рассмотрел эту троицу. Они работали вместе на восточном фасаде, возле самой крыши. Криво усмехнувшись, Кюрш развернулся и так же тихо пошел прочь. Через несколько дней, в воскресенье, когда Раиса уже могла прогуливаться возле госпиталя, Кюрш отвез ее в банк и, оформив на ее имя счет, положил на него все свои сбережения. Раиса очень удивилась и попыталась выяснить, зачем он это сделал. Кюрш объяснил это тем, что он болен, и они не женаты. Поэтому так будет правильно. Вернувшись в госпиталь, он обнял Раису и, заглянув в глаза, поцеловал ее, зная, что это его последний поцелуй. В этот раз он пришел на берег озера раньше обычного и принялся ждать руд. Когда та появилась, она словно все поняла, и мольба в ее глазах сменилась благодарностью. Она уплыла прочь, оставив Кюрша одного. Он долго сидел, глядя на воду, а потом уже в два часа ночи пробрался к восточному фасаду. Для него не составило труда повредить строительные леса так, чтобы они не рухнули сразу. После этого Кюрш вернулся в свою комнату, но так и не смог заснуть, вспоминая о Раисе и том времени, что провел с ней. Наутро Кюрш не вышел на работу, а притаялся в лесу, откуда была хорошо видна нужная часть здания. Он оставил этим подонкам шанс и хотел увидеть все своими глазами. Он смотрел, как они поднялись наверх по деревянным лестницам между настилов и принялись за работу. Веса обвалились, когда один из рабочих принялся поднимать на веревке привязанное ведро с известью. Кюрш злорадно смотрел, как они вместе с досками летели вниз, ударяясь о них. То, что один из рабочих умер, Кюрш понял сразу. Его тело переломилось, а вертикально вставшую доску настило и так и повисло на ней. Второй валялся внизу, непрерывно крича от боли, а третьего не было видно. Его полностью завалило обломками. Они получили свое. Кюрш рассмеялся и продолжал смеяться до тех пор, пока его смех не перешел в очередной приступ кашля, забрызгав кровью листья ближайшего куста. Больше ничто не удерживало Кюрша. Он не хотел провести остаток дней в тюрьме или на каторге, он решил по-своему. Оправив висящий на плече моток веревки, Кюрш пошел глубже в лес, ища подходящее дерево. О том, что случилось, Раиса узнала от доктора. Он же передал ей письмо, оставленное Кюршем накануне. Раиса прочла письмо, после чего сожгла его. Ей не стало хуже. Напротив, когда она узнала правду, что-то придало ей сил. После похорон Кюрша, окончательно оправившись, Раиса уехала в Волбрук, родной город ее отца. Очень скоро она поняла, что беременна. Раиса была рада носить ребенка Кюрша, и жалела, что он так и не узнал об этом. В конце февраля 1904-го Раиса родила девочку и назвала ее Эбигейл. Они прожили в Волбруке до начала 1939-го. Эбигейл вышла замуж и растила сына. Незадолго до Второй мировой войны они все перебрались в Лондон. Эбигейл с началом войны стала сестрой милосердия в одном из госпиталей. Она выхаживала, казалось бы, безнадежно раненых, словно обладала неведомой силой исцелять людей. Она не знала, как это происходит, и работала на износ, почти не покидая госпиталь. Каждый раненый хотел, чтобы за ним ухаживала именно она, и Эбигейл пыталась помочь, как могла, в первую очередь, самым тяжелым. Она выходила и спасла десятки раненых, многие из которых могли закончить свои дни в госпитале. Эбигейл могла спасти еще немало бедолаг, но погибла во время бомбежки в сентябре 1941-го. Ее муж погиб три года спустя в боях за освобождение Франции. Летом 1947-го Раиса с внуком вернулась в Волбрук. 2. Карл Лассаль Сполик Лассаль посмотрел на покачивающееся в петле тело Оливии. Он подошел ближе и придержал его, чтобы то замерло, иначе ему казалось, что она все еще жива. А Ливия не должна была ему отказывать. Он имел такое же право, как и все, даже больше. Она могла остановить ту девушку в белой блузке и голубых джинсах. А Ливия не захотела помочь ему, и девушка вернулась. Ему пришлось снова убить ее, как тогда. А потом он опять увидел ее. Она всегда возвращалась. Лассаль посмотрел на часы. Почти три часа ночи. У него есть время, но немного. Смерть Оливии давала всего лишь небольшую отсрочку. Скоро они узнают, кто он на самом деле, и Олбрук нужно покинуть уже сейчас. Он обшарил ящики, стола и комода, совсем не беспокоясь об отпечатках. Это уже не было ритуалом, к которым он тщательно готовился. Убивая Оливию, он не испытал ничего, кроме усталости. Он устал, избивая ее, как боксер после нескольких раундов, и проспал бы в ее постели до утра, но нужно было идти. Не найдя ничего полезного в спальне, Лассаль перешел в гостиную, а затем в кабинет. Ему бросилась в глаза вырезанная из дерева фигурка, и он взял ее в руки, чтобы рассмотреть. Сестра Милосердия на коленях придерживала раненого бойца. Каждая деталь, каждая черточка этой пары были совершенны, и вызывали у Лассаля удивительные чувства. Глядя на лицо бойца, он видел отчаяние и страх, как у девушки, которую он раз за разом убивал. В лице сестры Милосердия он видел совсем иное, покой и благодать, посещавшие его, когда девушка умирала. Перевернув фигурку, он прочел подпись мастера. К. Кюрш, 1903. Запихнув сестру с бойцом в свой рюкзак, Лассаль продолжил осмотр. Наконец, он нашел довольно приличную сумму денег и хотел же уйти, но заметил фото в рамке, стоящее на письменном столе. Оно выглядело очень старым, и Лассаль захотел рассмотреть его поближе. Фото было сделано в ателье, на нем была пара. Крепкий, высокий мужчина и красивая женщина сильно моложе его, на фоне нарисованного тропического пейзажа, обрамленного затейливой рамкой. Внизу фото была надпись «Клаус, Раиса, 24 мая 1903. Серебряные холмы». Лассаль вернул фото на место и поспешил покинуть дом Оливии. Она жила в южной части города и до леса было недалеко, а Лассаль двинулся лесом вдоль дороги, чтобы миновать полицейский кордон на выезде из города. К 7 утра Лассаль уже оказался за несколько километров по ту сторону кордона. Он сел на землю возле дерева, прислонившись к нему спиной и тут же уснул. Проснулся он после полудня и перекусил шоколадкой, которую запил водой из пластиковой бутылки. Теперь он мог идти дальше. Через час пути Лассаль посчитал, что достаточно удалился от города и подошел ближе к дороге, которая была дугой от основной трассы и кроме Олбрука никуда не вела, поэтому движение было очень редким. Понаблюдав минут десять за дорогой, Лассаль перешел на другую ее сторону, чтобы попытаться остановить автомобиль, который ехал в город, а не из него. Скоро появился старый Шевроле. Лассалью повезло трижды. Водитель остановил машину, и он оказался не крепким парнем, а пожилым добродушным мужчиной. И что самое важное, без пассажиров. Лассаль спросил, может ли он положить рюкзак в багажник. Мужчина кивнул и, выйдя из машины, открыл его крышку. В этот момент Лассаль накинул ему на шею кусок веревки и принялся душить. Водитель почти не сопротивлялся и быстро обмяк, испустив дух. Положив тело в багажник, Лассаль сел за руль и развернул машину в противоположную сторону. Он совсем не знал, куда собирается поехать, но внезапно вспомнил фотографию в доме Оливии. Серебряные холмы. Вот куда он поедет. Незадолго до выезда на трассу, Лассаль, заметив подходящее место, свернул в лес. Обыскав труп, он забрал наличные и телефон, потом отволок тело подальше в заросли и закидал ветками. Он был уверен, что найдут его нескоро и спокойно вернулся на дорогу. Использовав смартфон покойного, как навигатор, Лассаль отметил путь до Серебряных холмов и поехал по указанному маршруту. В начале седьмого Лассаль остановился заправиться и поужинать. В придорожном кафе он стал изучать информацию о Серебряных холмах. Он искал подходящее место, где остановиться и вскоре нашел его. Расплатившись, Лассаль зашел в уборную, вынул сим-карту и спустил ее в унитаз. Затем разбил в дребезги телефон и бросил в мусорное ведро, прикрыв туалетной бумагой. Теперь, когда обнаружат пропажу убитого, и мужчины отследят по телефону, искать его начнут здесь, а не в лесах по дороге к Олбруку. Выходя из кафе, Лассаль в дверях столкнулся с парой. Лицо девушки выглядело ужасно, но она не скрывала его и гордо вошла внутрь со своим симпатичным кавалером. В недоумении он пошел к машине. Ни одна девушка не захотела встречаться с ним, увидев его обожженное лицо. А этот парень... Этот парень любил и обожал ее. Лассаль это почувствовал и сильно позавидовал ей. С досадой он сел за руль и продолжил остаток пути уже без навигатора. В серебряные холмы он добрался в сумерках и быстро отыскал нужное место. Оставив машину на парковке, Лассаль прошел на набережную. Магазинчики и лавки уже закрылись, но кафе с ресторанчиками продолжали работать, приветливо открывая двери вечерним посетителям. В основном это была молодежь, компанией парочки как местных, так и приезжих, многие из которых вскоре отправятся в находившийся неподалеку клуб Веретенон. Лассаль не стал задерживаться на набережной и добравшись до прохода направился вглубь квартала бедноты. Осмотревшись, Лассаль остался доволен, место очень соответствовало его настроение. Он прошел мимо первых двух домов, понимая, что туристы чаще всего заходят именно в них. Помимо туристов в домах бывали молодые парочки, которые занимались там сексом, получая порцию экзотики посреди непривычного антуража столетней давности. Эти уже забирались в дома подальше. Лассаль добрался до самого дальнего дома возле фабричной стены, к которому даже дорожка заросла. Он зашел в подъезд и, посветив зажигалкой, осмотрел ступени лестницы. На них скопилось прилично пыли и не было ни единого следа. Поднявшись наверх на верхний этаж, Лассаль заглянул в коридор. Почти все двери, ведущие в комнаты, были открыты. Он осмотрел ближайшие и пошел в конец коридора. Он сам не знал, что именно ищет. Жилища рабочих не пестрили разнообразием. Одинаковая, грубая, по большей части самодельная мебель и остатки дешевой утвари, прочий хлам, вроде поношенной одежды и обуви, мало отличались друг от друга. Лассаль не ожидал увидеть что-то особое, но настойчиво продолжал осматривать заброшенные жилища. В одной из комнат он задержался. Она выглядела так же, как и другие, но непонятно, чем-то отличалась. Лассаль словно чувствовал что-то притаившееся в спертом воздухе и пыли. Нечто необъяснимо родное и близкое. Ему показалось это странным, но в то же время обрадовало. Он словно почувствовал себя дома. Он прошел в спальню и посмотрел вокруг. Последний хозяин был одинок. Это Лассаль понял по небольшой кровати, не рассчитанной на двоих. Кое-что из мебели было куплено и выглядело куда приятнее, чем у соседей. Лассаль уселся в кресло и понял, что готов уснуть прямо в нем. События прошлой ночи, поход по лесу и долгая дорога совсем вымотали его. Скинув обувь, Лассаль разделся до трусов и нырнул под лоскутное одеяло. Удивительно, но под ним оказалась грубая простынь. Лассаль впервые за день улыбнулся и крепко уснул. Ему почти не снились сны. Так было не всегда, но Лассаль был этому рад. Не было снов, значит, не было кошмаров, которые раньше долго преследовали его. Он сотни, может быть, тысячи раз видел эту летящую спичку. Такое нередко бывало в фильмах, в замедленной съемке, а он увидел ее наяву, и это было ужасно. Его школьный приятель как-то сказал Лассалью, что его отец трахает одну девку в доме, выставленном на продажу. Одноклассник жил по соседству и видел это из окон своей комнаты. Лассаль не очень удивился. Последнее время его мать была вечно недовольна, возможно, догадывалась или даже знала. Отец несколько раз в неделю проводил вечера с приятелями в боулинге и, похоже, он не всегда бывал там. Лассаль захотел увидеть это своими глазами и дождался подходящего момента. В пятницу вечером отца никогда не было дома и Лассаль заранее добрался до нужного места. Он несколько раз обошел дом, пытаясь найти способ проникнуть внутрь. Не найдя ни одного хоть самую малость приоткрытого окна, Лассаль заинтересовался задней дверью ведущей на кухню. В ней оказался несложный замок с защелкой, который хоть и не сразу, но ему удалось открыть туристическим ножом. Довольный, он забрался в чужой дом и стал осматривать его. Приятель сказал, что они не поднимались наверх, оставаясь в гостиной, которая сквозь широкий проем в стене хорошо просматривалась из кухни. Оттуда был прекрасный обзор, но и самого Лассаль могли заметить. Тогда он хорошенько осмотрел саму гостиную. Под лестничным пролетом ведущим наверх оказался встроенный шкаф-купе. Лассаль забрался внутрь и попробовал подвигать дверцы, которые давали несколько вариантов обзора. Теперь оставалось только ждать. Лассаль долго просидел в кресле. Уже давно стемнело, и он думал, что зря потратил время, но вскоре за окнами появился свет от автомобильных фар. Лассаль растерялся. Одно дело представлять это, и совсем другое, когда это и правда случилось. Он вскочил с кресла и бросился в шкаф, где затаился, слушая громкие удары своего сердца. Вскоре в комнате раздались смех и голоса, которые очень быстро затихли, а потом послышались женские стоны. Лассаль приоткрыл дверцу шкафа и осторожно выглянул. Сначала он ничего не увидел и попробовал другую дверцу. Девушка, наклонившись, оперлась руками о стол, а отец тарахал ее, держа за задницу. Они даже не разделись. У девушки были только спущены джинсы до середины бедер и расстегнута блузка. Отец и вовсе просто расстегнул ширинку, не снимая брюк. Они стояли боком к нему и не могли его видеть, а он напротив хорошо видел все, кроме головы девушки. Открыть дверцу шире Лассаль не решился, и ему это было не нужно. Он не мог оторвать взгляд от красивой крепкой задницы, которая колыхалась при каждом ударе. А когда отец собрал в кулак блузку, обнажив крупную болтающуюся грудь, Лассаль понял, что больше не может терпеть. Он достал свой твердый как камень стручок и начал маструбировать, жадно смотря на женское тело и представляя, что это он трахает ее. Девушка вскрикивала все громче и чаще и опустилась ниже, расплющив в грудь остолешницу. Лассаль еще никогда не был так возбужден и кончил раньше отца. Он прислонился к стенке шкафа, переводя дыхание. Когда раздался первый выстрел, он даже не понял, что это было. А потом он услышал короткий женский виск и еще один выстрел. Теперь Лассаль не сомневался, что стреляли и сильно испугался. Он сжался в стенку шкафа и перестал дышать. Внезапная тишина словно струилась опасностью. Когда хлопнула входная дверь, Лассаль глубоко вздохнул и трясущимися руками стал застегивать штаны. Все, что ему хотелось, это оказаться где-то в другом месте, подальше от этого дома. Несколько минут небывалого блаженства превратились в нечто ужасное. Лассаль отодвинул дверцу и увидел лежащего на полу отца, поверх которого лежала девушка в распахнутой белой блузке. В обоих мало что осталось от лиц, которые выглядели как уродливые маски, залитые кровью. Идя сюда, Лассаль не думал, что увидит этот кошмар. Он не мог пошевелиться, все еще смотря на обнаженные части женского тела, которые несколько минут назад были красивы и сексуальны, а теперь стали частью безобразного трупа. В себя Лассаль привел звук открывшейся двери. Он снова бросился в шкаф и затих. Он услышал шаги и всплески, словно что-то разливали, а когда понял, что похолодел, запах бензина наполнил комнату. Лассаль не мог поверить, что оказался в такой ужасной ситуации. Он лихорадочно соображал, что ему делать. Он подумал, что сгореть заживо гораздо страшнее, чем столкнуться с убийцей, и распахнув дверцу, выскочил наружу. Увидев ее, он испытал облегчение, но оно тут же сменилось безумным страхом, который вызвало зловещая, летящая вниз зажженная спичка. Лассаль бросился к двери и споткнулся о лежащую на полу канистру. Под пронзительный крик матери он рухнул во вспыхнувшую лужу бензина. В эту ночь ему снилась девушка, с которой он столкнулся в дверях придорожного заведения. Она словно стала его наваждением, несмотря на изродованное лицо, счастливое и любимое. Сам Лассаль не смог получить такого. После долгого лечения в ожоговом центре он превратился в затворник и лишился всего, что имел в прошлой жизни. Его мать признали вменяемой и осудили на 18 лет. Уже в тюрьме ее рассудок повредился, бесконечно преследуемый видениями ее горящего сына. опеку над Лассалем взял отец матери и ему пришлось переехать в Олбрук. Там он прожил три года и когда ему исполнилось 18, примкнул к коммуне селяне, основавшей небольшую деревушку и занимающейся фермерским хозяйством. Даже там Лассаль остался изгоем. Многие сочувствовали ему, но не стремились завести с ним дружбу. Он и сам этого не хотел, особенно избегая местную молодежь. Он не мог разделить их увлечения, пойти купаться на речку, провести вечер у костра и уж тем более найти себе пару и целоваться где-нибудь в укромном месте. Даже в самый жаркий день он выходил на улицу в толстовке с накинутым поверх кепки капюшоном и темных очках. Этот маскарад скрывал большую часть его лица, придавая ему иллюзию защиты от окружающих. В коммуне он задержался надолго, почти на десять лет, и уже не был тем испуганным пареньком, каким явился туда, но все так же оставался затворником, одиночкой, с которым предпочитали не связываться. Когда умер его дед, Лассаль без сожаления покинул коммунную, вернулся в Олбрук. Ему достался дедовский дом и немалые сбережения, накопленные одиноким стариком. Теперь Лассаль мог не копаться в навозе или на грядках, а снова уединиться в своей внезапно обретенной крепости. Он купил поддержанный Бьюик и хороший ноутбук. Большую часть времени он проводил в интернете за чтением и в соцсетях, в основном на страничках симпатичных девушек, которых в реальной жизни у него не было. Вечерами он выходил на прогулку и занимался на тренажерах, купленных в спортивном магазине и установленных в подвале. Годы в коммуне приучили его к физическим нагрузкам, и он не хотел терять форму. Он со стервенением накачивал мышцы, чувствуя, как спадает сексуальное напряжение, накопленное при просмотре откровенных фото девушек из интернета. Они возбуждали гораздо больше, чем порно, где его бесили глупые мускулистые самцы с огромными членами. Иногда Лосаль выезжал за город и подолгу гулял в лесу по ту сторону реки. Ему нравились эти пешие прогулки, приносившие много покоя, который словно струился от окружающих его деревьев. К этому он привык еще в коммуне, часто бывая в местном лесу, из которого выходил, оставив часть своей озлобленности и зависти. Именно эти прогулки удерживали его от страшных вещей, о которых он нередко думал, глядя на влюбленные молодые парочки. Вновь обретенное уединение принесло еще больше спокойствия, но не избавило совсем от потаенных желаний, особенно при просмотре фото в соцсетях. Возможно, Лассаль смог бы долго вести такой образ жизни, если бы не встретил ее. Когда девушка вышла из дверей магазина, он сразу ее узнал. Он не понимал, как такое возможно, но ни секунды не сомневался, что это была она, та самая девушка, которую трахал его отец в последние минуты своей жизни. Лассаль пошел за ней следом, пялись на ее задницу, плотно втиснутую в голубые джинсы, и когда представил их спущенными до середины бедер, почувствовал сильное возбуждение. Он не видел ничего вокруг, кроме нее, и с трудом сдерживался, чтобы не броситься к ней и не стянуть эти самые джинсы. Она вошла в подъезд одного из ближайших домов и дала возможность Лассалью перевести дух. Девушка умерла, и ее тело сгорело 14 лет назад, но невероятным образом она вернулась. Лассаль никогда не видел ее лица, кроме обезображенного и залитого кровью. Но это было неважно. Это была она, и Лассаль был в этом уверен. Он перешел на другую сторону улицы и принялся ждать, в каком из окон зажжется свет. Свет загорелся на третьем этаже, и Лассаль, прочтя нумерацию квартир на входе в подъезд, вычислил нужное. На следующий день с раннего утра он караулил ее, сидя в своем бьюики. Девушка вышла на улицу в начале восьмого, все в тех же голубых джинсах, села в машину. Лассаль поехал следом за ней. Очень скоро она въехала на парковку городской больницы и поставила машину на места для персонала. Лассаль с минуты подумав, решил вернуться домой. Теперь он знал ее адрес и место работы. Этого было достаточно. Посидев какое-то время за компьютером, Лассаль выяснил, кто она. Девушку звали Вера Берч, и она работала медсестрой в той самой больнице. Найдя наиболее активную страничку в соцсетях, он стал рассматривать ее фото. На одном из них она только что бросила шар на дорожку в боулинге и еще не распрямившись после броска смотрела, как он катится. Она была в сиреневом топике, который едва удерживал ее нестянутую лифчиком грудь и все в тех же голубых джинсах. Лассаль представил ее с задранным топом и спущенными брюками. Он прикрыл глаза, удерживая нужную картинку, и, достав напряженный член, начал маструбировать. Несколько дней он следил за ней, когда она возвращалась с работы. Вера редко сидела дома. У нее был парень и несколько подруг. У парня она иногда оставалась на ночь, или он у нее, а с подругами слонялась по магазинам или ходила в фитнес-клуб. У одной из девушек она бывала вечерами. Лассаль не знал, зачем преследует ее, но ее возвращение лишило его покоя, и он стал понимать, что пока она не исчезнет, покой не вернется. Сама она исчезнуть не могла, это было очевидно, и помочь ей с этим мог только Лассаль. Он еще не знал как, но знал где. В лесу, где он любил прогуливаться. Постепенно все само собой стало складываться в голове Лассаль. Он не хотел повторять отца и делать это сзади. Он хотел видеть ее, видеть, как она умирает в момент последнего секса в ее жизни, и чтобы он сам убедился, что она действительно исчезла, исчезла навсегда. Лучший способ это удушье. Она должна подержаться больше минуты, чтобы Лассаль мог полностью насладиться и сексом, и ее смертью. Несколько дней он готовился и репетировал сцену ее похищения. Сделать это можно было только в одном месте, возле дома ее подруги. Та жила неподалеку, и чтобы попасть к ней в квартиру, Вере приходилось пройти сквозь темную подворотню во внутренний двор, где был вход в нужный подъезд. Двор был тихий и по большей части безлюдный. В старых довоенных двухэтажных домах было немного квартир, и проживали в них по большей части пожилые люди, которые не засиживались допоздна. Прилегающая улочка не имела сквозного проезда, что тоже было очень кстати. Лассаль провел там несколько вечеров, имитируя свои действия. Наконец он посчитал себя готовым и стал дожидаться ее визита к подруге. Когда Вера отправилась к ней, он поехал за ней следом. Убедившись, что она добралась до места, Лассаль проехал еще пару кварталов и остановил свою машину возле небольшого бара. Он не хотел маячить возле дома и собирался отправиться туда ближе к полуночи, когда Вера выходила обратно. Купив кружку пива, Лассаль уселся в темном углу, пытаясь скоротать время. Он не любил спиртное, считая, что оно затуманивает разум, поэтому Лассаль не хотелось. Он привык быть расчетлив и осторожным. Его уродство заставило Он долго просидел в своем углу, не выпив и третьей кружки, пока не счел, что пора идти на место. Вернувшись к дому, он притаился в арке, держа на готове шприц с усыпляющей жидкостью. Ждать пришлось долго, но за это время его никто не потревожил, словно жизнь в этом месте замирала с наступлением темноты. Сначала он услышал ее шаги и, когда увидел знакомый силуэт пошел ей навстречу. Если он и напугал ее, то самую малость. Она спокойно прошла мимо него на ходу, доставая из сумочки ключи от машины. Оказавшись позади нее, Лассаль резко обернулся и, обхватив ее одной рукой за лицо, закрывая рот, воткнул иглу шприца. Какое-то время она пыталась вырваться из его крепкой хватки, уронив сумочку и ключи на землю, а потом обмякла и Лассалю пришлось держать ее. Когда она затихла, он прислонил ее к стенке и прислушался. Вокруг тихо. Лассаль, подобрав ключи с сумочкой, поволок ее к машине. Он уложил ее на заднее сидение, чтобы иметь возможность видеть ее и в случае надобности повторно усыпить. Он чувствовал себя абсолютно спокоен. Ни страх, ни сомнения не посетили его. Лассаль был уверен, что все будет так, как он хотел. На деле все оказалось лучше, чем он мог представить. Уже когда он привязывал девушку к деревьям, часто прерываясь, чтобы потрогать ее грудь или засунуть руку в трусы, его возбуждение достигло предела. Он достал свой член наружу и продолжил манипуляции с веревками. Когда он закончил, то надел презерватив и стал на колени возле нее, разглядывая лицо, которого не видел 14 лет назад. Вскоре ему надоело ждать, и он принялся хлестать пальцами по лицу и груди девушки. Когда та очнулась и завертела головой, пытаясь понять, что с ней, Лассаль уже начал заталкивать свой член в нее. Ощущения оказались невероятными. То, что он видел и чувствовал, было сильнее, чем он мог вообразить, а когда он воткнул ей в нос тампоны и страх с отчаянием на лице девушки сменились бескрайним ужасом, тело задергалось, насколько могли позволить веревки, Лассаль достиг предела. Он уже обильно кончил, но продолжал трахать ее, пока она не затихла и ее глаза не погасли. Тогда он упал на нее и затрясся в конвульсиях, чувствуя своим телом ее крупную грудь и твердый живот. Вернувшись домой, Лассаль так и не смог успокоиться. То, что он сделал, перевернуло всю его жизнь. Он получил нечто незабываемое и покончил с эхом из прошлого. Он продолжал раз за разом прокручивать в память эти события, заново наслаждаясь каждой секундой случившегося. Только к утру он смог уснуть, свернувшись в клубок и обхватив скомканное одеяло. Через несколько дней эйфория прошла и появилась гнетущая пустота. Лассаль бесцельно слонялся голым по комнате, не понимая, что ему теперь делать. Ни тренажеры, ни вечерние прогулки не доставляли былого удовольствия. Только поездки в лес оживляли его воспоминания, которые быстро тускнели. Пока Лассаль выслеживал и готовился к убийству девушки, в его жизни появился смысл. Появилось нечто новое и увлекательное, что привело к небывалому финалу. Теперь всего этого не было. Он продолжал маструбировать на фото веры в боулинги, но это были лишь малые крохи от того, что он испытал той ночью в лесу. В какой-то момент Лассаль подумал, что если она вернулась один раз, то, может быть, вернется снова. Эта мысль быстро окрепла в его голове, и он стал высматривать ее на вечерних улицах города. Поиски девушки породили азарт и вернули утерянный смысл. Лассаль почувствовал себя охотником. Охотником, который еще не взял след, но уверен, что скоро отыщет его. Так и случилось. Он увидел ее вечером в магазине, едва не раздавив пакет молока, который держал в руке. У нее было совсем другое лицо, цвет волос и прическа, но она не могла обмануть его. Это была уловка, чтобы сбить его со следа. Лассаль понял это сразу, и когда шел за ней по улице, впившись взглядом знакомую задницу в голубых джинсах, у него не было ни малейших сомнений, что это снова она. Десятое Birds in Paradise Мэнсон и Вильмо проехали полицейский кордон на выезде из города, но не обмолвились ни словом. Им обоим много что было обсудить, и рабочего, и личного, а вместо этого каждый из них был погружен в собственные мысли. Помимо этого Мэнсон никак не мог избавиться от возникшего напряжения и желания. Он искоса посматривал на Вильму, то на грудь, то на ноги, и чувствовал постоянную эрекцию почти с самого начала пути. «Да сверни ты уже в лес!» воскликнула Вильма. Мэнсон съехал с дороги и остановился за деревьями. Вильма склонилась над ним и стала расстегивать его джинсы. Когда он почувствовал ее губы, громко вздохнул и поднял ее голову вверх. Вильма в недоумении посмотрела на него, а он запрокинул ей голову и поцеловал. Как одержимый он продолжал целовать ее, губы, шею, лицо и снова возвращался к губам. А рукой ласкал поочередно ее грудь, бедра, задницу. В этот момент он жалел, что у него недостаточно рук, чтобы дотронуться везде одновременно. Он никак не мог насытиться ее губами и телом, а Вильма неспеша играла рукой его членом. Когда Мэнсон с громким стоном отстранился, она быстро наклонилась и обхватила его ртом, приняв брызнувшее семя. Мэнсон в небывалом блаженстве размяк на сиденье, чувствуя нежные губы Вильмы, которые теперь переместились на его лицо. Сейчас для него не существовало ничего, кроме Вильмы, ее трепетных рук и губ, блуждающих по его телу. Позже, приоткрыв глаза и увидев ее лицо, Мэнсон почувствовал, как кольнуло его сердце от переполнявшей любви к этой невероятной женщине. За всю свою жизнь он не испытывал ничего, даже близкое к этому. Вильма была права, в его браке была только иллюзия любви, а сейчас он получил ее сполна и едва не задохнулся от этого. Хотя совсем недавно он мог задохнуться по-настоящему, возле бившейся в оргазме Вильмы. Мэнсон уже не мог и не хотел скрывать свои чувства, он не хотел ничего менять. Вильма разнесла его привычный мир вдребезги, и Мэнсона это не беспокоило. Он нуждался в ней, как в свежем воздухе, и не мог допустить, чтобы она ушла. А Вильма опять все прочла по его лицу и, глядя на него необычно, нежными глазами прошептала. Я не уйду. Мэнсон счастливо улыбнулся и прижал ее к себе. Теперь им не нужно было объяснение, они только что сделали это, обойдясь парой слов, и оба были счастливы. Вернувшись на дорогу, они продолжили путь в Роберту. Реджи, я думаю, любовник покинул Волбрук, сказала Вильма. Мэнсон не особо удивили ее слова. Он понимал, что тот не настолько глуп, чтобы искать новую жертву Волбруке, особенно после убийства Оливии. Возможно, так и есть, ответил Мэнсон, но в прошлый раз он ушел без единого следа. А сейчас мы знаем, кто он, и поимка только вопрос времени. Думаешь, его полоумная маменька сможет нам как-то помочь? Возможно, но не так, как ты думаешь. Она не станет изливать перед нами душу, а я не смогу поставить ей хитроумную ловушку. Такое бывает только в кино. На деле все иначе и никаких куи-про-кво Клариса. Если кое-что, что мне надо выяснить, и я это сумею, кто он вам известен, но я хочу найти человека, который помогал ему. «Ты уверен, на что он существует, этот человек?» спросил Мэнсон. «Уверена. После второго убийства он вошел во вкус и сам не остановился бы. Был кто-то, кто помешал ему и в то же время не выдал. Поймай Лассаля двенадцать лет назад не случилось бы нынешних убийств. А еще, Реджи, я хочу увидеть его мать, она мне интересна». «Хм, в этом я не сомневался», улыбнулся Мэнсон. «Расскажи мне про Оливию», попросил Вильма. «Я сам многого не понимаю», ответил Мэнсон. «Я столкнулся с таким впервые, если бы не множество фактов не поверил бы. Я и сейчас не верю. Сегодня мои сотрудники смогут поговорить с ее... Я не знаю, как назвать. Есть, примеру, девушка Дора Квинс. Несколько лет назад ей плеснули в лицо кислотой. Она серьезно пострадала, и это было нельзя исправить. Но теперь, если верить фото в соцсетях, она полностью в порядке. Я вчера прочел девять досье из контактов Оливии. Люди с увечьями, абсолютно безнадежные, но сейчас они... Они как новенькие, что ли? Их много, гораздо больше девяти. Сейчас ищут остальных. Ммм, любопытно. И что эти люди вам как-то помогут? Ты собираешься копнуть общество анонимных коллег, в надежде, что кто-то кому-то чего-то. Мы знаем достаточно, чтобы объявить поликолоссаля федеральный розыск. Просто ты столкнулся с тем, что считаешь невозможным, и пытаешься пролить свет. Знакомые чувства? Я обязан проверить, и поверь, меня это не радует, хотя бы потому, что я не знаю, что писать в рапортах, что мы обнаружили целительницу с навыками Христа. Ты же сама понимаешь, как это будет выглядеть, и шумиху вокруг этого. Я надеюсь, что Патаки не пронюхает это до моего возвращения. Ну, это уже сенсация мирового уровня, сказала Вильма. Уверена, ее замнут, особенно если это правда. Людям нужны фальшивые чудеса, а не настоящие. Вильма, как так? удивился Мэнсон. Вот так. Верить можно в то, что нельзя проверить. Как думаешь, что случится, если Господь спустится на землю? Все рухнет. Мир материален и обоснован, всему остальному тут нет места. Никто не сядет на платформу три четверти. Этот поезд увезет в психушку. Мэнсон совсем растерялся. Он никогда не думал ни о чем подобном. Оливия действительно не вписывалась в общую картину, вылезая за ее рамки. Возможно, поэтому она держала все в тайне, которая открылась с ее смертью. Скорее всего, Вильма права. Это не придадут огласки, и ему самому этого захотелось. Ее нет, и она никому больше не сможет помочь, и незачем беспокоить людей, которым пришлось очень несладко в этой жизни. Ты понимаешь, каково сейчас той паре? Оливия могла помочь Линде, сказала Вильма. Мэнсон не мог забыть, что увидел за ее волосами. Помимо неловкости перед Линдой, он почувствовал немалое уважение к Седрику. Парень любил ее, он сразу это понял. А именно сейчас Мэнсон считал, что это самое лучшее чувство на Земле, и рад был познать его. Понимаю, если она действительно это могла, на его месте... Мэнсон замолчал. «Сейчас сейчас даже любовник мало волновал его. Он понимал, что столичная команда надолго не задержится, прояснят несколько моментов для общей картины, на этом все. Его поимка уже фактически не их дело. Уже раньше Мэнсон задумывался о том, что Вильме придется уехать, но сейчас это стало особенно остро. Он помнил ее слова и не верил, что она готова бросить все ради заурядного провинциального полицейского, который пасется в общем стаде. Почувствовав ее ладонь на своем плече, Мэнсон посмотрел на нее и в который раз удивился, как можно быть такой проницательной, словно она снова прочла его мысли. В ее глазах он опять увидел нечто появившееся только этой ночью, то, что он никогда не видел прежде с момента ее приезда. И это было не безумие, как в комнате со свечами, а нежность, любовь и восхищение, словно Мэнсон был божеством, а Вильма была готова ему поклоняться. Наверное, он и сам также смотрел на нее, влюбленный и непрекаянный. Вильма попросила остановить машину и, открыв дверцу, вышла. Мэнсон подумал, что ей захотелось по нужде, но она остановилась на обочине спиной к нему и замерла, сцепив руки, а потом ее плечи вздрогнули. Когда они вздрогнули снова, Мэнсон тоже вышел из машины. Он шел к ней, осторожно ступая, медленно и тщательно делая каждый шаг, как будто увидел диковинную райскую птицу и боялся ее спугнуть. Он обнял ее за плечи и, когда Вильма обернулась в его руках, увидел ее заплаканное лицо, которым она тут же уткнулась ему в плечо. «Рэджи, Рэджи, Рэджи, милые Рэджи!» шептала она, продолжая вздрагивать в его руках. Мэнсон, сжимая ее хрупкое, беззащитное тело, понял, что обрел нечто бесценное и был счастлив. Счастлив до боли, которая выворачивала все внутри, заставляя сердце бешено колотиться. Он никогда не думал, что способен на такие чувства, но это случилось. И девушка, которую он полюбил, испытывала похоже. Мэнсон был уверен, что с ней такое тоже произошло впервые. В его руках Вильма успокоилась и посмотрела ему в лицо. Потом придвинулась, едва коснувшись его губ, поцеловала. «Теперь ты знаешь все», сказала она. «Я готова остаться в этой чертовой дыре, лишь бы быть с тобой». Мэнсон не знал, что ответить, но он сам готов был на что угодно, чтобы быть с Вильмой. Она поняла это и улыбнулась. «Думаю, нам лучше поехать дальше, чтобы поскорее добраться до этой полоумной тетки», сказала она. Возле ворот Роберты Мэнсон увидел прежнюю Вильму, собранную, холодную и расчетливую. И именно в этот момент понял, что другой ее видел только он и никто больше. Их уже ждали и сразу проводили в нужное место. По дороге охранник пошутил насчет яблока и яблони. Мэнсон только кивнул, а Вильма спросила. «Эрика Лассаль действительно невменяемая или всего лишь скандальная и вздорная?» Мэнсон понял суть вопроса. Вильма хотела от очевидца понять, насколько Эрика сумасшедшая или кому-то просто было нужно поместить ее в этот блок. «Вздорная?» рассмеял сохранник. «Она опасна. По большей части Эрика ведет себя как обычный человек, хотя очень неохотно идет на контакт и держится отдельно от остальных. Но у нее случаются вспышки ярости и тогда она не контролирует себя. Она давно содержится в одиночке, поскольку у нее возникали серьезные конфликты с каждой сокамерницей, вплоть до попытки их убийства. Она живет в своем мире и не терпит посягательств извне. Я бы советовал вам быть поосторожнее, она под препаратами но далеко не овощ. Вы будете в безопасности, но если спровоцируете приступ агрессии, считайте, что ваш визит окончен. Спасибо за информацию, поблагодарила Вильма. А что происходит, когда случается приступ? Ей вкалывают более сильнодействующий препарат и в себя она приходит примерно через сутки. Тогда у меня к вам просьба, сказала Вильма, дайте нам пару минут после того, как у нее начнется приступ. Охранник удивленно посмотрел на нее. Вы что, собираетесь спровоцировать ее? спросил он. Возможно, ответил Вильма. Это не мое дело, вам виднее, но я тогда заранее приглашу санитаров и дам вам несколько минут. Эрика будет в наручниках, закрепленных в скобе на столешнице. Постарайтесь не приближаться к ней. Ответственность за эту встречу лежит на мне, вы поняли, что я хочу сказать? Да, я не собираюсь доставлять вам неприятности и думаю, ничего страшного, если она в очередной раз получит дозу успокоительного. Эрика сидела за железным столом, скованной наручниками, прикрепленными к столу, как сказал охранник. На первый взгляд она казалась безобидной старухой. Ей было немногим за 60, но выглядела она гораздо старше. Седая, с плохо расчесанными волосами и со следами ожогов на лице и руках. Эрика равнодушно посмотрела на Мэнсона и Вильму, которые сели напротив нее. «Здравствуй, Эрика», сказала Вильма. Таня ответила, но снизошла, чтобы внимательнее рассмотреть ее. Мэнсон заметил в ее взгляде неприязнь и догадывался о ее причинах. Красивая, умная и успешная Вильма словно возвышалась своим превосходством. Потом она взглянула на Мэнсона и надолго задержалась на нем, а затем рассмеялась и спросила. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе, ебешь я я?» Сейчас она восприняла их визит как небольшое развлечение в ее монотонной жизни, ведущее отсчет от укола к уколу. Мэнсон не стал отвечать. Вильма попросила его помалкивать, и он не собирался ей мешать. Она сама ответила. «Что, тоже хочешь? Наверное, тяжело столько лет заперти без мужика. Тебя, наверное, другое возбуждает». «Откуда тебе знать?» спросила Эрика. «Точно. Откуда мне знать, но меня совсем не интересует твоя интимная жизнь и твоя жизнь вообще?» «Мне просто любопытно было взглянуть на тебя». «Я что, мартышка какая-нибудь?» воскликнула Эрика. «Нет», ответила Вильма, «мартышки гораздо умнее». «Ты не поленилась приехать сюда, чтобы оскорблять меня? Я думала, ты будешь целовать мне жопу и сулить поблажки и прочее вроде вкусного обеда и выпивки». «Я бы так и сделала», сказала Вильма, «Но тебе нечего предложить мне взамен. Ты понятия не имеешь где твой сын. Он даже не навестил тебя ни разу за время отсидки». «Но не расстраивайся, очень скоро он окажется в соседнем блоке». «Ты еще несешь, туварь!» Эрика подалась вперед. «Что ты вообще знаешь о нем?» «Эрика, перестань. Тебе давно известно, что Карл снова начал убивать, а когда ты узнала о нашем приезде, то поняла остальное. По количеству известных жертв вы сравнялись. С его приметами его очень быстро найдут». Мэнсон думал, что Эрика сейчас вспыхнет, но та наоборот обмякла. Она уставилась на свои обожженные руки и прошептала. «Я уже бросила спичку, когда увидела его. Этого не должно было случиться». С минуту висела пауза, потом Эрика подняла глаза на Вильму. «Зачем ты приехала?» спросила она. «Я хочу знать, кто отец Карла?» ответил Вильма. Эрика вздрогнула, а Мэнсон ничего не понимая, смотрел на них обеих. Он не ожидал такого поворота, ему в голову не могло прийти, что муж Эрики не родной отец Карла. Если это так, то именно он мог быть тем человеком, которого так настойчиво пыталась найти Вильма. Эрика живой живой, он сильно навредит ему. «Отец Карла Фрэнсис Лассаль», повторила Эрика. «Может, оно и к лучшему, если он убьет его. Дерьмово сидеть в этой клетке, кому как не тебе это знать». Эрика молчала. Казалось, все потеряло для нее интерес, и она погрузилась во что-то свое. Вильма ждала. Ждала возврата Эрики, и у нее был небольшой шанс. Мэнсон наблюдал за старухой, пытаясь хоть что-то разглядеть в ее сморщенном обожженном лице. А та раскачивалась на стуле, не поднимая глаз. «Отец Карла Фрэнсис Лассаль», снова сказала она. «Как долго твой сын провел в психушке? До конца твоей первой отсидки?» спросила Вильма. Эрика перестала раскачиваться и уставилась на Вильму. «Что ты за сука такая?» воскликнула она. «Ты не можешь знать! Ты ничего не можешь знать! Ты, блядь, ничего не можешь знать! У тебя нет ребенка! У таких как ты не бывает детей!» «Лучше бы его не было у тебя», тихо сказала Вильма. «Я хочу вернуться в камеру», сказала Эрика. Вильма нажала кнопку на столе и через секунду дверь распахнулась. За спиной охранника виднелись санитары. Тот удивленный даже разочарованно посмотрел на Эрику. «Не такая уж она и буйная», улыбнулась Вильма. «Мы закончили». На обратной дороге они побывали в кабинете начальника тюрьмы. Вильма попросила информацию о посетителях, звонках и переписке Эрики Лассаль. Получив то, что нужно, они с Мэнсоном покинули здание Бессонная ночь, неблизкая поездка и то, что случилось в последние часы, не прошло бесследно. Все, что ему сейчас хотелось, это оказаться с Вильмой в постели, уткнуться в нее лицом и поспать пару часов. Добравшись до Наймона, ближайшего к Роберти городка, Мэнсон свернул с трассы. Он остановился возле мотеля на въезде в город и поплелся к офису администратора. Вильма была рада такому маневру и благодарна Реджи за эту остановку. В номере они сразу разделись и забрались в постель, где тут же обнявшись заснули. Мэнсон проснулся, почувствовав взгляд Вильма. Она лежала рядом и, подперев голову рукой, смотрела на него. Они оба улыбнулись. За очень короткое время Мэнсон и Вильма научились обходиться почти без слов. Их глаза говорили гораздо больше, чем можно было выразить словами. «Давно ты так?» спросил Мэнсон. «Не знаю, я не засекала. Мне нравится смотреть на тебя. Знаешь, о чем я сейчас думаю?» Мэнсон перевел глаза на ее неприкрытую грудь, а потом ниже на крошечные черные трусики, которые почти ничего не скрывали. «Рэджи!» воскликнула она. «Об этом я не думаю. Этим я собираюсь заняться. Очень скоро все закончится, и мне хочется оказаться подальше от всего этого дерьма. В каком нибудь уютном красивом месте с тобой вдвоем. К примеру, на Лазурном берегу. Ты бы шикарно выглядел в плавках». Вильма прошлась пальцами по кубикам мышцы на его животе, а потом засунула руку в трусы. Мэнсон схватил ее и притянул к себе. Насытившись друг другом, они откинулись на спину, расслабленные и довольные. «Так ты готов поехать на Лазурный берег?» «Да», ответил Мэнсон, «с тобой куда угодно, хотя, наверное, предпочел бы более уединенное место. Знаешь, я много лет нигде не был, я даже отпуск после развода не брал». «Конечно знаем», рассмеялась Вильма. «Меня иногда пугает твое всезнание», сказал Мэнсон. «Расслабься, ты чаще других ставишь меня в тупик, и ты светел, акий ангел». «Ты бы никогда не связалась с ангелом», возразил Мэнсон. «Рэджи», ответил Вильма, «Это та самая девчонка, которую ты разглядел и смог освободить. Она досталась тебе, а всем остальным прежняя Вильма. Покинув номер, Мэнсон с Вильмой по-быстрому перекусили в кафе при мотеле и были готовы вернуться в Олбрук. Только сев в машину, они включили свои сотовые, которые отключали при входе в Роберту. У Мэнсона оказалось несколько пропущенных звонков, а у Вильмы множество сообщений, в основном от Райса. Мэнсон выбрался из машины и, прислонившись к капоту, стал перезванивать на пропущенные. Вильма внимательно читала, что ей прислали. «Что-нибудь важное?» — спросила она, когда Мэнсон вернулся за руль. «Можно сказать нет. У тебя?» «Тоже нет. Копии документов, что я запросила». «Я и рада, Реджи, что ты начал отключаться от работы и не полез ко мне с расспросами в отеле и кафе. Так что можешь начинать». «Рядом с тобой несложно выкинуть все остальное из головы», — с улыбкой сказал Мэнсон. «Давай про отца и психбольницу». «Райс много нарыл из того, что я просила, и по своей инициативе. Может показаться, что он мало проявил себя. Да, в этот раз лавры достались не ему, но поверь, он узнал довольно много, что помогло в первую очередь мне». «Думаешь, я не смог бы сделать, что и он?» — спросил Мэнсон. «Ряд же я не хотела, чтобы ты мотался непонятно где. Мне почему-то с первого дня хотелось, чтобы ты был рядом. После нашего ужина в гостинице я тогда не знала, чем это закончится, но ни капли не жалею». «Вернусь к Райсу. У него есть редкий дар найти нужного человека и разговорить его. Вради болтливой медсестры или недовольного охранника Райс сумеет найти слабое звено, а через него следующее и так движется по цепочке. Пока не выяснит все, что нужно». «Мрак Эрики и Фрэнсиса зарегистрирован за семь месяцев до рождения Карла. Само по себе это мало что значит, но Райс разыскал соседей и однокурсников Эрики. Кое-кто из них вспомнил, что незадолго до свадьбы у нее был другой парень. Они не могли описать его. Сорок лет прошло. Но то, что он был, это факт. Ты сам видел, как вела себя Эрика. Она подтвердила мои догадки. Ее сволочной характер и проявления дикой ревности появились уже тогда, и у того парня хватило ума бросить ее, оставив бедолаге Фрэнсису». «Не такой уж он бедолага», — возразил Мэнсон. «Рэджи. Многие трахаются на стороне, но это не повод прострелить башку. Впрочем, это неважно. Уверена, сейчас тот парень достиг определенных высот и положения в обществе. Когда начались первые убийства, такое родство могло навредить его карьере и, возможно, браку. Эрика, скорее всего, сама рассказала ему и шантажировала или пыталась». «Но она же отбывала срок, когда все началось». «Не сразу Рэджи. Она какое-то время провела в ожоговом центре и об отцовстве могла сообщить задолго до убийства мужа. То, что Карл исчез на долгое время, означает одно — он был изолирован от общества. В тюремных списках он нигде не значился, остается только психбольница. Тот человек упрятал его туда и под фальшивым именем. С деньгами-связями это несложно. Скорее всего, тот, кто помогал в больнице, не знал, кто Карл на самом деле. Теперь знает, но боится и будет молчать. Ему есть что терять, потому что он как минимум зав отделением». «Думаешь, теперь тот человек попытается убить его?» «Да, Рэджи. И это плохо. Я пыталась донести до Эрики, что может случиться с Карлом. Я не ждала, что она выложит все сразу, но заставила ее задуматься, что лучше для Карла — сидеть в той же Роберте или быть закопанным в лесу». «По мне без разницы», — сказал Мэнсон. «Вишь бы все закончилось». Вильма улыбнулась. «Я дурно на тебя влияю», — сказала она. «Еще недавно ты бы так не думал. Ты чтил закон и придерживался его буквы». «Меня устраивают перемены в моей жизни, а сейчас я, как и ты, хочу, чтобы поскорее все закончилось и оказаться на пляже рядом с тобой. А ты в сексуальном бикини». «Рэджи, в любом случае, скоро все закончится, даже если Лассаль все еще не будет пойман». «Что сегодня вечером?» — спросил Мэнсон. «Прости, Рэджи. Сегодня я хочу выспаться. У меня завтра поездка». «И куда?» «Расскажу, когда вернусь». В Олбруке Мэнсон высадил Вильму у гостиницы, а сам отправился к Вандербейлу. Они традиционно уселись на веранде, и в этот раз Мэнсон не отказался от выпивки. Полковник поднял бокал. «Я рад, Рэджи, что вы сделали то, чего не смог я. Думаю, очень скоро можно будет поставить жирную точку. И эта давняя история перестанет тяготить меня. Давай выпьем за это». Они чокнулись и оба выпили до дна. Полковник снова плеснул виски. «Как съездили в Роберту?» Мэнсон не писал рапорт. За него это сделала Вильма. Еще в машине и отправила Гесту. Похоже, полковник пока не получил копии. «Каспар, я мало что ждал от этой поездки. Сам понимаешь, в поисках Лассали от нее совсем нет пользы. Но нам, точнее Вильме, удалось выяснить, что отец Карла не Фрэнсис Лассаль». «Хм-хм, любопытно», – удивился полковник. «И кто он?» Эрика не сказала. Она даже отрицала этот факт. Думаю, это подтвердится после эксгумации тела Фрэнсис и сравнительного ДНК-анализа. Хотя я уже сейчас уверен в этом. Вильма очень умна, и все ее догадки подтвердились. Она считает, что его настоящий отец упрятал Карла в психушку, а сейчас пытается избавиться от него. Полковник выпил вторую порцию виски. «Да, Реджи, знать бы это тогда. Я читал досье Вильмы, она и правда хороша. Надо будет устроить прощальный банкет перед их отъездом. Я часто встречался с Гестом, но Вильму видел только пару раз мельком. «Хотелось бы познакомиться с ней поближе и лично поблагодарить. Шеф, есть кое-что. В общем, я с Вильмой, как только она закончит, хочу взять отпуск. Мы успеваем под конец сезона на французскую ривьеру». Вандербейл явно не ожидал такой новости. Он изумленно посмотрел на Мэнсона и только развел руки. Потом снова наполнил бокалами. «Ха-ха, Реджи, твою мать! Это, пожалуй, лучшая новость за последнее время. Я чертовски рад за вас». «Спасибо, Каспар», — сказал Мэнсон и только пригубил виски. «Прости, у меня был тяжелый день, а мне еще надо в участок заглянуть». «Ничего, Реджи, скоро у нас будет достаточно времени. Удачи тебе». Мэнсон добрался до управления в начале восьмого, когда большинство сотрудников уже разъехалось. Теперь все свелось к разыскным мероприятиям, и вечерний участок не был столь многолюден, как несколько дней назад. В дверях он столкнулся с Гестом. «Мэнсон», — удивился тот, — «думал, ты отдохнешь после поездки». Гест не договорил, но Мэнсону было очевидно, что осталось несказанным. Утром они с фильмой были не в лучшей форме. «Все нормально», — сказал Мэнсон. «Хочу немного посидеть за бумагами». «Хорошо», — Гест пожал Мэнсону руку. «Пойду. Звонил твой шеф, хочет навестить меня в гостинице». «Я только что от него. Думаю, это визит вежливости. Он доволен», — сказал Мэнсон. «Взяв у дежурного последний отчет, Мэнсон уселся за стол и просмотрел их. Он не ожидал найти что-то интересное, иначе ему уже позвонили бы, но иногда не пренебрегал повседневной рутиной, делая свою работу добросовестно. Покончив с отчетами, он придвинул папки с тем, что собрали за день на Оливию и ее пациентов. Именно ради них он приехал». Вильма, как обычно, была права. Мэнсон столкнулся с необъяснимым и пытался разобраться, хотя напрямую это было не связано с любовником. Открыв верхнюю папку, Мэнсон принялся читать, и через пару минут оказался на солнечном пляже. Стены тесного кабинета рассеялись, как дым, уступив место горячему песку и приветливому морю. В небе кружила небольшая стая птиц, может, не райских, но красивых и завораживающих. Несколько птиц отделились и направились в сторону пляжа. Мэнсон провожал их взглядом, пока его не ослепило яркое полуденное солнце. Когда он открыл глаза, птиц уже не было, а над ним склонилась Вильма, как всегда бесподобная, в красном бикини, которая едва прикрывала ее восхитительное загорелое тело. «Я была уверена, что тебе понравится. Давай намажу тебя лосьоном. Сначала спину». Мэнсон повернулся на живот, ожидая прикосновения ее ласковых рук. Когда она коснулась его, он словно забылся, в который раз, замирая от счастья, что смог встретить такую невероятную женщину. Он словно парил вместе с птицами в бескрайнем небе Средиземного моря. Повернувшись обратно, Мэнсон вскрикнул. Вместо Вильмы перед ним стояла Оливия, такая, как в день своей смерти, с обезображенным лицом и множеством кровоподтеков на теле. Она осилилась смотреть на него сквозь щелки заплывших глаз, словно что-то хотела сказать. Мэнсон обдало холодным ветром, и небо заволокли тяжелые фиолетовые тучи, упрятав за собой жаркое солнце. Присев на шезлонг, Мэнсон осмотрелся. Пляж уже не выглядел летним, и вместо отдыхающих его наполнили калеки всех мастей. В инвалидных креслах, на костылях, или вовсе прикованные к лежакам. Их было много, с полсотни, и все они смотрели на них, разинув рты в безмолвном крике. Мэнсон не был напуган, но его совсем не радовало такое соседство. Ему хотелось поскорее убраться отсюда, но он не мог, не физически. Он почему-то чувствовал жгучую вину перед Оливией. Он не мог просто так оставить ее. Мэнсон приблизился к ней и бережно обнял. «Я сделаю все, что могу», прошептал он ей, хотя совершенно не понимал, что он может сделать. Он все еще стоял, прижавшись к ней, пытаясь понять, что она хочет, когда услышал неприятный старческий смех. Мэнсон отстранился и увидел, что держит в объятиях Эрику Лассаль. Она оказалась ногой, ее отвисла и грудь сотрясалась от приступа смеха. Почувствовав ее руку в своих плавках, Мэнсон попятился и упал. Эрика проворно вскочила на него и ловко воткнула его член в себя. «Видишь? У тебя даже встал!» Снова рассмеялась она. «Помнишь, та красивая надменная дамочка упоминала, что я тоже хочу тебя. Надо быть осторожнее со словами!» Ошеломленный Мэнсон не в силах пошевелиться смотрел, как его трахает безобразная старуха, и у него действительно стоял! Внезапно тень накрыла его лицо, Эрика остановилась и крикнула. «Нет!» Мэнсон запрокинул голову и увидел женщину с двуствольным охотничьим ружьем в руках. Он понял, кто это. Тоже Эрика, только та, что была тогда, двадцать шесть лет назад. Она выстрелила старухе в голову, и та прокинулась на спину с бесстыдно раскинутыми ногами. Мэнсон почувствовал облегчение, словно избавился от тяжелой ноши, а потом увидел, как ствол ружья опустился на его лицо. Проснувшись, Мэнсон не сразу пришел в себя. Ему редко снились кошмары, и они никогда не были столь яркими, как сейчас. Он посмотрел на часы, было два ночи. Ему совсем не хотелось возвращаться в свой дом, а раньше ему было там комфортно, но теперь без Вильма он пугал своей пустотой. Как будто она жила там всегда, а не провела всего две ночи. Мэнсон поднялся в свой кабинет, который уступил Гесту, и достал припрятанную бутылку водки. Сделав пару приличных глотков, он разулся и улегся на диван, снова попытался заснуть. Сон не шел. Мэнсон никак не мог избавиться от увиденного. Ему казалось, что во всем этом был какой-то неведомый ему смысл. Что-то он упускал. Вильма, Оливия, Эрика, птицы. Так и не найдя связи, Мэнсон наконец погрузился в сон. В этот раз без безумных старух, но и без сексуальной Вильмы. Одиннадцатая. Боттл-Лювин. Я сидел с Патриком на балконе его номера в Астории и любовался видом на город. «Отсюда действительно прекрасный вид», сказал я. «Да», — ответил Патрик. «Особенно вечером. Случается, я смотрю на его огни и говорю с ним». «Ты серьезно?» — удивился я. «И о чем, если не секрет?» «Я всего лишь прошу помочь уберечь то, что у меня есть. Этот город очень много мне дал, но забрал гораздо больше. Прости, что много не рассказываю, но мне до сих пор больно, когда я бываю на могилах Регины и Риты». «Я понимаю», — сказал я. «После того, как я встретил Линду, я узнал многие вещи, от которых раньше был далек. Я хочу спросить у тебя кое-что. В наш первый день в холмах мы встретили странного человека. Он умер больше сотни лет назад, но Линда уверяет, что это именно он. Она сказала, что ты сталкивался с подобным». Патрик на минуту задумался, сделав пару глотков кофе, потом посмотрел на меня. «Сэп, если я расскажу тебе о том, что видел, и о том, что случилось, ты не поверишь. Я сам бы в это не поверил. Иногда я думал, что сошел с ума. Этого просто не могло быть, но это было. Если я расскажу тебе сейчас, ты будешь не готов принять это. Как не можешь принять встречу с Кюрш? Мне совсем не нравится, что ты столкнулся с подобным. Это не сулит ничего хорошего. Город втянул тебя в свою игру, и закончиться это может очень паршиво. Я был уверен, что в ближайшие пятнадцать лет ничего не случится, и не понимаю, почему что-то происходит именно сейчас. Мне тревожно, Сэп. Я выслушал Патрика и пытался осмыслить услышанное. Если бы мне являлись давно умершие люди или происходило что-то подобное, я тоже не поспешил бы этим делиться. Человек не способен принять то, что выходит за рамки обычного, и только столкнувшись с этим, сам начинает допускать такую возможность. Я не стал давить на Патрика, поняв, что все произойдет само собой. Хорошо, Патрик, давай пока оставим это. А как насчет где-нибудь прогуляться? Сэд, прости, в ближайшие два-три дня я не смогу составить тебе компанию. Я еще не побывал на могилах моих девочек, и есть несколько визитов, куда я пока не могу пригласить тебя. Они слишком личные. Надеюсь, позже я смогу познакомить тебя с этими людьми, если ты захочешь. Графиня Шацкая и отец Доминик стоят того, чтобы познакомиться с ними. Хорошо, Патрик. Линда в студии до вечера, ты на визитах. Куда мне лучше податься? Спросил я. Сэд, я сам не знаком даже с половиной окрестностей. Есть отдельные места вроде рудников, поместья Дикие Розы, но уникален весь город. Тебе достаточно остановить где угодно свою машину, и ты найдешь, что посмотреть. Знаешь, Серебряные холмы всегда делились на кварталы. Квартал мастеров, квартал торговцев, рыночный квартал. Даже сейчас все это сохранилось. Ну, разве что добавились кафе, магазины, сувенирные лавки. Уверен, ты найдешь, как потратить свое время. Мы выехали вместе. Патрик на центральное кладбище, а я оставил его на полпути и оказался где-то недалеко от набережной. Я оставил машину и пошел пешком по старой улочке, где пристроились всевозможные лавки. Я просто шел, рассматривая вывески и прохожих, которые приветливо кивали мне и улыбались. Не знаю почему, но первая лавка, в которую мне захотелось войти, оказалось Пиноккио, где продавались детские игрушки. На витрине Пиноккио не было привычных трансформеров, наборов лего и прочего из того, чем увлечены современные дети. Даже в детстве я редко видел что-то подобное. Пиноккио мне больше напомнил антикварную лавку, чем магазин игрушек. Зайдя внутрь, я оказался в каком-то удивительном месте. Посетители, две семьи с детьми, рассматривали игрушки, за витриной сидела симпатичная девушка за тридцать, возле которой играл ребенок, мальчик примерно двух лет. Вокруг я увидел множество игрушек, которых теперь не просто было найти. Мне казалось, что я попал на полсотни лет назад. Я был уверен, что смогу найти здесь подарки для Линды и Катарины. Пока я ходил вдоль полок, рассматривая диковинные игрушки, остальные посетители нашли, что хотели и покинули лавку. Я заметил, что девушка за прилавком рассматривает меня, причем с интересом. Поначалу я подумал, что заинтересовал ее как мужчина, но быстро понял, что это другое. В ее взгляде не было намека на похоть или что-то подобное, но читался неподдельный интерес. Я увидел музыкальную шкатулку и открыл ее. Внутри оказалась танцовщица, которая вращалась под минорную мелодию. Я нашел подарок для Катарины и был уверен, что минор не смутит ее. Было в нем что-то таинственное и мистическое и невообразимо красивое, как сама Катарина. Девушка улыбнулась, когда я подошел к ней со шкатулкой. «Модель 37-го года», сказала она, «такие непросто найти. Уверена, что это подарок для девушки». «Хм, да», ответил я, «такой же красивый, как и вы, но не моей». Девушка рассмеялась и наклонилась вперед. Я почувствовал нечто пробежавшее по мне, и это никак не было связано с чем-то физическим. Словно она заглянула внутрь меня. Мне стало неуютно. «Простите», сказала она, «я не хотел вас смутить. Мой интерес... Я не смогу внятно объяснить». Я попросту не знал, что ответить. Патрик был прав. Каждое место в этом городе было уникальным. Девушка, что стояла по ту сторону прилавка, оказалась необычной, как и многое в Серебряных холмах. Я тоже не хотел смутить ее и попытался сменить тему. «Э-э-э-э, это действительно пользуется спросом?» спросил я про игрушки в лавке. «Поначалу я сомневалась», ответила девушка. «Но оказалось, туристам это действительно интересно. Они находят то, что не могут купить у себя дома. У меня совсем мало современных игрушек. Это не просто бизнес. Это увлечение». — Ваше увлечение изумительно. Я как будто в прошлом, причем далеком, когда я еще не родился. — Да, это так. Лавка мне досталась в таком виде, и я не захотела что-то менять. В серебряных холмах многие стараются удерживать прошлое. Это можно заметить везде. Местные жители не хотят раствориться в монополиях и корпорациях. Зазвенел колокольчик, и мы оба повернули голову, чтобы увидеть посетителя. Им оказался мужчина, далеко за сорок скопной сильно вьющихся волос, некоторые пряди которых спадали на лицо. Он привычно качнул головой, откинув их в сторону. С его плеча свисал видавший виды мольберт, а на фланелевой серой рубашке виднелись следы краски. — Здравствуй, Бертран, — поприветствовала хозяйка лавки. — Привет, Энн Роуз и Карапуз Майкл, — ответил художник. — Добрый день, — сказал я. Бертран, как Энн Роуз, с неподдельным интересом осмотрел меня, потом перевел взгляд на девушку и та легонько кивнула. Меня это несколько забавляло, но любопытно мне было гораздо больше. Я мог нафантазировать много чего, но в итоге все равно все было бы иначе. Поэтому я не стал напрягаться и ждал, просто ждал. Когда Бертран, купив акварель и предложил выпить с ним, я не стал отказываться. Мы попрощались с Энн Роуз и вышли на улицу. Бертран вопросительно посмотрел на меня, и я почему-то сразу понял, что он хотел. — Седрик, — представился я. — Ну, лучше Сед. Он кивнул и пожал мне руку. — Мне случалось выпивать с людьми, не зная их имени, но не сегодня. В городе хватает мест, где можно посидеть за выпивкой. Сегодня я хочу в Геральдику. Там без изысков, но уютно и уединенно. Мне было все равно, где выпить с этим интересным человеком. Увидев, что он собирается пойти пешком, я предложил поехать на моем авто, но Бертран отказался. Нет-нет, здесь я люблю ходить пешком. Геральдика возле набережной. Я знаю короткую дорогу. Очень скоро мы свернули в один из двориков внутри домов и с противоположной стороны вышли на соседнюю улицу. Последовал еще один дворик, и мы оказались на набережной. Бертран оперся на ограду и посмотрел на воду. Казалось бы, ничего не меняется, но все течет. Сегодня становится вчера, и в итоге все оказывается в сточной канаве, сказал он. Мне нечего было возразить, и я, став возле Бертрана, тоже уставился на воду, которая неспешно текла в неведомом мне направлении. «Зачем ты здесь?» — спросил Бертран. «Странный вопрос», — ответил я. «И где именно? На набережной? В холмах или вообще в этом мире?» Хе-хе-хе-хе. Бертран рассмеялся и отошел от ограды. Мы пересекли дорогу и, немного пройдя по мостовой, добрались до нужного места. Заведение оказалось в цокольном этаже, куда вели каменные, стертые тысячами ног ступени. То, что я увидел в полумраке, казалось чем-то из позапрошлого века. Несколько опорных столбов из красного кирпича расходились в арочные своды и словно делили помещение. Из вершин сводов свисали круглые люстры, утыканные свечами, часть из которых была зажжена. Стойка, за которой стоял трактирщик, а другого слова мне не пришло на ум, совсем не выглядела барной, и возле нее не было стульев. Пока я разглядывал это удивительное место, Бертран достал из кармана джинсов несколько смятых купюр и протянул мне. Я попытался отказаться. «Я тебя пригласил», — сказал он. «Так что и плачу я. Возьми пару кувшинов дешевого вина. Оно тут отменное. Буду ждать тебя за столиком». Подойдя к стойке, я осмотрел трактирщика. Он был немолод, с большой лысиной, которая, в отличие от стаканов, сияла в отблесках свечей, шкиперской бородкой и сломанным кривым носом. Он тоже пробежал по мне взглядом и достал из нижней части стойки два оплетенных стеклянных кушина, с горлышка которых свисали бирки. Ха! На них так и было написано «Дешевое вино». «Еду принесут за столик», — сказал он. Я немало удивился и протянул деньги. «Этого хватит?» — спросил я. Трактирщик кивнул и сгреб деньги в широкую ладонь. Взяв вино и пару стаканов, я пошел на поиски Бертрана. Он сидел в дальнем конце зала за столиком возле стены. Я уселся напротив и разлил вино. «Да, я не граф кентский, а так деревенский», — напел Бертран. «Мне нравится сидеть за этим столиком, хотя я и француз». Я посмотрел на висевшую на стене картину в рамке. На ней было несколько гербов и девизов кентской знати. Похожие рамки оказались у каждого столика, что располагались у стен. «Ничего удивительного, если...» — кафе, харчевня, трактир. Я так и не смог найти подходящего слова. Называлась «Геральдика». Подошла официантка в подобающем для этого заведении наряде. Белой широкой блузке с оборками и серой почти до пола юбки. Она поставила на стол большую глиняную тарелку с печеным картофелем и две с овощами. Бертран посмотрел на нее и снова запел тихим, немного хриплым голосом. «Налейте мне вина, госпожа, я выпью свой бокал не спеша. Я буду весь вечер смотреть вам в глаза. Налейте мне вина, госпожа». «Бертран, еще не вечер», — ответила девушка, — «и не в мои глаза хотел бы ты смотреть». Тот грустно улыбнулся и опустил взгляд. Девушка, наполнив наши бокалы, удалилась. Мы выпили за знакомство. Вино мне показалось неплохим, хотя я предпочитал более крепкие напитки. «Как тебе холмы?» — спросил Бертран. «Удивительный город, я не знаю, как объяснить. Он уникальный и странный. Я много где бывал, и за океаном тоже, но здесь какое-то особенное место». «Так и есть, и ты точно не гость, которых тут много. Я давно не встречал собутыльника. А долго пить в одиночестве...» «Наливай». Я наполнил бокалы, и мы продолжили нашу беседу, которая потекла очень легко, порой занося нас в самые неожиданные закоулки нашей памяти. Мы оба не были домоседами, и багажа наших поездок хватало с избытком, чтобы разбавлять маргинальное обсуждение Куртуазии средних веков. Или тезисы Маркса. Когда кувшины опустили, я принес еще два. «Вот оно, преимущество вина!» — воскликнул Бертран. «Его можно пить долго!» Я не мог не согласиться с ним. Мы просидели за выпивкой не один час, и оба чувствовали себя прекрасно. И нам хотелось продолжить. «Вот, смотри, Сэд, многие, как бы великие, сидели на вине. Ну, вроде Амар-Хаям или Рбин-Дранат-Тагор. А древние греки, они все сидели на вине и вместе с отрыжкой изрекали светлые мысли. Короче, во многом философия создана по пьяни». Мы оба рассмеялись и выпили. Потом Бертран порылся в своем заплеченном мешке, который он таскал вместе с Мольбертом. Он достал длинную бутылку с невзрачной этикеткой и поставил на стол. Он горящими глазами посмотрел на нее и сглотнул. «Моя боль и мое проклятие, мое счастье и моя радость», — сказал он. «Только один крошечный глоток, не больше». Я взял в руки бутылку и выдернул пробку. Почувствовав легкий запах полыни, я слегка пригубил, а потом сделал глоток. «Меня обожгло так, чтоб в глазах потемнело». Я вытер рукой выступившие слезы и увидел, как Бертран делает свой глоток. Когда он убрал бутылку обратно в мешок, мы уставились друг на друга, словно ожидая что-то увидеть. Ничего не происходило, кроме сильного жжения, теперь уже в груди. «Ох, это абсент?» — спросил я. «Не совсем», — ответил Бертран. «Тот, кто делал это, думал, что делает именно его, но получилось нечто иное. Немного позже ты поймешь. Я расскажу тебе, как заполучил эту бутылку. Точнее, две». Мне всегда было плевать на деньги и славу. Я писал, как хотел и что хотел, не пытаясь сделать что-то из ряда вон или скандальное. Но люди часто находили в моих картинах нечто потаенное, то, чего я и сам не знал. Мне оставалось только сказать. «А ты знаешь, как течет река?» У меня появились всеизвестности, деньги. Я стал вхож в богемные круги. Многое было гламурно и фальшиво. Энд-хаусы с бассейнами, дорогими шлюхами, бухлом и коксом и пафосные придурки. Большинство из которых могли быть неплохими малярами, не более. И я тогда понял, что искренность и настоящее творчество — они в нищете. Я слышал про одну коммуну художников и музыкантов неподалеку от Парижа и поехал туда. Не знаю, что я надеялся там увидеть, и мне было неважно, лишь бы подальше от этой гламурной дряни. Их было немногим больше двадцати парней и девушек, которые унаследовали эстетику хиппи шестидесятых. Я был очарован этими людьми, местом, где они обитали. Это была некогда заброшенная, но хорошо сохранившаяся усадьба с приличным земельным участком. Меня радушно приняли, хотя я скрыл, кто я на самом деле, и поселили в комнате с молодым парнем по имени Анри. Мы жили в правом флигеле, девушки в левом, а в центральной части, в огромном холле с камином, проходили попойки под импровизированные концерты местных музыкантов. Я радовался окружающей меня атмосфере и людям, с которыми делил кровь. Многие из них искренне верили в таланты друзей и свои, и отчасти так и было, но, к сожалению, я не смог разглядеть в них настоящих жемчужин. Были интересные картины, песни, азарт, с которым они все это несли, но не нашлось среди них Пикассо или Шагала, Боба Дилана или Джима Моррисона, кого-то с личным и неповторимым стилем. Есть такое ужасное понятие, как авторитет. Если ему следовать, то не возникает импрессионистов или панк-рока. Думаю, ты понял, о чем я? Каноны и правила губительны, но это не значит, что если ты макнешь пятку в краску и несколько раз наступишь ей на холст, это сделает тебя гением. Так вот, эти ребята пытались макать пятки в краску только с оглядкой на авторитетов. Я пробыл там несколько недель, со многими подружился, особенно со своим соседом. Анри хорошо владел кистью, и его работы порой впечатляли. Ему не хватало самой малости. Это как хорошее вкусное блюдо, в котором не хватает щепотки перца или какой-нибудь приправы. Добавь ее, и оно станет совершенным. В какой-то момент это случилось. Увидев его последнюю работу, меня словно пронзило. Мурашки побежали по рукам. Это был старый колодец. Я много раз видел его на заднем дворе, деревянный, с покосившимся навесом и массивным воротом, с ржавой цепью. Я смотрел на картину и словно стоял возле него и боялся заглянуть внутрь. Как будто там таилось нечто опасное. То, что окружало колодец, не выглядело чем-то страшным, но общая атмосфера окутывала безысходностью. Я не знал, как Анри это удалось, но редкая картина могла достичь такого погружения. Похоже, он сам удивился тому, что у него получилось, и не понес работу на обозрение, как обычно делал Рами. Через пару дней, выйдя ночью на верхнюю террасу, я застал его там. Он сидел в плетенном стуле с бутылкой в руке. Я сел на соседний в ожидании, что он предложит мне выпить, и хотел поговорить о его последней картине. Анри только посмотрел на меня блуждающим взглядом. Я попытался завести разговор и спросил о выпивке. Он крепко сжал бутылку обеими руками и снова посмотрел на меня. Он сказал, что это странное пойло, которое что-то сделало с ним, и он не мог объяснить, что. А я уже понимал, что не успокоюсь, пока сам не попробую. А в итоге он неохотно позволил мне сделать глоток. Ты сам только что глотнул это. Так что не вижу смысла объяснять, и думаю, у каждого свой порог восприятия. Многие, кто пил из этой бутылки, не решались на второй глоток. Но не я. Это пойло стало частью моей жизни. Бертран замолчал и кивнул на кувшины. Мы выпили вина, которая почти заглушила Жене внутри, но не избавила совсем. Я накинулся на еду, обильно макая в соль, картофель и овощи, и запил еще одним бокалом вина. Бертран рассмеялся и тоже принялся за закуску. Чего я только не пробовал в своей жизни, сказал он, но всегда любил простоту вроде этого печеного картофеля. Кстати, пора заказать и мясо. Тут подают отличные, хорошо прожаренные стейки. Не сочтешь за труд? Бертран положил на стол еще несколько скомканных купюр. Я взял деньги и пошел к трактирщику. Посетителей заметно прибавилось, наверное, как во многих заведениях с наступлением вечера. Когда я вернулся, Бертран продолжил свою историю. Я догадывался, у кого он взял эту бутылку. Парни из коммунной обычно покупали домашнее вино в местной деревушке, а абсент – у смотрителя летних домиков. Это было неблизко, и туда добирались на машине. Старик сам изготавливал его в небольших количествах, в основном для дачников. Я наведался к нему. Он выглядел как настоящий клошар, бродяга по-вашему. Заросший, нечесанный и немытый, в засаленном пальто, которое не снимал даже летом. Ему могло быть как сорок, так и шестьдесят лет. Похоже, ему было на все плевать. Он жил в собственном мерке, не пытаясь выйти за его рамки, и, как ни странно, был доволен жизнью. Я нашел его с удочкой на берегу пруда, возле которого приютилась его сторожка. Я спросил, остался ли у него абсент. Он кивнул и сказал, что тот вышел каким-то странным. Возможно, из-за полыни, которую ему довелось собрать. После чего предложил приехать позже, когда будет готова другая порция. Я сознался, что уже пробовал, и хочу именно его. Он только пожал плечами, взяв деньги, сказал, что я могу забрать его в сарай возле домика. В сарае оказалось полно пустых бутылок, которые смотритель собирал у дачников и потом разливал в них свое пойло. Полные стояли на полке, их было всего четыре. Я выбрал две, со смазанными невзрачными этикетками и вернулся в поместье. Как и Анри, я не стал им делиться с другими, а припрятал подальше. Я не сразу решил садпить еще раз, потому что уже тогда понимал, все имеет свою цену. Я не жалею, что пристрастился к этому напитку, но никогда никому не предлагал больше одного глотка. Почему я предложил его тебе? Хотя бы потому, что мы встретились. Ты поймешь это позже. А, вот и наши стейки. Я уже чувствовал себя обычно, если не считать, что мы выпили три кувшина вина. Стейки оказались отличными, и мы снова вернулись к мировой архитектуре, к уртуазии и древним философам. Похоже, местное вино к этому располагало. С Бертраном было легко и весело, поэтому время текло незаметно. Настолько незаметно, что когда я услышал звонок от Линды, понял, что давно уже вечер, и я не заехал за ней. Мне стало неловко. Линда, прости, сказал я. Я познакомился с удивительным человеком, и мы допиваем четвертый кувшин вина. За руль я уже не могу. Поезжай с девчонками, я скоро буду. Линда рассмеялась и спросила. Ха-ха-ха, ты где? В Геральдике. Это на какой-то набережной. Я знаю, где это. Дождись меня и оставь немного вина. Я убрал телефон и вопросительно посмотрел на Бертрана. Я не знал, как он воспримет появление Линды. Бертрана это ничуть не смутило. Буду рад познакомиться с вашей дамой. Думаю, нам стоит заказать для нее стейк. Бертран сунул руку в карман и извлек новую порцию смятых купюр. Я снова отправился к прилавку. Заказав стейк, я прихватил еще один кувшин вина. Бертран одобрительно кивнул и наполнил бокалы. Когда появилась Линда, он поднялся из-за стола. «Мадам!» – сказал он и исполнил затейливый реверанс. Учитывая, что он был пьян, реверанс выглядел комично и в то же время трогательно. Я усадил Линду за стол и налил вина. «Удивительное место!» – сказала Линда. «Я не раз видела вывеску, но впервые оказалась внутри». Прежде чем выпить, Линда собрала волосы в хвостик. Бертран лишь на секунду задержал взгляд на ее лице, но я заметил, как по нему пробежала легкая тень. Не знаю. Привыкну ли я когда-нибудь к реакции людей, когда они впервые видят лицо моей девушки. Все ее лицо. Бертран поднял бокал и на этот раз пристально посмотрел на Линду. «Поверь мне, девочка, ты прекрасна. Я хочу выпить за вас, за вашу трепетную любовь, которую чувствую всем своим существом». Мы просидели еще около часа, пока не кончился последний кувшин, втянув Линду в нашу пьяную беседу. Напоследок мы выпили за Серебряные холмы и выбрались на улицу. Ночь ослепила меня, как будто я вышел в яркий полдень. Я зажмурил глаза и несколько секунд не решался открыть их. Мне пришлось это сделать, когда я услышал голос Линды, которая о чем-то спрашивала меня. Увидев обычное ночное небо, я облегченно вздохнул, но тут же заметил легкую пульсацию этого самого неба. Вскоре и она прекратилась. «Эй, ты в порядке?» Наверное, не первый раз спросила Линда. «Почти», — ответил я. «Думаю, вино оказалось несколько крепче или его было много». Бертран попрощался с нами и неспеша побрел вдоль набережной. «Где твоя машина?» «Я точно не знаю. Она возле лавки детских игрушек Пиноккио называется». «Ну, как дойти, не помню. Мы шли дворами». «Ха-ха-ха-ха, обожаю тебя, милый. Поехали на такси», — рассмеялась Линда. Я обхватил ее руками и, приподняв от земли, закружил, пытаясь при этом поцеловать в губы. Когда мне это удалось, я ощутил легкий аромат вина, который мы пили. Я сходил с ума от ее близости. Когда она была рядом, мир становился другим. Я становился другим. Прежде я не знал, что можно так сильно любить кого-то. «Я буду весь вечер смотреть вам в глаза. Налейте мне вина, госпожа», — пропел я, услышанное от Бертрана. Мы долго не могли оторваться друг от друга. Ночь, набережная, вино, наша близость. «Мы были счастливы. Счастливы, насколько это возможно». Уже в такси, загадочно улыбаясь, Линда спросила. «Ты так и не понял, с кем ты пил?» «Какой же ты темный, Седрик». «Что? Он действительно очень известный». «Да, Седрик». «Ну, прости, я далек от искусства, и самое ценное и красивое, что я видел в своей жизни...» «Это ты». «А как же горы?» «Да, они тоже безумно красивы, но им не тягаться с тобой». Линда ничего не ответила, она только прижалась ко мне и склонила голову на плечо. «Возле дома мне почему-то захотелось задержаться на террасе, и я сел на ступень». «Я посижу тут немного». «Хорошо», — ответила Линда. «Я пока приму душ». «Я сидел и пристально рассматривал ночное небо, пытаясь видеть хоть что-то от того, что видел возле Геральдики. Но небо было самым обычным и действительно отличалось от тропического. Внезапно я понял, что кто-то сидит рядом, и это не Линда, и тут же услышал громкие ругательства. Я резко обернул голову и увидел их. «Сначала мальчишку, лет двенадцати, сидевшего возле меня, и мужчину в центре террасы, пытавшегося отмахнуться от кружившего возле его лица мотылька. А уже потом и третьего человека. Он лежал возле стены и силился подняться». «Я попытался вскочить на ноги, но словно что-то многотонное навалилось на меня, не дав сдвинуться и на сантиметр. Я оказался лишь сторонним наблюдателем этой драмы, в которой не мог принять участие, и только сжал кулаки от бессилия. Я испугался за Линду, боясь, что кто-то может причинить ей вред, и только разглядев лежащего на полу человека, стал понимать свидетелем, чего я оказался. Это был Патрик. Он лежал в луже собственной крови, а возле него беспомощно бился с бабочкой безумный убийца из Серебряных холмов. Неужели именно так все случилось на этой террасе несколько лет назад? Мальчишка швырнул Патрику пистолет, лежащий возле него. Тот замер в паре сантиметров от руки Патрика. Когда он смог взять его, раздался выстрел, и Хэтфилд рухнул рядом. Через несколько секунд прозвучал еще один выстрел, а потом эта жуткая сцена из прошлого растворилась в ночном воздухе. Я сидел, пытаясь осмыслить увиденное. Я не знал, что это было, и просто не понимал, как такое могло случиться, но был уверен, что именно так все и произошло. Если я спрошу об этом у Патрика, он подтвердит. Пока я пытался найти хоть какое-то объяснение увиденному, Линда вышла на террасу. «Эй, ты собираешься сидеть тут до утра?» — спросила она, подойдя ближе. «Знаешь, я кое-что видел, то, что случилось здесь той самой ночью». «Сэт, вы правда пили только вино?» «Ну да. Хотя я попробовал глоток, вроде как абсента». Линда села рядом со мной. «Господи, Сэт, во что мы вляпались?» «Не знаю», — ответил я, — «и мне немного не по себе». «Теперь и мне не по себе. Идем в дом, я кое-что покажу тебе». Мы поднялись наверх, и Линда, открыв ноутбук, быстро что-то набрала. «Вот, читай», — сказала она. Я сел рядом и посмотрел на экран. Там оказалась статья из Википедии о Бертране Ренни. Я посмотрел на фото своего собутыльника, а потом на плашку с местом и годом рождения, а затем и смерти. «Мы что, теперь, как мальчик из шестого чувства, видим мертвых?» — спросил я и уже не сомневался, что человек на озере был Клаус Кюрш. «Да, Сэт, именно так». «Но как же, как же! Его видела девушка из игрушечной лавки, официантка, он даже пел ей!» «Сэт, это серебряные холмы, и этим все сказано. Это особое место, и люди тут особые». «Я одного не понимаю, мы тут при чем? Мы же не местные, мы всего лишь забрались сюда, чтобы найти покой и уединение. Мне было весело пить с этим парнем, но почему я, почему ты, почему к нам являются мертвые?» «Я даже не тебя спрашиваю, Линда, я просто хочу знать, мы что, особенные?» «Я сомневаюсь». «Сэт, значит, город думает иначе. Патрик тоже приехал сюда только для того, чтобы встретиться с девушкой». «И что нам теперь с этим делать?» «Не знаю», — ответила Линда. «Хе-хе, я предлагаю потрахаться». Мы оба рассмеялись, и я отправился принять душ. По дороге я обернулся и спросил. «У нас еще остался вишневый ликер?» Мы проснулись уже в десятом часу, но до полудня у Линды было свободное время. Мы решили пообедать в шесть Наполеонов. Нам там нравилось и было недалеко от студии. Когда мы забирали машину, я вспомнил про подарок, купленный Катарине, и показал его Линде. Та была в восторге, и мне стало неловко, что я купил его не ей. Линда догадалась об этом. «Сет, расслабься. Я обожаю Катарину, и то, что она сделала с Патриком, для нас неоценимо. Я рада, что ты собрался хоть как-то порадовать ее. Я жалею, что сама до этого не додумалась. Что я мог сказать? Моя девушка была безупречна. После Наполеонов мы пошли гулять в парк памяти. Там было очень тихо и совсем немного народу, в отличие от набережной, где днем его было полно. Многие туристы считали обязательным посетить квартал бедноты, и он стоил того. Мы сидели на одной из скамеек, Линда протянула вперед свои стройные ноги, а я любовался ими. «Хочешь прослушать, что мы вчера записали?» – спросила она. «Конечно!» Линда достала смартфон и нашла нужный трек. «Я хотела вчера дать тебе послушать, но вечер выдался странным». «Это точно. Сегодня мы еще не касались этой темы. Мне не хотелось, и я был рад, что Линда тоже помалкивала. Песня началась довольно уныло и мрачно, но очень скоро ее словно прорвало. А припев и вовсе оглушил меня. Мэган, казалось, выжила всю мощь своего голоса. И хотя я слушал песню на смартфоне, все равно впечатлило. Я представил, каково будет услышать ее вживую. «Матушка Чума тешится на троне. Скоро к ней придут новые вассалы. Припадут к ногам в траурном поклоне. Только ей все мало! Только ей все мало!» «Мощная композиция!» – сказал я. «Уверен, станет хитом!» «Точно?» – спросила Линда. «Точно, точно! Я не подлизываюсь. У вас правда хорошие песни. Не рад ход чили пепперс, конечно, но весьма». «Придурок!» – воскликнула Линда и рассмеялась. «Я знала, что ваша компания помешана на перцах. Мне они тоже нравятся, но не настолько». Проводив Линду, я вернулся к машине, и снова мне на глаза попалось знакомое авто со змейкой на номере. «Не давала мне эта змейка покоя. Я немного постоял, и что-то в моей голове зашевелилось, и я набрал номер Патрика». «Привет, дружище! Хочу спросить у тебя кое-что. Там был мальчик и бабочка?» Возникла долгая пауза, но я ее ожидал. Я сам бы очень удивился, будь на месте Патрика. «Как ты узнал?» – наконец спросил он. «Видел собственными глазами, ночью на террасе». «Вот черт! Знал бы, ни за что не поселил бы вас там. Я не думал, что такое возможно. Патрик, не парься! Прежде чем их увидеть, я бухал с художником и отведал глоток из его бутылки». «Сэд, я не знаю, что с нами не так, и совсем не рад этой херне, что происходит с тобой. Теперь я смогу поговорить с тобой откровенно, зная, что ты не сочтешь меня сумасшедшим». «Было бы неплохо», – сказал я. «Ответь мне еще на один вопрос. Когда ты говорил, что этого урода никак не найдут, это было фигуральное выражение, или он реально урод?» «Сэд, он урод по жизни, и реальный урод. Когда ты, наконец, начнешь смотреть новости, он с ожогами, включая лицо, именно поэтому Мэнсон бесится. Бесится, потому что никак не найдут такого приметного парня. Почему ты вообще меня об этом спрашиваешь?» «Хотел понять, почему он убил Оливию», – соврал я. «Ты завидишь сегодня?» «Не думаю. У меня возникли кое-какие планы». «Хо-хо, ладно, до встречи», – рассмеялся Патрик. «Хэ, планы у него». Я несколько раз прошелся по стоянке, мимо интересовавшего меня авто. Любой вменяемый преступник бросил бы его подальше, но то, что мы встретили этого парня на набережной, говорило об обратном. Думаю, он был уверен, что этой машины не скоро хватится, а то, что ее владелец мертв, я не сомневался. Поблизости не было жилых домов и гостиниц, этот район не был жилым, но те самые заброшенные дома казались идеальным убежищем. «Я мог рассказать обо всем Патрику. Мэнсон был бы рад заполучить этого урода, но я не собирался этого делать. После убийства Оливии у меня были свои счеты к этому парню. Очень серьезные счеты». Я вернулся в парк, чтобы хорошо все обдумать. Мэнсон разбудил телефонный звонок. Он нащупал лежащий на столе смартфон и поднес его к уху, пытаясь встряхнуть остатки сна. «Доброе утро, Раджи», — услышал он голос Геста. «Вильма с тобой?» «Нет», — ответил Мэнсон. «Я... ночевал в участке». «Странно. Она не отвечает на звонки, и в дверь я несколько раз стучал». Мэнсон вскочил на ноги. «С Вильмой должно быть все в порядке, иначе просто не может быть», — успокаивал себя он. Но липкий, холодный страх уже пополз по его телу. Он не мог понять, почему это чувство так внезапно и цепко охватило его, но почти был уверен, что неспроста. «Я скоро буду», — сказал Мэнсон и сунул ноги в кроссовки, которые даже не потрудился зашнуровать. Выскочил из кабинета. Уже в машине он несколько раз набирал номер «Вильмой», но та не отвечала. Потом снова позвонил Гест. «Реджи, я слышу мелодию ее звонка за дверью». Мэнсон не ответил, а только утопил педаль газа. Он понимал, что спешка не поможет, и все равно торопился как мог. Вбежав в холл гостиницы, он замедлил шаг и подошел к стойке администрации. «Долорес, ключ от всех дверей». Видев, в каком состоянии Мэнсон, она быстро и без вопросов положила нужный ключ-карту на стойку. Мэнсон схватил его и бросился к лифту. Гест поджидал его возле двери в номер «Вильмы». Они переглянулись, и глаза обоих были полны беспокойства. «У меня нет табельного оружия», — сказал Гест. Мэнсон достал свой пистолет и подрагивающей рукой провел картой по замку. Дверь приоткрыл Гест. Поначалу казалось, что в номере никого нет. Мэнсон сделал несколько шагов вглубь и увидел ее. Еще секунду назад в нем теплилась надежда. Теперь ее не осталось. Вильма в бирюзовом халатике сидела на старомодном с подлокотниками стуле с запрокинутой головой. На ее шее виднелся багровый след от веревки, которая валялась рядом на полу. Мэнсон повидал достаточно трупов, чтобы понять, что она мертва уже несколько часов. Он выронил бесполезный пистолет и, опустившись на пол, прижался щекой к ее холодной ладони. Когда приехал вызванный Гестом наряд и эксперты, Мэнсон все еще сидел возле нее. Поцеловав пальцы, он поднялся и беспомощно осмотрелся. На журнальном столике увидел ее очки. Она не всегда их носила. Он даже не знал, насколько у нее плохо со зрением. Но в тот первый день, когда они встретились, они были на ней. Мэнсон взял их и бережно убрал в карман. Посмотрев на Гест, он вышел из номера. Мэнсон задыхался, задыхался физически и от боли, которая сокрушила, раздавила его. Расстегнув верх рубахи, он вышел на улицу и бесцельно побрел по ней, иногда натыкаясь на прохожих. Он смотрел в эти лица и не мог им простить того, что у них нет ее, и они могут жить. А еще ему казалось, что вот несколько шагов, и он увидит Вильму, идущую ему навстречу. И когда он уже готов был увидеть ее, он увидел. Мертвую, безвольно обмягшую на стуле. Мэнсон сел на ступени возле какого-то здания и обхватил голову руками. Без Вильма его жизнь потеряла всякий смысл. Он совершенно не представлял, как ему жить дальше и зачем. Кто-то сел рядом с ним, и Мэнсон почувствовал крепкую руку на своем плече. Повернув голову, он увидел Лепетти. — Поверь, с этим можно жить, — сказал тот. — Херово, но можно. Мэнсон не ответил, но немного пришел в себя. — Теперь ты хочешь того, что и я? — спросил Лепетти. — Этим не вернуть Вильму. — Ну да, хочу. — Не пей, не помогает. Только хуже становится, — сказал Лепетти, и, поднявшись со ступени, ушел прочь. По своему опыту, он считал, что сейчас Мэнсона лучше оставить одного. Никто, кроме него самого, не мог ему помочь. Мэнсон не мог вернуться ни домой, ни на работу. Он не знал, как с этим справился Лепетти, но не внял его совету и пошел в ближайший бар. Он пил долго и настойчиво, и это действительно не помогало. С каждой новой рюмкой отчаяние и боль становились сильнее, а воспоминания о времени, проведенном с Вильмой, душили его. Но Мэнсон ушел из бара и долго бродил по улицам, пока не оказался возле морга. Как будто ноги сами привели его туда. Он зашел внутрь. Его там хорошо знали и беспрепятственно пропустили, несмотря на то, что он был сильно пьян. — Привет! Позволь мне побыть с ней! — попросил он дежурного. Тот только кивнул и проводил в мертвецкую. Вскрытие уже сделали, и Вильма, зашитая, лежала на каталке, накрытая простыней. Мэнсон приоткрыл ее, чтобы увидеть лицо, и едва сдержался, чтобы не зарыдать. Он придвинул другую каталку и лег рядом с Вильмой. Нащупав под простыней ее безжизненную руку, Мэнсон крепко сжал ее. — Девочка моя! Мы могли бы быть счастливы, как никто! Прости, что не уберег тебя! Он еще долго говорил с Вильмой, пока не заснул, так и не снимая ее руку. Очень скоро холод мертвецкой заставил его проснуться. Мэнсон в ужасе поднялся на каталке. В момент пробуждения Вильма была еще жива, пока осознание реальности не вернуло боль от случившегося. Мэнсон какое-то время смотрел на мертвое, но все еще красивое и родное лицо Вильмы, пытаясь удержать его в памяти, и, поцеловав ее в губы, покинул морг. До рассвета оставалось недолго, и Мэнсон снова не знал, куда ему идти. Была жизнь до появления Вильмы, была жизнь, когда они встретились. С безумством, щемящей любовью и обжигающим счастьем. Теперь это было в прошлом. Мэнсон добрался до ограды загона, а за ним зияла пустота. Никто не ждал его с той стороны. В этот момент Мэнсон понял, что единственное, что заставит теплиться его никчемную жизнь, это поимка Карла Лассаля. И не только поимка. Мэнсон вспомнил вчерашний разговор с Лепети на ступенях. Теперь он был готов. Готов найти и убить Лассаля. Мэнсон вернулся в участок, чтобы заново посмотреть все, что у них было на серийника. Каждую бумажку, каждый протокол, каждую запись. Первым делом он принялся изучать биографию Лассаля с самого детства. Все, что им удалось собрать. Когда он дошел до периода жизни Лассаля в коммуне, понял, что и Вильма могла ошибаться. Он вспомнил их разговор после похода в Равновесие. Вильма утверждала, что Лассалю чуждо сектанство. Однако он около десяти лет провел в коммуне, занимавшейся фермерством. Мэнсон нашел адрес коммуны и сделал пометку в блокноте. В биографии Лассаля были огромные белые пятна с момента первых его убийств. Он словно исчез на долгие годы. Потом объявился, уже вместе с матерью, довольно далеко от Олбрука. И после второго заключения Эрики за убийство семьи из трех человек снова выпал из поля зрения. Карл не был социально активным, и его следов в интернете было ничтожно мало. Только недавно всплыло, что он регулярно посещал страницы первых двух жертв с фейкового аккаунта, конечно. Когда он добрался до этой информации, рабочий день уже был в разгаре, и Мэнсон вызвал к себе компьютерщика, который занимался этим. Он знал этого парня как смышленого и добросовестного, но сейчас у него возникли вопросы. «Брэн, как так случилось, что убийца постоянно мониторил странички жертв в соцсетях, а вы этого не нашли?» – спросил Мэнсон, когда тот явился в его кабинет. «Шеф, мы проверили всех. Он выходил в сеть с IP-адреса, зарегистрированного на хозяйку квартиры. У хозяйки дочь практически ровесница жертвы, они могли быть подругами, ну или хотя бы знакомы. Так что ни у кого не возникало подозрений». Лассаль делал свои аккаунты под видом женских, типа Супер Моника, Принцесса Цирка. «На по второй жертве мы вычислили, но уже была известна его личность». «Могли быть подругами», – повторил Мэнсон. «Свободен, Брэн». Мэнсон тоже покинул кабинет и спустился к экспертам. Его давний приятель, старший эксперт Кёртис, сидел за столиком и задумчиво макал крекер в чашку с чаем. Он взглянул на Мэнсона, и тот увидел в его глазах сочувствие. Похоже, уже многие знали о связи Мэнсона с Вильмой. Он присел на соседний стол. «Хочешь чая?» – спросил Кёртис. Мэнсон кивнул. Кёртис нажал на кнопку электрочайника и положил в чашку пакетик с чаем. «Поем, рассказывай», – попросил Мэнсон. «Рэджет, тут все иначе, не как в доме Оливии. Он опять не наследил. Помимо отпечатков самой мяги, нашли еще три группы. Все идентифицировали. Они принадлежат Гесту, Вандербейлу и девушке, которая убирала номер. Дверь... Не могу сказать точно, с тех пор, как появились электронные замки, следов взлома не найти. Так что или она открыла сама, или... Но я думаю, сама. Это вписывается в общую картину». Кёртис развел руками, после чего залил чашку кипятком. Он достал из стола фляжку и добавил несколько капель. «Не то бальзама, не то коньяка». «Знаю, что хочешь спросить?» «Нет, она умерла не там, где ее нашли. Мы обнаружили следы волочения и небольшой кровоподтек на подбородке. Думаю, ее ударили, как только она открыла дверь и сразу же стали душить. На стул ее усадили уже после смерти. Зачем?» «Вопрос не ко мне». Такие выводы делала госпожа Мягий. «Подробный рапорт я отправил тебе на e-mail, но... Похоже, ты не потрудился проверить почту. Есть еще кое-что. Мы осматривали замок, ведущий на чердачное помещение. Вот он был взломан, причем совсем недавно». «Спасибо, Лэм», — сказал Мэнсон. Он встал из-за стола и, так и не притронувшись к чашке с чаем, вышел из кабинета. Придя к гесту, он застал там Вандербейла. Они оба пристально профессиональным взглядом посмотрели на Мэнсона, словно оценивали его профпригодность. «Я не в порядке. Совсем не в порядке», — сказал Мэнсон. «Мы собирались на Ривьеру. Я... Я любил ее. Рэджи мне жаль. Мне действительно очень жаль. Самое досадное, что мы были рядом, когда...» Каспар на секунду запнулся, ища нужные слова. «Когда это случилось?» «Я не в порядке», — повторил Мэнсон. «Но попросил бы не отстранять меня от расследования или хотя бы дать возможность делать это неофициально». Гест и Вандербейл переглянулись и оба кивнули. Гест выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет Мэнсона, который он оставил в номере Вильмы. Протягивая оружие Мэнсону, Гест сказал. «Хорошо подумай, прежде чем нажать на курок. Возможно, смерть — более легкий выход, чем пожизненная в Роберте». «Я могу идти?» — спросил Мэнсон. Получив утвердительный ответ, он вернулся к себе и снова зарылся в бумаге. Он просидел так до позднего вечера, погрузившись в жизнь Карла Лассаля. Он пытался что-то понять, увидеть за сухими словами на бумаге. Мэнсон не знал, чем ему это может помочь, но предпочел заниматься именно этим, а не прочесывать город вместе с коллегами. Он почти был уверен, что если и найдет что-то, то здесь, а не на улицах. И еще ему не давала покоя мысль, как они с Вильмой могли так ошибаться, что Лассаль покинул город. Он остался, затаившись как тень, чтобы потом расправиться с Вильмой. Но зачем? Твою мать, зачем? Что такого узнал Лассаль и от кого, чтобы убить их? Не в порыве ярости, как Оливию, а расчетливо и хладнокровно. Мэнсон не находил ответов. Как же ему не хватало Вильмы? Домой он вернулся за полночь. В спальне он достал очки Вильмы и принялся тщательно протирать линзы. Оттерев их до блеска, Мэнсон положил их на прикроватную тумбу и, погасив свет, улегся в постель. Ему казалось, он чувствует ее присутствие и запах, а потом он увидел ее саму. Она сидела как тогда, оперев подбородок на колено и смотрела в окно. Мэнсон боялся пошевелиться, понимая, что если попытается приблизиться, чтобы обнять ее, она исчезнет. Он сам не заметил, как заснул, глядя на свою любимую женщину. Теперь уже мертвую любимую. Утром он проснулся позже обычного. Приняв душ и выпив крепкого кофе, Мэнсон поехал в участок. Он собирался отправиться в коммунну, где долгое время пребывал Лассаль. Но, зайдя к Гесту, узнал, что скоро приедет отец Вильмы, чтобы забрать ее тело. Поездку пришлось отложить. Мэнсон просто обязан был увидеть ее отца, человека, который вырастил эту потрясающую женщину и который оставил на столе фото, изменившие всю ее жизнь. Он лично встретил его и нашел смелости посмотреть в затуманенные горем глаза. Они вместе отправились в морг, пока Гест организовал машину для перевозки. Все это время Мэнсон испытывал вину и неловкость перед этим раздавленным стариком, который утопал в скорби. Взглянув на Вильму, Мэнсон снова отчаянно захотел прикоснуться к губам Вильмы, но не решился сделать это в присутствии ее отца. Совсем не из-за робости или стеснения, и ему казалось, что это будет выглядеть демонстративно и фальшиво. «Можете сделать это, молодой человек», — сказал Арви мяге. Мэнсон понял, от кого Вильма унаследовала свою проницательность, и в нем затеплилась надежда, что ее отец как-то сможет помочь. Арви заметил колебание Мэнсона, на несколько секунд задержал на нем взгляд. «Нет», — сказал он, — «сейчас мой мозг не может работать нормально. Вильма была поздним, долгожданным ребенком, моя единственная дочь, и я бы хотел побыть с ней наедине». Мэнсон приблизился к Вильме, нежно коснулся ее бледных холодных губ своими и вышел из морга. Он ничего не сказал ее отцу, не стал давать обещаний и клятв, не стал утешать и соболезновать. Все это было бессмысленно. Мэнсон понимал это как никто другой. Ничто в этом мире не могло вернуть Вильму. Мэнсон сел в машину и стал ждать, когда вынесут тело Вильмы. Ее отец не пригласил его на похороны, и он не смел винить его. Но он и сам не очень рвался на это мрачное скорбное действо. Мэнсон уже простился с Вильмой. Позже он обязательно навестит ее могилу, и, возможно, иногда она будет навещать его, как этой ночью. Вернувшись в отдел, Мэнсон снова со стервенением накинулся на бумаги. В этот раз он сосредоточился на Эрике. Ему не давал покоя сон, тот самый, который он видел после поездки в Роберту. «Случается, мужья изменяют, и, возможно, часто, но это не повод стрелять им в лицо». «Что с тобой случилось, Серика?» – думал Мэнсон, ковыряясь в ее прошлом. Она часто переезжала и дважды меняла фамилию. Мэнсон удивил факт, что до трех лет она была не с полик. Мэнсон сделал запрос на ее мать и выяснил, что с отцом Эрики та развелась через год после ее рождения. Как понял Мэнсон, о своем родном отце Эрика узнала уже подростком. Этим человеком оказался Янси Грубер, уроженец Олбрука, который проживал в нем до своей смерти в 2009 году. Именно в тот год произошли первые два убийства любовника. Мэнсон вплотную занялся этим Грубером. Брак с матерью Эрики оказался единственным, и из живых родственников на данный момент оставались только его дочь и внук. Эрика и Карл Лассаль. Найдя адрес Грубера, Мэнсон позвонил Лепетти. Они встретились за летним столиком кафе в полквартале от дома Грубера. Лепетти сел напротив Мэнсона и ждал пояснений. «Крестов, похоже, я выяснил, где любовник обитал на момент первых убийств. Он унаследовал дом деда. Его дед не жил с семьей, был местным». «И что?» – спросил Лепетти. «Думаешь, он и сейчас там?» «Нет его в городе. Не то, что каждый полицейский. Каждый житель ищет мужчину с обгоревшим лицом». «Мы с Вильмой думали так же. Знаешь, Крестов, я уже начал думать, что Оливия исправила его лицо, и только после этого он убил ее». «Ты думаешь, такое возможно?» – удивился Крестов. «То, как он с ней расправился, говорит об обратном, как и многие другие факты». «Ты прав, Крестов, но я все равно допускаю такую возможность. Сейчас я готов допустить что угодно, и в любом случае собираюсь наведаться к его жилищу». «Ты со мной?» Крестов кивнул, и они вышли из кафе. Через несколько минут пешком они добрались до нужного места. Дорога там делала поворот на 90 градусов, и дом получался как бы угловым. За ним начинался широкий овраг, который делил центральную и северо-западную часть города, а слева начиналась пешеходная дорожка, ведущая к реке. Подойдя вплотную к штакетнику, который огораживал дом, они осмотрелись. Дом и участок выглядели совсем заброшенными. Даже ведущая к двери дорожка из тротуарного камня обильно заросла, пробивающаяся между камнями травой. Окна, завешанные толстыми шторами, занесло паутиной пылью. «Все еще думаешь, он был здесь?» Мэнсон не ответил. Он достал пистолет и, сняв его с предохранителя, открыл калитку. У передней двери они задержались недолго. Она оказалась запертой. Идя к задней, Мэнсон несколько раз пытался заглянуть в окно, но тщетно. Они были слишком плотно завешены. Задняя дверь была закрыта на навесной замок, но одна из ушек была откручена и свободно болталась. Мэнсон понимал, что тот, кто сделал это, был здесь не день, не неделю назад и вряд ли даже в этом году. Он осторожно потянул дверь, и та со скрипом отворилась. Внутри их встретило полное запустение и мрак. Мэнсон не стал отдергивать шторы, а попросту включил свет. Дом выглядел необитаемым. Ни один год здесь никто не появлялся. Выглядел он самым обыкновенным. Без кровавых надписей, жутких алтарей или многочисленных фото жертв на стенах. Совсем не киношное логово маньяка. Но тем не менее, это было оно. Мэнсон в этом не сомневался. А также заметил отсутствие зеркал, которых любовник явно избегал. Они с лепети осмотрели все, включая подвал с тренажерами, и поняли, что кто-то уже делал это до них. Кто-то делал здесь обыск, не устроив бардак, но и не особо пытаясь его скрыть. Вещи по большей части принадлежали старику Груберу. А Лассаль не стал избавляться от них, а своими почти не обзавелся. Мэнсон надел перчатки и стал обшаривать ящики стола и серванта. Лепети безучастно стоял неподалеку. «Думаю, если тут что и было, — сказал он, — то это забрал тот, кто побывал тут до нас». Мэнсон понимал, что тот прав, но как одержимый продолжал перебирать старых лам. «Почему, черт возьми, в кино всегда находилась какая-нибудь важная улика? Но в реальности этого не случается», — думал Мэнсон. «Кристоф мог бы помочь, когда ты стал таким скептиком?» «Реджи, у меня было больше времени, чтобы оправиться, и я не строю иллюзий. Что вообще ты хочешь найти? Всем и так известно, кто убийца, и остается только найти его». «Твою мать, Кристоф!» — вспылил Мэнсон. «Я ищу хоть что-то, что поможет мне найти его раньше остальных и найти того ублюдка, который помогал ему». «О чем ты?» — удивился Лепети. «Прости, Кристоф, Вильма считала, что кто-то помогал ему или что-то в этом роде. Этого пока нет в официальных документах. Я узнал об этом во время поездки в Роберту. Я думаю, она права, и, скорее всего, именно он побывал тут до нас». «Чего еще нет в официальной версии?» — спросил Кристоф. «Только этого», — ответил Мэнсон и с грохотом захлопнул тумбочку. «Вызывай экспертов». Лепети не стал возражать и позвонил в участок. Дождавшись группы, они продолжили осмотр. Ничего хотя бы на первый взгляд полезного так и не нашли. Даже точной уверенности, что Лассаль обитал именно здесь, не было. За долгие годы следов его пребывания не осталось. «Что собираешься делать дальше?» — спросил Кристоф. «Точно не знаю», — ответил Мэнсон. «Я сегодня собирался в коммунну, где жил Лассаль. Но пришлось отложить из-за приезда отца Вильмы. Сейчас я больше склоняюсь к поездке по месту жительства Эрики. Но перед этим поговорить с Райсом. Уверен, он знает больше, чем мы». «Да, тот еще тип. Никогда не мог понять, что у него на уме. Мне поехать с тобой?» «На встречу с Райсом нет. Я позвоню тебе позже». Мэнсон пошел к кафе, где оставил свою машину, по дороге набирая номер Райса. «Привет, Виктор. Мы можем встретиться?» — спросил он, когда тот ответил. «Прямо сейчас нет. Я не в Албурке. Я собираюсь быть на похоронах Вильмы». Мэнсон несколько удивился. Он не подумал о такой возможности. «Хорошо, я перезвоню», — сказал он и отключился. Поздним вечером он лежал в своей постели, которая раньше была одинокой, а теперь одиночество возвысилось до отчаяния. Очень мучительно было осознать утрату Вильмы. Мэнсон словно сорвался в пропасть, темную и глубокую, и пытался разглядеть ее наверху, на самой кромке возле небес. Иногда там что-то мелькало, но чужое и неприветливое. Мэнсон около часа пролежал, глядя в полумрак комнаты, но Вильма не пришла, как не пришел и спасительный сон. Вместо Вильма явился он. Он стоял в ногах возле кровати и смотрел на Мэнсона. На нем была толстовка с капюшоном, и Мэнсон совсем не видел его лица. Только яркие, сияющие красные глаза. Сполик откинул капюшон и лег на кровать поверх лоскутного одеяла. В серебряных холмах сентябрь был жарким, даже ночью. Оказавшись здесь, Сполик затаился, лишь изредка выходя, чтобы купить кое-что из еды. Городок показался ему спокойным и приветливым. Множество туристов было ему только на руку. Горожане привыкли к чужакам. Сполик, а именно так он стал называть себя после того, как вышел из зажогового центра, фамилия Лассаль умерла вместе с отцом, и он взял девичью фамилию матери. Матери, которую он любил и ненавидел. Было время, когда он думал, что они больше не встретятся. Сполик и не желал этой встречи. Он привык к одиночеству, и ему оно нравилось. Однако, когда она вытащила его из психбольницы, он был ей очень благодарен. Не сразу поначалу он даже не узнал ее, и мало что понимал в происходящем. Несколько лет на сильных препаратах превратили его в растения. Прошел не один месяц, прежде чем отчасти он пришел в себя. Со второй девушкой сразу не получилось. Она оказалась хитрее первой. Когда Сполик был готов забрать ее, она задумала спрятаться и одела пестрое платье. Этим она не могла обмануть Сполика, но сильно разозлила. Он понял, что должен быть готовым и не дать этой сучке обмануть себя. Он сам купил нужную одежду и убрал в багажник в ожидании нового подходящего момента. Совершив второе изнасилование и убийство, Сполик снова взлетел до заоблачных высот. Даже когда многое притупилось, он не расстроился. Он знал, что скоро снова встретит ее, и так будет всегда. Но жизнь преподнесла ему новую каверзу. Сполик не знал, как тот человек нашел его. Вернувшись с лесной прогулки домой, он застал его в собственном доме. Тот вольготно сидел в старом дедовском кресле, и в руке его был пистолет. В тот момент Сполик словно потерял опору, которую долго выстраивал. Только наладившаяся жизнь в одну секунду рухнула. Даже то, что человек не выстрелил сразу, не оставляло Сполику надежды. Его очень удивило, когда незнакомец заявил, что Карл болен, и он здесь, чтобы помочь ему. Он собирался отвезти его к доктору. Сполик совсем не верил в добрые намерения этого человека, и когда тот, встав, стал приближаться к нему, ждал удобный момент для нападения. Момент не представился, незнакомец оказался на редкость уверенным и хладнокровным. Сполика потряс заряд тока из электрошокера, и он вырубился. Очнулся он уже в багажнике автомобиля, умело связанный скотчем по рукам и ногам. Куском скотча был заклеенный его рот, как некогда его беспомощных жертв. В багажнике он пробыл довольно долго, ему казалось, что несколько часов, и все это время машина двигалась. Когда, наконец, машина остановилась, и дверцу багажника подняли, на улице стояла глубокая ночь. Сполика подхватили два крепких санитара и поволокли в здание, возле которого остановилась машина. А он не сопротивлялся, это было бессмысленно, и только с ужасом смотрел на пожилого человека. Сполика, который неспеша набирал шприц. Первые дни Сполик пытался как-то бороться, но понял, что это глупо, и стал изображать безвольного и пассивного пациента. Очень скоро он стал таким уже без притворства. Из него сделали существо без воли и способности мыслить. И его жизнь, если ее можно было назвать таковой, теплилась только на животных инстинктах, которые исключали желание спариваться. Эти годы прошли для Сполика как нелепый сон, который практически выпал из памяти. Он совсем не помнил, как мать забрала его, как оказался в незнакомом загородном доме. Его сущность медленно, капля за каплей возвращалась. И женщина, которая ухаживала за ним, казалась ему смутно знакомой. Только через несколько недель он, наконец, понял, кто она. До этого момента он даже не пытался заговорить с ней, как и она сама. Она только кормила его, как младенца. Мыла в ванной, нежно водя по телу мочалкой. А случалось, я обнимала его и плакала. «Мама!» Выдавил Сполик свое первое слово. Эрика прижалась к нему и прошептала. «Я так боялась, что ты не вернешься!» Потихоньку их жизнь налаживалась. Они жили очень уединенно в старом запущенном доме заброшенного фермерского хозяйства. Ближайший населенный пункт был в нескольких километрах. До него даже не было нормальной дороги, только старая грунтовка с выездом на шоссе. Эрика пару раз в неделю ездила на убогом пикапчике за продуктами. Несколько месяцев они наслаждались покоем и уединением. Казалось, они нашли свое место. Однажды за завтраком, довольно улыбаясь, Эрика сказала. «Сынок, у тебя сегодня день рождения, и у меня есть подарок для тебя». Карл, забывший про эту дату, вспомнил, что так и есть. Слова матери заинтриговали его. Он попросту не мог представить, что за подарок его ожидал. В доме имелся подвал, вход в который был за домом. Сполик никогда не бывал там, но сегодня мать привела его туда. Они спустились вниз по покосившимся ступеням и оказались в темном захламленном помещении. Эрика включила свет, и Карл осмотрелся. На старых пыльных полках ютились всевозможные банки и бутылки, в большинстве пустые. На полу валялась разная нужная и ненужная утварь, копившаяся годами. На дальней стене висела уродливая покрывала с парой лебедей. Эрика отодвинула его. За ним обнаружилась дверь, закрытая на массивный засов. Эрика сдвинула его и пригласила Карла зайти внутрь. Когда зажглась тусклая лампа, Карл увидел совершенно голую девушку, сидящую на цепи, которая щурилась от внезапного света. А потом она бросилась к ним и стала лизать ботинки Карла. «Сынок, я знаю, ты взрослый, тебе это нужно. Я долго занималась с ней, она сделает все, что ты пожелаешь. Развлекайся, сынок, я оставлю вас». Эрика ушла, закрыв дверь, а Карл посмотрел на девушку, потом на матрац в углу, на миску и ведро, служившее туалетом. Он поднял девушку за волосы, чтобы рассмотреть ее лицо. Она была симпатичной, но не той, кто ему был нужен. Она совсем не возбуждала его, не вызывая ничего, кроме отвращения. Карл достал свой член и запихал ей в рот. Девушка стала сосать его, помогая рукой. Она старалась, как будто от этого зависела ее жизнь, а именно так и было. Ах, мялый член Карла почти не реагировал. Он напрягся лишь самой малости и снова обмяк. Когда он понял, что ее старания бесполезны, снова взял ее за волосы и ударил головой об кирпичную стену. Ах! Она вскрикнула, совсем не громко. А Карл ударил ее еще раз, еще, еще, еще. Он не чувствовал ничего, просто методично долбил ее головой об стену. Потом он помочился на ее мертвое тело и вышел из подвала. Эрика удивилась, когда он вошел в дом. Она была уверена, что он останется в подвале надолго. А когда увидела кровь на одежде сына, все поняла. «Прости, мама, я очень тронут твоим подарком и то, что ты заботишься обо мне. Эта девушка, это не та девушка. У меня не возникло к ней чувств». «Мне жаль, Карл, что я не смогла угодить тебе». «Не волнуйся, мама, все нормально. Это был прекрасный подарок. Ее не хватится?» «Нет, она не местная», — сказал Эрика. «Ехала автостопом уже не помню куда. Я подобрала ее на дороге перед поворотом на ферму». «Хорошо. Позже я закопаю ее. Давай пить чай». Освободившись, Эрика нашла родного отца Карла, и ему пришлось дать немалую сумму отступных за ее молчание и помочь вызволить Карла из психиатрической лечебницы. Взамен он попросил Эрика убраться подальше от Олбрука. Она так и сделала, когда забрала Карла. Они оба были неприхотливыми и привыкли довольствоваться малым, и при таком образе жизни могли долго оставаться в этой глуши. Могли. Но Эрика снова все испортила и оставила Карла одного. Он не знал подробностей, не знал причину, по которой Эрика убила ту семью, но был уверен, что эта причина была, потому что никогда не считал Эрику сумасшедшей, как себя. Он недолго продержался на ферме. А злобленность на весь мир и в первую очередь на Эрику, за то, что она снова оставила его одного, точили его изнутри. И он знал, что ему может помочь. Для этого ему нужно было вернуться в Олбрук. Эрика никогда не хранила деньги в банке, и дело было даже не в недоверии. Недавно освободившаяся уголовница с большой суммой денег подозрительный клиент. Сполик знал, где она их прячет, и, забрав деньги, покинул ферму. Ему было жаль, что все так закончилось. Это место словно исцеляло его, хотя Эрика своим подарком всколыхнул забытые чувства. Теперь, когда Эрики не было рядом, они вспыхнули с новой силой. Олбрук и Карл не решился вернуться в свой дом, считая это опасным. Тот человек знал это место, и Карл совсем не хотел встретиться с ним снова. Возможно, ему стоило убить его, но для начала его нужно было найти. Карл не знал, кто он, это знала Эрика, но так и не успела рассказать ему или не захотела. А Карл не торопил ее, думая, что у них впереди еще много времени. В Олбруке он поселился в маленькой гостинице на окраине города и проводил вечера в сквере неподалеку. Место казалось ему идеальным. Напротив сквера были пара магазинчиков и кафе, к Wi-Fi которого можно было подключиться. Карл копался в соцсетях и присматривал за улицей, ожидая, когда появится девушка в голубых джинсах. То, что она появится, он не сомневался, а когда в интернете ему попадался кто-то похожий, у него возникала сильная эрекция. Он чувствовал, что девушка совсем близко. Казалось, еще немного, и он найдет ее. Но сначала он нашел Ханну Штур. Ханна была местной и совсем не походила на его жертв. Карла заинтересовало другое. Многим страничкам он уделял пристальное внимание, обращая внимание на даты, места и прочее. Он обратил внимание, что девушка на несколько лет выпала со страниц соцсетей. Последние фото перед тем, как она исчезла, были из туристического лагеря Лохома на озере с тем же названием. После этих фото было несколько постов с соболезнованиями. Новые фото девушки появились только спустя 4 года. Сполик не знал, почему обратил на это внимание, но ему стало интересно, что же случилось в этой самой Лохоми. Он начал рыться в поисках информации и нашел несколько местных статей того времени. Он выяснил, что за трагедия там произошла. На уединившуюся парочку напал волк. Подоспевшие друзья отпугнули зверя, но парочка серьезно пострадала. Парень умер уже по дороге в больницу, а у девушки оказались сильно повреждены лицо и грудь. Карлос совсем не тронула эта слезливая история. Его интересовало другое. На прошлогоднем фото, где девушка была в бикини на пляже, ее лицо и грудь выглядели идеально, без намеков на встречу с волком. Карл захотел познакомиться с этой девушкой поближе. Тринадцатое. Эй, Динуа. Ходить по кварталу бедноты, заглядывая в каждую дверь, было глупо. Я пристроился на набережной неподалеку от входа к домам и стал ждать. Через два часа ожидания я начал терять терпение. Не знаю, как снайперы, охотники и полицейские часами сидят в засаде. У меня не получилось, хотя я мог бы позволить себе читать газету или пользоваться инетом на смартфоне. Я понял, что зря трачу время, которое мог использовать для другого. Оставив свой пост, я пошел на стоянку. Набережная возле квартала и он сам исключали движение транспорта, но в задней части я нашел проезд, сохранившийся со времен постройки квартала. Проезд шел вдоль забора, отделявшего его от фабрики. Сейчас его перекрывала массивная цепь, закрепленная на каменных столбах. Я подошел ближе и улыбнулся. Жители холмов были беспечны и доверчивы. Дверь даже не была закреплена, а всего лишь накинута на железные крюки. Теперь мне нужно было кое-что купить. К моему удивлению, электрошокер в Серебряных холмах купить можно было только через интернет и два-три дня ждать доставки. Немного подумав, я остановился на хлороформе. То, что этот парень пойдет со мной добровольно, было крайне сомнительно. Я решил не испытывать судьбу, а взять его в качестве багажа. Я не мог рассказать о том, что задумал ни Патрику, ни Линде. И если бы Патрика я мог хотя бы просто проигнорить, то с Линдой надо было как-то объясниться. Я не хотел ей лгать, потому что не мог позволить такого в наших отношениях. Я всегда ценил доверие и не хотел его лишиться. Я написал ей смс, чтобы она позвонила, когда будет свободная минутка. Разделавшись с делами, я вернулся на набережную и снова занял свой пост. В этот раз я не продержался получаса. Я почувствовал, что проголодался и пошел в Наполеоны. Звонок Линды застал меня там. «Привет, родная!» — сказал я, услышав ее милый голос. «Соскучился?» — спросила она. «Безумно! Но звоню, потому что мне внезапно понадобилось уехать на пару дней». На том конце возникла пауза. «Прости, родная, я не могу рассказать тебе все сейчас. Обещаю сделать это, когда вернусь». «Сет, это ужасно глупо, но я боюсь», — дрогнувшим голосом сказала Линда. «Боюсь, что с тобой что-нибудь случится, или ты просто уедешь и никогда не вернешься ко мне». «Что ты, милая? Ты же знаешь, этого не случится. Я всегда буду с тобой. То, что я хочу сделать, действительно очень важно, и это не займет много времени. Мне нужно вернуться в Олбрука. Для мужчин он безопасен». «Я как мог пытался ее успокоить». «Ты будешь мне звонить?» — спросила она. «Обязательно. Я, наверное, окажусь там ночью, поэтому позвоню тебе утром». «Мне почему-то неспокойно. Не знаю, что ты затеял, но, пожалуйста, береги себя». «Обещаю вернуться быстро и в лучшем виде. До завтра. Мне уже пора». Я никуда не торопился, но хотел закончить этот разговор, понимая, что растревожил Линду. Я хотел снова вернуться на пост, а потом решил немного вздремнуть. Если все сложится удачно, мне предстоит долгий путь, и лучше, если я отправлюсь отдохнувшим. Я зашел в один из домов и, поднявшись на верхний этаж, пристроился на кровати. Я проснулся незадолго до поставленного будильника. Было начало десятого, и за окном совсем стемнело. Квартал почти опустел. Работали только несколько кафе. Выпив кофе, я вернулся к домам. Неспеша я бродил возле них, тщательно рассматривая каждое окно, пытаясь увидеть хоть какой-то намек на свет. В домах не было электричества, но если любовник здесь, то должен использовать фонарь или свечу. Когда я проходил мимо туалетов, меня словно осенило. М-м-м, может, стоит подкараулить его здесь. В жилищах не было сортиров, но даже маньяки нуждаются в них. Постояв там несколько минут, вдыхая запах нечистот, я уже не думал, что это хорошая идея. Возможно, по-малому он вообще ходил в ведро, которые были в каждом жилище. Я решил вернуться сюда позже и продолжил осмотр окон. Несколько раз мне казалось, что я что-то видел, но это были только отблески луны на стеклах. А потом заскрипела дверь. Я попросту растерялся. Он вышел во двор, посреди которого я стоял, прям на виду, как огородное пугало. То, что это был он, я не сомневался. Толстовка с накинутым капюшоном совсем как там, в придорожном кафе. Не знаю, зачем он вышел, может, и правда в сортир, может, в кафе. Теперь это было уже неважно. Мы стояли и смотрели друг на друга. Все выглядело, как в каком-нибудь диком вестерне. Не хватало только свисавших стволов по бокам и пронзительной музыки неомарикона. А потом мы пошли друг другу навстречу. В отличие от меня, он не знал, кто я и зачем здесь. Я мог притвориться подвыпившим туристом. Но такая уловка могла сработать только на невообразимого идиота. Когда мы были уже достаточно близко, я почувствовал исходящую от него угрозу. Годы тренировок научили меня видеть опасность. Думаю, он тоже это чувствовал. Наша схватка была неизбежной, и я прикидывал варианты. Не знаю, что задумал он, но я успел ударить первым. В грудь, заставив ловить ртом в воздух. Вторым ударом раскрытой ладони в горло я сбил его с ног. Мне повезло. Парень был физически крепок, но совсем не боец. У него было мало шансов. Не дав ему опомниться, я обильно смочил платок хлороформом и приложил к его лицу. Тщательно обмотав его конечности скотчем и им же заклеив рот, я пошел на стоянку за автомобилем. Сняв цепь, я с выключенными фарами потихоньку въехал на территорию квартала. А когда я выбрался из машины, что-то случилось. Мои движения снова сковались. Как тогда на веранде я увидел еще одну машину и человека возле нее. Незнакомец открыл крышку багажника и двинулся к телу. Глядя на все это, я закипал от ярости. «Это мой трофей! Это, блядь, мой ебаный трофей! Не смей, сука!» Незнакомец словно не замечал меня, он затолкал тело в багажник и сел за руль. Когда машина скрылась за домом, я обрел способность двигаться. Бесчувственное тело маньяка лежало там, где я его оставил. Я не мог понять, что такое произошло. Возможно, он уже когда-то пережил подобную поездку, а я увидел ее отголоски. Я не хотел дальше вникать в эту тему. Сейчас было важно поскорее убраться отсюда. Словно копируя незнакомца, я положил маньяка в багажник и выбрался из квартала. Повесив цепь обратно, я несколько минут сидел в машине, приходя в себя. Мне не было страшно, я не жалел того, что сделал, но чувствовалось напряжение, которое возникло еще там, во дворе, когда мы столкнулись друг с другом. Когда напряжение сменилось эйфорией от того, что я смог поймать убийцу, я и никто другой, и теперь он был в моей власти и в моем багажнике. Хе-хе, я улыбнулся и наметил в смартфоне путь до Олбрука. Никогда не любил ночные поездки, особенно по неосвещенным участкам дороги. Слепящие фары редких встречных машин и бесконечно бегущая разметка, как в фильме какого-нибудь Дэвида Линча. А уж если едешь один, и ни с кем не перекинутся пары слов, и вовсе становилось утомительно. Перевалило за полноча, я проделал только треть пути. То, что я ехал именно в Олбрук, было для меня символично. Не знаю, почему я заморочился на этом. Я мог убить и закопать его в придорожном лесу, и, скорее всего, никто не узнал бы, что это сделал я. А если постараться, его тело могли найти очень нескоро. Хотя, если честно, я не был уверен, смогу ли я сделать это. Еще вчера я думал, что да, а теперь, когда он лежал в моем багажнике совершенно беспомощно, я уже сомневался. То, что он заслуживал смерти, для меня было очевидным. Но одно дело разбить кастетом лицо блондина, а другое лишить кого-то жизни, даже такого подонка. Для меня это было серьезной чертой. Если следовать нашим с Бертраном рассуждениям в Геральдике о Куртуазии, я защищал честь своей дамы. Я бы сделал это снова. Любовник не посягнул на честь моей дамы, но сделал нечто худшее. Меня ослепили фары встречного автомобиля, хотя водитель выключил дальний свет. Это словно привело меня в чувство. Я понял, насколько нелепы все мои рассуждения. Я просто боялся. Боялся перейти черту. Боялся оставить Линду одну. Боялся своей темной стороны. Я просто должен добраться с ним до клуба, а там уже принять решение. Тридцать три и одна треть. Место, которое много значило для меня. Там я впервые увидел Линду. Там мы сидели на ступенях, любуясь звездным небом. Там мы прятались от полиции. И еще там часто бывала Оливия. Женщина, которая могла творить чудеса. Пока этот подонок не расправился с ней, жестоко и бесчеловечно. Теперь я вез его туда, в тот самый цех, где мы провели ночь с Линдой, когда он убивал Оливию. Впереди показалась заправка с ночным кафе, и мне пришлось остановиться. Я заправил машину, старательно прислушиваясь. Маньяк вел себя тихо, и я рискнул зайти выпить кофе. Еще стаканчик я взял с собой. Вернувшись в машину, я закрепил смартфон в держателе. У меня не было той песни, что включала мне Линда в парке, но были оба их прежних альбома. Я поставил один из них и продолжил путь. Музыка взбодрила меня и изменила ход мысли. Где-то за морем, где-то за лесом, Жили принцессы, три стюардессы. Они улетали в дальние дали, Они там узнали, что мы не знали. А мы не хотели, мы так боялись, Мы поклонялись ржавой Тифали. Я иногда думал, как девочкам на ум приходят слова и в песен. Было в этом что-то магическое. Слушаешь и понимаешь, что за каждой строчкой скрывается нечто, И пытаешься это нечто извлечь. И, возможно, у каждого это получается по-своему, А некоторым и вовсе недоступно. Я слушал музыку с каждой минутой, приближаясь к Олбруку, А когда был уже неподалеку, Внял совет у Патрика и включил местную радиостанцию в надежде услышать новости. Новости начались в 4 утра. Видимо, они были каждый час. Кроме того, что Сереника все еще ищут, Конечно, он же лежит в моем багажнике. Я узнал, что после Оливии было еще убийство, И это заставило меня задуматься. Я не сразу понял, о ком шла речь, А потом догадался, что это та самая девушка, С которой я ехал в лифте и потом видел ее с Мэнсоном. И это она подходила к нам, Когда мы сидели с Линдой на ступеньках клуба. Вильма! Ее невозможно было забыть. Почему всегда умирают самые яркие? Новая волна гнева наполнила меня. Что ты за тварь такая? Убить шесть ни в чем не повинных девушек! Возможно, их было даже больше, Но мы знали только об этих. Такое мог сделать только психопат, И этот психопат сейчас лежал в багажнике моего авто. Думаю, не я один хочу расправиться с ним. Но сейчас я единственный, у кого есть эта возможность. Я выключил радио и продолжил путь в тишине. Вскоре я увидел кордон на дороге. Полицейские были те же, что и в прошлый раз. Они узнали меня и без заминок пропустили. Но я заметил, что один из них начал переговоры по рации. Возможно, докладывая о моем возвращении. Очень скоро я добрался до клуба, и он еще работал. Хотя был будний день, и автомобилей на стоянке было немного. Поставив машину возле самых ворот в цех, я зашел внутрь. Сначала мне хотелось осмотреться. Включив фонарь, я нашел рубильник и поднял рычаг. Большинство ламп или отсутствовали, или были разбиты, но часть все-таки горели, давая достаточно света. Я прошел по цеху, он оказался идеальным местом для чего-то жуткого. Подойдя к электротельферу, я взял в руки пульт и нажал кнопку. Он работал. Я чуть ли не с любовью посмотрел на опускавшийся на тросе крюк. Не думаю, что я был садистом, но почувствовал возбуждение. Не сексуальное, а вроде того, что испытывал в горах. Я вышел на улицу. Подняв крышку багажника, я сразу почуял запах мочи. Похоже, он действительно вышел в туалет, когда мы встретились. Маньяк бросил на меня взгляд и тут же отвел его. Хм. Видно, смелым он был только с беспомощными девушками, а сейчас дрожал от страха. Я успел это заметить за ту короткую секунду, что он смотрел на меня. Вытащив его из багажника, я поволок маньяка в цех. Увидев, где он оказался, тот совсем очумел от ужаса. Он непрерывно мычал заклеенным ртом. Мне было плевать, что он хочет сказать, и я не стал отдирать скотч. Положив его возле подъемника, я принес кусок веревки. Удивительно, но пока я делал петли, он успокоился. Его взгляд стал отсутствующим и безучастным, словно он куда-то делся, оставив здесь только свое тело. Это выглядело странно для меня, но что могло твориться в мозгу психопата, было неведомо. Я никогда бы не смог представить, что он думал и чувствовал на силуе умирающих девушек. Также не представлял, что творится с ним сейчас и куда забралось его восприятие. Минуту назад он трясся от страха, а теперь ему как будто стало все равно. Закончив с петлями, я надел одну из них ему на шею и поднял его на ноги. Вторую петлю я накинул на крюк Тельфера. Взяв пульт, я нажал на кнопку, поднимая крюк, пока веревка не натянулась. Теперь я мог с ним поговорить. По радио я узнал его имя, но мне совсем не хотелось пользоваться им. Он не заслуживал, чтобы я обращался к нему по имени. Я оторвал скотч с его губ и посмотрел в лицо. Не знаю, что я хотел услышать от него, все равно ничего не услышал. Он все так же безучастно смотрел в никуда и молчал. Я влепил ему пощечину, пытаясь вернуть его. Это помогло лишь отчасти. Он впился в меня глазами, но продолжал молчать. Знаешь, я всегда с сочувствием относился к коллегам. Их жизнь нелегка. Ну ты, урод, недостойный капли сочувствия. Ты видел мою девушку там, в придорожном кафе. Она добра к людям, пишет и играет музыку. Она, твою мать, не насилует и не убивает людей, потому что ее лицо обезображено. Говоря это, я заметил, что мой голос дрожит и очень не хотел, чтобы маньяк понял это. Я замолчал и, не сдержавшись, ударил его в живот. Его ноги подогнулись, натянув веревку, и он быстро выпрямился, чтобы ослабить ее. Мне хотелось выпить. И, возможно, в студии было спиртное, но у меня не было ключа. Я подумал, и заклеив маньяку рот скотчем, пошел в клуб за выпивкой. Оказавшись на улице, я вдохнул полную грудь свежего утреннего воздуха. Хаос в моих мыслях не хотел приходить в порядок. Пока я ехал, все было проще. Теперь, когда маньяк висел на крючке от эльфера, я уже не знал, чего именно хочу. Мне вспомнился фрагмент из «Бешеных псов», когда один из бандитов отрезал ухо, привязанному к стулу полицейскому. Мне бы такое не принесло ни удовольствия, ни удовлетворения. Я без колебаний порезал бы его на куски, если бы это могло вернуть Оливию или как-то помочь Линде. Но теперь его смерть ничего не решала. Та девушка из лифта в любом случае была последней его жертвой. «Ильма», — подумал я, и снова что-то зашевелилось в мозгу. Клуб закрывался, и меня не хотели пускать. Но я сказал, что мне всего лишь нужна выпивка. Купив бутылку виски, я вернулся. Усевшись в машину, я сделал несколько приличных глотков. Приятное тепло разлилось по телу. Хаос в голове начал утихать, и я понял, что мой голос больше не будет дрожать, когда я снова заговорю с ним. Я выпил еще и пошел беседовать с маньяком. Первым делом я взял в руки пульт подъемника и нажал кнопку «Вверх». Повисший в воздухе маньяк отчаянно дергал ногами, пытаясь бороться с удушьем. Через несколько секунд я опустил его и снял скотч с рта. «Ну как тебе?» — спросил я. «Каково это почувствовать удушье?» «Попробуй, сам узнаешь!» — прерывисто дыша ответил он. «Я обалдел от такой дерзости и снова подвесил его. Он все так же дергал ногами, борясь за свою никчемную жизнь. В этот раз я не опускал его гораздо дольше, а когда отпустил, он с трудом держался на ногах. «Тебе удобно?» — спросил я и выпил еще пару глотков. Маньяк молчал и только пытался восстановить дыхание. «Знаешь, я могу делать это долго, мне некуда торопиться. Я слышал, ты жестоко избил Оливию прежде, чем удушить. Возможно, я сделаю с тобой то же самое». «Так, сделай!» — прохрепел он. «Давай уже!» Я понял, что он говорит это специально и уже иначе воспринял его слова. Похоже, он понимал, что обречен и хотел, чтобы все быстрее закончилось. Хм, только мне этого не хотелось. Он не заслуживал быстрого финала. «Зачем ту девушку в очках?» Профайлера из полиции. Маньяк снова промолчал, но я заметил удивление в его глазах. И оно было неподдельным. Смерть Вильмы не давала мне покоя с момента, как я услышал об этом по радио. Я уселся настоящий неподалеку верстак и достал смартфон. Стал искать информацию о ее убийстве. Когда я нашел нужную мне статью, понял, что именно не давало мне покоя. Вильма Мяги была убита уже после того, как мы столкнулись с ним в придорожном кафе и оказались в Серебряных холмах. Хм... На минуту я успел подумать, того ли парня я поймал. Почувствовав, как лоб покрылся испариной, я вытер его ладонью и сделал новый глоток из бутылки. «Сколько... Сколько девушек ты убил?» — спросил я, вернувшись к маньяку. Он опять не ответил, и я потянулся за пультом. Заметив его довольную улыбку, я передумал. «Знаешь, говорят, люди с обнаженными гениталиями чувствуют себя беспомощными и уязвимыми». Я расстегнул его еще влажные джинсы и вместе с трусами спустил до колен. Увидев его увесистый член, я почувствовал отвращение и злость, осознав, что он насиловал им своих жертв. Я заметил вернувшийся к нему испуг. Не такой сильный, как когда я вытаскивал его из багажника, но он снова был, и это заставило меня улыбнуться. Я хотел, чтобы он побыл в таком состоянии, гадая, что я сделаю дальше, и снова сел на верстак. Я принялся читать статьи о нем, начиная с первого убийства в этом году. Очень скоро я узнал много любопытного. Первая жертва оказалась подружкой полицейского по имени Кристоф Лепети. А что касалось Вильмы Мяги, то упоминалось о связи с самим Мэнсоном. Твою мать, этот идиот умудрился убить двух подружек полицейских. Хотя стоп. Вильма не была его жертвой, но Мэнсон не знал об этом. Об этом никто не знал, кроме меня и настоящего убийцы. Представляю, как они хотели заполучить его. Я походил по цеху, осматривая хлам в поисках чего-нибудь подходящего. Мне приглянулся кусок арматуры с полметра длиной. Я поднял его и приблизился к маньяку. Я ударил его этим прутом прямо по члену. Не очень сильно, но достаточно, чтобы он почувствовал много боли. Он скрючился, подтянув ноги, и петля натянулась, заставив его вернуть их обратно. Он с ненавистью смотрел на меня, и я ударил снова. Так сколько девушек ты убил? Ему было больно, но он продолжал молчать. Не знаю, чем было вызвано его упрямство и что он готов вытерпеть, но я должен был сломать его. Зачем? Если бы я знал. Наверное, мне хотелось издеваться над ним за то, что он сделал, чтобы вернуть хоть каплю боли, которую он доставил другим. Я бросил кусок арматуры, который со звоном упал на бетонный пол, и снова стал рыться в хламе. Когда я увидел ее, мои глаза засияли. Старая ржавая паяльная лампа могла заставить его говорить. Подходящий кусок шланга я снял с одного из станков и вышел на улицу к машине. Наполнив лампу бензином, я вернулся. Его тело затряслось, едва я приблизился. Мне показалось от одного только запаха бензина. Ужас в его глазах был сильнее прежнего. «Три! Три! 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 Непрерывно начал орать он. «Заткнись уже!» Сказал я и поставил лампу на пол. Он не мог оторвать от нее взгляд и продолжал трястись. Мне пришлось убрать лампу за верстак, чтобы он успокоился. «Теперь можешь говорить внятно?» Спросил я. Он кивнул и уже перестал дрожать. «Три!» Повторил он. «Женщину, которая лечила, еще которую мне подарила мама, и ту, из-за которой я обгорел». Я мало что понял из его слов, как не пытался. Ясно было только с Оливией. «Что значит подарила мама?» Спросил я. «Мама подарила мне девушку для секса, но она мне не понравилась, и я убил ее». «Пиздец у вас семейство». После того, что я услышал, мне снова потребовалось приложиться к бутылке. «Мама, которая дарит сыну девушку для секса». Хм! Это было выше моего понимания. Мне понадобилось время, чтобы начать говорить с ним снова. Еще я понял, что совсем не знал его историю, чтобы разобраться в событиях. «Эй, урод! Когда ты там обгорел?» Крикнул я, не вставая с верстака. Он снова молчал. Я заметил, как он подогнул ноги и начал задыхаться в петле. Я бросился к пульту и опустил его ниже, пока он не оказался на коленях. «Не-с, ты так просто не сдохнешь. Сначала я зажарю твой мерзкий хер, который ты совал в бедных девчонок. Я достал паяльную лампу и попытался зажечь ее. Она не хотела загораться. А я попробовал подкачать бензин. Уже этого хватило, чтобы маньяк завизжал на весь цех». «Нет!» Я снова поднял его на ноги, до предела натянув петлю. «Я спрашиваю, ты отвечаешь», — сказал я. Он попытался кивнуть, но не смог из-за натянутой веревки. Я хотел разобраться с убитыми им девушками. Зачем мне это было нужно? Не знаю. Я уже ни в чем не был уверен, и лучшее, что я мог сделать, — позвонить Мэнсону. Это его дело разбираться со всем этим дерьмом. Я влез в него из-за Оливии и хотел возмездия. Оливия лежала на кладбище. Линда ждала меня в холмах. И никакое возмездие им не могло помочь. Едва я вспомнил Линду, как раздался телефонный звонок. Это была она, и я ответил. «Привет, Сэд, не разбудила?» «Нет, нет, я еще не ложился». Я понимал, что у нее много вопросов, но она не решается их задать. Я не стал больше испытывать ее терпение и захотел объясниться. «Линда, родная, я поймал маньяка, и сейчас он висит в петле на крючке подъемника возле вашей студии». «Ты шутишь?» — воскликнула она. Я перешел на видеозвонок и направил камеру на маньяка. Я не знаю, что она чувствовала, увидев его, но она вскрикнула, а потом едва слышно сказала. «Ты что собираешься?» «Нет, еще ночью хотел, но сейчас уже нет. Узнай у Патрика номер Мэнсона и пришли мне». Линда облегченно вздохнула, и я посмотрел на камеру. «Сэд, как же ты напугал меня», — сказала Линда. «Все нормально, милая, я не успел зайти далеко». «Сэд, Сэд, я люблю тебя, я... я...» Линда едва сдерживала слезы. «Не бойся, я не сделаю ничего такого, завтра я уже буду с тобой». «Хорошо, сейчас пришлю тебе номер». Я вернулся к маньяку. Уверен, он слышал наш разговор, а теперь знал, что я не стану убивать его. «Не обольщайся», — сказал я. «Поджарить тебя я успею». «Как все началось?» Маньяк глупо смотрел на меня и опять молчал. Мне показалось, он просто не понимает, что именно я хочу знать. «Роста, скажи мне, почему ты убил первый раз?» — уточнил я. «Девушка, она была в том доме, когда я... она убила ее, а потом она вернулась». Я мало что понимал в его словах. «Кто она?» — спросил я. «Мама, мама убила эту девушку, но через много лет я встретил ее и тоже убил, а потом она снова вернулась». «Да, похоже, у него совсем поехала крыша. Получалось, что тех, кого он убивал, он считал одной и той же девушкой, и сколько бы их ни было, для него она была одна». «Ну ты больной». «Тот мужчина тоже так сказал». «Какой мужчина?» — спросил я. «Он пришел в мой дом и сказал, что я болен и мне нужно к доктору. Он, как ты, запихал меня в багажник и отвез в больницу. Я пробыл там много лет, пока мама не забрала меня». «М-м-м-м... и подарила девушку для секса». «Сейчас расплачусь, моля». «Я набрал номер, который мне прислала Линда». «Мэнсон?» — спросил я, услышав голос в трубке. «Да, кто это?» «Седрик». «Вот уж не ожидал. Чего ты хотел?» — спросил он. «Тот, кого ты ищешь у меня». «Что?» — заорал Мэнсон. «Где ты?» «В клубе, там, где вы в прошлый раз забрали меня». «Я сейчас буду, не наделай глупости». «Постараюсь». «После разговора с Мэнсоном силы словно покинули меня. Бессонная ночь. Возня с маньяком. Полбутылки виски вымотали меня. Я сел на пол и, прислонившись спиной к верстаку, прикрыл глаза. «Сейчас я думал только о Линде и хотел поскорее вернуться к ней». Они ворвались в цех. Не вошли, прикрывая друг друга, как того требовала инструкция. А именно ворвались с пистолетами в руках. Я ожидал увидеть группу его сирен, но их оказалось только двое. Я догадался, кто был с Мэнсоном и громко рассмеялся. «Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что, члены клуба желающих убить маньяка?» Сказал я, поднимаясь с пола. Они словно не замечали меня. Их взгляд был прикован к подвешенному со спущенными штанами маньяку. Я видел, как вздымалась грудь Мэнсона и был уверен, что их глаза горят. Они несколько минут молча стояли и пялились на него, как будто хотели убедиться, что это действительно он. Потом Мэнсон подошел ко мне. «Что вообще здесь творится?» — спросил он. «А как ты думаешь? Я хотел, но не смог. Может, у вас получится? Не зря же вы приехали вдвоем. Тот второй, Кристоф Лепети!» Мэнсон кивнул. «Я не знаю, как тебе это удалось на спасибо. Я с ума сходил от бессилия». «Могу представить. Мне хотелось убить его с момента, когда я узнал, что он расправился с Оливией. Думаю, вы тоже этого хотите. Но из нас троих у Лепети больше всего прав». «Это еще почему?» — спросил Мэнсон. «Моя девушка все-таки жива, а Вильму Мяге он не убивал». Мэнсон открыл рот и поперхнулся словами. Он несколько раз схватил ртом воздух, а потом взял с верстака бутылку с остатками виски и допил ее. Я понимал, что это серьезный удар для него, но он обязан был знать. Мэнсон выглядел ошарашенным и поддавленным, и я ничем не мог помочь ему. «Это он тебе сказал?» — наконец смог выдавить он. «Мэнсон, если бы только это. Он покинул Олбрук в один день со мной. Мы видели его с Линдой в придорожном кафе, а потом на набережной в Серебряных холмах. Я привез его оттуда». «Ну, он мог приехать, а потом вернуться, и...» Мэнсон совсем растерялся. «Ты сам-то в это веришь?» — спросил я. «Да». Мэнсон молчал, а я услышал странный звук. Когда я понял, что это гудит подъемник, и повернул голову, маньяк уже корчился под потолком. «Хм-хм-хм...» Я усмехнулся. Лепити сделал это, и я не собирался ему мешать, пока еще была возможность. Мэнсон не замечал ничего вокруг, он словно выпал из реальности, а когда вернулся и тоже что-то понял, маньяк уже едва подергивал ногами. «Аминь», — сказал я и перекрестился. «Мэнсон бросился к лепети и попытался вырвать у него из рук пульт. Тот крепко удержал его и только негромко говорил. «Рэджи, все, все, он получил свое». Мэнсон бессильно опустил руки, а потом сел на пол. «И что же мне теперь со всем этим делать?» «Непонятно кого?» — спросил он. Я подумал, что они могли бы повесить все на меня, но догадался, что Мэнсон достаточно порядочный, чтобы пойти на это, а он, похоже, принял решение. «Кристофа, пускай», — велел он. Потом он встал на ноги и подошел ко мне. «Седрик, поезжай к участку и жди меня там. Тебя здесь не было, ты понял?» Я кивнул и вышел из цеха. Возле полицейского участка я позвонил Линде. Она ответила после первого гудка, словно ждала с телефоном в руке. «Сед!» — только и сказала она. «Все хорошо, родная. Я сдал его Мэнсону, сейчас жду его возле участка». «Седрик, знаешь, я никогда в жизни так не волновалась, я поняла, насколько ты мне дорог. И я... Я уже еду к тебе, я хотел одолжить машину у Патрика, и он не смог отпустить меня одну. В общем, он рядом, за рулем». «Хмм, чего же вы так всполошились-то? Это же не я был в петле. Но, поверьте, я очень-очень ценю это». «Седрик, я не могла иначе». «Да я понимаю», — ответил я. «Я бы сделал то же самое. Я жду тебя, родная, и передай привет моему другу». Последние события меня сильно вымотали. Я откинул сиденье, устроился поудобнее и задремал. Проснулся я от того, что почувствовал чей-то взгляд. Я открыл глаза и осмотрелся. Он стоял неподалеку, и я сразу узнал его. «Блондин, вот черт!» Не хватало еще новых разборок с этим уродом. Похоже, он побывал в полицейском участке и, возвращаясь, наткнулся на меня. Не то, что я избегал встречи с ним, но сейчас мне было совсем не до этого. «Блондин» наставил на меня указательный палец и сделал воображаемый выстрел. Он усмехнулся и, повернувшись ко мне спиной, пошел вдоль по улице. Хм... Я смотрел ему вслед и радовался, что избавился от него. Я проспал около часа. Мэнсон все еще не приехал. Я догадывался, чем вызвана такая задержка. Я бы на их месте сделал то же самое. Думаю, они пытались представить все как самоубийство. Конечно, у экспертов могли возникнуть вопросы, и не только у них. К примеру, следы изоленты на одежде или то, что его джинсы в моче. Возможно, кто-то может обмочиться во время повешения. Но там явно время не совпадает. Думаю, тут сработает круговая порука. Во всяком случае, я был на стороне Лепети. Я набрал номер Мэнсона. — Слушай, приятель, я не ел, не спал со вчерашнего дня. Может, увидимся позже. Я буду у Патрика, он уже едет. — Хорошо, Седрик, у меня есть вопросы, но это неофициально. Никаких протоколов. Я потом свяжусь с тобой. Я не спеша поехал по улице, высматривая кафе. Возле первого, который мне попалось, остановился. Я сел на уютной летней веранде с навесом и декоративным ограждением, на перилах которого стояли горшки с цветами. Делая заказ, на секунду задумался, взять пиво или кофе, и остановился на последнем. Хмель еще не выветрился, и мне не захотелось продолжать. Пока я ждал, позвонил Линде. — Линда, родная, я сижу в прекрасном летнем кафе, и мне тебя ужасно не хватает. — Мне тоже, Седрик, мы... — Патрик, сколько нам еще? — О, нет, Седрик, еще больше двух часов. — Ничего страшного. Если честно, я рад, что ты едешь. У меня есть хорошая идея, как встретимся, расскажу. — Ты меня интригуешь. — Возможно. Как приедете, поезжайте к дому Патрика. Я, наверное, буду там спать в машине. — Хе-хе-хе-хе. Бедолага, некому за тобой присмотреть, — рассмеялась Линда. — М-м-м. А, вот несут мой заказ. До встречи, родная. Я накинулся на еду, поскольку последняя моя трапеза была вчера в Наполеонах. Все складывалось прекрасно. Маньяк мертв, Линда едет ко мне, и мы скоро вернемся в Серебряные холмы. Город, который я успел полюбить. И сейчас меня не смущали мертвые люди, с которыми я там повстречался. Оставив щедрые чаевые, я вернулся к машине. Усталость, выпивка, события последней ночи вымотали меня, и я вовремя не почувствовал опасность. Хотя, наверное, ее вообще мало кто почувствует, пока не столкнется с ней. Я уже открыл дверцу машины, когда понял, что кто-то рядом. Я только частично успел обернуться, когда почувствовал, как в мое тело что-то вошло. Я даже не понял толком, куда именно, где-то ниже груди. Это был он, блондин. На его украшенном свежими шрамами лице сияло торжество. Он, не отрывая от меня глаз, ударил ножом во второй раз, а я так и не смог защититься. Потом мне все-таки удалось толкнуть его обеими ладонями в лицо. Он пошатнулся и попятился назад, пытаясь удержать равновесие. Послышались крики, и от кафе к нам бежал охранник. Блондин застыл в нерешительности. Как бы ему не хотелось добить меня, он все-таки бросился к своей машине. Я сполз на землю, прислонившись к дверце. Охранник склонился надо мной, убирая в кобуру травмат. — Ты как, приятель? Скорую уже вызвали. — Не знаю, — ответил я, и только сейчас почувствовал, как мне больно. Не знаю, как люди пытаются сравнить боль с чем-то. Это просто боль. Пульсирующая в моем теле боль. Пульсирующая. От больно до очень больно. Я попытался зажать рукой рану в боку, и в этот момент мне стало страшно. Линда только появилась в моей жизни. Я верил в наше прекрасное будущее, но сейчас истекал кровью, сидя на асфальте. Я обещал ей вернуться быстро и целым, и обманул ее. В глазах темнело, и я не знал, выживу ли я вообще. И это действительно было страшно. Я оставался в сознании до приезда медиков и всю дорогу до самой больницы. Я отключился только, когда мне делали наркоз, который избавил меня от боли, от мыслей о Линде, от страха. От всего. От всего. 14. Холейдоскоп Мэнсон никак не ожидал такого подвоха, когда ему сообщили, что Седрика едва не убили. Покушение произошло возле кафе, совсем рядом с полицейским участком. Казалось, смерть разбушевалась в Олбруке. Две девушки, убитые серийником. Оливия, Вильма, сам маньяк. А теперь и Седрик в тяжелом состоянии лежал в окружной больнице. Мэнсон очень надеялся, что на этом все закончится. В Олбруке никогда не было такого количества смертей в течение столь короткого времени. Мэнсону было необходимо поговорить с Седриком. Его точила изнутри непричастность Лассаля к смерти Вильмы. Он принял решение, и в официальной версии мягие значилось жертвой маньяка. Он не хотел, чтобы настоящий убийца понял, что его ищут. Кроме Седрика и самого Мэнсона, об этом знал только Лепетти. Как Седрик и предполагал, смерть Лассаля представили самоубийством. Мэнсон смог навестить Седрика только через несколько дней после операции, которая прошла успешно, и его жизнь уже ничего не угрожала. А он застал в палате Линду и понял, что она практически живет там. Глядя на них, он почувствовал, как внутри все заныло. Эта пара напомнила о его яркой и короткой любви. Любви, которая могла пылать безумно и дико, сжигая все на своем пути. Но какой-то подонок не дал этому случиться. Мэнсон был просто обязан найти его и надеялся, что Седрик хоть как-то сможет помочь. Мэнсон, пусть Линда останется, она все равно все знает. Хорошо, согласился Мэнсон, и зови меня, Реджи. Линда хоть и осталась, но перебралась в кресло возле окна. Мэнсон присел на край кровати, собираясь с мыслями. — Реджи, я догадываюсь, что ты хочешь знать. У меня было время подумать. Я совсем немного узнал. Он реальный псих, и, похоже, это семейное. Да, Сед. Его мать отбывает второй срок в Роберте за зверское убийство семьи из трех человек. Первый срок она получила за убийство мужа и его любовницы. Она подожгла дом, где это случилось, и не знала, что ее сын в то время был там. — Ммм, это кое-что объясняет, — сказал Седрик. — Женщина, которую он считает виноватой в том, что случилось с ним. Он сказал, что убил трех девушек. — Что? — перебил Мэнсон. — Двенадцать лет назад. — Нет, Реджи, сейчас поясню. Всех девушек, кроме Оливии, он считал одной и той же. Он раз за разом убивал ее. — Охренеть. Хотя это вписывается в общую картину. Не видел ее лицо, и потому сходство девушек только по телосложению и неизменные голубые джинсы и белая блузка. — Седрик, но все равно что-то не так с математикой. Получается, их должно быть две. Была еще девушка. Его мать подарила ему девушку для секса. — Вот черт! — воскликнул Мэнсон и покосился на Линду. Она старалась не подавать вида, но Седрик заметил, что ей не по себе от такого известия. Быть в рабстве у психопата действительно жутко. Седрик помнил, как сам это воспринял. — Она не понравилась ему, и он убил ее. Еще, я думаю, он убил владельца машины, на которой приехал в холмы. Но это только мои догадки. Я спросил, сколько девушек ты убил, так что... Я ни капли не жалею, что он сдох. Жаль только, что не успел пооткровенничать перед смертью. Я ищу человека, который как-то связан с ним. Очень может быть... Мэнсон не договорил, но Седрик понял, что именно он и убил Вильму Мягги. Сейчас он искренне сочувствовал Мэнсону и все равно не мог рассказать о видении, посетившем его в квартале бедноты. Он не мог толком описать того человека, но думал, что мог бы узнать его при встрече. Реджи, маньяк, упоминал о человеке, который отвез его в психиатрическую лечебницу, где он провел несколько лет. Да, именно так Вильма и предполагала. Она пыталась найти эту клинику. Чертов, Райс, как же не вовремя ты уехал! Кто это? Спросил Седрик. Полицейский из столицы. Он выполнял многие поручения Вильмы, по психлечебницам тоже. Райс поехал на ее похороны, а в итоге дело закрыто, и он не вернулся. — Мне жаль, Реджи, что не могу помочь тебе. — Ты серьезно? Ты нашел и привез этого ублюдка. Он мог бы опять затеряться надолго, а кто знает, что он натворил бы, пока его искали. Теперь все. А Вильма... Вильма уже мое личное дело. Мы даже не ведем официального расследования. — Да, — сказал Седрик, — я теперь читаю и смотрю новости. Спасибо, что быстро взяли блондина. Его сдал приятель. Тот самый, что был с ним в прошлый раз. Я пригрозил ему сроком за соучастие, и этот придурок повелся. К тебе потом приедет кто-нибудь из моих парней взять показания. — Реджи, я не хочу выдвигать обвинения. Я хочу избавиться от этой канители. — Не получится. Слишком серьезное правонарушение, но я сведу твое участие к минимуму. — Знаю. Тебе не терпится убраться отсюда в холмы. — Да, и кстати, там на парковке возле квартала бедноты стоит машина, на которой он приехал туда. Не знаю, что вы будете делать с ней. По вашей версии, он не покидал Олбрук. — Пока еще не знаю. Ты запомнил марку, номер. — Линда, найди в моем телефоне фото с машиной. Оно там одно. Отправь Мэнсону. — Ладно, я, пожалуй, пойду, — сказал Мэнсон. — Прости, что не справился о здоровье и не принес каких-нибудь апельсинов. — Реджи, твою мать, мне нельзя смеяться, — с трудом сдерживаясь, сказал Седрик. Уже в дверях Мэнсон обернулся, посмотрел на Линду, потом на Седрика. — Счастья вам на долгие годы, — сказал он и быстро вышел. Мэнсон вернулся в участок. Гесс тоже уехал, его кабинет освободился. Он собрал все данные и отчеты по делу Оливии. Еще раз просмотрев их, он изъял все протоколы опросов тех, кого она исцелила. Он снова собирался нарушить так чтимый им закон. Когда-то Вильма сказала, что у них разные взгляды на закон и справедливость. Мэнсон не сразу понял всю суть ее слов. Там, возле мертвого Лассаля, для него все стало на свои места. В жизни достаточно законов и правил. Есть закон, которому он много лет служит. Есть высший закон и суд. Есть негласные законы среди коллег. Есть закон совести, наконец, и он самый важный. Он внутри тебя и пытается ужиться со всеми остальными. Он дает тебе спокойно спать по ночам и не висит тяжелым грузом. До возвращения любовника в жизни Мэнсона все было гораздо проще. Он видел черное и белое. А потом появилась Вильма. И от нее он узнал о множестве оттенков между этими цветами. Он выполнил ее просьбу, позволив Седрику покинуть город и осадок в его душе поначалу терзал его. И только после смерти Вильмы в нем проснулось нечто неведомое ему. Он понял, что готов прикончить убийцу, и это было совсем не по закону. Он видел торжество на лице Лепети, когда тот держал в руках пульт от подъемника. Он не просил Мэнсона покрывать его. Он сделал то, что считал нужным, и последствия не волновали его. Именно тогда приоритеты Мэнсона стали другими, словно кто-то поменял настройки. Хотя почему кто-то? Это была Вильма. А финальную точку поставили с Седрикой Лепети. Мэнсону позвонили с поста и сообщили о приходе Потаки. Но у них не было договоренности о встрече. Видимо, тот что-то разнюхал и хотел прояснить. Мэнсон распорядился, чтобы его впустили, прикрыл газетой отложенную папку. Он кивнул Потаки на стул, когда тот вошел. Они несколько секунд смотрели друг на друга, словно принюхивались, как дворовые псы. — Привет, Рэм, — наконец сказал Мэнсон. — Чем обязан? — Чем обязан, — рассмеялся Потаки. — Это тебе весь город обязан? — Ты пришел похвалить меня? — Рэджинальд, я сделал это в своих статьях и выпусках новостей. Мне хотелось бы узнать несколько подробностей. — Зачем тебе? Есть официальный пресс-релиз, мне нечего добавить. — Рэджинальд, я от природы любопытный, потому и пошел в журналистику. И поверь, ты хороший полицейский, а я хороший репортер. — Ладно, спрашивай, — согласился Мэнсон, собираясь отделаться общедоступными фразами. — У вас с фильмами Агит действительно все было серьезно? Мэнсон несколько удивил этот вопрос, и он не знал, что ответить. — Какая нелепая фраза, все серьезно. — Любовь до дрожи трепет, ограничащая с безумством. — Счастье и боль, идущая рука об руку. Это было нечто, не имеющее ничего общего со словами «все серьезно». — Это то, что может случиться раз в жизни, и далеко не с каждым. Мэнсон медлил с ответом, не зная, как донести хотя бы каплю того, что было между ним и Вильмой. Апатаки многое прочел по его лицу и уже не нуждался в ответе. — Господи, Мэнсон, я правда сочувствую тебе, хотя знаю, что толку от моего сочувствия нет. — Мой другой вопрос теперь не имеет смысла, и поверь, я не собираюсь трепаться об этом. Лассаль получил по заслугам. — Надеюсь, что так и будет, — сказал Мэнсон. — Что еще хотел узнать? — Насчет Оливии, Реджи. До меня дошли кое-какие слухи. — Никакие же. — Мэнсон, хватит уже. Ты знаешь, о чем я. Любовник убил ее не просто так. Публично вы никак не обосновали ее убийство, но я смог прочесть копию протокола. Мне нужно знать, все как в протоколе, или она действительно могла. Мэнсон покосился на прикрытую папку. По официальной версии, Лассаль надеялся, что Оливия сможет избавить его от ожогов, но когда узнал, что это не так, в гневе расправился с ней, и даже это не придавали огласки. — Знаешь, Рэм, мы знакомы много лет. Моя неприязнь, она скорее не к тебе, а к журналистам в целом. Очень многое случилось за последнее время. Я спущусь заварить кофе, а ты пока полистай вот эту папку. Мэнсон убрал газету и вышел из кабинета. Потаки был ошарашен таким жестом. Никогда прежде Мэнсон так не откровенничал. Он придвинул к себе папку и начал читать. То, что он узнал, не укладывалось в его голове. Принеси ему такую папку в редакцию, он не поверил бы. Но, читая ее, здесь он понимал, что никто не стал бы делать подобную фальсификацию. Причем, чтобы скрыть ее. Мэнсон не торопился, давая возможность Потаки ознакомиться с бумагами. А когда вернулся, увидел, насколько тот возбужден. «Рэджи, сказать, что я удивлен, не сказать ничего. Причем дважды. Первое, что такое возможно. Второе, что ты дал мне это прочесть». «Считай это вкладом в наши отношения. Тем более, я все равно не позволю тебе ворошить это. Все эти люди очень неохотно шли на контакт. Многие поначалу отрицали, и мне совсем не понравилось в этом копаться. Ты знаешь, что я честный и порядочный полицейский, даже сейчас, после многого, что случилось. Но если ты попытаешься навестить кого-то из них или еще что, я найду способ это пресечь». «Рэджи, ну зачем ты так? Я хоть и журналист, но тоже имею представление о порядочности». «Ладно, держи свой кофе. Здесь только 14 человек, но их было гораздо больше». «Кем же она была, чтобы творить такое? Она всего лишь брала немного их крови и через несколько дней вливала обратное. Никто не знает, что она делала с ней». «Теперь и не узнает. Не повезло тебе. Ты получил интересные факты и ничего не сможешь с ними поделать». «Угу, как сказать», — возразил Патаки. «Не все зиждется на статьях и роликах. Порой само знание доставляет не меньше удовлетворения. Возможно, я застал тебя в редкий момент и мог бы попытаться узнать что-то еще». «Узнаешь, и думаю, скоро это можно будет опубликовать», сказал Мэнсон. «Не знаю, что с тобой случилось. Ты впервые такой. За все долгие годы нашего знакомства». «Наверное, да. Случилось вильма». Патаки понял, что тот хотел сказать. Он поблагодарил Мэнсон и распрощался. Мэнсон набрал номер Райса и договорился о встрече на завтра. Победа в фиесте, он выехал в столицу. Они встретились в сквере, в центральной части города, неподалеку от рабочего места Райса. «Я думал, ты приедешь на похороны», сказал Райс. «Нет, Виктор. Все эти родственники, знакомые, сослуживцы. Я не хотел никого видеть. То, что у нас было, слишком лично, и я ни с кем не хотел это делить. Я простился с ней там, в морге. И я надеюсь, после разговора ты проводишь меня на кладбище». «Тогда мы можем поговорить по дороге», предложил Райс. «Хорошо. Твоя машина далеко?» «Рэджи, мы дойдем пешком за десять минут. Она похоронена на старом городском кладбище. Оно давно закрыто, но у семьи Мяги там есть фамильное место. Идем». Пару минут они шли молча. Мэнсон знал, что ему тоже придется кое-чем поделиться с Виктором, и прикидывал, сколько именно он может рассказать. Пока Мэнсон думал, Виктор спросил первым. «Рэджи, я давно знаю Вильму. То, что она была особенной, ты сам понял. У нее не было близких людей, друзей. Были только те, кого она использовала. И поверь, многие из них были этому рады. Я не думал, что она способна на чувства. Ее не интересовали интрижки, романы. Если ей нужен был секс, она легко получала его с любым, кого хотела. Я так и не смог понять, как ты сумел получить гораздо большее. Что она в тебе разглядела? Думаю, я тебя разочарую. Я сам так и не понял, что. Я даже не ее круга. У меня ни манер, ни образование, ни денег, ни стиля. Я не хожу в оперу и на вернисажи. Я всего лишь провинциальный полицейский. Знаешь, некоторые говорят, что это любовь, и я готов с ними согласиться». «Если бы ты знал, что она позволяла себе со мной, а я все равно был от нее без ума. Возможно, и с ней это случилось». Сказав это, Мэнсон вспомнил ее слова, что она готова остаться в дыре под названием Олбрук, лишь бы быть с ним. «Может и так», — сказал Виктор. «Я заметил, что она изменилась, хотя очень это скрывало. Я знаю, ты копал по псих-лечебницам. Нашел что?» «И да, и нет», — ответил Райс. «Я нашел нужную лечебницу, но кроме того, что он пробыл там несколько лет и забрала его мать, больше ничего не узнал. Я выпивал с санитарами, заигрывал с медсестрами, делал презенты уборщицам. Все бестолку. В лечебнице три корпуса. Первый для тех, кто лег добровольно. Они живут там довольно вольготно, с частыми посещениями, родни и прочих. В них там даже есть фитнес-центр и кинотеатр». «Похоже, ты серьезно там покопался», — вставил Мэнсон. «Не то слово. Не так просто было выяснить хоть что-то. Второй корпус вроде первого, но там пациенты на принудительном лечении. Режим построже, визиты пореже. Третий корпус совсем небольшой, с одиночными палатами и, как я понял, для тех, кого не хотят афишировать. Там совсем немного персонала, и я общался со всеми. Лассаль лежал именно там. Я выяснил, что приняли его ночью два санитара и сам заведующий. Только они видели человека, который его привез и оставил там под вымышленным именем». «Вильма так и предполагала», — сказал Мэнсон. «Она считала, что тому человеку помогал минимум завотделением. Я бы спросил его имя и адрес, но чувствую какой-то подвох. Ты бы сам легко добыл у него информацию». «Так и есть, Реджи. Заведующий умер около года назад. Ничего криминального, банальный инсульт. Ему было около семидесяти. Такое случается. Только он был знаком с тем, кто привез Лассале, и, думаю, был ему обязан, раз пошел на такое. Я даже провел вечер с его вдовой за чаем, рассматривая семейные фотографии. Но они ничем не помогли мне, как и воспоминания вдовы». «А что санитары?» «Прошло двенадцать лет. Они сильно путаются в описании. Я просил обоих, и когда сравнил, не нашел ничего общего». «Досадно, что так не кстати умер заведующий». «Очень дотошно я копал и на месте проживания Эрики Лассаль. Ты удивишься, в молодости она была красивой, но уже тогда отличалась скверным характером. У нее даже не было подруг». «Она всегда держалась особняком и была способна на различные каверзы для тех, кто как-то заденет ее. С ней предпочитали не связываться. Нашлись люди, которые смогли припомнить двух парней, встречавшихся с ней еще до свадьбы. Я нашел их и проверил обоих. Они не причастны». «Так что, Рэджи, я оказался в тупике. Может быть, я и нашел бы что-то попозже. Но дело закрыли и меня отозвали. Извини, что не смог помочь тебе». «Ты помог, Виктор. Очень помог. Избавил меня от многих лишних поездок и расспросов. Я буду копать в другом месте». «Ты думаешь тоже, что и я?» спросил Виктор. «Лассаль не убивал Вильму?» «Да, Виктор. И я знаю это точно». «Значит, все-таки вы. Лассаль не должен был покончить с собой». «Я долго занимаюсь серийниками, чтобы это понять. Лассаль вообще из редких маньяков». «Многие делают это куда проще. Подсадил в машину, подкараулил ночью в безлюдном месте. Таких даже не сразу объединяют в серию и, как правило, долго пытаются поймать. Они спокойно уживаются в социуме, многие имеют семьи. Вся киношная мишура с играми и инсталляциями – полный бред. Чем больше преступник манипулирует вокруг жертвы, тем больше шансов найти какую-нибудь зацепку и, соответственно, проще поймать». За разговором они добрались до кладбища, но не спешили войти в ворота. Они присели на скамейку возле входа, и Виктор продолжил. «Таких, как Лассаль, мы называем ритуальные убийцы. Они выбирают жертв, следят за ними, делают это определенным образом, поэтому убийство Оливии очень удивило меня». И только наличие у него увечий прояснило картину. Убивая ее, он не получил сексуального удовлетворения, только выместил свой гнев, свою злобу. Первое убийство меняет психику человека, особенно если она уже нарушена. Лассаль долго жил за чертой, в своем собственном мире и пытался защитить его, как мог. Смерть Вильмы – это совсем иное. Кто-то очень хотел, чтобы все думали, что это Лассаль. «Все так и думали», сказал Мэнсон. «Я в том числе». А его даже в Олбруке не было в то время. «Очень любопытно. И как он снова там оказался?» «Виктор...» «Я не могу в подробностях. Его привез в багажнике человек, у которого к нему тоже были счеты. Я не стану говорить, кто он». Рай скивнул. «Идем, провожу тебя на могилу. Я верю, ты найдешь его, и хорошо, что он не знает, что его ищут. Он опасен». Они остановились возле свежей могилы. «На ней еще не было надгробия, только деревянный крест. Он выглядел до боли хрупким на фоне дорогих, массивных надгробий ее родни. Спасибо тебе, Виктор». «До встречи, Реджи», сказал тот и оставил Мэнсона одного. Мэнсон опустился на колени возле могильного холма. Он не знал, что сказать ей, и просто вспоминал те минуты, когда они были вместе. Он смотрел на землю, под которой она лежала, и никак не мог смириться с ее смертью. «Почему, если выпадает внезапное счастье, оно длится так недолго?» Мэнсон не был набожным человеком и пытался вспомнить хоть какую-то молитву, а когда не смог, стал молиться своими словами. Сейчас ему очень хотелось верить в существование иного мира, где Вильма обрела покой. Он пробыл на кладбище довольно долго, а потом отправился в ближайший бар. Мэнсон собирался выехать в Олбрук, только завтра утром, и ему предстояло провести еще одну ночь в гостинице. Близость этой ночи тяготила его. Каждая ночь после смерти Вильмы давила одиночеством, лишая сна. Днем у него было достаточно дел, чтобы хоть как-то отвлечься, а едва наступал вечер, все становилось очень паршиво. И Мэнсон так и не смог увидеть Вильму еще раз, как в ту первую ночь. Он видел только пустоту, огромную и темную, но даже она не желала принять его. Она просто смотрела на него, пока он не засыпал с рассветом. Мэнсон хотел напиться, надеясь, что выпивка поможет заснуть. Ближе к ночи он вернулся в гостиницу. Увидев его состояние, коридорный предложил девушку. «А ничего, что я полицейский?» спросил Мэнсон. «Служба в полиции исключает секс? Я вижу, вам одиноко и паршиво, а девушка, возможно, изменит ваше настроение». Мэнсон понял, что коридорный, скорее всего, прав, и дело было не в сексе. Ему казалось, что присутствие кого-то в номере действительно поможет ему. «А хорошо, — сказал Мэнсон, — на всю ночь. Вам кого предпочтительно?» Мэнсон не понял вопроса и коридорный пояснил. «Блондинку, брюнетку, худенькую, высокую и все такое». «Без разницы, — сказал Мэнсон, — хотя постой. Не хочу, чтобы она выглядела вульгарно. Могут шлюхи выглядеть мило». «Я все понял, — сказал коридорный. Ждите через двадцать минут». Мэнсон зашел в номер и, раздевшись, пошел в душ. Несмотря на обилие выпитого, он все еще не был сильно пьян. Намыливая себя, Мэнсон почувствовал легкую эрекцию. Такого не случалось после смерти Вильма, и он сомневался, что сможет заниматься сексом с кем-то другим. «Какие же все-таки мы животные!» — подумал он. Обмотавшись по пояс полотенцем, он прилег на кровать. Когда в дверь постучали, он поднялся и открыл ее. Мэнсон удивился, когда увидел, что девушке всего лет двадцать ровесница его дочери, и она действительно выглядела мило. Она совсем не походила на шлюху, скорее на студентку, хотя и была в откровенной одежде. Мэнсон вернулся в постель. Девушка медленно разделась, пытаясь возбудить его, и заползла на кровать. Она сразу сняла полотенце и хотела начать с минета. «Постой», — сказал Мэнсон. «Ляг рядом». Девушка послушно пристроилась возле него и стала поглаживать грудь. «Тебе все равно, за какие извращения платят. Мое извращение. Я хочу поболтать». «Я что, не возбуждаю тебя? Ты не похож на импотента?» «Как тебя зовут?» Спросил Мэнсон. «Вики. То есть Виктория». «Мне паршиво и одиноко, Виктория. Ты достаточно хороша, чтобы я хотел тебя, но сейчас все, что мне нужно, это не быть одному. Просто будь рядом и помолчи». «Хорошо. Могу я хотя бы погладить тебя?» Мэнсон не стал возражать. Он чувствовал, как ее руки умело и нежно скользили по его телу, и почему-то от этого ему становилось легче. Он не заметил, как заснул от ласка этой девушки. Мэнсон проснулся через пару часов и встрепенулся от того, что кто-то был рядом, обнимая его и тихонько посапывая. Мэнсон резко привстал и этим разбудил Викторию. «М? Все хорошо, милый?» Спросила она. Мэнсон не ответил. Он смотрел на Викторию и чувствовал желание. Ему хотелось ее, и он не стал сдерживаться. Повернув ее на спину и раздвинув ноги, он с трудом вошел в ее тугое неподготовленное влагалище. Виктория закусила губу, а Мэнсон уткнулся лицом в подушку, чтобы не видеть ее лица. Он чувствовал ее на удивление нежные руки, то на плечах, то на спине и ниже, и его снова посетил покой. «Странным образом, эта девушка избавляла его от дерьма, что накопилось внутри, и он был ей благодарен». Мэнсон оторвал лицо от подушки, чтобы увидеть Викторию, и кончил, глядя в ее полуоткрытые глаза. Когда он откинулся на спину, переводя дух, она опустилась вниз и облизала его. «Спасибо тебе, Виктория», — тихо сказал Мэнсон, а она легла рядом и прижалась к нему. Мэнсон совсем не чувствовал себя виноватым, лежа в постели с проституткой, всего через несколько дней после смерти Вильмы. Он любил, и, наверное, всегда будет любить ее, но его жизнь еще теплилась в нем, и сама Вильма меньше всего хотела бы, чтобы он стал тенью. Скорбь и боль навсегда останутся с ним, важно только научиться с этим жить. Уже утром Виктория спросила, хочет он чего-то еще? «Нет, Виктория, эта ночь была самой спокойной за последнюю неделю. Я благодарен тебе, и на этом все». «Ты вызовешь меня снова?» «Наверное, мы больше не увидимся. Я сегодня уеду, а в столице бываю раз в несколько лет». «Жаль», — с досадой сказал Виктория, чему Мэнсон удивился. «Почему?» «Не знаю, мне понравилось с тобой. Такое бывает очень редко, и ты обещал много болтать, но сам молчал». «Я думал, что так будет, пока я не почувствовал твои руки». «Спасибо, я могу уйти». Мэнсон кивнул, и Виктория, забрав сумочку, направилась к выходу. Уже в дверях она обернулась, словно хотела что-то спросить, но так и не решилась. Едва она ушла, Мэнсон стал собираться в обратную дорогу. По пути он думал, что предпринять дальше, но ничего дельного не приходило на ум. Он много раз просматривал видео с камер Флориоса в тот злополучный вечер. Проверили всех, кто на них засветился, и ничего. То, что на двери в чердачное помещение был взломан замок, говорил о том, что убийца мог сделать это заранее, а в нужный день пробраться в отель с крыши любого соседнего здания, которые шли сплошной стеной вдоль всей улицы. Значит, он готовился заранее. Но зачем? Что такого узнала Вильма? Два дня назад, после эксгумации тела мужа Эрики, было установлено, что он действительно не является биологическим отцом Карла. Догадка Вильмы оказалась верна. Только как убийца узнал об этом заранее и в чем была опасность? Мэнсон не знал. Может, он вообще думал не в том направлении, смерть Вильмы была связана с чем-то другим. Просто был удобный момент, чтобы спихнуть все на Лассаля. Тут тоже было одно но. Никто не предполагал, что Лассаль умрет. Его могли взять живым, и тогда, правда, сплыла бы. Мэнсон, как и Райс, оказался в тупике. Все разрешилось внезапно через два дня. Эрика Лассаль покончила с собой. С ним связался надзиратель, который был с ними в их визит и сказал, что Эрика кое-что оставила ему. Мэнсон тут же сел в машину и отправился в Роберту. Точнее, даже не в саму тюрьму, а в городок, где они останавливались с Вильмой. Именно там жили многие служащие Роберты. Они встретились в небольшом кафе на окраине. «Быстро ты», — сказал надзиратель. «Думаешь, и правда что-то важное?» «Очень на это надеюсь». «Может, хотя бы по кружечке пивка? Как поживает та красивая дамочка?» Мэнсон сел за стол. Он не стал говорить ему правду, а просто кивнул. Вроде как, все нормально. И этим закрыл тему. «Вот, держи». Надзиратель протянул ему сложенное пополам фото, сделанное на полароиде. На нем была выцвевшая дата и уже свежая надпись. Копу, который приезжал из Олбрука. Мэнсон развернул фотографию. На ней была пара. Эрика молодая, красивая, еще без ожогов и парень. Он изменился с тех пор, но Мэнсон узнал его. «Ну что, правда важно?» — спросил надзиратель. «Очень. Настолько, что мне срочно надо обратно. Прости, что не останусь на пиво. Да ладно, поезжай, если срочно». Большую часть пути Мэнсон пытался сдержать свой гнев. Жизнь бывает очень каверзная, в этом он не сомневался. В каждом хватало дерьма и гнили, и случалось, они вылазили наружу. Марая все на своем пути. Одно зло порождает следующее. Это как трясина, ступив на которую можно увязнуть. Увидев человека на фото, Мэнсон смог многое сложить в мозаике, как нынешних событий, так и давних. И больше всего его угнетало, что он сам вложил голову Вильмы в петлю. В тот день, когда они вернулись из Роберты, Мэнсон лично рассказал, что так настойчиво ищет Вильма. Все были заняты поиском Лассаля, а в Вильме уже не было до него дела. У нее были другие приоритеты, которые не заботили других. Для многих дело было практически завершено, но не для нее, и когда Каспар это понял, решил устранить эту настырную бабу. Он поехал к ней сразу после разговора с Мэнсоном, задушил ее, а потом спокойно выпивал с Гестом в соседнем номере. После этого повредил замок на чердак, чтобы пустить следствие по ложному следу. Кто бы стал подозревать начальника департамента полиции? А ведь тогда, 12 лет назад, он как-то смог вычислить маньяка. Возможно, было что-то, что Вандербейл скрыл от следствия. Так или иначе, он нашел Лассаля и упрятал его в психушку, оградив себя от последствий. Тень от такого родства могла серьезно навредить его карьере. Многое Мэнсон не знал. Даже старое фото мало что доказывало, но кое-что проясняло. Как бы ни кипел в нем гнев, Мэнсон не собирался сразу заявиться к Каспару. Он хотел многое уточнить и проверить, этим ему придется заниматься одному, в тайне от всех. Очень скоро Мэнсон понял, что одному ему не справиться. Он понимал, что при встрече с Каспаром ему вряд ли удастся скрыть то, что таилось внутри. Он не смог бы общаться с ним как прежде, зная, что тот сделал с Вильмой. Ему пришлось поделиться всем с Кристофом. И пока Мэнсон ездил в психиатрическую клинику и на место жительства Лассалей, Лепети помогал ему на месте. В первую очередь он смог добыть биоматериал для сравнительного ДНК-теста. Поездки тоже принесли свои плоды. Если Райс искал иголку в стоге сена, то у Мэнсона эта самая иголка была. Мэнсон собрал несколько разных фотографий Вандербейла, включая те, что были сделаны 12 лет назад. Один из санитаров с большой уверенностью опознал Каспара по фото. Также его опознала вдова заведующего, сказав, что он бывал в их доме с давних времен. Там, где жила Эрика, Мэнсону тоже удалось найти несколько человек, которые смогли опознать пару на фото. Собрав письменные показания, он вернулся в Олбрук, где уже была готова экспертиза, подтверждающая близкое родство Карла Лассаля и Вандербейла. Мэнсон понимал, что это никак не доказывает его причастность к убийству Вильмы. Все, что он мог ему предъявить, это сокрытие улик и должностное преступление, которое привело к тяжелым последствиям. Этого было достаточно, чтобы посадить Каспара, и надолго, но Мэнсон хотел совсем другого. Он снова навестил Седрика в больнице и застал там Катарину и Патрика. Когда он закончил свои дела, Патрик захотел поговорить с ним. Они вышли в больничный сквер и сели на одной из скамеек. «Рэджи, мы никогда не были дружны, но знакомы со школы. Я догадываюсь, что ты чувствуешь. Я знаю эту боль. Она всегда со мной». «Время, когда радость меня любила, больше не вернуть ни за что никогда», — сказал Мэнсон. «Это не так, Рэджи. Когда умерла моя дочь, я думал...» «У тебя была дочь?» — воскликнул Мэнсон. «Возможно, подожди». Патрик пресек новые вопросы. «Так случилось, что мы с отцом спали с одной женщиной, и дочь могла быть как моей, так и его. Я узнал об этом, когда вез ее раненую в больницу, и через несколько минут ее не стало. Я не знал, как пережить это, а через два года умерла моя девушка. Она была для меня всем, и я безумно любил ее. Ты знаешь, что это такое. Я каждый день сидел на ее могиле, а потом напивался до беспамятства. Как и ты, я думал, что это конец. В моей жизни не осталось ничего, кроме могил. И несмотря на это, я сейчас счастлив с Катариной. «Я так же безумно люблю ее и не представляю без нее своей жизни. Не дай боли полностью сожрать тебя». «Я кое-что знал из твоей жизни, но не думал, что тебе было так херово. Почему она умерла?» «Болезнь. Семейная, неизлечимая болезнь. Ее брат умер от нее еще подростком». «Да, Патрик, представляю, как паршиво тебе было, и я рад, что ты научился жить с этим. «Знаешь, когда-то я думал, что люблю свою жену. Когда она ушла, я не испытывал ничего, кроме досады. Нелепой досады от того, что не получилось все как у людей. Вильма научила меня другой жизни. Я теперь уже просто не могу остаться прежним. Что ты чувствовал, когда убил того парня?» «Честно, а облегчение от того, что его больше нет? Он был угрозой, и я защищал свою девушку. А вот облегчения от того, что поквитался с убийцей дочери, не было. Его смерть для нее ничего не меняла». «Ммм...» «Лепетит сказал что-то похожее». «Так значит, это был он. Сет так и не рассказал, что на самом деле случилось в цеху, но я прекрасно знал, что маньяк не мог повеситься сам». «Да, он, и я его не осуждаю, иначе не стал бы прикрывать. А вообще, Патрик, спасибо тебе. Мне не стало легче, но есть о чем подумать. Я скоро уеду и не знаю, как надолго, так что удачи вам всем». «Спасибо, Реджи. Если нужна помощь, знай, я сделаю, что смогу. Я же вроде как твой должник». «Не мой, Вильма. Я сделал то, что она просила, и это оказалось важным для меня решением». Мэнсон приехал к Вандербейлу воскресным утром. Тот встретил его, как обычно, радушно и приветливо, но уже по дороге его радушие иссякло. Он чувствовал напряжение, исходящее от Мэнсона, и его недобрый взгляд, который говорил о многом. Уже возле стола, когда Каспар дрожащей рукой наполнял бокалы, им обоим стало все ясно. «Я был вынужден», — сказал Вандербейл. «Я тоже», — ответил Мэнсон и положил на стол старое фото. «У тебя есть шанс уйти самому. Все, что я собрал на тебя, Потаки опубликуют в полдень, если я его не остановлю». Мэнсон повернулся и пошел к калитке. Его совсем не волновали признания и откровения Каспара. Он охотно сдавил бы его шею прямо там, возле стола, и все закончилось бы. И для него, и для Вандербейла. Но Мэнсон решил иначе. Теперь все зависело от самого Каспара. Доехав до конца улицы, он повернул на перекрестке и через несколько метров остановился. Там его ждали пяти. Они оба вышли на тротуар. «Вот Реджи, как и просил. Подержанное и неприметное». Крестов передал ему ключи от машины, на которой приехал. «Спасибо. Проследи на всякий случай за его домом». Крестов кивнул и сел в машину Мэнсона. Реджи выехал на улицу, параллельную той, где жил Вандербейл. Становился и стал ждать. Он не сомневался, что Каспару не хватит духу покончить с собой. Он оказался из тех, кто трясется за свою шкурку, и был готов ради нее на все. Каспар появился минут через двадцать с небольшой дорожной сумкой. Он вышел с участка дома, с которым соседствовал задним двором. Мэнсон даже улыбнулся такой предсказуемости. Через несколько минут его забрало такси, и Мэнсон последовал за ним. На выезде из города такси повернуло направо, и Мэнсону стало ясно, что Вандербейл решил сесть на поезд. Олбрук хоть и был достаточно велик, но через него не проходил железнодорожный путь, и ближайший вокзал был в соседнем городе, на семьдесят километров к северу. Мэнсон и сам бы так поступил на месте Каспара. Он совсем не блефовал, когда упомянул Патаки. В полдень тот выйдет в эфир, а Лепети позаботится, чтобы его объявили в розыск. А Мэнсон? Мэнсон будет рядом. Он станет тенью, дышащей ему в затылок. А потом? Потом оно наступит. Только потом. Пятнадцатое. Никогда не любил больницы, и думаю, их никто не любит. Первый раз в жизни я почувствовал себя настолько беспомощным, особенно когда хотел в туалет. Я с трудом убедил Линду позволить санитарке помогать мне и выходить при этом из палаты. Стыд и неловкость, паршивые чувства, как и вина. Я обещал Линде вернуться быстро и невредимым, а в итоге угодил на стол хирурга. Блондин не разбирался в анатомии и бил ножом, куда попало. Это меня и спасло. И охранник из кафе, помешавший ему сделать еще пару ударов. Когда хирург сказал, что мне повезло, я подумал, везением было бы избежать всего этого. Но что было, то было. И ничего не изменить. Мне наконец-то разрешили перемещаться в кресле каталки. Никогда не думал, что буду так рад инвалидному креслу. Это дало мне возможность выбраться на улицу. Линда катала меня по больничному скверу, и мы оба были счастливы. Мне было жаль, что я помешал записи их альбома. А потом приехали остальные девчонки из группы. Мэган меня успокоила, сказав, что им есть чем заняться, и они готовы подождать, сколько нужно. На судне была обязательно ежегодная страховка, и моя действовала до конца года. Она не только покрывала все медицинские расходы, но еще и осталась большая ее часть. Я думал совсем недолго и решил, как только немного окрепно поехать с Линдой в Альпы. Она оказалась в восторге от этого внезапного предложения. Нам обоим хотелось уехать подальше и побыть вдвоем, отдохнуть от всего, что на нас навалилось. Мы снова гуляли в больничном сквере, и я уже ненадолго вставал с кресла. Это было потрясающее ощущение, когда можно идти своими ногами. Линда побаивалась за меня и поддерживала за локоть. Меня это совсем не смущало, напротив. Это было чертовски трогательно, когда она заботилась обо мне. «Мы могли бы посидеть в клубе перед отъездом», — предложила Линда. «Вчетвером. Девчонки уже уехали». «Конечно посидим. Я тоже думал об этом. Этот клуб для меня вроде как знаковое место». «Хм-хм, ну да. Потому ты и приволок туда маньяка. Зачем ты вообще это сделал?» «Линда, сейчас, когда он мертв, все иначе, а тогда...» «Тогда во мне бушевала ненависть за то, что он сделал с Оливией. Я думал, что смогу убить его, и хотел сделать это именно в Олбруке». «Какое счастье, что ты этого не сделал. Твою мать, годами носить передачки в тюрьму. О чем ты только думал?» — воскликнула Линда. «Поэтому и не убил». «Цедрик, я должна поверить, что он самоубился, пока ты отвернулся». Я рассмеялся. Линда впервые завела разговор о том, что случилось с той ночью. Была официальная версия для пресса, но она-то знала, что это не так. Я лично показал ей на видео подвешенного маньяка. «Линда, это был Лепети. Тот самый парень, чью девушку он убил первый. У нас вроде как получился клуб по интересам. Мэнсон тогда еще не знал, что маньяк не убивал Вильму. Мы с ним как раз об этом и говорили, когда все случилось. Возможно, его можно было спасти, но мне совсем не хотелось. А Мэнсон был слишком ошарашен непричастностью маньяка к убийству Вильмы. «Я думала, вы решили это вместе. Тебя одного не стали бы выгораживать, и я рада, что ты не убил его». «Линда, а если бы я? Это изменило бы что-то в наших отношениях?» Спросил я, и для меня это действительно было важно. «Седрик, конечно, нет. Мы же с тобой как Микки и Мэлори». Мне пришлось еще около двух недель пробыть в клинике, зато на момент выписки я уже уверенно держался на ногах. Как и предлагала Линда, мою выписку и наш отъезд мы отмечали в 33,1. Мне было приятно снова оказаться здесь. Уже на ступенях, где мы не раз сидели с Линдой, я почувствовал тепло и уют. Патрик снова хотел на вечер закрыть вип-зону, но я попросил не делать этого. Мне хотелось видеть посторонних людей, которые выпивали, танцевали, обнимались. Это была жизнь. Жизнь, которую я теперь ценил гораздо больше. Когда мы вошли в зал, я посмотрел на столик, где обычно сидела Оливия. Сегодня он был пуст. Линда, перехватив мой взгляд, взяла меня за руку. Мы расселись за столом и наполнили бокалы вином. Я бы выпил чего покрепче, но для начала сойдет и вино. А то, что все закончилось, сказал Патрик. Уже после того, как мы выпили, он спросил меня. Сет, скажи мне, как ты умудрился вырубить и затолкать в багажник парня, только потому, что у него были следы от ожогов? Он мог быть с кем угодно. — Сомнение посетило меня только раз, — ответил я. Уже в цеху, когда я понял, что он не мог убить Вильму. А до этого я был уверен, особенно в тот момент, когда мы шли навстречу друг другу в переулке. — Сет, все равно это ужасно, — сказала Линда. — Я помню, когда увидела его на видео. Я до чертиков испугалась. Не за него, за тебя. Я боялась, что ты сделаешь это, и мне никак тебя не остановить. Мне не очень хотелось развивать эту тему. Лучше было оставить это в прошлом. Хотя я понимал, что она не раз еще всплывет. Но пусть не сейчас. — Давайте выпьем за Оливию и на этом закончим, — предложил я. Никто не возражал, и мы сделали это, стоя, не проронив ни слова. — Линда, из всех нас только ты не была в Альпах, — сказала Катарина. — Это удивительные места. Мне бы хотелось оказаться там снова и уже не одной. — Сет, я так понял, ты собираешься к Грете и Юстасу? — не то спросил, не то сказал Патрик. — Да, в отеле у погибшего альпиниста, они уже ждут нас. Сейчас там почти никого нет. — Точно. Лыжникам еще рано, а наши тоже редко бывают там в октябре. Вы надолго? — Мне бы хотелось дождаться снега, — ответил я. — Не в предгорье, а в самой долине. Линда, ты умеешь ходить на лыжах? — Нет, но очень хочу попробовать. — Обязательно научись, — сказала Катарина, — тебе понравится. Патрик, я тоже хочу на лыжах. — Это уже второй намек за вечер, — ответил Патрик. — Я думал, мы поедем после Рождества, когда девочки закончат альбом, а теперь уже не знаю. Запись все равно отложили. — Эй, я не напрашивалась, — воскликнула Катарина, — но, может быть, самую малость. — Мы могли бы поехать вместе, — предложила Линда. — Ты же не против, Сэт? — Нет, конечно. — Тогда у меня и вовсе отличный вариант, — сказал Патрик. — У меня есть кое-какие дела и здесь, и в холмах. Вы поезжайте вдвоем и наслаждайтесь уединением. А мы с Катариной через неделю присоединимся. Всех устраивал такой вариант, особенно Катарину. Похоже, ей очень хотелось поехать, и я был рад, что все так сложилось. Услышав звуки знакомой мелодии, я повел Линду на танцпол. Заметив сомнение, в ее глазах я улыбнулся и сказал. — Не волнуйся ты так, это же не рок-н-ролл. Линда прижалась ко мне и прошептала. — Обещаю, не стану трястись над тобой, как над фарфоровой куклой, но, может быть, совсем немного. — Ты считаешь, что я правда такой хрупкий? Я фарфоровая кукла? — Нет, ты скорее пупс. Глупый резиновый пупс. Я не ответил. В этот момент мне стало не до этого. Последний раз я так близко чувствовал тело Линды еще до больницы. Сейчас, когда ее бедра касались моих, а твердые соски упирались в грудь, я совсем потерял голову. Я шарил руками по ее телу, никого не стесняясь, и терся о нее напрягшимся естеством. Линда поцеловала меня в ухо и засунула пальцы в волосы. — Смотри, не кончи посреди танцпола, — сказала она. После танца она взяла меня за руку и потащила в сторону туалетов. Прерывисто дыша, возбужденные до предела, мы заперлись в кабинке. Линда тут же нагнулась и оперлась руками на бочок унитаза. — Давай уже, — хрипло сказала она. Я задрал платье и спустил ее трусики. Проведя рукой между ног, я почувствовал как-то мокро, а Линда вздрогнула и тихонько застонала. Я вошел в нее и замер, наслаждаясь нахлынувшим удовольствием. Линда сама сделала несколько движений навстречу. — Я как последняя шлюха, трахуясь возле унитаза и уже готова кончить, — дрожащим голосом сказала она. Я тоже готов был кончить, едва все это началось. Только сила воли позволила мне продержаться чуть дольше. Мы достигли оргазма вместе, задыхаясь от наслаждения, и Линда опустилась на пол прямо возле унитаза. Она завороженно посмотрела на мой, еще не успевший обмякнуть член. Не удержавшись, она обхватила его рукой и сунула в рот. Вылизав все, что на нем осталось, она напоследок поцеловала его и посмотрела мне в лицо. — Я обожаю тебя и твой хер. Наверное, нам надо вернуться. Она встала и опустила платье. Я заметил на полу лужицу, которая натекла, пока она сидела. Линда тоже увидела ее и рассмеялась. — Обмен с жидкостями удался! — воскликнула она, а потом посмотрела на меня. У меня по-прежнему стоял. — Ты что, хочешь еще? — Похоже на то, но лучше потом у тебя дома. Патрик и Катарина догадались, чем мы занимались в туалете и ехидно посмеивались. — Да ладно! — сказал я. — Ну, приспичило очень. — Ха-ха-ха-ха! Клубный туалет всегда к вашим услугам! — сквозь смех сказал Патрик. — Спасибо, добрый человек! Ты мне вот что скажи, когда ты успел подсесть на диско. Не помню, чтоб ты любил его раньше. — Сэд, да, не сказать, что я и сейчас его люблю. Некоторые песни нравятся, а так больше антураж той эпохи. Он забавный и стильный. — Винс, мой компаньон, больше по этой части. Когда все это создавалось, Винс предложил назвать клуб «33 и одна треть» как скорость проигрывания виниловых дисков. У нас была своя причина согласиться. — Вы были в музее кино, который в холмах? — Нет, — ответил я. — Даже не знал о таком. Мы познакомились с Катариной именно там, возле аппарата с предсказаниями. Он не работал, но нам выдал по карточке. Про свою я, может быть, расскажу тебе потом. А вот у Катарины... Патрик умолк и посмотрел на нее. Катарина порылась в сумочки и достала картонную карточку, на которой были цифры. Тридцать три и одна треть. Я не знала, что значит это предсказание до недавнего времени. Три года я пыталась понять его смысл, а то, что он есть, я не сомневалась. Мы получили эти карточки неспроста. — Я тоже хочу предсказания, — сказала Линда. — Попробуй, но это как игра с огнем, — ответил Патрик. — Все равно хочу. — Ну да, ящик Пандоры и все такое, — вставил я. — Эй, не будь сексистом, — возмутилась Линда. Мужчины тоже любопытные, а некоторые... Некоторые даже возят маньяка в багажнике. Прости, Катарина, что перебила. Когда мы получили предсказание, Патрик показал свое мне, а я нет. Я даже сама не сразу прочла его. Оно несколько дней лежало в сумочке, прежде чем я решилась. Потом, когда мы встретились с Патриком снова, через несколько лет, он попросил показать его и тоже не смог понять смысл. А через несколько дней он спросил, сколько мне лет. Я сказала, 33, но он попросил точнее. Когда я отвечала, все и сложилось в моей голове. Патрик сумел понять это раньше меня. Мне было 33 года и 4 месяца, то есть 33 и одна треть. Эта цифра стала для нас символичной. Как интересно. Я тоже хочу получить предсказание. Цедрик, а ты? Не знаю. Я никогда не верил в такие вещи, и они меня не интересовали. Ну, наверное, было бы любопытно. Мы еще немного посидели в клубе. Патрик с Катариной не хотели нас задерживать. Они видели, что нам не терпится оказаться в постели. Поэтому мы ушли раньше и все-таки, несмотря на не покидавшее нас желание, задержались на ступеньках клуба. С этими ступенями было связано столько личного, что они стали частью нашей жизни. Это была частица нашего мира, понятная только нам. Обнявшись, мы сидели и смотрели на звезды, пока моя рука не оказалась в трусиках Линды. Тогда мы поспешили уйти. На следующий день Патрик отвез нас в соседний город, где мы сели на поезд до Женевы. На вокзале мы с ним на минуту уединились. Я отправил ему ссылку из интернета и просил купить вожделенный орган Хамонда. Чтобы его доставили в наше отсутствие, он стал сюрпризом для Линды. Патрик пообещал все устроить. На этом мы и расстались. В предгорье мы добирались на микроавтобусе, и Линда всю дорогу смотрела в окно, восхищаясь тем, что видела. «Знаешь, Седрик, я мало где была. Я же домашняя девочка, и не потому, что я так хотела. Мое уродство лишило меня многого. Спасибо тебе. Без тебя и тут бы не оказалось». Когда случалось что-то похожее, мое сердце словно щемило. «Боль от того, что этой девочке пришлось пережить, никогда не покидала меня, особенно после смерти Оливии. Я понимал, что на нашем пути встретится еще не один блондин, и не знал, как ее защитить. Все, что я мог, это заставить ее жить, сиять, и чтобы это сияние поглотило все черные пятна. Каждый день должен стать для нее праздником, и я сделаю все, чтобы так и было». До самого отеля микроавтобус не ехал. Он был почти у подножья гор, на несколько километров дальше конечной остановки. Поэтому Гретта и Юстас встречали нас. Я сразу узнал их пикап, стоявший возле магазина. Сколько я их знал, они всегда ездили на нем. Линда, выйдя из автобуса, собрала волосы в хвостик. Думаю, она хотела, чтобы хозяева отеля сразу узнали, что у них за постоялиц. Гретта едва не всплакнула, увидев Линду. Она была простой женщиной и не стала скрывать свои чувства. Она хлопотала возле Линды, как возле царицы Савойской, чем смутила нас обоих. «Гретта, все нормально, я с детства такая, успела привыкнуть», — сказала Линда. Мы положили свои сумки в кузов пикапа, где уже лежали коробки с продуктами и прочим. «Лам, нужно что-нибудь?» — спросил Юстас, пока мы еще были возле магазина. Я хотел сказать «нет», но вспомнил кое-что. Сходил и купил несколько бутылок вишневого ликера. Я знал, что в отеле было спиртное, но что-то крепкое и вино. А этот вишневый ликер тоже успел стать большим, чем просто ликер. Мы забрались на заднее сидение, и Юстас тронулся. «Жизнь берет свое», — сказал он. «Мы знали вас, как компанию холостяков, а теперь вы все обзавелись подружками. Жаль, Саймон не дожил. Храни, Господь, его душу». Меня удивила осведомленность Юстаса, но то, что он сказал дальше, удивило еще больше. «Не удивляйся, Патрик уже связался со мной, а остальное я узнал от Бориса. Он был у нас зимой и не один. Так что я знаю, что случилось и с ним, и с Саймоном. Мы рады, что и вы вспомнили про нас». «Юстас, он был в порядке?» — спросил я. «Борис? Наверное, да, но травмы и долгое время в инвалидном кресле как-то изменили его». Линда с интересом слушала наш разговор. Она знала про нашу компанию, но без многих подробностей. «Мы с Патриком не распространялись об этом, а сейчас она оказалась свидетелем моей жизни до нее». «Мы давно не можем связаться с Борисом. Патрик был у него, когда он снова встал на ноги, а потом он опять исчез. Я рад хоть какой-то весточке о нем. Долго он здесь пробыл?» «Больше месяца». Он водил Таню по маршрутам для новичков. Они выглядели прекрасной парой и были близки. «Надеюсь, у него все в порядке. Кроме нас много постояльцев». «Почти никого. Двух парней мы вывезли сегодня, они сели на автобус, который вас привез. И еще трое. Они в горах. Вернутся через пару дней. Сам знаешь, межсезонье». «Я знал. Мы сами никогда в это время не приезжали, и в этом был плюс. Мы могли побыть вдвоем». «Я посмотрел на Линду. Ее глаза сияли от восторга, и сама она выглядела возбужденной, словно ей не терпелось сделать что-то эпическое. Или безрассудное». «А когда мы добрались до отеля, она вышла из машины и замерла». «Сэд, здесь как в сказке!» — воскликнула она. «Гостиница находилась на окраине холмистого луга, на самой высокой его части, и граничилась с лесным участком и горной грядой. Смотрелось все это и впрямь впечатляюще, и, пожалуй, действительно сказочно. «Теперь и мне так кажется», — сказал я. «Мое самое любимое место, хотя тут нет сложных маршрутов. Сюда приезжают по большей части новички». «Не думал, что вы новички. У нас были сложные восхождения, но все равно мы чайники. Для особого экстрима надо ехать в Непал». «А что там?» — спросил Линда. «Джамалунгма. Она же Эверест. Пик всех пиков. Святыня. Мы, может, и посигнули бы когда-нибудь, но ты знаешь, с чем все закончилось». «А Борис, где это случилось?» «На Монблане. Он славится лавинами. Идем внутрь, пока мы болтали, нам, наверное, уже и стол накрыли». «Да-да-да. Я готова съесть целого кабана». «Я тоже». «И запить вишневым ликером». Отель был совсем небольшим. Войдя, мы сразу оказались в холле с высоким потолком и большим выложенным из камня камином. В дальней части стояло несколько столов, на одном из которых нас действительно ждал обед. Грета всегда была заботлива. Она приготовила его заранее, чтобы мы могли поесть после дороги. С самих хозяев не было, наверное, выгружали запасы. Они вообще обычно держались незаметно, хотя случалось, мы ужинали вместе. «За обедом я рассказал Линде поподробнее об отеле. Здесь селятся люди, неприхотливые, для которых важнее другое, нежели комфорт. На первом этаже две комнаты на четыре человека каждая и общая душевая. На втором четыре двухместных и тоже душевая в коридоре. Но ты будешь жить как принцесса. Мы поселимся в мансарде. Там отдельная лестница с улицы, веранда и самая настоящая ванна. С верандой обалденный вид». «Мне уже не терпится там оказаться», — сказала Линда, а потом добавила. «А как же Патрик и Катарина?» «Я развел руками. Придется им ютиться в обычной, а ванной мы поделимся». Линду с самого отъезда почти все приводило в восторг. Она задержалась на открытой веранде, любуюсь окрестностями, потом умилялась козьими шкурами на стенах и, наконец, довольная, плюхнулась на кровать, где вместо матраса была самая настоящая перина. «Господи, Седрик, как же все удивительно! Когда возле моего дома, когда я открыла свое лицо, я думала, что ты... что ты... а мне так хотелось, чтобы ты остался. Ты был моим прекрасным принцем, о котором я могла только мечтать, пряча свое лицо за прядями волос. И ты не просто остался, ты подарил мне целый мир, о котором, наверное, мечтает любая девушка. Я люблю тебя и все остальное уже не важно. Я раньше думала, что ничего не может быть лучше музыки, которой я жила, а казалось, что может. Ты самая главная, восьмая нота в моей жизни». Я скинул кроссовки и лег рядом с ней. Я не знал, что сказать, да мне и не хотелось. Теперь действительно были мы, а все остальное не важно. Я прижался к Линде, уткнувшись в ее лицо. Сейчас мне совсем не хотелось секса, только чувствовать близость ее тела и ее самой. Секса в моей жизни было достаточно, а близость появилась только вместе с Линдой, и она была гораздо сильнее всего остального. Я бы охотно отдохнул после дороги и сытного обеда, но Линде не сиделась на месте. Ей хотелось куда-то пойти, что-то увидеть, ее манило все, что нас окружало. «А мы можем подняться хотя бы немного?» Возбужденно спросила она. «Эй, позавчера ты волновалась, когда я пригласил тебя на танец, причем медленный». Она театрально схватилась руками за голову. «Можем», — сказал я, — «но не сегодня. Сегодня только прогуляться». Линда хотела запрыгнуть на меня, но вовремя спохватилась. Она опустилась на колени и приподняла мою футболку. Когда блондин пырял меня ножом, он оба раза попал почти в одно и то же место, поэтому шов был один, но достаточно длинный. Линда коснулась его губами. «Теперь и у тебя шрам. Я раньше думала, что это отвратительно, и никто не захочет прикоснуться к моим. Теперь я сама делаю это, и мне приятно, потому что он часть тебя». Я в этот момент был готов весь покрыться шрамами, лишь бы их не было у Линды. Я поднял ее и поцеловал, обхватив ладонями лицо. Наша прогулка была на грани срыва, когда я повалил Линду на мягкую перину, но она ущипнула меня за нос и вскочила на ноги. «Идем, ненасытный», — сказала Линда. Мы приехали налегке, но это не было проблемой. В городке поблизости был хороший туристический магазин, а при отеле приличный склад снаряжения и одежды. Грет и Юстас жили в отдельном доме, к которому примыкал большой сарай. Половину его занимал гараж, а вторую — склад инвентаря. Мы подобрали подходящие туристические ботинки и трекинговые палки, причем только по одной. Мне она нужна была скорее как трость, а Линде, чтобы почувствовать себя в теме. Линда, довольная, едва не в припрыжку, шла рядом, то сбоку, то чуть забегая вперед. Мы добрались до кромки леса, и я высматривал нужную тропинку. Последний раз я был тут больше семи лет назад. Оказалось, совсем недавно. Здесь совсем ничего не изменилось, включая Гретту, Юстаса и их пикап. «Седрик, куда ведет эта тропинка?» — спросила Линда, когда мы вошли в лес. «На кладбище беспечных девушек», — ответил я. «Седрик, думаешь, я поверю?» «Ну ладно, тогда на место спаривания горных козлов». «Сам ты козел, горный, не хочешь — не говори». Я только усмехнулся и продолжил путь. Линда замолчала, делая вид, что сердится, но мы оба знали, что это не так. Завидев просвет за деревьями, Линда вопросительно посмотрела на меня. «Сейчас сама все увидишь», — сказал я. Сразу за деревьями была небольшая полоска травы, а за ней каменный пояс. Только дойдя до него, Линда смогла увидеть маленькое озерцо внизу. Камни оказались с верхушкой скалы, у подножья которой плескалась вода. Противоположный берег был обычный, там виднелись мостки и лодки. «Ух ты, не думала, что тут может быть озеро. К нему можно спуститься?» «Просто так нет. Мы с парнями спускались на веревках и даже купались, но это было летом. Здесь невысоко, меньше двадцати метров». «Ммм, окажется, все сто. Очень красиво, но мне немного страшно. Я боюсь к краю подойти». «Не надо». Я сел на скалу, прислонившись к одному из камней. Мы прошли совсем немного, но я чувствовал усталость. Ранение не прошло бесследно. Я вспомнил охранника, который защитил меня. Совсем молодой парень, немногим старше двадцати. Он навещал меня в больнице, а Линда подарила ему сиди-марионеток с автографами и обещала выступить на свадьбе, которая, правда, неизвестна, когда еще будет. Все это навело меня на другую мысль. «Линда, я тут подумал, нам надо обвенчаться». Она удивленно уставилась на меня, а потом рассмеялась. «Господи, Седрик, ты мне предложение сделал?» «Да, что в этом смешного?» «А как же стойка на колени, утонченное кольцо и прочий пафос?» «Тебе действительно это нужно?» «Хм-хм-хм-хм, да нет, конечно, я не думала о свадьбе. Я буду хреново смотреться как невеста. Я не из тех, кто рассчитывал на это событие в жизни». «Что ты такое говоришь?» Линда села поверх моих вытянутых ног, и я увидел слезинку, застывшую на краешке ее глаза. Я хотел прикоснуться к ней губами, но Линда отстранилась. «Седрик, я, наверное, должна плясать от счастья, но я не могу. Я без ума от тебя и, конечно, хочу быть твоей женой. Я просто совсем не была готова. Ты был рядом, и о большем я и мечтать не могла». «Так ты согласна?» «Да, Седрик, да». «Знаешь, я раньше не думал, что все эти церемонии меняют что-то в отношениях. Я и в бога-то не верю, но сейчас... сейчас я этого хочу». Линда слезла с меня и пристроилась рядом, прислонившись ко мне. «Здесь так тихо, и вид просто невероятный. Мне почему-то вспомнился Бертран. Он мог бы написать отличный пейзаж». «Хм... я даже не видел его работ. Он очень хорош». «Больше. Он волшебник». Берре сидел в лавке Пиноккио и болтал с Эн-Роуз. Они говорили о Седрике. Они оба знали, что он сделал, и теперь понимали, почему судьба свела их. Человека с ожогами больше нет, и в городе снова спокойно. А недавно Хэтфилд снял со стены два расплывчатых фото девушек и сжег их. Девушкам больше ничто не грозило, хотя они сами никогда не узнают об этом. После Пиноккио Бертран отправился в Геральдику, где выпивал совсем один. Он просидел там до ночи, опустошив два кувшина вина. А когда вернулся в свою комнату в квартале бедноты, встал за Мольберт. Он помнил ту девушку ярко и отчетливо, словно она прямо сейчас сидела перед ним. Каждая прядь волос, каждый шрам, каждая ресничка стояли перед глазами. Бертран сначала сделал набросок, а потом взялся за краски. Он старался, как никогда, вдыхая душу в каждый крошечный мазок. И когда закончил, сам не мог оторвать взгляд, отсмотревший на него с холста девушки. Она была идеальна, как та с жемчугом в волосах. Он ловил ее взгляд и дыхание, словно она была рядом, как тогда в Геральдике. Уже к утру он, изнеможденный, улегся в постель с блаженной улыбкой на лице. Катарина и Патрик ожидали доставки в доме Риты. «Сегодня здесь как-то иначе», — сказала Катарина. «В прошлый раз мне и правда было не по себе, а сейчас почти уютно». Патрику все еще тяжело было бывать в этом доме. То им услышался смех Риты, то, казалось, он видит разбитых кукол на полу. «Может быть, Седрик с Линдой смогут исцелить это место, вдохнуть в него новую жизнь?» «Наверное, Рите это понравилось бы». Они поднялись наверх, и Катарина увидела резную фигурку. Она взяла ее в руки, чтобы рассмотреть. «Наверное, это та, что им подарил Кюрш на озере», — сказал Патрик и придвинулся к Катарине. Фигурка, как и любая вырезанная Кюршем, была хороша. Девушка сидела за органом, положив тонкие пальцы на клавиши, а сама всем телом откинулась назад, запрокинув голову с прикрытыми глазами. В девушке без сомнения угадывалась Линда. «Как же все удивительно», — сказала Катарина. «Он умер в 1903-м, а его фигурки до сих пор появляются». «Да, тут так все переплелось. Я давно перестал думать, как такое возможно. Просто стал принимать все как должное. Никто никогда не поймет, что происходит тут на самом деле». Услышав, как сигналит автомобиль, они спустились вниз. Грузчики аккуратно внесли орган и поставили в углу, в том самом месте, где когда-то были стеллажи с куклами. Патрик их давно разобрал, и место выглядело пустым, словно ждал этот самый Хамонт. Когда грузчики ушли, Катарина села за клавиши и сыграла простенькую мелодию. «У него и впрямь удивительное звучание», — сказала она. «Это да. Линда будет очень рада такому подарку». «Знаешь, Патрик, я все думаю, а ничего, что они здесь живут? В этом доме столько всего случилось?» После того, как Седрик рассказал, что увидел здесь на веранде, я тоже засомневался. Но им тут очень нравится, и они не хотят ничего другого. Когда Седрик приехал, я не ожидал ничего подобного, но сейчас искренне рад за них. К Линде у меня всегда было особое отношение. Я оплатил бы любую клинику, если бы это хоть как-то помогло ей. Я даже нашел несколько вариантов, но Линда сказала, что не хочет менять одно уродство на другое. И тут я с ней согласен. Я проснулся рано утром. Линды не было рядом. Привстав на кровати, я почувствовал что-то холодное своей ладонью, а когда понял, что, похолодел сам. Дикий страх охватил меня. Я вскочил с постели и, запутавшись в одеяле, упал. Зашитый бок заныл от неловкого падения, но мне сейчас было не до него. Я видел полоску света под дверью в ванную комнату и, поднявшись, поспешил туда. Возле самой двери я замер, услышав тихие всхлипывания. Дрожащей рукой, очень медленно, словно боясь увидеть нечто ужасное, я приоткрыл дверь. Линда в одних трусиках сидела на полу и плакала, уткнув лицо в ладони. Я опустился рядом с ней на колени. Она убрала руки и посмотрела на меня. «Скажи мне, что это не сон». Я вообще ничего не мог сказать. Ее лицо было потрясающе красивым. Все ее лицо. Ничего, даже маленького намека на шрам или сломанную кость не осталось. Я не знал, как такое возможно, и тоже хотел убедиться, что это не сон, и не знал, как. Я просто сел рядом с Линдой на пол и прижался к ней. Мы сидели и молчали, как будто ждали пробуждения. «Если это сон, — сказала Линда, — то он начался в тот день, когда мы оказались за одним столом в клубе. Сколько раз я мечтала, что мое лицо станет нормальным хотя бы отчасти. Я знала, что это невозможно, но все равно мечтала. Сейчас, когда это произошло, мне страшно. Страшно. До чертиков. Что, если я завтра проснусь, и оно станет прежним, а вдруг все вернется? Я много лет носила эту маску и смогла привыкнуть к ней, зная, что она навсегда теперь. Когда я увидела себя в зеркале и узнала, какой я могу быть, и... Если все вернется, это будет гораздо больнее. Как путник в пустыне, увидевший оазис, а оказывается мираж. Я слушал Линду, а в голове моей что-то складывалось. Те самые люди, которых уже не было в живых. Кюрш, Бере. Они неспроста оказались на нашем пути. Я был уверен, что они причастны к тому, что случилось с Линдой. А потом я увидел медсестру. Не ту, что были в наших клиниках, а самую настоящую сестру милосердия. Как во Вторую мировую, или даже раньше. Она отдаленно напоминала Оливию, и ее добрый, но печальный взгляд рассеял последние сомнения. Я многого не пойму и никогда не узнаю, и это совсем не важно. Они сделали то, что сделали, и я был им благодарен. Я обнял Линду одной рукой, а второй стал нежно гладить ее волос. Линда, я знаю, кто это сделал. Тебе не стоит бояться. Ты говоришь о них? А если им что-то понадобится взамен? Они уже это получили. Маньяк. Его больше нет в Серебряных холмах. И что нам теперь делать? Спросила Линда. То же, что и всегда. И еще много всего, что мы не успели. Наверное, нам стоит позавтракать и пойти на прогулку. Господи, я не знаю, как теперь себя вести. Я вспомнил, что Линда говорила в клубе о печати уродства, и теперь понимал, как непросто от нее избавиться. Наверное, это как заново родиться и сделать первые шаги. Ничего, мы справимся с этим. Цедрик, а как же Грет и Юстас? Что они могут подумать? Пусть думают, что это целебный горный воздух, сказал я и увидел, как Линда улыбнулась. За завтраком я заметил, что Линда несколько раз касалась пальцами своего лица, словно ища исчезнувшие шрамы. Ей понадобится время, чтобы привыкнуть, что их нет, и мне тоже. Я хотел помочь ей избавиться от них, и в то же время любил каждые ее шрамы, даже титановую пластину. Я любил ее всю, не знаю, как это случается у других, а я влюбился в нее сразу, когда увидел на сцене. Она оказалась особенной. Может быть, только для меня, но какое мне дело до других? Я смотрел на нее, и мое сердце билось чаще. Мы добрались до самого подножья гор, и там местами уже был снег. Мы как дети носились по нему и сыпали снег друг на друга, а потом Линда повалила меня и уселась сверху. Я самая счастливая девушка на земле! Я знаю, что когда проснусь, ты будешь рядом и с первым солнечным лучом подаришь поцелуй. Она смотрела на меня, и ее глаза сияли ярче самих звезд. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые слушатели, традиционно немного поговорим о дальнейших творческих планах. Но сначала я выражу благодарность. От всей души, от всего сердца. Я, ваш Костя Суханов, благодарю каждого, кто нажал лайк, прокомментировал аудиокнигу, нажал колокольчик и, конечно, поделился с друзьями этим произведением. Мое отдельное огромное спасибо и привет всем меценатам, людям, которые поддерживают финансово мое творчество. Книги – это вечно. Мы вместе останемся в истории и помогаем слушать бесплатно хорошие произведения в хорошем качестве. Всем, кто не может себе позволить покупать аудиокниги. Мы с вами вместе создали интересный прецедент и продолжим, что бы нам ни говорили. Мы с вами делаем аудиокниги бесплатно, только на пожертвования меценатов-слушателей. Спасибо вам, дорогие. Это бесценно. Я влез в кредит на пару лет, но это ерунда. Главное, что теперь со временем мы придем – внимание, барабанная дробь – к мирового класса качества звука. Я обещаю. Аппаратура уже едет, я буду продолжать учиться с вашими подсказками. Что нравится, что не очень. И рост обеспечен, не сомневаюсь. Мне очень важно ваше мнение, ваша поддержка, ваша энергетика. Я все это чувствую. Сейчас продиктую быстренько номера карт в России и способы поддержать из-за границы, на тот случай, если вы у пиратов или просто нашли аудиокнигу в неведомом интернете. На моих официальных ресурсах – YouTube, канал Актер Костя Суханов, Boosty, Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках, окнига.org, книга в ухе, дзен и даже на Рутубе – все это есть в описании. Кстати, в Boosty и Telegram можно еще и скачать. А сам Boosty принимает платежи из любой точки мира. Список официальных ресурсов тоже будет в описании. Добавляйтесь, будем дружить и общаться. Итак, номера карт. Сбербанк. 4817-7603-1059-6071. Эта карта действует до сентября 2023 года. Тиньков. 22-00-70-01-78-29-81-04. Это до июня 2030 года. Электронный кошелек U-Money. 4048-41-50-4704-18-98. Ну или на Boosty Костя Суханов находим, и там можно смотреть, скачать, слушать. Все это бесплатно. Через Boosty, что очень важно в наше время, поддержать может любой из любой точки мира. Ссылка на Boosty есть в описании. Или еще проще. Перевод по номеру телефона. Плюс 7-901-715-27-88. Этот же номер контактный, он же WhatsApp, он же Telegram. Я всегда открыт для общения. По этому номеру телефона, в зависимости от банка, получатель будет либо Константин Валерьевич Суханов, либо Любовь Ивановна Суханова. В случае, если отправляете Любовь Ивановне, я потрачу эти деньги на улучшение жизни и здоровья мамы, которая парализована, к сожалению, и ведет образ жизни лежачего инвалида. Ее карта тоже у меня, и ваши приветы я ей передаю, и вкусняшки покупаю. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это то несчастье, из-за которого актер Костя Суханов и стал записывать аудиокниги. Также можете поддержать нашего русского чейза, как его называют в комментариях, автора книги Олега Михеева. Номер карты Альфа-Банка 55 59 49 41 85 02 66 47 И еще, в описании будут ссылки на его соцсети и творческие ресурсы. Теперь, о планах творческих и что вас ждет в ближайшее время в плане аудиокниг от Кости Суханова. В первую очередь, это очень важно, нам с вами надо решить вот что. Прошу ответить на вопрос, что понравилось и не понравилось в этой аудиокниге, и сообщаю, что у этой книги есть приквел. То есть, книга, где описаны события, произошедшие до этого, начало похождений любовника. Хотелось бы вам это услышать? Также у Олега Михеева есть еще произведение, и только по вашим отзывам я смогу понять, насколько нужно нам продолжать сотрудничество с автором. Так и напишите в комментариях, как вам творчество автора, как книга в целом, как работа по озвучке, хочется ли еще такого жанра, или что-то другое нужно, и так далее, и тому подобное. Я буду ждать, и отвечу, как всегда, каждому. А, чуть не забыл спросить еще. Не раздражают ли самопробы для кино, которые я стал оставлять в открытом доступе на нашем с вами ютуб-канале актер Костя Суханов? Просто пока людям интересно, я буду оставлять. Надоест? Так и пишите. Буду прятать. Творчество, творчество, творчество. Ииии... Совсем скоро. Во-первых, большая книга, сборник рассказов о Марике Сардара, которого уже многие полюбили. Также я знаю, что очень-очень многие ждут Саламандру 2. Друзья, я вот всем уже отписывал в комментариях, и еще раз сейчас голосом скажу, я готов все проекты заморозить и сразу же записать и очень быстро, чтобы скорее вам ее отдать, уже послушать нам всем. Она тем более обещает быть лучше, круче, интереснее, чем Саламандра 1. Это я вам серьезно говорю, я читал. Но читал не все. Я читал черновые наброски. Сейчас все зависит только от автора, от Сержа Корсаковски. Он очень боится сделать плохо, поэтому он уже несколько раз начинал сначала, он переписывает, он просто перед вами хочет выглядеть действительно хорошо. Он старается только для вас. Я как бы не имею даже морального права его торопить и пинать, потому что, ну, в общем, я думаю, вы поняли. Он пишет, делает, все, сейчас по планам к концу сентября должна выйти Саламандра 2. Ну, может быть, середина октября. Я не знаю, честно, но я сразу же, сразу же, как только она будет доступна, я сразу же сажусь уже за новый микрофон, о чем я говорил, и делаю крутейший мирового уровня звук для вас Саламандра 2 обязательно зазвучит. Я знаю, многие долго ждали, чуть-чуть осталось. Серия Сибирские рассказы. Каждую неделю сейчас выходит рассказ. Огромное спасибо. Люди поддерживают, люди реально хотят слышать классику. Это меня радует, это говорит об уровне моего слушателя. Подводя итог, спасибо каждому за все доброе. Хейтерам тоже спасибо. Они, наверное, сами понимают за что. Они самые начитанные, умные и образованные. По факту, новые аудиокниги выходят только благодаря людям, которые поддерживают финансово или заказывают поздравления для близких, или рекламу, или озвучание аудиокниг. Всех их я считаю меценатами моего творчества и благодарю каждый день и перед Богом, и перед людьми. Еще раз, мой контактный номер и для переводов, и ватсап, и телеграмм, плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Даю свое мужское слово. Ни копейки не идет на блудные дела. Все это в дело. Я каждую ночь делаю аудиокниги для вас с любовью и уважением к слушателю. Услышимся. Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok